Доброе утро! У нас сегодня будет больше ознакомительная такая лекция. Каждый день мы здесь будем встречаться и обсуждать йогу с разных сторон, то есть сам принцип йоги. Он будет рассматриваться с разных точек пространства нашего понимания, то есть велика многие уже что-то знают о йоге. Кто-то может в первый раз соприкоснется с самой философией йоги. То есть мы снимем с себя очень много ограничений или стереотипов, к которым мы привыкли в себе, как бы, ну, держать эти стереотипы и потом опираться на них, пользоваться ими. То есть этот багаж или опыт наш, который мы получаем в жизни, он у нас глубоко в нашем подсознании укладывается определенными такими полочками. И потом через эту призму мы видим этот мир, мы знания получаем, его обрабатываем, это знание, опираясь на этот опыт. То есть у нас есть некий багаж знаний с рождения. И потом через призму этого знания мы видим этот мир. И когда мы получаем какой-то другой пласт знаний, то не всегда мы его сразу принимаем. Причина только одна. У нас есть уже свой стереотип мышления, у нас уже есть свой опыт какой-то жизненный, у нас есть уже какое-то знание и оно хорошо, как бы, так укореняется у нас там внутри, и что потом его убрать очень сложно. Например, если женщины до 30 лет уже получили какой-то опыт жизненный или багаж знаний. это следующее наше будет. Ну, сегодня это будет. Я сейчас хочу подготовить вас. То есть, если женщина до 30 лет уже получила какой-то багаж знаний, опыт какой-то жизненный, то потом поменять его очень тяжело. Чем взрослее она становится, тем поменять его может быть практически невозможно будет уже. очень тяжело это будет делать. У мужчин где-то до 35 лет происходит эта трансформация. И точно так же, если мужчина набирает какого-то багажа, знаний, потом начинает применять его очень активно в жизни. То есть, если женщина еще, может быть, отвлекается, да, немножко. Нужна музыка какая-то, да, фоном, чтоб шла. Сейчас я поставлю туда. Там окно открыто, наверное. Там окно открыто. Продолжение следует... Продолжение следует... Практика, которая связана непосредственно сначала как с грубым телом, то есть его можно гнуть по-разному, растягивать, сгибаться, прогибаться, сворачиваться. По камням горячим ходить, по углям, по гвоздям, по стеклам, во льду сидеть, раздетым причем. То есть некая такая сфера деятельности, в которой человек выходит за пределы своего грубого восприятия. И все. Это примитивное такое мышление о йоге. Потому что на самом деле йога включает в себя почти все сферы жизни. Да, если брать главную книгу о йоге, Бхагавадгиту, то есть ее так называют йога-шастрой. Или знание о йоге, там полностью все заложено. Все виды йоги там описаны, только они в сжатом виде описаны там. Все школы йоги в мире, они пользуются этой книгой, этим знанием. То есть оттуда ведь идет источник йоги. И первое, то есть там 18 глав в этой книге. И в шестой главе, в самом начале, прямо в первом тексте, то есть вся книга, она состоит из диалога учителя и ученика. И в первом тексте, прямо этой шестой главы, которая описывает непосредственно Аштанга-йогу, ну или Хатха-йогу. То есть ученик спрашивает, что такое йога, и учитель отвечает, что йога. То есть йога, йога может только стать тот, кто добросовестно выполняет свои обязанности и не привязывается к плодам своего труда. То есть это определение йога. То есть, другими словами, йога это наука взаимоотношений на самом деле. Если так разобрать этот термин, юдж, то, что определяется как йога, юдж, это то, что связывает или объединяет, или устанавливает связь между двумя личностями. Называется йогой. Первая личность это я, то есть каждый из нас, я личность. И вторая личность это тот, кто находится у меня внутри, ну или Бог в сердце находится у нас у каждого. И вот с ним отношения называются йогой. То есть мы будем подробно разбирать это на протяжении 12 дней. 13-й день будет как подведение итогов. Будем разбирать эту науку йоги. Мы коснемся разных сфер, в том числе и хатха-йоги. Праная мы коснемся, то есть будет 8 ступеней йоги, мы будем изучать. Там может быть кто-то видел расписание, какие темы будут, мы будем затрагивать. Но самая главная тема это наука взаимоотношений. Потому что если человек занимается йогой, хатха-йогой, и при этом пренебрегает выполнением своих обязанностей в семье, там на работе, в социальной системе где-то, то такой человек не будет прогрессировать ни духовно, и как йог, он просто исчерпает себя рано или поздно оставить эти занятия по йоге. Потому что в конце концов силой заниматься йогой дает нам Бог, который находится в сердце у нас у каждого. Некий такой как генератор там внутри. Он нас побуждает к разного рода вида деятельности. И я сейчас включу маленький отрывок из священного писания. Мы его послушаем, где-то минут 5-6 по-моему идет, может быть чуть меньше. Послушайте внимательно, то есть о чем будет здесь говориться. То есть это первая, скажем, первая глава в большом-большом трактате священном о йоге. И я не все главы буду здесь, не все тексты здесь будем мы проговаривать, только те, которые будут касаться нашей тематики. То есть будет какая-то, некая такая как школьная программа будет. Я буду включать какой-то материал, мы будем вместе слушать, и потом будем это все обсуждать. То есть некая будет такая, ну, интерактивная у нас будет встреча больше. Если у вас будут появляться вопросы, вы где-то фиксируйте там у себя, и потом в конце мы будем оставлять время и будем разбирать их. Я немножко расскажу об этом трактате. Он называется «Шримад Бхагаватам» или «Прекрасный Бхагаватам» или «Песнь о красоте», как если перевести ее, ну, как санскритологи переводят это на санскрите, написано, это древние тексты, йога сама написана на санскрите. И красота подразумевает, ну, божественная реальность, которая находится у нас и внутри, и во внешнем мире, она одновременно сочетается. И мы, как маленькие частицы всего мироздания, тоже обладаем этой красотой и чистотой. Но почему мы не можем ее проявить? Потому что мы немножко от нее отдалились. То есть йога подразумевает обратно воссоединиться, то есть получить эту красоту. Трактат называется «Шримад Бхагаватам». Он читается второй по, как бы, если брать последовательность изучения священных писаний, йоги, то первый трактат — это «Бхагавадгита» или «Песнь Бога», и второй трактат — это «Шримад Бхагаватам». «Бхагавадгита» дает знания о материальном мире полностью, о материи, о том или о грубой материи. То есть там раскрывается все знания полностью, исчерпывающее знание. А «Шримад Бхагаватам» непосредственно учит отношения с верховной личностью Бога, который находится и в сердце у нас, и в каждом атоме находится, и в источнике он находится всего. И вот мы будем иногда включать какой-то материал, будем его слушать, и потом будем его разбирать. Давайте сейчас послушаем немножко первую главу. То есть эта встреча состоялась мудрецов, и глава так называется «Вопросы мудрецов», то есть какие вопросы задают мудрецы. То есть о самом важном, то есть мудрецы не задают ненужных вопросов бесполезных, они только серьезные вопросы задают. Но я считаю, что здесь люди очень серьезные собрали здесь утром задавать вопросы. Можно помечать что-то, если что-то услышите. Вопросы мудрецов. Итак, повесть гласит. Однажды в заповедном лесу на Миша собрались ученые-мужии по голове с мудрышим мамой, дабы каждый день в грядущие тысячи лет выжигать черный огонь для поглошения небеса. В один из дней, закончив выжигание станции, призвали среди себя некого счетливого сына Крисничева, и, возлетяя его на черное место, обратились к нему с такими вопросами. Мудрецы сказали о почтенном муже. Мы слышали, что ты в уме своем хранишь все предания былых времен, все летописи и мучения о долгии и смысле у тебя. Ты один из первых обнимал в ясе мудрецу от Бога. Ты следующих ученых и прочих старцев, что пролили свет на устройство зрелого мира и того, что лежит в замке, делами опыта. Смирением своим и прибрежностью ты снискал милость учителей, что довели тебе сокровищницу всех дальних знаний. Следуя к нему примеру, мы смиренно просим тебя открыть нам эти знания. О наделенный долголетием, расскажи, что, по твоему разумению, является высшим благом для человека и в чем его главный итог. В наступивших мрачную венкарию, жизнь людей весьма коротка и полна тревог. Человекство лишь ленив, лжет себе и ближнего. Несчастье одно за другим преследует род человечества. Среди множества учений, определяющих смысл человеческой жизни и долг человека, как найти нам истинное, как не растратить годы на изучение мудрых слов, ответить себе на главные вопросы. Ради чего живет человек? Что есть долг для человека? И в чем его счастье? О, суда! Благословенные небесами знать суть вещей. Ты ведаешь тайну сошествия в земле и мир Бога праведных и злона демоки, жены благородного васудера. Каков истинный, изначальный облик Бога! Какие обличия Он принимает, воплощаясь в вещественном мире. Чему, о великодушные сутра, учили людей, учители древности? И есть ли в взаимом мире истина, нетодержанная линия? А в неблющей истине, даже сам того не зная, рвет цепь перерождений. В неблющей истине неведом страх смерти, ибо страх сам боится истины. Мудрые говорят, что в обществе святых, на кого столк и Господа – единственное пристанище, душа в одно мгновение очищается от всех порогов, когда, как для искупления грехов святых от Арканги, нужны многие и многие жизни. Так ужели среди жаждающих спасения от порогов мрачного века найдется глупец, кто не захочет внемлить о Господе? Господь Бог столь милостив, что только слушая о нем, человек получает такое благо, которое невозможно утратить даже со смертью. Поверь нам о его делах, что вершит он в зримом мире, не сходя сюда в своих многочисленных обликах. Поверь нам о его играх, образах и пилах, что за ссором побуждает Всевышнего покидать свою нерушимую обитель и лицедействовать в брендном мире. Расскажи нам о предвечном существе, о ком невозможно говорить не стихами, да не присыпятся сердца наши нектаром красоты, что застроится с твоих мудрых уст. Это маленькое вступление такое, чтобы понять в чем смысл. То есть в чем смысл. В чем смысл? Кто какие вопросы для себя отметил? Можно сейчас что-то говорить вслух. Какие вопросы ценные были? Ради чего живет человек? Задается кто-то таким вопросом? Есть же такое, да, внутри какое-то понимание, зачем я живу? Говорится, если у человека не возникает такой вопрос внутри, значит его разум почти что выключен. То есть такие вопросы могут задавать люди, у которых разум работает до какой-то степени, включен. Разум будет искать это понимание, зачем я здесь нахожусь, что я здесь делаю в этом мире. Зачем живет человек? Еще какой вопрос был? Какой его долг, да? В чем его счастье? Очень хороший вопрос был. Познать Бога и что для человека? Что для него является высшим благом? Зачем Бог спускается на землю? Здесь зримый мир, говорится, да? Входит он. То есть еще незримый мир, который мы не видим. Каков его облик, да, Бога? Для йогов это очень важно, потому что йоги, они когда в медитацию садятся, они входят в безмолвие сначала. То есть нужно остановить поток мыслей. У нас мысли с такой скоростью бегают в голове, что мы не можем погрузиться во внутреннее состояние. И наш ум нас постоянно вносит во внешний мир, да? Да, йоги, они удаляются в пещеры, садятся там и долго очень погружаются в эту медитацию. Для чего? Чтобы его увидеть внутри, чтобы Бога увидеть все равно. Какой его облик просто. То есть нужен личный опыт, потому что одно дело, когда человек в Писании это читает, где Бог говорит о себе, что я вот такой, я вот такой, но человек еще должен его увидеть, потому что ум, вернее разум, будет все равно в сомнениях. Такой ли он, или не такой? Да, есть какие-то вещи, которые мы принимаем уже на веру сразу. Например, если учительница говорит нам, что 2 плюс 2 будет 4. Мы в первом классе не задаемся вопросом, а как это будет 4. Мы просто принимаем, потому что учительница говорит, и все. Мы верим ей, она не обманет нас. Также в духовной жизни, учитель духовно, он говорит некоторые моменты, как бы проговаривает некоторые важные моменты в священных писаниях, которые нам просто приходится принимать на веру, потому что нашего интеллекта не хватает, ну сразу это осознать, а как это? Например, как понять, что на Солнце живут, на Солнце есть жизнь? А вот как это понять? И в современном мире это не принято считать, что на Солнце вообще есть жизнь. Огненная планета там все из огня состоит, то есть нету жизни там. Поэтому людям, в принципе, это и не говорят в средствах массовой информации, что есть там жизнь. Ну, с одной стороны, наши ученые, они и не знают об этом. Но люди духовные, которые занимаются духовной практикой, они, во-первых, в священных писаниях написано, что там есть жизнь. Но, во-вторых, есть люди, у которых есть уже опыт, йоги, которые занимаются йогой, они могут перемещаться в тонком теле, по всей Вселенной могут путешествовать. И они на собственном опыте уже убедили, что и на Луне, и на Солнце, и на других планетах есть жизнь. Просто там тела другие, не такие, как у нас. Например, под водой же есть жизнь, хотя мы там не можем жить. И ребенок, он не знает, что там под водой есть жизнь. Он вырастет, ему скажут, там живут рыбки разные. Но у них тела специальные, подводные. Так же и на Солнце. Тела из огня состоят. Огненные тела, и поэтому там они живут. Мы просто на веру принимаем. Так священные писания сравниваются с мамой. Мама никогда не обманет ребенка. Она говорит ребенку что-то, ребенок сразу верит, потому что это мама. И священные писания тоже, они объясняют науку взаимоотношений с высшего, с высшего пла, с высшего уровня. Не с низшего, на котором мы, в принципе, привыкли в этом мире жить, а с высшего. И этот высший уровень, он открывается человеку не сразу. То есть человеку в школе не сразу дают знания там об алгебре, там о геометрии, сначала какие-то фундаментальные знания люди проходят. Поэтому мы здесь будем все по порядку изучать. То есть сначала мы должны понять, что йога — это отношение между мной, как душой, как духовным существом, не материальным, не вот этим грубым. Духовность — что? Я внутри этого тела нахожусь. Мы завтра будем разбирать строение этого организма. То есть мы себя там найдем, где мы там находимся. То есть в каком там лабиринте мы там спрятаны. Да, и также Бог, который находится у нас в сердце, мы его тоже там, по крайней мере, теоретически обнаружим. То есть где он там находится. И следующий шаг будет — это построение отношений теперь между мной и им. И в принципе вот эта схема «я», «бог» и мои с ним отношения отвечают уже на многие вопросы, которые здесь были заданы. В чем смысл жизни человека? Опять начал, да? Так хочет. В чем смысл жизни? Познать, кто «я» сначала. То есть кто этот «я»? Это один из главных вопросов, которые человек должен решить в своей жизни. Кто этот «я»? Как только человек теоретически понимает, то это и второй вопрос ставит. А кто такой Бог теперь? Хотя бы теоретически понять. И потом уже следствие вытекет. А какие мои с ним отношения? Все. И тогда человек уже будет чувствовать, что такое счастье. Почему? Потому что Бог в сердце, который находится, он и является этим источником счастья, которого мы все ищем в этом зримом мире. Причем мы его ищем вовне этого счастья. У нас привычка такая выработалась. Искать вовне счастья. Но это счастье, оно, во-первых, временное. Замечали, наверное, да? Мы одно счастье достигаем, и оно тут же заканчивается. Мы сразу начинаем другое искать счастье. Причем счастье, которое мы ищем вовне, мы его чувствуем внутри. Например, яблоко, если мы берем. Вот мы его только в руки взяли, и мы уже понимаем, что оно от нас уже никуда не уйдет, что оно мое яблоко, я его сейчас скоро буду кушать уже. И в этот момент уже человек испытывает счастье. Но он его испытывает внутри, не вовне. Потом он его поднесет к носу сначала, да? Опять счастье пришло через органы чувств. Да, это структура вот этого организма, она так устроена. Мы через органы чувств будем входить в этот мир, во внешний. Потом, когда мы его откусим, это яблоко, еще испытаем счастье. Но это все счастье внутри будет. Почему? Источник, потому что внутри у нас. Все, что в этом мире происходит, построено на отношениях. Все люди строят отношения, неважно с кем, с людьми, с соседями, с собаками, с птицами, с природой, с правительством, со своим здоровьем и так далее. Почему? Потому что эта наука стоит в основе построить отношения. Говорится, если мы польем корень дерева, то все ветки насытятся. Так же и здесь, если мы построим отношения с Богом у нас в сердце, все остальные виды отношений, они автоматически нормализуются и переведутся в порядок. Будет гармония. Вот этот баланс нужен людям просто, он необходимым. И так как люди не обладают знанием, как это делать? Люди пускаются, ну скажем, не во все тяжкие, но во все стороны разбегается сознание у людей. Замечали? Как только из квартиры или из дома выйдешь в город, сознание сразу разворовывается внешней энергией. Рекламы, магазины, какие-то звонки, компьютеры, работа и все-все. Нету времени туда углубиться, что все во внешний мир уходит. Люди хотят найти это счастье, но так как нет знания, его приходится искать вовне. От работы, от еды, от денег, от власти, от секса, от наркотиков. Неважно от чего, лишь бы где-то хоть немножко испытать это счастье. Но оно находится у нас внутри. Прямо внутри у нас. И постижение этого счастья называется йогой. Хатха-йога, которой многие так стремятся очень быстро, ей нужно заниматься осознанно очень. Не считать это просто гимнастикой. То есть, нужно с самого-самого начала понять смысл этой системы, чтобы потом это наше мышление не поменялось в течение занятий. Например, если человек садится в асану. Асана – это поза по-русски. Вы садитесь в асану, и вы сидите, пытаетесь сосредоточиться, по крайней мере. А у вас не получается. Потому что ноги болят. Да? У кого-то уже болят ноги? Да? Уже сейчас даже так сидим, и что-то как-то раз, что-то вот как-то сесть надо поудобнее, да? Ну ладно, мы не про ноги сейчас скажем. Про позвоночник. Смотрите, видите, процентов 30 сразу выпрямились. Заметите, а почему вот так мы сидим? А так комфортно просто, и все. То есть, нам нужна зона комфорта, и все в этом мире. У нас есть определенные, скажем так, ресурсы в организме нашем. Например, чакры одни из них. Один из ресурсов, это наши чакры. Вот есть такая чакра, которая отвечает за комфорт. Куда мы у него попали, мы будем искать зону комфорта. Неважно. Хоть в туалет зайдем, все равно будем, как поудобнее, вот устроиться просто. Ну, где сюда мы приходим, мы сразу думаем, где я сяду? И вот если я сел, то я пытаюсь как-то еще вот, ну, чтобы рядом кто-то сидел, вот, желательно, противоположный пол, чтобы сидел, чтобы как-то чувствовалось так хорошо себя. Это есть такая природа, она у нас есть, она будет требовать трансформации. И почему позвоночник нас так заставляет вот так делать? Потому что, если мы прямо сядем, попробуйте сесть прямо, то сразу будет как-то дискомфортно, да? Почувствовали сразу как-то? Раз. Но потом следующий эффект оказывается комфортно. Как-то и в сон не клонит уже, да? Почему? Потому что энергия с нижних центров начинает подниматься вверх, сразу вот в эти центры, в голову. И стоит нам немножко вот так опуститься, а мы опустимся однозначно, где-то минут через пять вы уже забудете, что надо ровно сидеть, то эта энергия тоже опускается вниз. И она на нижнем центре начинает функционировать, и нижний центр отвечает за три вещи, и одна из них – это сон. Поэтому так нас раз и мы так соглашаться будем со всем-то. Да? Да. Если вы в йоге занимаетесь какой-то практикой или какой-то комплекс хотите изучить в йоге, должны держать в фокусе, что в первую очередь нужно работать вот с этим телом просто. Держать его постоянно в тонусе, чтобы оно ровно сидело, по крайней мере, если больно сидеть. То есть мы будем изучать, почему эта боль возникает, как от нее избавляться. И когда вы будете заниматься непосредственно йогой, включайте именно вот этот механизм очищения вот этих центров, которые приносят нам боль. То есть пока наше тело будет грязным, зашлакованным внутри, не гнуться, не сгибаться, мы не сможем уйти вовнутрь и почувствовать это там счастье, а более того, его увидеть. Потому что мы во внешний мир будем отходить. Посмотрите, стоит человеку заняться, ну, например, пранаямой. Знаете, такая техника есть, да, пранаямой? Дыхательная там, да, разная. И вот человек сидит, например, дышит. Ах, что-то нога заболела у меня. Все, это значит, уже не пранаяма. То есть все, человек вышел с медитации. Или зуб болит у человека, да, например. О какой медитации может быть речь? Поэтому первые шаги начинаются с грубого тела. То есть отношение, то есть йога в этом случае, это отношение вот с этой грубой оболочкой. Перевести ее в порядок, потому что это очень мощный ресурс для счастья. Вот это тело. Если мы на него не обращаем внимания сильно, ну так, только кормим его, моем так, периодически. Не всегда, а так, периодически. Ну, расчесываем, одеваем его как-то и все, и больше не смотрим за тем, что-то внутри происходит. Рано или поздно эта оболочка нам даст о себе знать. Да, она будет говорить нам, ну что, пора уже на консультации идти коллегу Геннадьевичу. Да? Ну, пора уже, потому что. Так-то охота на лекцию пойти или на море, но вот, скорее всего, на консультацию надо идти. То есть, мы встанем перед выбором, а потом у нас уже выбора не будет. Потом точно будем знать, что надо ехать лечиться коллегу Геннадьевичу или еще куда-нибудь, какую-то клинику. Все, потому что тело говорит, ты не обращал на меня внимания, а я нуждаюсь во внимании. А ты же, внимание, это что такое? Да синоним любви, конечно же. Мы внимание друг другу уделяем. Почему? Мы нуждаемся в любви. Это тело тоже хочет любви. Она говорит, обрати на меня внимание. Поддерживай меня. Я хочу быть здоровым, я хочу быть полезным тебе. Это тело говорит. Все, если человек будет обращать на это внимание, уделять внимание этому телу в виде питания, режима дня, общения, получения знаний, духовной практики, мы разберем это все потом постепенно, то поэто тело потом отблагодарит нас очень сильно. Очень сильно отблагодарит. Например, я иногда в Гималаях встречаю йогов таких, которым там под 200 лет, представляете. Это минимум, я просто сказал, чтобы вас не шокировать. Так. И он светится счастьем, потому что он достиг этого благодаря вот этому телу. Он держал его постоянно в чистоте, заботился о нем, трудился над ним, не нагружал его чрезмерной какой-то практикой, а давал он столько, сколько это тело может выдержать. И это тело развилось очень хорошо, оно не болеет, не скрипит, ничего там. Единственное, что оно может быть с виду кажется таким медленным, ну старый, потому что человек, хотя на вид ему может быть лет 70, 70-60, где-то так и все. Но внутри человек себя чувствует очень счастливым. У нас до 8 часов, да, знаете, здесь? 8-10 даже, еще 10 минут будет. Угу. С чего нужно начинать этот поиск? Потому что мы, в принципе, находимся в поиске все. Мы что-то ищем. Может быть, мы себе не признаемся в этом, но мы постоянно будем искать что-то. Нам будет недостаточно от того, что у нас есть. То есть человек не сможет стать полностью счастливым, не получив, ну, определенные знания, как бы счастливым. И, например, вот эти собрания, то, что мы здесь проводим, они на самом деле должны построены быть так, чтобы человек нашел то, что ищет. В принципе, мы все ищем одно только. Только мы хотим это найти разными путями. Например, изначально, когда душа, то есть мы, как духовные существа, входим в материальную оболочку, мы в любом случае получим тело через женское тело. То есть мы войдем в чрево матери вначале, да? Мы туда войдем сначала. Потом, через какое-то время, у нас будет формироваться грубая оболочка, мы к ней должны привыкнуть. и до того, как мы входим в чрево мамы, наше сознание, оно бодрствует в этом время очень хорошо. Мы очень четко трезво мыслим. Как личность мы не теряемся, мы остаемся в таком хорошем тонусе. Более того, мы даже себя комфортнее чувствуем, чем в этом теле, потому что это тело, оно нас иногда ограничивает. Да? Да, мы видим, как летают птицы. И думаем, вот бы тоже бы, да? Пролететься бы над горами. И наше желание кто-то исполняет. Наше желание исполняется когда? Во сне. Кто-то во сне летает. Летал кто-то во сне. Причина только одна. Мы когда-то этого хотели. Другой причины нет. Или, например, плавать. Ну, то есть, любая деятельность, которая с нами происходит, это плод нашего желания в прошлом был. То есть, это грубое тело не всегда нам даст возможность испытать максимальное какое-то наслаждение от деятельности. Оно ограничивает нас. Поэтому многие стремятся к такой мистике в йоге. Они хотят быстро научиться левитировать, например, в теле перемещаться, в пространстве. Или телепортация, например. это быстро исчезать и возникать в другом месте. Может быть, это я уже, ну так, далеко сейчас шагнул. Но так как здесь люди разного уровня находятся, мне придется, вот вы должны как-то привыкнуть, что мне придется вот так вот гибко лавировать. То есть, с одной темы на другую, потому что охота всех удовлетворить. Каждый же зачем-то пришел сюда. И все это есть. Йоги могут это делать. Каждый из нас это может сделать. Просто нужно получить образование, нужно развиться. И тогда это все возможно. Ничего в этом такого нет. то есть, с чего нужно начать этот поиск? Сначала нужно понять, а что я вообще хочу? Иногда даже наши желания не могут быть обманчивыми. Например, человек думает, я хочу в Индию поехать. желание просто в Индию. Все ездят в Индию, я тоже хочу в Индию поехать. Я хочу в Индию, я хочу в Индию. Желание возникает. Желание, желание, желание. И приходит время, какой-то раз человек едет в Индию. Приезжает в Индию. Только самолет выходит с аэропорта в город. Первое желание возникает обратно улететь. Вот это у всех было. Вот кто первый раз прилетает, у всех. тех, кто не занимается духовной практикой, а вот так, просто на амбициях, на эмоциях я хочу в Индию, как только они выходят с аэропорта, сразу же я хочу обратно улететь. Во-первых, жарко всегда там, даже зимой. А так как там в основном в Индии люди не думают о материи, они больше о духовности думают, а их мыслительная вот эта вся система, она очень сильно эманирует на пространство. А люди туда приезжают с материальными желаниями, с грубыми, и они не могут соприкоснуться, то есть не могут войти в гармонию с этой духовной энергией. Эта духовная энергия выталкивает их. То есть внутри человек на подсознании думает, я точно здесь не получу то, за чем приехал. То есть шашлычков с киреешками, пива, этого не будет здесь точно. А он это чувствует, что здесь этого не будет просто. А объяснить себе не может. Поэтому первое желание уехать возникает. Даже если его удержать, как-то сказать, подождите, не торопитесь, не торопитесь, немножечко побудьте здесь. И буквально день-два эта духовная энергия, от этой среды духовной, она начинает сжигать, вытеснять эти материальные желания. И потом человек думает, ну в принципе ладно, не буду пока торопиться, уезжать, подожду. То есть надо подождать. В принципе, вроде бы здесь не так-то, все плохо. И стоит ему добраться до первой реки какой-нибудь, если ему в Гималайи едем, там Ганга, она сразу с одним омовением снимает большой-большой пласт кармы тяжелой. Просто вот так. Одно омовение просто. И человек только погружается в Гангу, он сразу думает, я не зря приехал сюда. Вот это изнутри возникает такое состояние. Все, теперь через эту призму он начинает мыслить, ага, есть что-то высшее, есть что-то лучшее, но что именно, я пока не знаю. И у человека в этот момент формируется такая структура мышления, что он должен теперь посвятить себя поиску этого чего-то непонятного. Нужен поиск. То есть нужен поводырь какой-то. Так как поводырей нет, у человека просто включается некий механизм, некого такого, знаете, навигатора внутри. Какой принцип навигатора? Он прокладывает путь, да, к цели. То есть мы ставим цель какую-нибудь, включаем там на кнопочку какую-то и выкладывается какой-то маршрут. Вот. Если мы строго следуем маршруту, то большая вероятность, мы очень быстро достигнем цели, потому что навигатор, он что делает? Он выстраивает траекторию такую, или такой путь, который включает в себя минимальное, минимальное, в общем, соприкосновение с препятствиями. То есть самый короткий путь вычеркивает. Но бывает такое, что люди иногда проезжают повороты, да, нужные. Ну, где-нибудь задумываются там, где-нибудь в облаках летают. Я наблюдал много раз так. Ой, ой, что-то проехал. Так, я, наверное, проехал. Ой, что делать? Остановиться надо. Особенно женщины. Потому что их мышление, оно настолько интенсивное, что за рулем они настолько сосредоточены просто. Если, не дай бог, что-то они проехали где-то мимо, то первое, что им нужно сделать, нужно остановиться просто. Остановиться и подумать, куда сейчас ехать? Есть такая поговорка. Не знаешь направления, нет смысла двигаться. Больше времени можно потратить. Нужно остановиться и подумать, куда... И вот это надо остановиться и посмотреть, куда навигатор теперь проложит путь, перепроложит. И, как правило, этот путь будет уже длиннее. Здесь то же самое. В этом поиске, про который мы сейчас говорим, принцип такой же. То есть, если мы ставим цель перед собой, находим хороший навигатор, не китайский ширпотреб какой-нибудь, а хороший, кто нам задаст эту программу цель, как достигается эта цель. То есть, маршрут проложит этот. И если мы строго следуем этому маршруту, мы достигнем цели. Но стоит нам расслабиться где-то, подумать, это не важно, принизить степень значимости каких-то действий, практики нашей, йоги или не йоги, это может быть не важно. То большая вероятность, что мы на время сойдем с пути. И кто-то нам, какой-то навигатор, проложит другой путь. Где этот навигатор будет? Другой. В уме. Все верно. Наш ум скажет, а давай вот так пойдем. Мы тоже дойдем к цели, он скажет. Причем он не признается, что этот путь короткий. Он скажет, этот путь удобный. Йога подразумевает, что мы в фокусе держим всегда цель и не отходим от нее. Мы не тратим время. Мы будем затрагивать одну из тем, это тема времени. Что это за энергия такая? Она очень могущественная, эта энергия. Ее с ней нужно сотрудничать с этой энергией. Другими словами, нам нужен хороший путеводитель просто. Если мы хотим что-то найти, если мы в поиске находимся, для себя мы должны сначала понять, что я ищу, а потом найти того, кто это уже нашел. Все. И что сделать потом дальше? Восстановить с ним йогу, с этой личностью. То есть связь, установить отношения, контакт установить. С этого начнется наука взаимоотношений двух личностей. С кем поведешься, того и наберешься. Все. Если мы начинаем общаться с такими людьми, неважно, может даже не с такими людьми, с любыми людьми, если мы начинаем общаться, то мы перенимаем их вкус, перенимаем их знания, перенимаем их опыт, перенимаем их привычки. Много-много что к нам перейдет. И вот этот выбор, он останется за нами свободным. Мы сами должны выбрать, за кем я пойду, с кем я буду общаться. Никто не имеет права никому навязывать, что надо вот так идти, а не вот так. Нет, этот выбор будет только за нами. Лучше самому его сделать, этот выбор. Потому что, если мы не достигнем цели, мы обязательно обвиним того, кто нас направил куда-то. скажем, ты мне сказал. Поэтому не слушайте. Слушайте свое сердце. Оно подскажет вам, куда идти. Вот эти все дни, которые мы здесь будем проводить, здесь утром в это время, все это будет касаться вот этих тем. Кто такой я, кто такой Бог, и какие мои с ним взаимоотношения. Как их строить, эти отношения. Какие у нас есть ресурсы, что это за оболочка такая? Что там внутри заложено? Что здесь, в нас внутри огромный-огромный просто, ну, конгломерат событий внутри может протекать у нас. У нас очень много, много-много возможностей у каждого из нас. Нам нужно только их раскрыть и развить. Все уже есть у нас. Не надо уже ничего искать. Мы нашли. Теперь надо это раскрыть. То есть у нас есть сундук с драгоценностями. Есть ключ к этому сундуку. Вот только открыть мы должны сами его. Вот и все. Ну вот, в принципе, такая будет тематика у нас на протяжении всех этих занятий. Давайте, с первого раза мы не будем глубоко погружаться в это сейчас. Может быть, сейчас какие-то вопросы будут, пообсуждаем их. И потом уже настроимся на другие. не стесняйтесь. Практика йоги непосредственно. Я бы с удовольствием, конечно, но вот организаторы решили, что холодно очень на улице. А в мое время как раз йоги, оно было утреннее, если вы помните, да, те разы. И оно было на корте. Потому что большая часть людей уходит как раз на йогу туда. То есть, это сейчас просто маленькие части, вот они сейчас там и где-то еще помогут. Да, занятия? А в этом зале мы уже думали, в этом зале я проведу только два занятия по йога-нидри. И то нам придется вынести все стулья из зала. То есть, буквально за полчаса до занятий сюда, ну, мужчины какие-то придут, кто захочет помогать непосредственно, нам нужно будет все стулья вынести, чтобы вместились люди. Потому что большое количество людей, например, если бы сейчас объявили, что будет йога, вот там на корте я буду проводить, то процентов 80 гостей в фестиваль, они бы шли туда, на югу. И там было бы очень тесно, даже на корте. Да, так как холодно, а врачи, они здесь смотрят за этим и говорят, то это сразу надо будет вызывать людей, скорую помощь там для многих. В общем, напряжение будет очень. Два дня если позаниматься, там многие начнут болеть, потому что, что такое болезнь? Болезнь, это да, идет очищение, то есть, организм чистится, но немногие же это понимают, что идет чистка. И все сразу начинают как-то хмуриться и страдать, и осуждать, и критиковать свою жизнь, судьбу, свои врачи, еще кого-то, фестиваль, что я вот заболел. Единицы могут понять, что это благо для меня сейчас, что я болею, что выходит какой-то пласт тяжелой кармы с меня, просто выходит, благо здесь условия создались. Но так как мы не фанатики, то есть мы еще не готовы к таким, ну, аскезам, так лечиться от кармы тяжелой. Вот организаторы не взяли, вот так вот, буквально вчера приняли решение, что мне придется здесь давать лекции каждый день, здесь по утрам. Если в какой-то день, хотя Олег Геннадьевич настаивал, чтобы все равно была какая-то разминка на улице по утрам, немножко. Может быть, в какой-то день потеплеет, можно будет потеплее одеться и выйти на корт, и может быть, я что-то проведу. Ну, а так вот будут занятия только там. Где же йога идет, да, сейчас? Пранаяма здесь идет, да? Йога наверху, да? После обеда? А расписание, что в расписании там? На поляне? У меня занятие. Ну, вот здесь еще одно расписание. Хатха-йога будет на втором этаже с 6.30 до 8.10. Вот в это время как раз. И в это время Пранаяма идет, и в это время еще Цигун идет. А? Да. Первые фестивали это проводилось все одновременно. Когда был большой зал, когда не было еще всего вот такого. В головах людей и то, и то, и то, и то хочу, все хочу сразу. Мы проводили сразу одновременно все. Большой зал, все приходили. Кто помнит, в Кучугурах первый кто-то был на тех фестивалях? Первый фестиваль в Кучугурах. Полный зал в 5 утра мы уже в 5 утра мы начинали. Один даже раз в пол пятого. Один фестиваль мы с пол пятого полный зал. Там стульев не было. Там все на полусе или как йоги. Мы же йогой заниматься. Да, и там была сначала практика медитации была. Мы ее будем здесь практиковать. Скорее всего, мы включали на экране слайды специальные, чтобы деятельность ума она как бы фиксировалась на чем-то. Не разлеталась. Потом пели гимны ведические, то есть звуком чистили себя сначала, настраивали. Потом была лекция по Шимадбагаватам, где-то минут 40. Мы погружались в философию, в гьяна-йогу погружались. Сначала мантра-йога была, потом была гьяна-йога, это йога знаний. Вот мы сейчас занимаемся гьяна-йогой. И потом у нас полтора часа шла практика хатха-йоги и еще где-то 20 минут пранаямы. Потом вопросы-ответы и потом все шли на завтрак. Ну такая была сейчас практика. Но сейчас зал не позволяет это все делать и у людей очень много желаний разными другими практиками заниматься. То есть и организаторы они пытаются удовлетворить желание всех. Хотя вот здесь многие не удовлетворены. Йога охота позаниматься, да? Так хочется, да? Ну вот я даже не знаю что сказать вам. Я не против этого. Но если только не дай Бог вы это скажете всему фестивалю, что здесь в конце мы выходим на корт, то многие убегут вот с тех занятий и с этих все туда пойдут просто. И это будет просто на эмоциях, на амбициях туда все пойдут. А потом через два дня начнут болеть кто-то. Потому что многие еще не успели перестроиться, организмы еще такие не адаптированные для таких условий. В основном здесь процентов 50 людей это квартирные люди. Люди, которые прожили очень много времени в бетонных коробках, то есть в пространстве закрытом. И организм он не обогащен праной сильно. Он работает в неком таком автономном таком, знаете, режиме максимальной защиты от этого бетонного всего, вот этого всего. В общем. И эти люди не сильно активные. Да, их мышление оно немножко такое суженное в рамках квартиры. И когда мы выходим туда сразу раз заниматься, то открываются внутри каналы разные пранические. И прана туда влетает, то знаете, как вода в губку. Если губку так разжимать, она в себя впитает. Прана сразу начнет напитывать организм. А что делает прана? Какая ее функция праны? Она чистит и она сжигает зажимы, запоры всякие там, черную вот эту энергию, она просто ее сжигает сразу. И это будет происходить сразу же со всеми. Почему многие кто уже готов, они себя чувствуют так классно после йоги, да? Все, потому что там уже все прочищено, прана обогащает и у человека просто озарение происходит. А когда там еще все не прочищено, прана начинает это все вымывать, на грубом плане начинают влазить болезни. Сопли, кашель, ангины, гриппы, поносы там, что там еще. Ну все, все, что вот, все прелести начинает. А на самом деле это просто грязь выходит. И все. Поэтому очень опасно. Я не против, я только за. Мне сказали организаторы прям вот так сказали. Не дай Бог. Я только за. Я готов вас прям сейчас всех на море увезти и всех омыть там просто. Но я это делаю только в Гималаях. Там я беру ответственность. Здесь я не беру ответственность. Здесь я только беру ответственность за знания, которые здесь выдаются. И все. Поэтому, если кто-то хочет экстрима такого, утреннего, хорошего, я вас приглашаю всех в Гималаях. Да, первый заезд, ну не первый, он уже долгий, мы уже много лет туда ездим. Два раза в год и вот следующий заезд у нас будет 16 октября. Если кто-то успеет, у кого есть ресурсы, возможности, желания, время, у вас еще есть время на самом деле за две недели, чуть меньше, да, открыть визу и купить билеты, пожалуйста, не пожалеете, потому что этот тур он будет необычным, очень удлиненный будет. Мы не только в Гималаях будем. А следующий будет летом, где-то июнь. я попозже потом цифры вам скажу. Длительность, да, а можно по-разному, там гибкая система, например, кто-то не может на месте, кто-то отпуск две недели. Две недели, да, можно две недели. Группа, по-разному, где-то максимум, где-то, в этот раз летом 70 человек была группа. Сейчас где-то человек 50 будет, потому что осенью уже немногие отпуска могут. Да, где-то так. Прямо сейчас мы убираем? На лето? Прямо сейчас? Да, можно регистрироваться просто и все, на сайт зайти вальмике.ру. Потом я это расскажу поподробнее. Зайти, там есть регистратор, который все объясняет, что брать с собой, сколько стоит, смету всю, какой маршрут ваш будет, все-все-все-все просчитывает вам, говорит, помогает визы брать, билеты, где там, чтобы это дешево было, недорого. Да, регистрироваться прямо сейчас можно. На каком сайте, который вы сказали? Вальмике.ру? А в России? В России? Мы вот сейчас встречались в одном месте, здесь недалеко, то есть собралась группа такая людей, кто ездил в Гималай в разные, в разные года, и мы решили собраться, просто в одном месте там было около двух или трех тысяч человек, и из них, многие в Гималай ездили со мной, и мы решили собраться, там, их желание было людей, у нас там человек, наверное, 10 или 15 собралось, и мы, то есть у нас появилась такая потребность, я раньше это говорил, давайте в России организуем сбор такой, где будут собираться такие люди, и вот в этот раз мы решили активизироваться, и подумали, мы можем раз в году собираться в российских Гималайах, где они находятся, кто знает, Алтай, Алтай на самом деле это сторона Гималайев, именно вот это ближе, и они находятся как раз посередине, что очень много людей с востока приезжает в Гималай, из Европы, из Урала, то есть Сибири, мы решили, что мы раз в году будем проводить где-то 10-дневный такой ретрит именно на Алтае, то есть и треки там будут, и общение будет, и образование будет, и отдых будет, то есть все там попробуем организовать, поэтому у кого будет желание, тоже можно быть на связи, держите руку на пульсе. Мы сейчас куда-то в другую сторону ушли, заметили? Это так Гималайи тянут на самом деле. Еще может быть что-то? Мы больше сейчас знакомимся на самом деле, сейчас знакомство у нас идет, оно такое мягкое очень, потому что там дальше будут какие-то темы, я буду так немножко, ну знаете, строгость, иногда нужна строгость, знаете, учителя иногда строгие должны быть, для того, чтобы ученик был серьезный. Сейчас мы пока просто немножко готовимся к этому, эта строгость, она несет счастье на самом деле, это не такая строгость, которая боль приносит. Например, по секрету, вот для как раз для вот этой группы, раз вы самые такие целеустремленные, открою сердце свое. Сегодня ровно 10 лет, как я поступил в этот институт, вот это институт на самом деле, мы вот так зашифровали, что это фестиваль на самом деле. здесь институт, здесь можно получать образование, получать сертификаты, да. 10 лет назад он открылся, этот институт. 10 лет назад я в него поступил как студент. И 10 лет назад я очень строго получил поплюху от наставника, от Олега Геннадьевича. И она до сих пор мне счастье несет. Очень строго, он так строго сказал мне одну вещь. Я сначала воспринял, что это тяжело, буквально через какие-то там 3-5 секунд я понял, что это просто счастье такое. Оно как раз в такой форме пришло ко мне просто. И с этого момента у меня началась другая страница моей жизни. За счет строгости. Потому что если бы это он не строго сделал, а как-то так, не факт, что это бы произошло. дистанционное обучение, конечно, это самое лучшее обучение на самом деле. Но нужна квалификация обучаться дистанционно. Например, это обучение, оно может быть разное же. Например, в нашем мире материальном, грубом, дистанционное обучение как происходит. Заочное образование, просто человек получает какой-то материал и какое-то время к нему готовится, как может, никто за ним не смотрит, а потом приходит время, он приезжает, сдает экзамены или не сдает их. Ну, в общем, ну, вот такое образование происходит. В этом, как бы, в духовной жизни это образование происходит каждый день. Потому что, для того, чтобы проходить такое образование дистанционное, нужна йога. То есть, связь должна быть между учеником и учителем. Если эта связь существует, тогда вы образование можете получать каждый день. Учитель вам будет каждый день давать наставления, давать знания, проверять вас на практике. То есть, практика и теория одновременно, как две ноги, как два крыла у птицы будут. Каждый день это йога называется. То есть, вы находитесь в цепи ученической преемственности с учителем и он у вас в сердце, вы его прям чувствуете. Например, если человек вам подходит и говорит, можно я вперед вас встану, мне сейчас надо вот срочно купить что-то там. А вы уже стоите очень долго в очереди. И прям вот перед вами, прям вот уже немножко осталось, когда вот чуть-чуть, прям перед вами подходит какой-нибудь человек и говорит, а можно вот я вот, я вот тороплюсь, вот у меня вот, мне некогда. Что внутри может проявиться? Пожалуйста. Конечно бывает. Оно так и должно быть. Оно так и да. Пожалуйста бывает, когда вы только подошли в очередь. Вот вы только подошли и когда кто-то подходит, можно говорить, пожалуйста. Но когда вы стоите уже минут сорок, как-то это пожалуйста, но как-то может быть и пожалуйста. Но внутри вы еще долго будете стоять и думать, так. А внешне может пожалуйста быть. То есть есть разные, разные стороны. Это в зависимости от уровня, как бы развития человека. Как он развивается. И вот вы должны понять, что это гуру, это учитель вам урок создал, где вы можете поработать над чем? Над каким качеством? На смирение. Вот урок, пожалуйста. И вот это называется духовное видение. Вы видите, что все в этом мире происходит по воле Бога. А духовный учитель, он как представитель его, сакшат-дхари на санскрите. То есть представитель Бога. Он в этом мире устраивает все для ученика. Говорится, если вы нашли учителя, ваша вся жизнь будет счастливой. Потому что это долг учителя создать счастливую жизнь для ученика. Позаботиться, чтобы он не страдал в этом мире. И теперь только будет зависеть от ученика, насколько он будет доверять духовному учителю. Насколько он будет выстраивать эту йогу с ним отношений. Говорится, это самые сладкие отношения в этом мире. положите на весы отношения родительские, супружеские, дружеские, любовные. На одну чашу весов положите. А на другую чашу положите отношения ученика и учителя. И вот эта чаша перевесит очень сильно вот это все. Бхагавадгития об этом говорит учитель. Я направляю скитание всех живых существ. то есть Бог в сердце направляет всех. И он создает разные ситуации интересные. Если человек обладает знанием, он будет счастливым. Если он не обладает знанием, он будет говорить, что ты встал вперед меня? Встань в очередь со всеми. Кто ты такой вообще? Все стоят и ты иди вставай. Все это значит человеку нет знаний и просто он человек пойдет спокойно встанет. Как понять ситуацию? Можно один или два ситуация понять два раза и разум или два? Разум. Нужен сильный разум, чтобы понять ситуацию, очевидность ситуации. Сильный разум нужен. Потому что разум, он точно делает определение. Вот так. А иногда не нравится, что вот так вот. Поэтому надо что-то другое придумать, чтобы нравилось. и тогда включается ум человека. И он начинает говорить, а это вот так. И вот так, например. Ой, птичка на меня что-то вот наложила мне здесь. Это к деньгам. Это ум. Ему удобно так думать. Это к деньгам, к деньгам. Пусть лежит, не буду убирать. К большим деньгам. Да нет, в сад вагу на разум говорит, убери это все. Каким деньгам? Ну просто ты вот наказался не в том месте, где ты стоишь не там, где нужно. Ты стоишь в туалете примерно. То есть твое сознание, твое мышление, оно сравнивается с атмосферой туалета, раз сюда падают испражнения. Почему-то они вот не сюда упали, а вот прям вот сюда или сюда куда-нибудь. Да? Это разум. Но он говорит, нет, нет, это к деньгам. Поэтому только от разума будет зависеть. работа с разумом это самая сильная работа, самая нужная работа у ученика. Потому что разум он умеет определять или разделять дух от материи. То есть полезно от неполезного, нужно от ненужного, благоприятно от неблагоприятного, только разум разделяет, это его функция. Отличить дух от материи, грубый мир от тонкого мира. все, тогда вы не ошибетесь. А иначе навигатор будет перекладывать дорогу. Если вы будете с платформы ума мыслить. Почему не будем? Мы же только первый день сегодня здесь. Кто знает? Например, в Гималай мы приезжали летом, а это сезон дождей, как правило. И вот сколько раз мы уже ездим летом, везде идут дожди, и открываете интернет, там показывают у вас дожди, где вы идете. Но там, где едет наша группа, дождей нет. Вот их нету, просто все удивляются, как это вообще. Это же нереально они говорят. прогноз говорит дожди. Итак, посмотрите, если на горы залезть, посмотреть, то вокруг тучи, везде идут дожди, а там, где наша группа, что-то дождей почему-то вот нету. И так можно мыслить, да. На самом деле, что вам мешает сидеть в асане сейчас? Посадить? Я вчера об этом думал, подумал, я не буду с первого дня это делать. Сейчас уже поздно, сейчас уже осталось немножко времени. Здесь не так много народу, просто тогда нужно будет что делать? Перед тем, как начинаются занятия, берите с собой коврики. Мужчины, берите вот так стулья туда, просто вот так тупо просто и вот здесь будет какой-то пятачок. Нас немного народу здесь. И потом также просьба будет, когда заканчивается лекция, мужчины, которые здесь будут, да и женщины стулья не тяжелые, быстренько раз-раз-раз-раз на место все поставили, тогда мы будем совмещать йогу с сознанием. Ну если это нормально будет. Хорошо? Тогда мы сегодня получим благословение от организаторов. Попросим. Ключ от дверей. А, чтобы изнутри закрыть. Иначе все сюда прибегут. Не, про наямы пусть занимаются. про наямы нужна. Главное, чтобы счастливы были люди. Кто-то вот, девушка, что-то было. Да, они же есть в расписании. Вопросы, ответы. Нет у меня йоги в это время. Где у меня в это время? Нет, будем проводить. Даже медитируем. Надо все вместе помедитировать. Чтобы одно занятие в конце провел мой духовноучительный вопрос-ответ. Пришел. Позовем его. Как-то вот, попробуем подумать об этом. Уже думаем об этом как-то. Но опять же, это от его еще зависит, насколько он будет. я думаю, что все произойдет ложным образом. Еще кто-то что-то спросил, я извиняюсь. Мы же дети его. Мы согласны? То есть мы принимаем эту концепцию, что мы его дети. А он наш родитель. Ему просто интересно, чем мы здесь занимаемся просто. Не просто, чем мы здесь занимаемся, он хочет нам счастье дать. Например, если мама заходит в комнату или папа к ребенку. Единственная мотивация, зачем туда родитель входит, проверить, счастливый ли ребенок у него. Если он несчастный, нужно сделать его счастливым. То есть, что ты плачешь? Кушать хочешь? Вот тебе молочка. Что ты хочешь? Игрушку? На тебе игрушку. Ну и так далее. Так и Бог, он приходит в этот мир посмотреть, чем дети его занимаются здесь. Счастливы они или нет? Несчастные. Так, а что надо ему? Вот это, вот это, возьмите. А вот теперь остается только свобода выбора с нами. Брать это или не брать? От чего это будет зависеть? Возьмем или не возьмем? Ну, в принципе, мы готовы. Я готов всегда. Разум. Связь. Человек это как бы, понимаете, человек это неживое существо. Если так разобраться сразу, ну это я для вас говорю непосредственно, вы вопрос задали. Все сейчас остальные должны подслушивать просто. То есть, человек это комбинация элементов. Это как машина. Как машина. Что там? Металл, пластмасс, резина, жидкости какие-то, да? Есть горючие. Но это мертвая материя. Когда она живет, эта материя? Когда водитель сядет за руль, да? И бжм. Все, она вся зашевелится, сразу загудит, загорится там. И может даже поехать. И ребенок скажет, что машина живая. Но человек разумно скажет, нет, машина мертвая, водитель живой. Человек, это комбинация элементов. В принципе, вот эта оболочка, она не должна знать, что Бог есть. А вот я, как личность, как душа, я это знаю. Я это знаю, что Бог есть. Но когда я вхожу в эту машину, и эта машина не такая машина, как эта машина. Она более совершенная. Включается очень много механизмов. Я там буду ставить еще некоторые, вот каждый день, я буду включать какую-то часть этого текста. И там будет описываться, как душа входит в этот город. Это город на самом деле. С девятью вратами. Два глаза, два носа, рот, уши и органы выделения. Это как город. Душа туда входит и растворяется в нем. И она уже не помнит. Это ее желание было забыть его. И Бог исполняет это желание. То есть он приходит и говорит, что ты несчастлив, да, а как ты хочешь быть счастливым? Я хочу тебя забыть, я буду счастливым. А, нет проблем. Вот тебе оболочка. Ты в нее входишь и забываешь. Теперь нужно вспомнить. Обратный процесс включить нужно. Теперь нужно вспомнить. На самом деле, до полтора года дети знают Бога. Точно знаю. Потому что они увидели только что. Еще полтора года назад ребенок видел Бога прям глазами. Он там в сердце. Потому что этой оболочки еще не было. Сознание было чистое, оно еще не успело как бы обусловиться этим телом. И душа, она видит в это время Бога. Она возносит молитву, она радуется, она счастливая. Она говорит, я хочу всегда тебя видеть. Все. А потом получает оболочку телесную. Полтора года еще помнит. Даже в теле. Сказать не может. Об этом люди не поймут. А у интеллекта нету. Ребенка об этом говорит. Еще не развился интеллект. И потом, так как родители не поддерживают это настроение, они же забыли, они полностью отсутствуют в этом мире. И что они ребенку дают родители? Они дают ту концепцию счастья, которую они уже сами пережили. И одна из граней этой концепции счастья, это та, которая говорит, что Бога нету, я Бог. И вот это навязывается ребенку. Бога нету, я Бог. Я твой Бог. Вот тебе нужен хлеб, я тебе несу хлеб. Тебе тепло нужно, я тебе несу. Я твой Бог. То есть ложное эго включается у родителей. Ребенок что делает? Он впитывает от родителей это. И тоже становится эгоистичным, потом вырастает. Но если родители с самого рождения начинают ребенку говорить о Боге, напоминать ему, тогда он не забудет его никогда. Прямо с детства так и будет. Более того, как только интеллект прорежется у ребенка, где-то примерно в 5-6 лет, уже более-менее такой хороший будет уже осознанным. Если это духовные дети. То в этот момент они меняются ролями. Теперь ребенок становится гуру. Он учитель теперь. Потому что он только что видел Бога. Еще 5 лет назад. У него это в памяти еще остается. Он начинает родителям своим говорить, кто такой Бог. Он их побуждает ближе к нему подходить. Ближе его осознавать. И так они друг друг друга становятся учителями. и учениками меняются. То есть с этой платформы они уже не понимают, что я твой родитель. Потому что я такая же душа, как и ты. Просто у нас тела разные. И все. Машины разные. У тебя Мерседес, у меня БМВ. У тебя новая, а у меня уже... Но мы как водители одинаковые. Напоминаем просто. И все. То есть вопрос, воспримем мы милость его, да, или нет. Если он придет к нам, что-то дать нам. Возьмем мы или не возьмем. От благочестия, во-первых, зависит, да. То есть насколько мы благочестивые. А во-вторых, понимаем ли мы, вот кто-то сказал, там девушка сказала, разум, да? От разума. Понимаем ли мы разум, что это Бог пришел к нам? Ну как мы можем понять, что это проявление Бога сейчас в моей судьбе? Если нет узнания, если нет разума, мы не поймем. Поэтому мы и принимать не будем. Например, мне в свое время пожертвовали машину. Ну я как монах просто, иногда люди жертвуют что-то. И первая моя реакция была такая, зачем мне нужна машина вообще? Это же лишняя головная боль. Это заправлять, ездить на ней куда-то надо, что-то ремонтировать ее потом, это просто вот голова вот такая будет. И я отказывался, говорю, нет, нет, мне не нужно, зачем мне эта машина нужна? Но этот человек был очень хитрый. Он сказал, нетушки, дорогой монах, твоя обязанность, то есть моя обязанность жертвовать монахом, а твоя обязанность принимать то, что жертвует. Поэтому берите, пожалуйста, и не возникайте. И вот это я уже понял, что вот это уже воля Бога. Потому что человек с платформы знаний это говорит. И мне пришло взять ее просто и все. взять ее там, продать и найти средства, построить храм, ну или часть храма какую-то. То есть как-то трансформировать этот ресурс. Потому что машина, она не нужна как таковая. Зачем она нужна? У меня на месте никогда не бывает. То есть мы должны включать разум. Вот, например, Бог сейчас нам дал что? Создал условия в этом центре. Да? Пожалуйста, приходите, получайте образование. Но находятся такие люди, которые спят еще. Верите? Знаете, что сейчас кто-то еще здесь спит у нас в центре. А потом, что он не понимает, что это воля Бога. Что Бог нам сейчас дает возможность такую. А потому что в старости уже не будет этой возможности. А вот сейчас в зрелости, в юности еще есть такая. И он говорит, давайте, учитесь, идите, пожалуйста. Специально вам погоду плохую сделаю. Чтобы вы по морям не ходили. Получали образование. Например, у нас сейчас фестиваль был. На море. И погода была очень холодная. Но за счет вот этой холодной погоды все собрались в одном месте. Все прям. Там огромный пандал построили. Все туда собрались. И такое тепло сразу все. Ну, не физическое тепло, а отношение, что все рядом. Все в одном месте. А если бы была погода хорошая, не факт, что все собрались. Детей с собой брать куда? На благость? А, на лекцию сюда? Нет, дети пусть спят. Сколько дети? Сколько лет? Пусть спят вообще. Для них это, вот это воля Бога для них, спать сейчас. Для детей сейчас самое время. А иначе они сюда придут, они что сделают? Самое ненужное, что они могут сделать? Для вас. Как для мамы. Они заберут ваше внимание. И тогда вы образование не получите. И им внимания не отдадите полностью. Они же будут требовать внимания к себе. И ваш долг, как мама, отдать это внимание. Это любовь называется. Но если вы говорите, ну-ка, давай замолчи, ну-ка ты же. Тогда мама, зачем ты меня сюда вообще привела? Я же вообще ребенок. Для меня эта йога, она вообще, дай мне игрушку лучше какую-нибудь, я буду. Да, поэтому пусть, пока вот эта воля Бога, они должны отдыхать сейчас просто, и все. Хотя очень благоприятно, у нас есть программы такие, когда, например, если я даю в храме, например, лекцию, не я, потому что даже другие люди дают в храме лекцию, родители детей своих специально приводят на лекцию. Но эти дети, они уже не такие, что они шумят. Они что делают? Они берут и ложатся. И в это время они получают знания неосознанно. Получают, получают знания, потом оно включится, это знание в свое время. И родители это знают, этот механизм, поэтому они с собой детей водят на лекции. Приходят, ложат, накормятся, положат их, все как-то укроют. Будет только здесь. То есть, твоя оболочка, грубо говоря, должна быть в духовной атмосфере, напитываться должна. В этом плане, да. Так надо действовать. Но здесь лучше не рисковать. Даже если спит. Даже если не понимает языка, бывает на английском языке идет лекция, например. Не важно. Важно, тонкий план, на тонком плане эмоция лектора, она протекает, вот этот багаж знаний, он пробивает все грубые оболочки, входит в оболочку любого человека, даже таракана. Если таракан ползет, имейте ввиду, он тоже милость получает. Серьезно. Я в одном городе был, это было в Казахстане, три лекции давал утром, где-то часов, наверное, в шесть утра давал лекции. Это город просто, представляете, люди в квартиру, большая квартира, люди туда приезжали, потому что на работу надо было идти там с восьми, по-моему, или с девяти. И организаторы сказали, вот можно, можно они к вам на квартиру будут приходить, и класс багов там будет даваться. Я говорю, ладно. И три дня, каждое утро, в одно и то же время, как только начинался багово там, вот такой таракан приползал и садился рядом. Как только кончалась лекция, он уползал. Только лекцию слушал, и все. И уползал. А вот это его и была практика. Сидел. То есть благо получают все. Все, кто слушает звук этот. Потому что на самом деле в этом мире все пропитано звуком. Обращайте внимание. То есть все в этом мире состоит из звука. Это отдельная тема у нас будет. Если человек научится владеть этим искусством, менять пространство звуковое, тогда его жизнь увенчается успехом. Звук. Слышите звук? Он все внимание забирает этот звук. Сейчас, если вон там за спиной, у всех здесь там за спиной, появится Олег Геннадьевич и просто он одну фразу скажет. Как дела? Все внимание всего зала вон туда унесется. Сразу же. Это звук, потому что. Тем более мы подвергнем анализу. Так, это же Олег Геннадьевич, по-моему. Я скажу, подождите, подождите, дислекс идет, а вы скажете, подожди, там Олег Геннадьевич. Звук играет огромную роль в нашей жизни. Чуть ли не самую главную. Вопрос только, что мы слышим, что мы слушаем. Ну что, время 8 часов. Еще 10 минут у нас есть. Я не учитель. Ну, до какой-то степени, может, я учитель, но я не тот, который берет учеников. Скажем, я пока еще не тот, может быть так. Так, правильнее будет сказать. Тот уровень, на котором находится человек в таком статусе, ну, который у меня сейчас. Учениками такого человека становятся люди без огласки. Вы можете просто принимать наставление. Кто такой ученик? Тот, кто следует наставлением. Правильно? То есть он спрашивает что-то и потом это делает. Не так, что он спрашивает и не делает. Нет, он спрашивает, ему говорят, потому что для него теперь открывается какой-то канал, милость какая-то льется, защита дается, сила дается этому человеку теперь, чтобы он это все делал. И все, ученик теперь это делает. Все, и для этого, на вот этом уровне не обязательно говорить, там, будьте моим учителем. Просто следуйте, и все, и тогда, да, тогда будет так. Тогда будет отношение ученика-учителя, если вы принимаете. Но есть категории, они же разные, это отдельная тема у нас будет, то есть вы видели, да, там, по-моему, какой-то день будет, ученик-учитель, да, отношение ученика и учителя. Есть разная классификация учителей, разные-разные. Есть те, которые как раз берут ученики. Для того, чтобы взять ученики, нужно сначала созреть для этого. А чтобы созреть, нужно как раз вот такие сначала отношения попрактиковать. То есть выработать смирение, подготовку пройти, какие-то фундаментальные знания получить о духовной жизни. То есть в науке это обучиться, хотя бы простые какие-то азы знать. Потому что потом, когда у вас появится учитель, а он появится однозначно, потому что это цель жизни человека, найти учителя, то вы должны уже быть готовым к тому, потому что учитель будет давать наставления, которые вас очень быстро будут развивать духовно. Вы очень быстро будете становиться счастливым человеком, очень быстро. Если ваш уровень как бы слабо очень, подготовки, то тогда учитель вам не будет говорить каких-то наставлений, чтобы вы быстро росли, если вы не подготовились. То есть нужно созреть, чтобы получить милость, чтобы получить счастье. Это огромное, безграничное причем. Сколько процентов мозга у нас работает? В среднем, скажем так. В среднем. Нет, больше двух не говорите. Туда чуть-чуть ниже говорите какие-то, а я это... Пять. 0,5 вы хотели сказать, да? Вот 0,5 это нормально. В среднем. Так вот, а учитель может давать... Ну, я для сравнения скажу, у Эйнштейна 4% мозга работало, 4,5. Вот можем сказать, 5 ли у нас или не 5. То есть, учитель может давать такие знания нам, которые будут затрагивать другие пласты нашего мозга, работы, чтобы мы стали счастливыми. То есть, чем больше работает процентное соотношение нашего мозга, тем больше мы можем счастье испытывать, тем больше мы можем использовать этот ресурс материальный для счастья. И если мы не готовы еще, то учитель, он нам не даст ничего такого хорошего. Скажет, он будет просто, он говорит, продолжай делать то, что ты делаешь. Это значит, что я не расту. Пройдет год, мы придем, скажем, Гурмахараш, дайте какое-нибудь наставление, он посмотрит, а он же все видит. Все видит вообще, ему не надо там говорить, о чем мы думаем. Он так смотрит нас и понимает, о чем мы думаем. Что у нас есть, какой наш уровень, как мы растем или не растем. Он посмотрит, если мы не растем, он просто, чтобы нас не обидеть, он очень любящий, потому что это, знаете, олицетворение любви, божественной здесь, в этом мире. Он скажет, нет, все нормально, продолжай все, что ты делаешь, все хорошо, продолжай делать то же самое, все хорошо у тебя. А? А вы можете сгореть, вам может больно быть. Можете подумать, ничего себе, зачем он мне это сказал. И можете так откритиковать гуру. А если вы будете критиковать, сразу деградация. Вы можете гуру больше не увидеть. То есть эти отношения очень такие, сокровенные, очень такие, тонкие. Они, потому что несут максимальное счастье и они не дешевые. Они очень ценные. Поэтому там будет нужно очень-очень внимательным. Не допускать в голове никакой критики. Ни в коем случае, потому что это сразу же отношения все. Понаблюдайте, даже в такой жизни мирской люди начинают друг друга осуждать и критиковать. Что происходит? Дистанция в отношениях увеличивается. Замечали, да? Что нужно сделать, чтобы дистанция, наоборот, уменьшалась? Если мы перестаем, то перестают увеличиваться расстояние, если мы перестаем критиковать. А что нужно сделать, чтобы сближалась? Прославлять человека, да. Искать у него хорошие качества, как-то вот. Тогда дистанция будет сокращаться и все это, да, отношения возникнут. А с гуру это мгновенно. Если мы прославляем, мы очень быстро сближаемся с ним. А стоит нам только критики подать, сразу разрыв даже может произойти. Гуру даст Рома столько, сколько мы сможем взять. Больше не даст он. Вы можете, если не хуй, вы можете его прославлять, вы можете его прославлять, но не для того, чтобы отношения сблизились. Да просто прославьте его, а в чем он виноват? Он же ни в чем не виноват. Ни один человек не виноват в нашей судьбе в плохой. Нужно. Иисус говорил, возлюби ближнего, как самого себя. Потому что духовный мир, этот мир, откуда мы пришли, как души, это мир отношений. Мир отношений. Поэтому отношения нужно со всеми делать хорошими. Потому что если будут хоть с кем-то плохие отношения, ваша духовная практика будет немножко, ну, тормозиться, останавливаться будет. Например, вы будете в медитации где-нибудь сидеть, молиться Богу там, или чем-то за мантры читать, если у вас с кем-то плохие отношения, имейте в виду, они вскроются в этот момент. Будете, например, читать мантру, например, ом, или там, я желаю всем счастья. И раз какому-нибудь Вася сосед вам в уме придет. Да. Пожелать и забыть сразу же Васю. Не надо о Васе медитировать долго. Надо о Боге медитировать, который в сердце находится. И счастье Вася давать от Бога, потому что у нас нету счастья. У нас его нету. Мы его можем только трансформировать, это счастье. А оно у Бога в сердце у нас внутри. Мы почему и чувствуем это счастье в этом мире? Потому что оно от Бога фонит там. И мы попадаем под эманацию этого фона и тоже чувствуем счастье. Это секрет йоги. Если отношения восстанавливаем, то от него это счастье безграничное, представляете, оно фонит безгранично. Он собой освещает все миры, представляете, все и духовные, и материальные. Одна личность такая, Бог один. Вот так светится. Но у нас он как маленький локализованный его аспект. Маленький. Но он так сильно фонит, счастьем, что оно не отлично от него изначального. Но мы его не можем почувствовать, потому что мы огрубели просто. Мы на себе сосредоточены, мы в такой вакуум бетонно-железный такой запаковались, и мы не чувствуем этого счастья. А люди из внешнего пространства, они отражают нам. Они нас и отражают эти люди. Этот Вася сосед-негодяй, он меня отражает, что я сам как сосед-негодяй. Но признаться я не могу в этом, потому что это очень некомфортно мне будет. Поэтому я это спрячу в уголках своего сердца. Пусть только я один знаю, что я негодяй. И все. И вот этот замок создает определенную оболочку такую жесткую, которую они не дают проникнуть нам энергии счастья. Это очень тонкие такие механизмы, над ними нужно трудиться. Они потом автоматически спадут все. Говорится, если вы найдете корень, польете этот корень, этого дерева, то все ветки насытятся. Если корень найдем, счастье придет автоматически. Все остальное оно просто исчезнет. Еще раз. вы решили на носорога пойти сейчас поохотиться. Это самая просто самая ценная, самая нужная, самая актуальная вещь в нашей жизни открыть свое сердце. Но и вы его открыть всем не сможете. Это не просто так открыть сердце. Видать, еще пока нет понимания, что такое открыть сердце. Мы его не открываем по одной простой причине. Там столько в кавычках добра в этом сердце. Показывать это добро, что-то вот никому не охота. Поэтому сначала процесс нужно принять в духовной практике, которая будет очищать это сердце от грязи. чето дар панам марджанам на санскрите. Очищение зеркала ума. То есть в нашем случае сердце это наш ум. Мы же в уме сейчас больше живем. Понаблюдайте. Наши все мысли мы в уме, желания в уме. Все-все в уме у нас. Вот оно, наше сердце, здесь пока. Поэтому надо очистить чето дар панам марджанам. Отчето дар панам. То есть процесс очищения должен идти. И он чистится с звуком. Мы общаемся, вот смотрите, мы сейчас общаемся, звук же в основе сейчас у нас. И вот этот звук если чистый идет с обеих сторон, то в это время наше сознание очищается. Если мы сейчас начнем анекдоты какие-то поштые рассказывать, другая будет вибрация. Соответственно, мы будем оскверняться очень сильно. То есть найти источник, найти практику духовную от учителя или от наставника и просто и исследовать. Постепенно, постепенно грязь будет уходить. И тогда вы уже сможете открывать кому-то сердце. Но сердце открываете только тем людям, кто является вашими доброжелателями. Например, если вы человеку откроете сердце, которое недоброжелатель для вас, он скажет вам в это время он ваше сердце закроет сам же. Он заберет у вас веру, этот человек. открываете тем, кто в это верит, кто принимает вас, то есть как соратник, как единомышленник, друзья, доброжелатели. Им можно открывать это сердце. Главное найти друга хорошего, которому можно сердце полностью открыть. Со всеми прелестями там, которые есть. Друзья такие, они в противогазах ходят. Они не чувствуют запах этого сердца. Они это видят, но запахи не чувствуют. Поэтому мы и можем открывать это сердце грязное. И тогда эта грязь выходит из сердца. Но если мы открываем недоброжелатель сердце, грязь останется там, она не уйдет никуда. Да мы не откроем это сердце никуда. Мы прячемся. Это привычка сейчас у нас дурная развилась, прятаться сейчас. В туалет заходят люди в квартирах. и закрываются в туалете. Замечали? Почему они это делают? Да я вам честно скажу, даже если вы одна будете в квартире, вы закроетесь. это это просто пример привел. Это как пример. Закрывайтесь. Нормально закрывайтесь. в туалет. Да, просто чтобы никому неохота показать. Ну вот понаблюдайте дети. Ребенок заходит в туалет, он никогда не закроется, если его не научат этому. Более того, он заходит, даже дверь так не закрыла, на нас сидит и все, просто ребенок сидит и все. Ему без разницы смотрят на него, он вообще в другом, он в другом измерении находится, его сердце чисто, оно еще не успело грубить, там грязи еще нету. И мы на ребенка смотрим, нормально, ребенок, ребенок, пошли дальше. Но если взрослый так будет сидеть, мы остановимся как минимум, скажем, что это там вообще так сидит. Там одна из тем будет раскрываться, по-моему, через день это будет. Тот, кто будет раскрывать весь этот Бхагава там, это юноша будет, с духовного мира придет. Мудрецам, самым великим мудрецам вселенной будет раскрывать вот этот Бхагава там, Пять тысяч лет назад это будет. Это в хрониках, это в истории записано. Этот Бхагава, он записан от диалога, его этот диалог переписывали просто. Этот ребенок пришел голый, и никто на него даже не смотрел, что он голый. Никому это неинтересно было. Потому что он из другого мира, там, где не нужна одежда. Знаете, собаки, они очень чистые в этом плане. Они голые бегают. Они не одевают юбки какие-то там. Чистота настолько чистые, они не огрубевают. Я не знаю, что нам надо к этому стремиться сейчас. Нет, 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 у нас другая форма жизни. Сама просто вот эта идея. Ребенок, если голый идет, никто даже на него не смотрит, что он голый, этот ребенок. Почему? Потому что он чист. У него нет вожделения. Он как девственный, еще маленький, еще он светится чистотой. И поэтому Иисус говорил, не запрещайте детям ходить в церкви, в храмы, ибо таковы царства небесные. То есть в духовном мире все как дети простые. Мы закрываемся. Почему? Нам есть, что закрывать просто. Вот и все. Есть, что закрывать. Потом придет время, по мере очищения нашего сердца, эта потребность отпадет, закрываться. таких людей называют святыми. От слова светится. Почему многие не светятся люди? Закрытые, потому что чем? Чем закрываются люди? Напоследок подводим итог, потому что осталось, уже не осталось. Говорится, наше сердце осквернено. скверно в сердце есть. Грязь в сердце. Эта грязь не что иное, как наши материальные желания. Вот и все. Поэтому процесс духовного практики или восстановления отношений, или вот этой йоги, это избавление от материальных желаний. Ради Бога. Живите. Нормально. Научитесь контролировать не все желания, они плохие. Это вопрос только мотивации. Например, про какое желание вы сейчас говорите материальное? Нет, приведите пример. Конкретику какую-нибудь скажите, мы разберем, вы поймете, что если правильно мотив построить, это же желание, оно превратится в духовное желание, оно не будет мешать вам жить, в социуме даже. И вопрос в чем? лицо умыли, руки до локтей умыли, лицо умыли, руки до локтей и ноги до колен. В писаниях священных говорится, значит человек принял полное омовение. Это же в уме сейчас. Это же в уме, вы сейчас сидите и думаете, я не помылась, я поросенок маленький такой, да? Я тоже так раньше думал, если не омоюсь, я как поросенок хожу грязный вообще. Но это в уме же все у нас. Поменяйте концепцию в уме и все. Я сейчас, например, периодически в Ганге омываюсь в уме. В Гималайе, в Ганге, потому что у меня был опыт омывения, есть наставление духовного учителя, есть благословение, есть знания, как это делается. Мне не обязательно вдушить или в это море. Я в Ганге омываюсь каждый день и не по разу. И я этот эффект чувствую, что я как будто омылся в Ганге. Это же все в уме. Йога, в первую очередь, это работа с умом. Не с телом, с умом. У нас время просто на мне уже там машут вот так. Запомните вопрос на завтра, вы начнем его. Спасибо всем большое. Хорошего дня, всем настроения хорошего. Да, кому тяжело будет сидеть, можно на стульчик и садиться сразу же. То есть, я еще раз напомню, мы просто это совмещать будем с лекцией, с йогой. Больше будем работать над вот этими центрами, над нижними. Сегодня у нас будет тема строения, тонкое строение человека и мы разберем саму структуру нашего организма, то есть, ее особенности очищения йоги. И мы поймем, как зашлаковывается этот организм, почему он не гнется, почему он болит, весь хрустит, просыпается и так далее. Даже в юном возрасте уже многие болеют очень многими даже хроническими заболеваниями. Мы это будем разбирать сейчас. И вот, кто вчера не был, мы вчера договорились, что мы будем освобождать пространство быстро для того, чтобы совмещать йогу с лекцией, то есть, теорией о йоге. И нужно будет потом, по окончании лекции, обратно все поставить. То есть, строение организма или строение вот этой структуры грубой начинается у нас в уме. То есть, есть тонкое тело ума, наверняка вы многие уже знаете это, читали или где-то слышали, может быть, кто-то даже это чувствует. Это тонкое тело ума, оно у нас находится еще до того, как появится вот эта грубая оболочка телесная. То есть, тело ума, оно уже существует. и ум, он обладает таким могуществом, что он может формировать эту структуру. Ученым еще в будущем предстоит распознать могущество ума, что это за субстанция такая. Так вот, первое, что происходит, ум, он уже имеет информацию, то есть, ум также отвечает за память в нашем организме. И у него уже есть информация в памяти, какая должна быть оболочка грубая. Например, оболочка женщины или мужчины будет. То есть, это в памяти уже заложено. Так как ум еще отвечает за желание, он желает постоянно, да, что-то. Мы там дальше будем разбирать разные виды энергии в нашем организме. Вот есть одна энергия, энергия желания, и ум с ней очень хорошо сотрудничает. То есть, например, через органы чувств ум входит в этот мир. Например, парень видит девушку, получает информацию через глаза, ум подвергает анализу эту информацию. Если форма приятная, ну, лица, фигуру, он говорит «хочу». То есть, он больше ничего не говорит. У него две громкие фразы только есть «хочу» и «не хочу». То есть, если приятное нравится, он говорит «хочу». Если не нравится, неприятное, он говорит «не хочу». То есть, он мыслит вот такими категориями. Так вот, до того, как человек умирает, у него уже сформировывается какая-то концепция желаний, что он хочет. Да, вот это в памяти остается, и когда уходит эта грубая оболочка, в памяти ума, это остается информация. Потом проходит время, эта энергия желания включается обратно, и он говорит «я хочу быть мужчиной или женщиной, или собачкой, или кошкой». Или люди говорят «я сова», например, «я не жаворон, я сова», потому что ночью не сплю. И все. Это желание на самом деле очень тонко, оно в памяти откладывается, потом, перед тем, как войти в этот мир, включается этот механизм, и это желание, так как оно преобладало очень сильно, сформирует, опять же, с помощью ума, сформирует оболочку. То есть, душа получает рождение как раз у совы, или у кошки, или у семьи людей, неважно где, получает уже с этим желанием оболочку грубую. То есть, она начинает потом формироваться. То есть, этот процесс очень такой необычный, мистический. И вот эта грубая оболочка, которую мы видим, многие уже понимают, что это не я, это оболочка, это просто часть меня какая-то. То есть, эта оболочка у меня как бы есть в наличии, я могу ее пользоваться как-то, но это точно не я, потому что, если бы это был я, я бы не старел бы, я не хочу стареть. Согласны? Или кто-то хочет постареть? Нет, мы пытаемся как-то омолодить это тело, как можем в жизни. Например, где-то до лет 30-25, люди не задумываются об этом, что его надо омоложать, я живу и живу. А потом, когда начинаются уже какие-то проблемы в организме, уже тело стареет, люди начинают его омолаживать как-то пытаются, йогой, гимнастиками, всякими разными процедурами, операциями разными, пытаются его сохранить, но оно не слушает, потому что это не я. Оно просто подвержено энергии времени и время просто это тело подводит, скажем так, к черте такой, где это тело все равно увенит. То есть, это тело состоит из пяти грубых элементов земли, воды, огня, воздуха, эфира. вот эта оболочка грубая. Все, это не я, просто в совокупности этих элементов получается определенная форма у нас у каждого. И перед тем, как дальше я сейчас буду разбирать тонкое строение человека, я бы хотел вас настроить на то, чтобы мы сейчас параллельно занимались еще йогой. Сильно не акцентируйтесь прямо на асанах, просто сама идея, что вы сейчас уже сидите в таком положении, вы уже занимаетесь йогой. Причем этот процесс сейчас очень могущественно идет в вашем организме. Например, у кого-то сейчас начнут ныть ноги. Да? Вот здесь. Или вот здесь, например. Может быть, где-то здесь будут ныть ноги. Нужно понять такую вещь, что это очень благоприятно. То есть, наш организм, он состоит, помимо грубой оболочки, у нас еще есть тонкая оболочка. Эта тонкая оболочка является основной этого тела. Например, подобно тому, как, например, вот эта кофта, она одета на вот эту грубую оболочку и копирует ее, да? Например, если бы я был полный, тело было бы полное, тучное, то вот эта кофта бы, вот это подчеркнуло бы это тело. То есть, благодаря кофте можно было увидеть мою, там, тучную или худую какую-нибудь структуру вот этой грубой оболочки. То есть, эта кофта нанизана на мою грубую оболочку и ее подчеркивает. Ну, так же, как у нас у всех, да? Можно посмотреть и понять, какое тело у человека, глядя на его одежду. Так вот, вот эта грубая оболочка, которую мы видим, чувствуем, структуру вот эту, твердую, она также нанизана на тонкую нашу оболочку. И ее копирует. Это сложно будет понять, как это она нанизана. потому что тонкое тело немногие видят, но оно есть. И вот на него нанизана эта грубая форма. И эта тонкая оболочка, она состоит из каналов энергетических, полностью. Их там тысячи, десятки, сотни тысяч каналов, по которым движется энергия, или прана. Эти каналы звуководные, они называются как надии. По ним энергия ходит. В разные, в разные стороны. И в зависимости от того, насколько чисты эти каналы, будет здорово вот это тело наше. Если эти каналы зашлакованы, то есть они тоже имеют такую способность или особенность зашлаковываться, то и вот эта грубая оболочка тоже будет страдать, потому что она копирует эту оболочку. Поэтому йога это в первую очередь работа вот с тем тонким телом. Но как? С помощью ума. Потому что именно ум может эту оболочку как загрязнить, так и очистить. Шлаки, или грязь вот эта, которая появляется у нас в уме, появляется с помощью эмоций, которые возникают от трех видов деятельности. Деятельность в уме, мысли, речь, деятельность и поступки, деятельность. Вот три вида деятельности. Мысли, речь и поступки. В этих трех видах мы всегда будем испытывать эмоции какие-то. Если хорошие какие-то поступки мы делаем, мы испытываем эмоции, тогда тело очищается. Если мы плохие поступки делаем, мы испытываем эмоции, тогда тело зашлаковывается. И по этим каналам зашлакованным уже энергия не ходит. Этот канал забитый считается. И поэтому эта грубая оболочка, она не будет гибкой или красивой. Она просто вот искривится там и все, и ноги будут болеть. Но что это за боль такая возникает? Это не суставы болят. Это проходит процесс очищения этих каналов, которые зашлаковались. А внешне мы чувствуем как боль просто. На самом деле это идет очищение разных-разных каналов. Поэтому когда вы сейчас будете сидеть, как только почувствуете, что у вас уже болит, все уже невыносимо сидеть, значит просто меняете ноги, меняете асаны, на коленки садитесь. Можете так сидеть, можете так сидеть, вот так можете сесть, просто тоже посидите. Сидите, слушайте лекцию так. Чувствуете, что где-то здесь начнет уже болеть, уже тяжело сидеть. Поменяйте, чтобы было симметрично. Понимаете, тут симметрия была. В одну сторону поработали, посидели, посидели, чувствуете, что уже раз в другую сторону. Можно на коленки сесть, сюда. Одну ногу поставить Потом можете симметрично поменять Сюда Так же сюда Так посидите, послушайте лекцию Если чувствуете, что затекает Не стесняйтесь, просто встаньте Еще одна асана в йоге Просто сидите Можете немножко наклониться Руками на пяточку опереться Тоже сидеть, слушать То есть совмещайте вот эти асаны Сидячие только Других асан мы пока не будем делать Можно так нога на ногу ложить Можно так сидеть Если хотите, я могу делать Вы вместе будете за мной просто повторять Поэтому сейчас сначала просто сядьте Как сидите Вы примите спину Руки, если кто-то не пишет Или будете писать Можете написать и руку обратно ложите Спина прямая То есть руки расслаблены И вот эти пальцы нужно соединить Не давить только Просто касанием Просто одно касание должно быть Замк зацепить все Если захочете что-то написать Написали, положили ручку Все, дальше сидите ровно Как только Я почувствую Как только вы будете уже ерзать Все, я поменяю асан И вы тоже меняйте просто Женщины можете правую вниз положить А левую наверх А мужчины наоборот положите Ноги Да Потом можно будет поменять Технически Если вы будете Йогой заниматься Технически будете чистить Эти каналы Нужно будет знать Один механизм Мы быстро разберем И потом мы уже будем Погружаться в тонкое строение То есть если вы сидите Например И у вас Ну заболела Например коленка здесь Вы должны представить Мысленно, умом Потому что ум будет Работать с этим местом Вы можете с помощью ума Вылечить это место Можете умом Представить Что здесь у вас Находится нос ваш Сейчас я объясню Почему нос Почему не рот И не уши Дыхание, которое мы Делаем Каждую минуту Оно тоже регулируется Умом Но без нашего ведома Как автономное такое Идет как бы действие И мы на самом деле Помимо кислородом И воздухом Еще праной дышим Праной Вот эта энергия жизненная Только воздух Входит туда И выходит Кислород А прана Она туда не входит Она сразу идет сюда И омывает нам Полушарие 2 Мужское и женское Волевое Эмоциональное Лунное и солнечное Хатха Так вот Если мы осознанно Будем дышать Носом То тогда сюда Поток праны Больше пойдет Если мы осознанно И так же Если мы осознанно Дышим вот этим местом Воздух будет ходить Здесь у нас А прана Будет ходить здесь Прана пойдет там Куда мы направим Умом Туда прана и пойдет Прана невидимая Ее нельзя увидеть Этими глазами Например Женщина раз На мужчину Посмотрит Он так сразу Раз Да Бывает такое У мужчины Пока женщина Не смотрит Нормально себя Чувствует мужчина Как только Она раз Только зыркнет Так Сразу раз Сразу что-то Хочется Почему На самом деле Это поток праны Пошел В уме Умственно То есть Женщина умом Сильнее Много раз Мужчины Шесть раз Говорится И у нее через зрение Этот поток праны Вылетает просто Пробивает оболочку Разума У мужчины Если разум слабый И ум соединяется У мужчины У женщины Соединяются И мужчине кажется Это я хочу ее Я хочу познакомиться с ней Я хочу с ней дружить Я хочу семью построить Я хочу Я хочу Но на самом деле Это не я хочу Это она хочет Да Это такие секреты есть Поэтому женщины Не мучайте мужчин Понапрасну Подумайте сначала Нужен он вам Если нужен Тогда вперед А? Есть что? Непробиваемый есть Может он и не нужен вам Если он непробиваемый Потому что если бы пробивался Он бы сразу пробился Если бы нужен был Сам механизм просто Мы сейчас не рассматриваем Как бы этот закон В отношении Сам механизм просто Если у нас здесь болит Мы просто умом туда Отправляем сюда ум И здесь дышим Например Прана всегда вперед двигается Она назад не двигается Только вперед Ее с разной стороны Можно пускать Этот поток праны Только чтобы он вперед шел Вперед 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 И все Мы делаем вдох И поток праны сюда входит Если у нас здесь нос находится мысленно Можно насквозь выдох То есть вдох Выдох Через больное место Прямо где болит у вас Тогда там процесс очищения Ускоряется Очень быстро Происходит процесс очищения То есть Сжигаются вот эти токсины Эмоциональные Они сжигаются праны просто Это сжигание нам и доставляет Эту боль Искомфорт Что-то тянется Ноет На самом деле идет очищение Или можно делать так Вдох Насквозь А потом еще выдох Здесь там мы делаем вдох Выдох Туда-сюда Воздухом Но прана может и так и так делать Как вы ее умом направите Так она потекет Кто-то есть в зале Кто Багавадгиту читал? Много сколько? Помните там кто-то Помните такой стих есть? Пожертвуй вдыхаем воздух Выдыхаем ему А выдыхаем и вдыхаем ему Помните? Вот это как раз и происходит То есть это можно применять То есть мы здесь дышим так Как бы мы здесь делаем выдох А его жертвуем на вдохе А здесь продолжается вдох идти Здесь как бы выдох мы уже делаем А умом мы все равно То есть здесь мы не следим Что здесь происходит Здесь без нас будет происходить Нам не надо даже следить За этим А вот здесь нам надо следить И очень важный момент Всегда на выдохе Расслабляйте больное место Не напрягайте его А мысленно расслабляйте Вы будете чувствовать Что боль куда-то уходит На самом деле Это сжигаются токсины Канал прочищается И выздоравливает Этот орган Становится здоровым Можно вылечить любую болезнь По секрету вам говорю Если вы овладеете этим механизмом Можете любую болезнь Парана это основа Потому что Хоть куда Можете снизу вверх Вверх и снизу вверх Хоть сверху вниз Можете сбоку Позвоночник же не весь болит Какая-то часть позвоночника Вот прям над ней можете работать То есть вы являете Очаг поражения И над ним работаете Если например шею повернули Раз где-то здесь болит Все значит здесь дышим Вдох выдох Или так вдох выдох Поднимите правую руку Спинку выпрямите Рука прямая Облаком Чтоб локоть прямой был Пер назад Вот так туда Сколько вы Насколько сможете При этом сидите ровно Голова прямая То есть все ровно Теперь опустите ее там Можете вот этой рукой Немножко помочь туда Как бы раз И туда Все это рукой Сзади сцепитесь У кого-то не сцепится Не важно Это не принципиально Вот теперь ваша задача Найдите место больное У всех оно будет В разных местах И попробуйте там Сейчас применить Вот этот механизм Дыхание Дышите Два литра Только надо полной грудью дышать Полный вдох И на выдохе Расслабляйте больное место И вы будете чувствовать Что рука еще заходит За голову Оказывается Расслабляйтесь И будете расслаблять Сделайте вдох И на выдохе медленно Рассыпите руки Опустите их Свежее стало немножко, да? Вот так вы можете Выявлять места Больные И над ними работать Просто Поменяйте ноги Если у кого-то уже Затекает Хорошо То есть сам механизм Вы должны усвоить Сидеть нужно в асанах Или стоять Или лежать В асанах Ровно столько Сколько вы чувствуете комфорт Как только чувствуете Начинается дискомфорт Или отекает уже нога Например Мужчины могут Немножко потерпеть Природа такая Терпеть Они могут терпеть Ну имеется ввиду боль Дискомфорт этот Надо продолжать Дышать Дышать И все Дышать И расслабляйтесь И как чувствуете Что уже нога затекает Или уже невносимость И все Тогда меняйте Не фанатейте Потому что ума Может остаться Плохое впечатление От этой асаны И завтра Он обязательно Вас убедит Что эту асану Не надо делать Не сегодня Он скажет Мы вчера ее уже делали То есть он Надьет очень много Аргументов Доводов Веских таких Как бы Отговорить вас Почему Потому что Ум это память Причем он должен Помнить только Хорошие вещи Те которому нравится Поэтому сидите Или лежите Ровно столько Пока вам нравится Как только чувствуете Что уже что-то Раз Все выходите Называется Сотрудничество с умом То есть С ним нужно подружиться Бхагалдите об этом Говорит Кришна Он говорит Если вы подружитесь С умом Он вам поможет Во многом Но если вы не подружитесь Это будет Самый страшный враг В вашей жизни То есть Ум может быть И врагом И другом Это как Если к вам В ногу попадает Колючка Да То можно Другой колючкой Эту колючку вытащить Ну или Занозу Там что-то Да Той же самой колючкой Так умом Если он неправильно Воспользуется Он может быть другом Неправильно Будет враг Йога Это работа с умом Хорошо Давайте продолжим Строение нашего Организма То есть У нас есть Грубая оболочка Она состоит Из пяти элементов Земля Вода Огонь Воздух И эфир Есть эти элементы У нас Не будем их разбирать Подробно Чтобы время не тратить Да Все понятно Просто Что эти элементы У нас есть У нас также Есть чувства То есть Мы сейчас изучаем Наш ресурс Мы же хотим Стать счастливыми Это же наша Главная идея В жизни Правильно же Мы все хотим счастья И чтобы понять Где это счастье Находится Как его найти И как пользоваться Этим счастьем Как его добывать Это счастье Мы должны знать А какой у нас ресурс Есть вообще Для добычи Этого счастья Вот есть Грубая оболочка У нас Есть чувства У нас Пять чувств Зрение Слух Вкус Осязание И обоняние Пять чувств Есть органы чувств И есть сами чувства Эти чувства Нам даны Для того Чтобы мы Входили в этот мир Помоги Помоги Вот это Думая оболочка Думая Воза Отрой Возду И тюрь Это пять чувств Зрение Слух Вкус Осязание И обоняние Это не сразу Это тоже не я Это просто Они у меня есть Видно там да Есть ум у нас Тоже ресурс Это тоже не я То есть вот это мышление Которое у нас Протекает в нашем сознании Это не я Это просто часть Меня какая-то Вот он Он через чувства Входит в этот мир Получает информацию И подвергает ее анализу Он анализирует Если ему приятно Если ему приятно Он будет принимать Неприятно Он будет отвергать Вот постоянно Вот у него такое И вот это мышление Есть разум Тоже не я Тоже не я Но встречается Одним Что разум Во-первых Он принимает решение Всегда Он не принимает решение Он просто подвергает анализу И очень гибко Гибко Для разума Дает информацию Чтобы он принял решение Какой запах приятный Он говорит Через чувства О вонянии Ого как приятно То есть он Сообразняет радуг Радуг говорит Давай И он радует Либо он говорит У меня что-то воняет Радуг говорит Уходим оттуда Значит То есть он принимает решение То есть так они сотрудничают То есть Другими словами Благоприятное Нужное Неполезное Разум принимает И то что Бредное Неблагоприятное Немужное Разум отвергнет Между ними Всегда идет диалог И меня в этом диалоге нет На это очень сложно понять На это нужны Может быть годы Чтобы очевидно понимать Что у меня в этом диалоге нет Например Утром Зазвонил Кудили Радуг говорит Вставай Он говорит Не торопись так Не так быстро Замечали Я дал этот диалог Надо уже на лекцию идти Ну Мы опоздаем Ничего страшного То есть Меня здесь нету Как такового Просто идет Между ними Диалог Но я В этом Похоже В принципе На разных Похоже Только чуть-чуть Я Натанусь здесь Вот это все Это материальная энергия Это глупая Вот это тонкая энергия Материя Я не материален Я духовен То есть я душа Я духовное существо Не материя В чем отличие Материя от духа Материя всегда уедает Она меняется Она изменчива То есть она не статична Тело меняется? Всегда меняется Каждые 7 лет Говорится происходит Реинкарнация Каждые 7 лет Тело меняется полностью Что такое реинкарнация? Смена тела Да В жизни уже Ну раз 10 поменяем Реинкарнируем Прямо в жизни Уже при жизни Если мы до 70 Доживем Дай Бог То есть тело Будет меняться всегда Изменчиво Материя Чувства меняются? Очень сильно меняются Особенно старое сетро Можно увидеть Когда люди очки Начинают носить Когда дуга Попадают То есть уже Кашку надо Сушить с водой На горешки Ну и так далее То чувства тоже Будет улетать Ну меняется Очень сильно меняется Особенно Переход от зрелости К старости В детстве еще В незаметном В детстве Ум чистым ребенком Поэтому ребенок Это олицетворение ума Что он делает Это ум так Ребенок Он идет Раз Делает Позвали Забуд Пошел Опять Все Все Что Увидим Он Нафиг Как Кто Кром Замечательно Дети Они не привязаны Мы домик построили Просто И раз Кто-то позвал Забыли Про домик Все Что-то там делают Пришли Домик Кто-то сдавал Они приходили Домик Они не видят Ну ладно То есть Это такой Чистый ум Потом Когда вырастает Он начинает Ум Уславливаться То есть Он уже привязан К каким-то Результатам То есть Включается Механизм Кармы То есть Эксплуатация Иисуса Внешнего И все Уже Начинается Ложная Эта И еще Мы сейчас Дойдем до него И все Тогда он уже По-другому Начинает Работать И потом Когда уже Школа Когда уже Там Зрелость Приходит Такая Все Он уже Начинает Совсем По-другому Работать То есть Он тоже Изменчив Очень сильно Чан Шалам То есть Тот Кто меняет Неустойчив Женщинам Легко Это Отследить Чувствуете Как он Вообще Относится По всей Вселенной Разум Боже Меняется Например До 5 лет Разум Вообще Как бы Ну Выключен Когда Знаете Как Телевизор Вроде бы Вивка Розетки Воткнута Там Какой-то Диод Горит Что Питание Есть Но Сам Телевизор Выключен Хотя Постанавливается Питание До 5 лет В таком состоянии Разум Удей Находится 5 лет Включается У Все Начинается Подвергаться Анализу Через У И нужно Принимать Решение То есть Нужна Информация Какая-то Поэтому Дети Начинают Родители Просто Терроризировать Мама А что Где А как А почему Замечали Да У Дети Были Ну Есть В Таком Области То есть Вопросы За Вопросом Где Это Разум Хочешь Вырасти Каждый 12-15 лет Набирать Вороты Потом Остановится Сделает Перерыв Такой Небольшой Для того Чтобы Принять Теперь Решение Важное Что делать Как Дальше Жить Да Если Человек Твердо Стал На Какое-то Развитие Духовного То Разум Начнет Дальше Расти Если Человек Не встает На Путь Духовный То есть На Ознание Себя Как Души Духовный Называется Здесь То Тогда Разум Начинает Затухать Потому Как Лампочка Если Вольф Убирать Она Так Разум Старостям Пол То есть Тоже Меняется Но Я Неизменный Я Не Меняюсь Если Дело Состоит Из Внутри Элементов Чувства Состоят Из Тонного Огня Огонь Чувств Например Огонь В глазах Есть Да Мы Смотрим На Кого-то И Чувств Наш Зол Это Огонь На самом Дело Продикает Он Тоже Из Огня Состоит Например Солнце Поднимается Люди Просыпаются Начинается Мышление Что Самый Главный Огонь У нас Во Вселенной Это Солнце Это Генератор Главный От него Энергия Огня Распространяется На всю Вселенную И Умно Очень Плотно Конфортирует Солнце Солнце Садится Люди Спать Уключаются Солнце Поднимается Не раз Начинает Медленно Сначала Солнце Только Только Горизон Подходит И люди Знаете Заторможенные Просыпаются Такие Че Делаешь Пойду Умой И Пока Он И Мет Мы Начинаем Думать Что Сегодня Делать На Работу Опять То есть Медленно Солнце Только Только Поднимается Нужно Что То Съесть Что Я Сегодня Одену Так Вот Эту Машину Заправить Надо То есть Медленно Медленно И Солнце Поднимается Ускоряется Процесс Мышления И Когда Солнце Взените Люди Гипер Активные Потом Солнце Раз Закроет Есть такие Все Уже Не хочу Работать Уже Все Надо Замоем Быстрее Ведвизор И Потом Солнце Солится И Люди И Отличаются А Думать Это Огня Полностью С огнем Из огня Состоит Из Тонкого Огня Разум Состоит Из Звука Еще Тоньше То есть Самый Тонкий Элемент В этом Мере Это Звук Тоньше Звука Ничего Нет Разум Состоит Звука Так Он рядом Сунов Находится Его Природа Огня Тоже Имеет Место Вы Но В основном Это Звук Сразу Нужна Информация Мы Слушаем Живем На Звуках Я Тоже Из Чего Состою Я Состою Из Вечности Не Забывайте Меня Вясом Слечу Стуки Где-то Болит Уже Меня И Скину Ром Слечу И Знание И Счастье И Блаженство Это Моя Составляющая Как Вечность У нас Проявляется Желание Ну Скажем так Не желание Жить А желание Не умирать Лучше Да То есть Так Проявляется Наше Желание Жить Я Не хочу Умирать Или Кто-то Хочет Умирать Никто Не хочет Умирать Это наша природа Вечности Мы не согласны Вообще Кто это Придумал Мы Видим Что Все Умирают Но Каждый Из Нас Думает Нет Оно Это Не Проявляется Мы Внутри Верим В это Что-то Я Дальше Буду Как Существовать Просто Сейчас Думать Я В этом Не хочу Некогда Мне В этом Думать Сейчас Важнее Бывает Как И Например Вечность Проявляется Не Всегда Хочем Быть Молодыми Так же Юные Они Так же Хотят Блаженства Счастья Хотят Наслаждаться Хотят Люди Даже Старости Самое Сильное Наслаждение В основном Для людей Это Противоположный Пол Общение С Противоположным Полом Не обязательно Грубое Например Старики Старушки Они уже На Грубое Не Расщикывают Но Простое Общение Они Очень Ценят Одна Бабушка Она Вышла Из Помогли Или Восемь А я В это время В этом доме Был Друзья Везли Нас Это Там Какая-то Встреча Была А это Была Мама И Друзей Она Уже Пожила И Она Такая Вышла А я Был В Монашеской Одежде А Все Остальные Бли Нет И Она Какой Красивый Я Говорю Вы Тоже Красивая Нет Я Некрасивая И Обратно В комнату Зашла И Я Стою В этом Поеду Что-то Должно Было Произойти Я Стою Жду И Раз Она Буквально Минутки Три Проходит И Она Опять Выплывает Уже Она Выходит Вот так Она Выплывает Успела Там Что-то Она Красивая Какая Раз Платье Переодела И Все Она Раз И Все Я Жила Я Говорю Вы Красивая Вы Видите Я Говорю Это Вы Внешне Некрасивая Внутри Вы Красивая Очень И Это Ты Видишь Как Ж Это Не Видит Я Тоже Говорю Что Я Молодая Внутри Они Говорят Вторую На Меня То На Сам Били Внутри Человек Не Меняется Он Не Измен Вечный Потому Душа Говорится Вечная Юная Поэтому Мы Хотим Быть Юными Это Наша Природа Мы Обладаем Полным Знанием Почему Здесь Сверх Душа Есть Для Душа И Часть Которую Он Ищет Или Бог Сердце Находится У каждого Это Бог Сверх Душа У каждого Не Важно В какой Традиции Человек Находится Не Важно Бог Сверх У всех Душа Клотно С Ним Связана Это Его Истерка Частица И Она Не Отлична От Его Качество Качество Такой Же Как Грамм Килограмм Долго Качество Такое Количество Разное Там Душа Она Тоже Бог Вечен И Вечный Бог Все Знает Мы Тоже Все Знаем Просто Мы Не можем Воспользоваться Этим Знанием Сразу Почему А у Здесь Двух Оболочка Которая Знамя Мы Сами Закрыли У нас Желания Закрыли Третья Составляющая Блаженство И Счастье Мы Все Ищем Счастье Почему А это Наша Природа Вот И Все Вот Это Соединение Очень Ценно Для Людей Оно Называется Йога Если У вас Кто Спросит Что Такое Йога Это Связь Юдж То Что Соединяет Меня Бога Это Отношение Если Мы Достигаем Вот Этой Йоги Открываются Автоматически Это Корень Дерево Если Мы Поливаем Несколько Веток Обязательно Корень Засохнет Дерево Почему Мы Не понимаем Что Душа Одна Еще Одна Оболочка Какая Большая Это Оболочка Ложного Я И Ложная Тега Она Она Закрывает Видение Настоящее Обманывает Нас Говорит Ложно Ты Если Мы Приезжаем Туда На фестиваль Кто мы Точно не лучше Да Гости Из фестиваля Я Гости Или Я Студент Например Если Мы Видим Своего Ребенка Я Родитель Сразу А Если Мужа Вижу Я Жена А Если Я Жену Вижу Я Муж И так Далее Фестиваль Закончится Сядем В машину Поедем Я Водитель За рулем Зачем Она Нужна Нам Слышно Нормально Там Может Микрофон Нормально Может Сюда Поставлю Фониль Вот Эта Оболочка Нам Нужна Для Того Чтобы Мы Себя Комфортно В этом Мире Чувствовали То есть Другими словами Нам Эта Оболочка Дана Для Причем Ложно Обуславливались Например Если Ребенок Подходит К маме И говорит Мама Накорми меня Я голодный То мама Должна Взять И накормить Ребенка А не сказать Ребенку Вообще-то Я не мама Я душа Да Ты тоже Не мой ребенок Ты тоже душа Ты обладаешь Ты обладаешь знанием Поэтому Иди на кухню И сам все приготовь Да Нужна оболочка Ложная Которая обусловит меня Мамой Для чего Чтобы выполнить долг свой Это вторая Как бы функция Ложного эго Чтобы выполнять свой долг Здесь согласно Время Месту И обстоятельству И это только этап Какой-то будет в жизни Где мы будем так обуславливаться Потому что потом Придет время Если человек восстанавливает Йогу Работает над собой Духовно То тогда эта оболочка уменьшается И человек ведет себя уже Как душа Причем никаких противоречий Нету с выполнением долга Он также выполняет долг Перед близкими Перед родными Перед солнцем Там неважно Но он уже понимает Что я просто душа И временно нахожусь Вот в этом ресурсе Это тоже ресурс Вот для чего нужна Ложная оболочка нам Но от нее нужно будет Избавиться Так же как избавиться И от тела И от этого Чтобы осознать себя Как душа И жить как душа Нужно Как бы ну Знаете быть как лотос в воде Лотос это совершенный цветок Например Асана лотос тоже есть Говорится в этой асане Долго сидеть очень тяжело Потому что в этом В этом положении Человек трезво мыслит Трезвое мышление Полностью И знаете Трезво мыслить Иногда очень тяжело Замечали? У меня человек Один так рассказал Поделился реализацией Я говорю Зачем ты интоксикацию употребляешь? Ну Алкоголь и там Ну что такое? Он говорит Я не привязан к ней Так просто Где-то в гостях могу А так я Я говорю Не ну ты в гостях даже употребляешь Можешь же не употреблять Могу Ну употребляю Я говорю Значит привязан все-таки Нет я не привязан Я говорю А как же тогда? Употребляешь и не привязан Значит привязанность есть какая-то Он говорит Нет нет Я употребляю потому что я устал смотреть трезво на этот мир Ну это безумие какое-то Этот мир какое-то безумие Трезво смотреть на него можно с ума сойти Он говорит Поэтому я иногда просто выпиваю Что более-менее как-то так Ох он нормально И лотос это совершенный цветок В чем его совершенство? Он находится в воде И всегда сухой Не мокнет Вы его достаете из воды Он даже в воде растет И всегда сухой Так и мы как души Должны жить в этом мире материальном В мире материи И Не оскверняться материи Где это скверно начинает в нас проявляться? Смотрим на эту схему Все верно Здесь все у нас Мы живем в уме Наша основная деятельность Она протекает в уме всегда Мы постоянно мыслим Анализируем Принимаем решения какие-то Благодаря уму В шестой главе в Бхагавадгите Где описывается дьяна йога непосредственно Там буквально с первых стихов уже С первых стихов уже Кришна начинает говорить Работай с умом Обуздай ум Останови этого ненасытного врага Пока ты не обуздаешь ум Невозможно дальше ничего делать И он начинает ему объяснять саму систему йоги И когда он ему объяснит Ученику своему всю систему йоги Что скажет ученик Первая фраза какая у него будет? Он скажет Все что ты описал Это невозможно делать И почему Какой он аргумент приводит? Почему невозможно? Потому что ум он говорит Неистов Еще какой термин он приводит Упрям И Необычайно силен И И его остановить Он говорит Сложнее чем Остановить ветер Поэтому Говорит эта система йоги Для меня не подходит И Кришна говорит Конечно это так Ум очень силен Но Это слово но там стоит Это можно сделать Этого достичь можно С помощью Определенной практики Он говорит Нужна практика С помощью которой Ты сможешь обуздать ум И когда человек начинает работать с умом Первое что приходит в порядок Разум То есть они начинают сотрудничать С помощью разума Ум тоже становится То есть это как друг Как тандем такой Это как муж и жена Если у них хорошие отношения То оба супруга развиваются Оба счастливыми становятся Но стоит одному что-нибудь там Там губки надуть И бровки так сделать Что-то да? Все начинают отношения разрушаться Когда они начинают сотрудничать Чувство обуздывается Легко очень То есть уже не надо смотреть Куда попало Нет смысла Мужчинам смотреть на женщин А нет смысла смотреть А какой смысл смотреть на нее Здесь ничего плохого нету Попробуйте понять Нет смысла смотреть на женщин По одной причине Не время еще Придет время Этот процесс естественно произойдет Сближение мужчин и женщин Чтобы семья создалась Когда разум станет сильным Мужчина точно будет знать Кто его жена Не надо ни на кого смотреть Не надо думать Что если я сейчас буду смотреть И как-то себя ухорашивать Прихорашивать там Ну и с обоих сторон И мужчины и женщины То я кого-то привлеку И он будет моим мужем Или моей женой Нет это иллюзия полная По карме уже предрешено Кто будет мужем А кто будет женой Какой смысл напрягаться Нужно выжидать Момента просто и все Более того Нужно работать над разумом И над умом Чтобы вторая половина подошла Подобная мне Почему многие не могут сойти с людей Хотят и не могут Разный уровень развития И так же подобное к подобному Потом притянется Да, если человек находится На нижней чакре Развитие Он обязательно привлекет Такую же половину На вот этой чакре За что эта чакра отвечает Кто помнит Я в городах многие читал эту лекцию Кто помнит Защита нет Защита это вторая чакра Сон Раз Сказали Еда Да, и совокупление Вот это три Вот эти функции Вот это чакры Муладхары Если у человека находится Как бы его Позиция жизни только на вот этих центрах Имейте ввиду Бог в сердце находится у всех И он знает желание Желание поспать Поесть и посовокупляться От этого человека Испытывает счастье Основное Это животный центр И у человека Концепция счастья Здесь заложена Просто и все Она не здесь Или не здесь Или не в сердце Нижний центр А так как Бог в сердце Каждого находится Он всех любит Он знает Чтобы человек был счастливым Ему нужно такую же Вторую половину дать В жизнь Которая тоже живет На этом центре Потому что если Господь Возьмет из сердца Приведет к такому человеку Кто живет на этих центрах Вот с этого центра Вторую половину На санскрите называется Расабхаса Рас это вкус То есть разный вкус Не сочетаются Пробовали сочетать соль Ну например брать Например халлу В соль макать и кушать Ну примерно то же самое здесь Если парень придет На вот этом центре В монастырь В женский Вот этот центр И скажет Можно я вот себе Невестку здесь найду Может быть ему и скажут Что можно Но когда невестка выйдет Такая вся Убранная Чистая очень А у него вот эти центры Будут играть Он будет думать Где как там это все вообще А она скажет Свят 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 И он сразу думает О что ты говоришь А как же А как же Сгинь Сгинь Нечистая Да Это верхний центр Поэтому Господь не хочет Таких отношений Иначе будут оба несчастные А должны быть счастливы оба Поэтому он берет И пожалуйста И приходит девушка Такая вся В таком платьишке Да Видите женщин В таких платьях Подчеркивают Фигуру свою Голосы такие все Имейте ввиду Она такого же привлекет Точно такой же привлекется Нормальный мужчина Такой девушка не привлекется Потому что видно сразу Что у нее в голове Мужчина привлекается Внутренним состоянием Женщины Это ну не говорит Что женщина должна быть Там в платочке Как там Маруся Какая-нибудь Нет Она должна быть красиво Убранная вся Ну красивая Внешне Что мужчина тоже это привлекает Что он через зрение тоже входит В этот мир Но гораздо важнее Мышление женщины Вот здесь что у нее Если чувства обуздаются Тело придет в порядок Придет в порядок сразу же Тело будет здоровым Гибким Эластичным Оно не будет болеть Можно йогой вообще не заниматься Если вы будете владеть Деятельностью ума То есть он с праной Очень сильно сотрудничает То вы можете просто сесть Вот в такую позу любую Закрыть глаза И с помощью ума Силой праны Вот этой Прочистить все каналы свои И вы будете гибким Не надо йогой заниматься Сколько времени у нас? Еще 40 минут Хорошо Еще листуция Это вот Часть нашего организма Это еще не главная его часть Вот это У нас есть Разные энергии внутри еще Например чакры есть у нас Это тоже ресурс наш Первая чакра Мулакхара Если кто-то пишет То есть это некий трансформатор Любая чакра Это трансформатор Что она делает? Какая функция трансформатора? Преобразовывать Да? То есть трансформировать энергию С одной в другую Например Электричество Там например 220 вольт И в каждую В каждый как бы энергоноситель Пойдет разная Как бы Разная сила вольт Или ампер Она меняться будет Потому что Если одинаково все подать Все сгореть может Например Здесь трансформаторная будка Наверняка есть на этой базе Которая принимает Из внешнего мира Где-то может быть 3000 вольт Эта трансформаторная будка Берет и трансформирует И дает 220 сюда 340 сюда Там 15 сюда Она трансформирует энергию Или холодильник Например Вроде бы Должно быть нагревание Да? От электричества А смотрите Есть трансформатор Который преобразовывает Дает холод А тут же рядом Мы включаем И обогреватель Греет За счет трансформации Так и чакры Это трансформаторы Которые трансформируют Космическую энергию Мощную И дают нам ровно столько Сколько мы сможем Ну вот здесь преобразовать То есть Сколько нам надо То есть они Другими словами чакры Создают модель поведения В нашем сознании То есть мы мыслим Определенным образом Благодаря тому Что у нас есть Какие-то желания Потребности какие-то В этом мире И чакры берут Преобразовывают Эту энергию И дают нам ровно то Что мы хотим И то что мы заслужили Например Если сюда входит Энергия космическая То чакра нам выдаст Вот эти три функции Потребность в еде С ней в совокуплении А это у каждого есть Не важно На каком уровне находится Почти что у всех Будет эта потребность Но Из этих семи чакр Которые мы сейчас будем разбирать Одна какая-то Будет доминировать всегда У человека Это будет основная его чакра Сейчас мы разберем И каждый может понять Какая чакра у него доминирует Для чего это нужно знать? Чтобы знать На каком я уровне нахожусь Развитие Как дальше расти То есть себе признаться честно Я мой Это вот мой уровень Все значит у вас есть фундамент Под ногами Раз вы признались И теперь можете Оттолкнуться от него Дальше идти Если мы занижаем планку Мы уже не оттолкнемся Если завышаем Мы тоже не оттолкнемся Вот Младхара дает потребность В еде В сне И в совокуплении Слав ги стана Еще одна чакра Вот эта чакра Как раз отвечает за защиту Кто-то говорил Защита То есть эти две чакры Они вместе сотрудничают Две животные чакры Еда Солн Совокупление Оборона Здесь Или другими словами Эта чакра нижняя Отвечает За Комфорт В этой жизни То есть мы ищем место под солнцем Мы везде будем Заниматься адаптацией Куда бы мы ни пришли В какое бы мы общество ни пришли В магазин В больницу Домой В поезд сели Или там в самолет Или просто в машину сели Ты же туда пришли Смотрите мы сразу начинаем адаптироваться Быстро да Как то как чтобы я себя чувствовал комфортно Вот здесь надо мне сесть В зал заходит сразу начинает Так где я сяду Где я сяду Включается вот просто механизм этой чакры Модель поведения у нас сейчас так работает Если к вам подойдут скажут Ты пойдешь сегодня на завтрак Вы быстро ответите на завтрак Пойду или пойду И сразу же пойдете опять искать где я сяду Потому что сейчас модель поведения срабатывает такова Что сейчас важно найти место где я сяду Завтрак он никуда не уйдет Малитура 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 Эта чакра уже Человеческая считается Сейчас тут две человеческие чакры Она находится здесь в области Солнечного сплетения Это огонь Это генератор наш Огненная чакра Солнечная Она распространяет тепло по всему организму И огонь дает Огонь мышления Огонь пищеварения Температуру в организме Да Огонь в уме Разум То есть все 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 Вот и идет отсюда вам Отсюда свет весь идет Управление Эта чакра дает Какую модель поведения Власть Или контроль То есть теперь еще я Помимо того что у меня вот это у меня есть У меня еще вот это есть То есть я теперь готов еще где-то быть Каким-то доминатором Лидером каким-нибудь Каким-никаким Контролировать что-то хочу Или другими словами Эта чакра дает человеку Быть престижным до какой-то степени Престиж Власть вот это все Контроль Это вот отсюда вам идет Управление Анахата Следующая Мы пока просто разбираем их Ну простую особенность Потому что у них еще очень много-много чего У этих чакр Из каких функций У нас просто ну не хватит времени долго разбирать Например каждая чакра находится под Покровительством какой-то планеты Каждая чакра Дисмарс Венера Солнце Солнечная чакра Огонь Венера за что отвечает? Астрологию изучаете уже сейчас? Наслаждение Чувственное причем Красота Чувственное восприятие этого мира Комфорт Да она дает? Мы отвечаем Ну комфорт Место под солнцем То что мы себя чувствовали хорошо Венера Марс Как проявляется? Борьба Борьба Сразу борьба Сила воли Сила воли Лидерство Все верно Лидеры То есть лидеры общества Солнце Оно дает лидерские качества Да? Солнце еще за здоровье отвечает То есть брать ответственность люди могут на этом центре Лидеры У кого солнце хорошее Вести за собой людей Заботиться о защите То есть И анахата Луна Лунная энергия Да Эмоции Да? Луна больше всего влияет на наши эмоции На мышление На ум Да? Потому что это чакра любви Бескорыстная чакра Отсюда начинается бескорыстная Здесь корыстная Почему? Потому что ложное эго вот здесь находится То есть это знаете как офис ложного эго Вот здесь в этой чакре Эгоизм здесь закрыт Все эти чакры находятся рядом Они попадают под влияние ложного эго Но вот эта чакра уже чистая Уже нет ложного эго И уже модель поведения какая У этой чакры Бескорыстие Да? Люди хотят сделать мир счастливым О счастье думают Других о себе не думают Теперь сверхчеловеческие чакры Вишутха Чистая Шутха значит чистая Вишутха это значит чище чем чистая Ну примерно такой перевод То есть очень чистая Чакра интеллекта ее еще называют Она вот здесь в горле находится Горловая чакра То есть у людей в этом цене Если эта модель поведения Начинает доминировать То у человека Появляется очень сильная потребность Изучать что-то ну Что-то не мирское То есть мирское знание Человеку уже не интересно А он как-то теряет вкус вообще к этому Хочет То есть чакра знаний Планета какая за интеллект отвечает Меркурий Да? Вот это здесь как раз находится Человеку хочется познать что-то сверх Чем этот мир Что-то выше И когда он начинает это познавать То у него появляя Он там же в знании Когда он изучает что-то Он там же в знании Начинает Черпать информацию Что теперь это знание Нужно применить на практике То есть не просто я знаю А я хочу это еще и делать Все это значит Это чакра заработала У человека если появляется Такая потребность Получил знание Применяю на практике Какой вид йоги это? Знание Какой вид йоги? Знание Гьяна йога А когда знание применяется на практике Вигьяна говорится Вигьяна такая йога есть уже Вигьяна То есть знание применяется на практике Таких людей считают мудрыми Мудрец То есть есть люди умные А есть мудрые Вот умные Это как раз гьяни Гьяна йоги То есть они просто изучают философию Но делают ничего не делают Просто очень много знают А мудрые люди Это те кто занимаются вигьяной То есть они берут знание И применяют на практике его Вот это здесь как раз люди Будут чувствовать что появляется потребность И когда они начнут знание применять на практике Этого уровня знания То у людей откроется тонкое видение Это просто автоматически произойдет Человек начнет видеть энергии Биополя Мауры какие-то Параллельные миры может видеть Читать мысли может Все открывается Сверхчеловеческие способности Ажно Также что касается отношений Как себе находить другого Как бы человека Спутника своей судьбы По этим уровням Это тоже можно делать Здесь на чакрах все происходит Сейчас мы не будем это разбирать Просто имейте ввиду Что этот механизм может даже глубоко работать Чакр Можно на дисках это найти Там более подробно разбираем Ажно находится здесь В области вот этого центра Межбровье Или область третьего глаза То есть Эта модель поведения Этой чакры такова То есть Если у человека она открывается Он начинает понимать Что единственное Что не хватает людям Для полного счастья То есть он так мыслит человек А другом больше ни о чем не мыслит Все остальное ему уже не интересно Он уже ничего не изучает этот человек Что эта чакра уже открытая Человек уже все знает Нет смысла сидеть Ну Второй год во втором классе Если ты уже изучил его Да? Нужно идти дальше Также здесь люди перестают что-то изучать Открывается видение И люди начинают видеть одновременно Три уровня времени Прошлое Настоящее И Будущее Все они одновременно видят Будущее Настоящее и прошлое Поэтому нет смысла им что-то изучать Все понятно уже становится Все эти люди понимают В чем принцип счастливой жизни В чем вообще смысл жизни Смысл жизни Смысл жизни То есть Если у этих моделей поведения Получить знания и дать это знание людям Так люди думают То есть они не думают так Что я сейчас получу знания И буду как бы сам иметь И за ним пользоваться Здесь так не будет Потому что ложного аганиту О себе люди не думают Здесь бескорыстие потому что И Они думают что надо раздать людям знания И все Тогда люди будут счастливыми Если эти просто хотят Делать всех счастливыми И не знают как То эти уже знают как Надо Нужно дать людям знания Как быть счастливыми То вот эти люди Понимая что знаний Даже может быть недостаточно Нужны знания О йоге О сверхдуши О Боге Люди о Боге должны знать Не только об этом мире О планетах О реинкарнации О карме Там еще каких-то законах Разных Нет Еще нужно Об источнике счастья Знать Источник внутри Находится Вот эти люди Всегда будут давать людям Знания о Боге Причем они будут давать Если эта чакра Не поражена Какой-то другой Ну скажем так Планетой может быть Или желанием Ложное эго например Доминирует еще у человека И это же Бывает и это еще открыто Например Как это можно заметить Если у человека Этот центр открывается Он хочет что-то о Боге говорить А доминирует вот этот То человек говорит Моя религия лучше всех Становитесь там Какими буддистами Или там нудистами Не важно Истами каким-нибудь Все остальное Они говорят Это все от сатаны И вот если вы такого человека Встречаете Имейте ввиду Доминирует вот эта чакра Ложного эгоизма Я и мое Так работает эта оболочка Я и мое Я в центре Я самый лучший У меня все самое лучшее Приходите ко мне Я вам расскажу о Боге Имейте ввиду Он о Боге ничего не знает Ничего Раз так человек мыслит Эта чакра является Пограничной чакрой Перед последней Эти все чакры Духовные Материальные Вот это чакра Татасрара Тысячелепестковая переводится Лотос Тысячелепестковый здесь Она духовная чакра Нематериальная И аджна является Как бы пограничной чакрой То есть человек Если она открывается Эта чакра Человек видит и духовную реальность И материальную реальность Он может балансировать ее И ту и другую реальность Он видит Другими словами Эта чакра Всподвигает человека К отречению От материи То есть не привязываться К ней сильно А то и вообще не привязываться Это некая такая аскеза Какая планета отвечает За такие вот функции Сатурн Аскетичность Да Оторваться Вот это центр Сатурианский на самом деле Даже цвет чакры такой Он похож немножко на сатурн Какой цвет чакры здесь Синий здесь Голубовато-синий здесь Да Такой темно-фиолетовый Здесь центр Эти люди Если эта чакра Доминирует Как бы еще у человека Они склонны К духовности К отречению То есть принятию решения Таких ну быстрых Кардинальных То есть долго не зависать На одном месте Постоянно Не растут такие люди Сахасрара Духовная чакра Планета Юпитер То есть у человека Появляется склонность Изучать только Духовную науку То есть ему Ему нужны теперь Не просто знания о Боге Как это здесь А ему нужны теперь Непосредственно отношения Сама йога нужна То есть он теперь Хочет отношений Как с личностью Не что-то с безличным Там выше разум Да или там Как еще называют Безличным Абсолют например Да Энергия какая-то В общем Отец Сын Святой Дух То есть что-то такое Абстрактное Людей это не удовлетворит Потому что нам нужны Отношения с личностью То есть должна Перед нами быть личность Например Человек заходит К директору в кабинет Пытается решить Свой вопрос какой-то Да А что является Успешным решением вопроса Да Какие отношения между ними Потому что Если нет отношений То вопросы Можно решать Не в кабинете За дверью К секретарю Подойдите Скажите там Виктору Ивановичу Пусть там мне Выдаст зарплату какую-нибудь Что-то безличное То есть нет отношений И секретарь пойдет Скажет Виктор Иванович Там Мария Ивановна Пришла Зарплату просит Он мне скажет Ну пусть подождет Или там Ну дайте как-то так Холод какой-то будет Нет отношений Потому что Но когда есть личные отношения Мария Ивановна зайдет в кабинет Она даже зарплате Может не говорить Ничего себе есть отношения Скажет Виктор Иванович Как у вас семья Все ли нормально у вас там Как жена ваша Как дети Виктор Иванович подумал Да Хороший человек О чем-то ценном говорит Надо зарплату и дать Какую-то там Увезет по премию Что-то сделать Что-то хорошее сделать Так же и здесь Душа Будет всегда Жаждет Отношений Личных С Богом Это наша природа У нас есть вот этот ресурс Это еще не весь ресурс Сколько у нас времени еще есть? Еще двадцать минут Давайте остановимся Потому что следующая Тема Нашего ресурса Или строения нашего организма Она уже будет связана Непосредственно с деятельностью С нашей Мы пока просто разобрали Как ресурс Вот такой у нас есть ресурс Вот он строение нашего организма Еще не полное Немножко еще осталось там Вот эти две последние темы Они очень глубокие Если их Распознать хорошо Человек успешно будет в жизни Во всех направлениях Если он сможет распознать Вот эту структуру Которую мы сейчас будем разбирать Это два вида энергии есть внутри нас Эти энергии невидимые Они очень могущественные Два вида энергии На которых зиждется весь этот мир И они у всех Эти энергии одинаковые Только по-разному люди Их используют эти энергии Давайте Время на вопрос составим Так ваши ноги Горят К концу фестиваля Вы почувствуете Совсем другой эффект Нога Придет время Вы заходите медитацией Заниматься Серьезно И если ноги Зашлакованы То медитация не получится То есть она будет не совершенна Она будет такой ущербной Будем сидеть и лозить и лозить Мы так и не сосредоточимся Что такое медитация Как переводится этот термин Медитация Концентрация Внимание на одном объекте Знаете Есть такая практика Называется Тратака медитация Может быть мы в какой-то день Позанимаемся здесь Это будет очень Хороший у вас будет такой опыт Тратака медитации Или переводится как Медитация не моргающего взгляда Что значит концентрация Концентрация значит Не терять цель из виду Называется медитация Потому что Бог в сердце находится Если вы начнете туда углубляться Однажды вы его увидите И первое что вы захотите Никогда не терять его из виду Что он очень красивый Бог самый красивый Его красота совершенная То есть это не старик какой-то там в сердце Сидит на троне там С бородой такой Это юноша Бог вечный Вечно юный Вечно юный И он очень красивый А мы подобие его тоже юные Мы же не старики Внутри Мы же юные Потому что он юный И он очень красивый Самый красивый И йоги почему они из пещеры не уходят Они его видят и не хотят больше ни на кого смотреть И ничего не хотят больше видеть Просто смотреть и все Например Если мужчина видит Что молодая девушка Начинает там раздеваться как-то Попробуйте этого мужчину отвлечь Ну спросите у него Сколько времени Ну скажешь Подожди, подожди Время, сейчас, сейчас, сейчас То есть красота какая-то Выходит женская наружу А так как мужчины Если они чувства не обузданы То они другой красоты не могут видеть Кроме как внешней И они пленяются То есть ум пленяется просто И все Он ничего не хочет видеть Так это красота эфемерная Она может потом измениться Но Бог не изменчиво красивый Всегда И йоги они не хотят уходить Они сидят и просто смотрят за ним Что он там делает Он очень красивый И эта концентрация Достигается сначала практикой До этого мы должны натренироваться это делать Да така медитация Это медитация не моргающего взгляда Когда мы сидим И смотрим на один фитилёк Свечки я попрошу может организаторов Чтобы они купили свечки Знаете капсулы есть такие И мы будем с утра Погружаться в эту медитацию Не моргать Сидеть и не моргать Так захочется моргнуть всем И не раз И слёзы побегут сначала И много чего ещё будет происходить в это время Но надо держать в фокусе фитилёк Огонёк этот Удержать его И тогда в жизни будет Очень много событий происходить Концентрированных То есть вы будете достигать любых целей Почему? Потому что вы научитесь держать цель в фокусе Не терять её из виду Называется тоже медитация Разные уровни есть медитация Например женщина готовит обед для семьи Она в это время в медитации находится Она больше ни о чём не думает Она сконцентрировалась только на обеде Продукты, специи, огонь, там вода, кастрюльки Всё она только вот здесь Это медитация называется Можно закрыть глаза И в уме приготовить обед Верите? Это высокий уровень Но это всё можно делать В уме просто сидеть и приготовить всё в уме Накормить всю семью В уме И когда придут ваши близкие домой Вы скажете Ну что? Может быть за стол Они скажут Да нет, мы что-то вот сыты Потом покушаем Да? Деды описывают эту структуру Медитация такую Но это так Я далеко может быть шагнул Но так как здесь люди разного уровня Я опять напомню Да? Поэтому я иногда буду вот так вот Ну Лавировать Скакать скажем так С одного уровня на другой Давайте вопросы может быть у нас осталось 15 Как правильно определить свой уровень чакры? Чтоб не занижать или не завышать? Поступки не важно Важно ваше желание То есть деятельность в уме важнее, нежели внешняя Занижение Занижение Как бы в нашем ментале Как бы в нашем уме Оно Как бы Ну как бы Проявляется таким образом Занижение Я не готов еще Вот если приходят такие мысли Это не мое Это скорее всего секта какая-то Я наверное не буду здесь обучаться этому всему Это значит я занижаю планку Я не хочу быть ответственным за свою жизнь Я подожду лучше Это не для меня А как завышаем планку? Как мы думаем? Я уже это прошел Я уже это знаю Это не для меня тоже Но уже не для меня свыше Это так Это вам как раз надо этим заниматься Я уже пошел дальше Это я знаешь завысил Тоже никуда не буду идти Но другой момент Тут гораздо важней Разобрать другой механизм Если вы начинаете мыслить такими категориями уже Так какой же мой уровень? Это значит вы хотите расти Если вы начинаете определять какой мой уровень Значит вы хотите расти А иначе зачем же я определял? Просто так определите все что ли? Нет? Я хочу теперь вырасти А это значит что? Чтобы вырасти что нужно сделать? Знание получить Знание получить Знание получить можно и в книжке Нужно найти того кто поможет мне Разобраться в этой книжке Сами мы не разберемся в этой книжке Это иллюзия полная что мы в книжке можем разобраться Например мы приходим в школу в первый класс Нам дают букварь Мы что-нибудь понимаем там в этом букваре? Мы ничего там не понимаем Нам эта книжка ни о чем не говорит вообще Ну может быть там картинки какие-то есть Еще как-то так Но вот букву мы даже не знаем что это за буквы А когда мы узнаем что это за буква? Когда подойдет личность И что она сделает эта личность? Эта личность вступит в отношения с нами Как? Через букварь Она скажет Леночка Какая это буковка? Не знаю Майя Ивановна Леночка это буковка А А Марья Ивановна хорошо Отношения Понимаете? Отношения важнее Потому что если Марья Ивановна подают Скажет Вовочка какая буква? Не знаю Марья Ивановна Двоечник И уйдет Это же тоже отношения Да? Только там любви нету Поэтому Вовочка двоечник Отношения Другими словами Другими словами Чтобы расти духовно Нужно найти такую личность С которой вы сможете строить отношения И тогда эти знания Мы же состоим из знаний Мы же душа Не забывайте Держите в фокусе это То есть это карта ваша Путеводительная На всю жизнь Не теряйте ее из виду Душа уже все знает Если есть отношения с гуру С учителем Учитель не будет нам говорить Вот это в книжке так Вот это в книжке так Кто вчера задал вопрос Можно ли дистанционно обучаться Кто-то здесь задавал вопрос такой Да? Учитель может дистанционно Ученика поднимать На духовную платформу Вы просто открываете книгу Вам даже никто не говорит что это А И вы уже знаете что это А Я так йоге обучался например Я не изучал книжки Я садился в медитацию Мне приходило понимание изнутри Что мой гуру по йоге Он был в сердце у меня Он мне говорил Вот эту асану делай Вот эту асану делай Я не видел в книжках этих асан А потом когда где-то в интернете Или там книжку кто-нибудь давал Можно вот этой книжкой пользоваться Я начинал листать О, ничего себе асана Я ее делал оказывается Но мне никто не говорил как ее делать Все внутри уже есть Это благодаря только отношениям Это и есть йога То есть сначала чтобы эту йогу Восстановить с Богом Мы должны эту йогу Восстановить сначала с представителем Бога С учителем Натренироваться с Ним И он именно учитель Наставник вам Подскажет на каком вы уровне Потому что он не привязан Он не привязан к нам И он просто Он от нас ничего не хочет Он не говорит Дай мне там 200 долларов И я тебе скажу Какой твой уровень Все подальше такого наставника Убегайте Значит Наставник не привязан ни к чему Ему ничего не нужно Он скажет Вы на таком уровне Поднимайтесь дальше А что мне делать Вы скажете Ага, это уже отношения теперь Готовы ли вы в отношения вступать? Не торопитесь Сначала изучить эту личность Личность нужно изучить сначала Потому что не всегда Может наставник подойти к нам Например Много людей сгорели Общаясь со мной Особенно женщины Они внешне привлекаются Харизма какой-то привлекаются Говорят, о, это мой наставник Я пойду к нему за наставлением А так, а так А подскажите так А вот так Подскажите мне как-нибудь Вот так Как мне быть, а как мне жить? А как мне семью строить? И еще что-нибудь там И видно, что это внешние вещи Как эксплуатация некая идет Это не отношения Вернее, это отношения Просто не вот такого формата Грязного Какое самое главное качество В отношениях ученика и учителя? Смирение Если человек смиренный Все остальное придет Почтение придет Все остальное придет Уважение придет Желание следовать этим наставлениям Это как Уже будет смирение Как некий фундамент Оттуда во все пойдет уже Все, если мы принимаем Наставника в свою жизнь Имейте в виду все Наставник что теперь имеет право? Требовать Раз он ответственность взял Например Родители перед детьми Берут ответственность Они имеют право Требовать что-то от детей И дети это требование Воспринимают как любовь Они не обижаются Мама говорит Ну-ка садись за стол Давай вот руки мой сначала Она требует Помой руки И ребенок не обижается Он идет моет руки Потому что это требование Любовью пропитано Но если это не родитель Любви не будет там У меня ребенок не факт Что пойдет руки мыть Скажет Не хочу мыть руки Так пойдет Так же и здесь Это отношения Если есть отношения Наставник увидит ваш уровень Скажет Вот это делайте Как правило Наставник завышает немножко Как штангист Чтобы стать сильным Он добавляет Блинчики на гриф Чтобы тяжелее немножко было А иначе как мы вырастим Сильными станем Так же наставник Он видит уровень подопечного И немножечко добавляет Это целая наука Отношений ученика-учителя Как найти духовного учителя Это у нас будет тема целая Это целая тема Лекция целая будет Это не такая дешевая вещь Сразу найти Найти это целый механизм Поиска этого А с другой стороны Его найти очень легко Как бы две стороны есть И легко И очень сложно Найти это визуально Не сложно Сложно в отношения вступить Открыть сердце свое Ну вот здесь например Духовный учитель есть Духовный учитель Не наставник Это разные вещи Наставник и учитель Хотя и тот учитель и тот учитель Но это духовный учитель А это духовный наставник Духовный наставник Это как мама А духовный учитель Это как папа Кто важнее Для ребенка Оба цены Оба цены Поэтому говорится Между наставником И духовным учителем Разницы нету с одной стороны То есть есть вещи общие Какие Наставление дают И тот и другой дает наставление И тот и другой Может поднять на духовную платформу Дать знания Может и тот и другой И тот и другой Возьмет ответственность За подачу знания Но есть разница в другом Духовный учитель берет ответственность За ученика Разбудить его От этого сна Иллюзорного Поднять на духовную платформу Сжечь карму Ученика тяжелую Целый титанический труд Например, здесь учитель есть такой Да, он сегодня лекцию давал еще раз Утром Это духовный учитель В принципе искать уже не нужно Он здесь Вы его видите Но это не значит, что вы уже нашли Что это ваш духовный учитель Может это и не ваш духовный учитель Хотя наставление можете получать от него Как наставник Он может наставником быть у всех Но ответственность возьмет не за всех Это будет зависеть от отношений С каждым Индивидуально Каждого ученика индивидуально видит И с каждым индивидуальное отношение строит Самая главная задача учителя Освободить ученика От оболочки ложной гордости Это самый титанический труд Который будет происходить между учеником и учителем Избавиться от концепции, что я здесь что-то значу Что я здесь вообще Я, я, я Он будет ее убирать потихоньку Если ученик слабый, он тогда будет инъекцию ставить Чтоб тонко убирать эту оболочку ложной гордости Если ученик серьезный, сильный Без инъекции Но с любовью Учитель это олицетворение любви божественной Полностью и внешне, внутри он пропитан этой энергией любви У него уже есть йога, потому что Он эту йогу восстановил У него есть отношения с Богом, он его видит постоянно Получает от него наставление Как помочь ученику Потому что Бог в сердце ученика и у учителя Одна и та же личность Поэтому учитель все знает за ученика Что у него есть йога с Богом И он знает как помочь ученику Какие наставления дать Чем работать, чем заниматься Инъекции какие могут быть? Например, это было в Индии Я свой пример просто расскажу Туда приехал один человек И он был в христианской традиции Но туда приехал в святое место Просто как турист Посмотреть, что там строится храм Самый большой в мире Огромный И он в нашей традиции Ведической, этот храм Там ведический планетарий будет Я про него расскажу отдельно Мои пути И он туда приедет А так как никого не будет рядом С кем общаться Он к русским присоединится все равно И будет с нами общаться постоянно И он никогда не будет кланяться Он в храм заходить будет В алтарную будет заходить Учителя будет духовного видеть моего И не будет кланяться Я ему говорю, почему ты не кланяешься? Он говорит, я только僕у кланим Я говорю, ты в храм заходишь Там Бог на алтаре Он говорит, нет, это не Бог Я не пытался с ним спорить, как-то Потом учитель заходил Я говорю, почему ты и учителей не покланяешься? Он говорит, только грабам я планирую Я говорю, так это представитель Бога, мы... все кланяемся ему из-за уважения к нему просто он нам дает бога как же не поклониться такому человеку даже этикет духовный нет и только богу такой вот и мой учитель в одежде мне утром говорит ну чё как дела твои я говорю нормально грубо хорошо все хорошо я говорю только человек с нами один гордый такой не кланяться ну ты посмотрел несколько гордый очень гордый прям горды вот инъекция идет уже то есть у меня сейчас от от гордости освобождает что если я вижу в другом человеке горды значит она во мне тоже есть атмаван монита и джагат на санскрите я вижу мир через призму своего опыта своего мировоззрения прям горды что ли я уже заподозрил что-то не то я напоследок потому что мне ошибиться еще расскажу грудок на хорош горды прям горды такой я все понял вот эта инъекция была с любовью потом было продолжение без инъекции вечером лекцию дают для духовных людей тема только духовная никакой материи я прям возле гурма гаража сижу он на возвышенности я внизу сижу слушаю и он раз дал лекцию в конце говорит надо кланяться по одной простой причине я сижу я радуюсь да гурма гараж да давайте ему сейчас вот как раз это для него надо кланяться потому что гордость нам не дает понять бога постичь его и больше ничего только гордость и все и кланимся мы только для того чтобы опустить вот эту голову которая самое гордильливое в этом организме самая горделивая часть эта голова потому что она гордится глазами носом мозгами какими-никакими ртом там ушами она гордится голова поэтому его надо склонять чтобы она не гордилась просто хотя бы для этого это дело А я уже забыл, что это про меня Я думаю, да, да, да Я все на него Вот так ему, вот так ему И отсюда, и отсюда так И Гуру Махараш уже все видит Тем более ученик И его единственная цель Духовного учителя Возвысить ученика, освободить от гордости Он говорит, не верите? Ну и все там сидят Таким, верим А он один такой, сидел такой Ну, понял, что это в его адрес камешки летят Что я же медитирую на него Я говорю, Махараш, не верите, значит Ну, смотрите И на меня так раз Я думаю И он наклоняется, и мне так по плечу Три раза так Ну, хорошо, так ударь Он говорит, посмотрите, что-то изменилось у него Я сижу, ничего не поменялось Ну, внутри там ничего Нормально И все смотрят на меня Ну, нормально, ничего не поменялось А вот, говорит, теперь смотрите И мне прям Ну, я не буду рассказывать, что там было внутри у меня Называется без инъекции Но с любовью Я в блаженстве был Но и мой ум Там просто война была ядерная Внутри Я покраснел весь Я не мог понять От чего испытывать наслаждение От счастья, что гуру тебя Свой лотос на ладонью Просто вот Как цветами Я на самом деле чувствую Как будто, знаете, лепестки роз Прямо вот так Я потом думал О, еще надо, еще, пожалуй Но ум мой Внутри Он Это что такое Он говорит А вот теперь посмотрите на него Когда ударил Он сказал Посмотрите теперь на него Те же самые удары Но посмотрите Это по голове Которая гордится чем-то Я потом неделю еще ходил И вспоминал это все Как это вообще С одной стороны Охота повторить А с другой Никак-то не охота уже Ну, это как пример Ну, там дальше будет общение идти Ну, наверняка повлияло Разумный человек Боже в сердце находится Я потом дальше Ничего, леп Но он потом будет Сначала выражать почтение Просто Не будет кланяться Так просто голову будет склонять Просто Стоит Потом постепенно Постепенно Это произойдет потом Это ваш выбор только Кто устанавливает Разницу Учителя и наставника Ваш выбор личный Если вы получите знания О гуру татве То есть Об отношениях Учителя и ученика То вы сами можете Уже принимать решение Кто ваш гуру будет А кто наставник Я же объяснил Что отличается только одним Степень ответственности Вот и все Наставник не берет ответственность За то Чтобы нас поднять На духовную платформу То есть Он не берет ответственность Чтобы вернуть душу В духовный мир Мы будем разбирать Строение Потом вселенной Мы поймем Что этот мир Не наш этот мир Мы здесь временно находимся У нас есть дом наш Настоящий Для души Для души Мы сейчас тело не рассматриваем Душа Вечная У нее есть свой мир Где она живет всегда У нее там есть родственники Настоящие Вечные Супруги Дети Друзья Соседи Там столько Этот духовный мир Мир Блаженства и счастья Там нет страданий Нет старости Нет болезней Нет смерти Душа вечная И мы вот оттуда С этого мира И вот чтобы туда Вернуться в этот мир Нужен гуру Нужен проводник Который туда уже Ходит легко Вот так Знает дорогу Он там находится На самом деле Он всегда там находится Так редко сюда приходит Кого-то забрать Кто готов И это гуру только делает Наставник не берет Ответственность за это Наставник берет Только за те знания Которые он дает В начале В самом Чтобы ученик Встал с колен Пробудился Ото сна То есть Понял что он Как душа Как действует Как душа Как строить отношения С учителем То есть Все фундаментальные Простые вещи Берет ответственность Наставник Гуру за это не отвечает Гуру уже зрелого Ученика берет Знаете Есть такое выражение Созреет ученик Появится учитель Да Слышали же такое выражение Так вот Вот эту зрелость Создает наставник Гуру это не делает Гуру смотрит Созрел ученик Все И ученик говорит Я хочу чтобы вы были Моим учителем И учитель видит Созрел ты или нет Если созрел Он говорит Все хорошо Если нет Он говорит зри, но не отказывается от вас как от ученика, вы уже можете быть учеником, но теперь надо зреть для отношений. Нужны же отношения, именно отношения складывать давать вам с учителем. Он не то чтобы отказать, он может просто понять, что вы не его ученик, потому что у вас уже есть гуру, учитель есть у вас уже, и он другой. А наставником он может быть вашим, то есть он может все равно вам давать какие-то наставления, но он не берет ответственность за ваш духовный рост, имеется ввиду, духовный мир, потому что у вас уже есть отношения с другим учителем, с прошлой жизни, они уже есть, и гуру это видит, поэтому он говорит, ну у тебя уже есть учитель. Более того, если это не ваш учитель, вы никогда изнутри не захотите сказать ему, будьте моим учителем. Бог в сердце не даст вам возможности такое сделать, потому что Бог в сердце знает вашего учителя, поэтому он изнутри не сподвигнет вас задать такой вопрос. Вы можете просто спрашивать об отношениях, просто каких-то советы, может быть, какие-то духовные, можете спрашивать, Бог будет вдохновлять вас и внутри это говорить, но задать такой вопрос, что будьте моим учителем, он не даст вам шансов внутри, потому что это не ваш учитель, ваш учитель другой. С тем учителем у вас особое отношение, лучше, чем будет с этим. Образ, как выбрать, свобода выбора, выбирайте, кого хотите. Вопрос, зачем вы это будете делать? Какая мотивация ваша? Образ, всего лишь образ. Или вам личность нужна? Личность нужна. Изучайте тогда эту личность. Изучайте жизнь святых людей. Просто изучайте, например, чем жил Иисус Христос. Изучайте, если вы вдохновлены его жизнью сильно, все, начинайте молиться ему, это ваш учитель. Да? Если вы вдохновлены жизнью Мухаммеда, пророка, изучайте его, вдохновляйтесь, это ваш учитель. Он никуда не уходит, они живые, личности, они никуда не ушли, они в сердце находятся. Изучайте, изучайте, просто изучайте какую-то личность. И чувствуйте вдохновение, нравится вам. Например, когда я начал изучать жизнь Швилы Пархупады, который нам дал вот эту науку, что его уровень такой же, как у Иисуса, как у Мухаммеда. Как Мессия, как пророк пришел в этот мир, в эту эпоху сейчас. Они в каждое время приходят. Говорят, что каждые 500 лет будет Бог отправлять кого-то, либо сам будет приходить. И вот в этот раз он отправил просто такую личность. Мир еще не знает, кто такой Пархупада, еще предстоит узнать. Когда Иисус Христос был, никто даже не мог понять, что это за личность была. Даже распяли его. Потом только люди узнают, за голову возьмутся, кто был. Также Пархупада сейчас много говорит, да нет, просто святой. Так, кто-то уже знает, что это за личность. Я когда начал изучать его жизнь, его автобиографию, как он жил, я очень сильно вдохновился. Очень сильно. Я понял, что я пойду за этим человеком. И как только я принял это решение, он вошел в мое сердце. Так же, как Иисус в сердце входит, или Мухаммед. Он вошел, и я это почувствовал прямо. Я понял, что теперь он меня ведет. И все порочные желания, какие-то мысли греховные, они просто, знаете, как птицы разлетелись, когда мы хлопаем все. Но только вошел, все, грязь сразу уходит. Своим свечением, сиянием своим, просто оттуда все, вытеснил. Вдохновляйтесь. От кого вы вдохновлены? Принимаете в сердце, вы это почувствуете. Надо изучать. Так вы можете выбрать. Иногда вы можете не изучать, потому что нет информации. Но найдите того, кто вдохновлен, например, им. Его изучите. Если им вдохновитесь, имейте в виду, потому что этот человек им вдохновлен. Вы не им вдохновляетесь, вы им, но через него. Так тоже можно путь найти себе. Как идти? В духовный мир. Другими словами, если мы хотим найти путь в духовный мир, а мы только этого и хотим на самом деле, просто мы этого еще не понимаем, многие не понимают этого, но мы именно этого хотим. Мы хотим выйти, скажем так, из тюрьмы. Мы хотим на свободу. Душа хочет вырваться на свободу. Нужно просто найти ту традицию, в которой мы будем испытывать счастье максимальное. Изучите концепцию счастья любой традиции. И какая-то концепция счастья вас удовлетворит. Имейте в виду, это ваш путь просто. Если вы хотите понять, правильно вы идете путем духовным, критерий только один будет. Все возрастающее счастье. То есть вы становитесь счастливее, 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 счастливее. Как только что-то раз несчастье, знаешь, куда-то они туда пошли. Все, значит шаг назад надо сделать, чтобы два вперед потом. Это барометр счастья. Найдите счастливых людей. И изучите их концепцию счастья. А чего они счастливы? Как они работают? Как они отдыхают? Как они учатся? Как они детей воспитывают? Как они семьи создают? Как они питаются? Как они соблюдают этикет? Как они молятся? Как они медитируют? Все это поизучайте. На этом долгое время не надо тратить. Быстро, быстро, раз, раз, раз изучили. И на себя наложите. Устраивает меня вот такая жизнь? Устраивает. Все это ваш путь. Все остальные пути уберите в сторону. Не потому, что они неправильные, они просто не ваши. Там не ваше счастье. Ваше счастье вот здесь. И теперь идите уже. Никаких сомнений не должно быть. Хотя ум будет говорить, нет, нет, нет. Подожди, может быть другое что-то. Но вы в этот момент должны научиться, или по крайней мере поставить цель учиться этому. Как распознавать дух от материи, черное от белого. Это функция разума. Правильное от неправильного, нужное от ненужное. Он говорит, не хочу этим заниматься. Разум должен сказать ему, а почему ты не хочешь? Что тебе не нравится там? Ну вот там надо рано вставать всегда. И вы должны понять, что это платформа ума, она иллюзорная. А вы должны разумом перекрыть эту оболочку. Сказать, так если рано мы будем вставать, мы столько, столько, столько успеем сделать, мы и так столько спим уже, полжизни проспали. Ты еще спать хочешь? И ум забоится такого мышления. Он скажет, ну ладно, ладно, хватит уже, не говори. Ладно, идем, идем, нормально. Сдаюсь. Это сильный разум так действует. Почему вставать не хочет человек рано? Какая причина? Хочет наслаждаться, да, кто сказал? Да. Другими словами, зачем рано вставать, если я не знаю, что делать в это время? Ну и встал я в три часа, и что дальше? Встал же? Да. Ну и ложись. Так ум действует. Ставим будильник. Три тридцать. Раз зазвенел. Вы встали. Он говорит, ты же встал, классно же. Все, да, да. Ну ложись теперь, все, отдыхай. А почему он говорит ложись? Потому что ума есть в памяти, он же в памяти. У него есть в памяти ощущение наслаждения, когда он лежит. Спокойствие, ничего не надо делать. Классно, подушка там, одеялко, тепло. У него есть концепция счастья лежать. Как классно себя чувствует. А вот встал, и что, и что теперь? Что это же его природа наслаждаться, ума. Вопрос только, чем наслаждаться? Если мы не знаем, чем утром наслаждаться, мы не встанем. Но если мы будем знать, он скажет, встаем, конечно же. Чего сваляться, как поросенок, храпеть, хрюкать. Встаем. Потому что он знает, сейчас счастье будет. Все, идешь в душ омываться, и счастье испытывает человек. Одел свежую одежду, там, духовную, и счастье испытывает. И ум это в памяти включает. Ну да, да, да. Садитесь в медитацию, раз. И ум думает, классно, счастье, счастье, счастье. Все, завтра утром он сразу первый у вас поднимет. Потому что он хочет наслаждаться. Но этот вкус надо сначала развить в себе. Имитировать его не получится. Ум вы не обманете. О, счастье, я сижу, счастье. О, о, о. О, ум скажет, ну и где твое счастье? Ну и что ты? О, давай ложись спать. Ну, если хочешь не ложись, закрой глаза. Ты же йог, ты медитируй. И человек начинает медитировать. И ум в блаженстве. Он говорит, классно, вот эта медитация мне нравится. Прокупада, он говорил, он зашел в какой-то клуб йоги, и там все сидят медитации такие. И ученики говорят, что Прокупада, а что они делают? На что они медитируют? А, Прокупада, он был видящий, очень мощный видящий. Он сказал, они медитируют, как поспать. То есть их цель медитации сон. Они здесь просто говорят, как бы сидят, как бы, а на самом деле они все спят. Вот их медитация. Завтрак начался, друзья. Все, хорошего дня всем. Я сейчас попрошу всех, как только вы расставите стулья, как вы только сядете, у меня просьба, большинство женщин у нас, наверное, да, разделиться в женщины и мужчины. Это этикет такой есть, да, в йоге. И если сейчас мы будем немножко что-то делать, заниматься, то надо просто создать вокруг себя специальное пространство. Не поленитесь сделать это. Не привязывайтесь к местам. Да, где-то вот садитесь. Так вам удобно будет. Сейчас мы маленькую разминку сделаем йоговскую. Спасибо. Да, где вы будете стоять, там и оставайтесь. То есть потом уже не меняйтесь. И мы каждое утро будем делать так, сразу готовьтесь к тому, что женщины должны быть в женской атмосфере, мужчины – мужской. Иначе образование, оно будет немножко, ну, тяжело удаваться. Когда мужчина видит перед собой женщину, то он не может понять, на чем сконцентрироваться лучше, на знание или на форме женской, то есть на ее энергии. Такой просто этикет есть в йоге. Да, мужчин можно где-нибудь здесь. Так, женщин может быть здесь. Я думаю, места всем хватит здесь. Если не хватает места кому-то, женщины или мужчины, не стесняйтесь, можно выходить на сцену, места много. Где-то вот здесь садитесь тоже. Здесь можно садиться. Не стесняйтесь. Да, если удобно вам, видно там будет вам. Видно будет, нормально. Можете сюда, вот на сцену, девушки сюда, женщины, мужчины где-то здесь могут рассаживать. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, это нормально все. Сейчас мы разучим разминку одну, очень могущественную. Если вы ее усвоите, вам ее будет достаточно, можно йогой не заниматься. Для этого я попрошу всех сейчас встать. И в будущем, если вы будете дома где-то заниматься, это не здесь, здесь просто идет образование. Здесь маленький образовательный курс у нас будет проходить по утрам. Вы просто его усваиваете и дома можете потом заниматься этим. Если вы будете дома заниматься, здесь это не нужно делать, дома, то ваше поле деятельности должно быть на расстоянии вытянутых рук. И в этом поле деятельности еще на расстоянии от среднего пальца 15 сантиметров, это наше биополе, аура. И в нее никто не должен попадать. В Бхагавдгите об этом говорит Кришна. В йоге он говорит, йог должен найти уединенное место. И это имеется в виду, никто не должен попадать в его поле. То есть дома вы, если что, учитываете это, чтобы ни шкафы, ни стены, ни люди, ни телевизоры не попадали. Иначе это информационное поле соприкасается с другим полем. И информация будет перетекать. И вы когда будете заниматься йогой или медитацией, к вам будут приходить мысли нечистые. То есть они будут обогащаться другой информацией, попадать в сознание. И вы будете думать, откуда это вообще ко мне в голову идет. Я вроде бы не планировал думать об этом, да? И что-то раздумается, что-то непонятно. Поэтому обеспечивайте вокруг себя хорошие комфортные условия. Первая асана. Ноги вместе, носочки вместе, плечи разверните. Назад так их раз и опустите просто их, расслабьтесь. Поднимите подбородок. Все это первая асана для разминки, вообще в начале йоги. Не думайте, что она простая очень. Постойте полчаса, и вы можете с ума сойти. То есть такие процессы начнут в организме происходить, что ум скажет, хватит уже. То есть разминка начинается сверху и идет вниз туда. Так пойдем, сверху вниз. Своё внимание, то есть это тоже медитация. Йога это работа с умом. Где наш ум? Своё внимание отправляйте в ту часть тела, которую будете разминать. Попробуйте удержать это состояние ума. Например, если вы положите голову на правое плечо, на левое плечо, вот здесь немножко будет дискомфорт какой-то, да? Попробуйте сейчас. На левое. Левое. Чувствуете вот здесь немножко как-то, да? Охота еще положить и не дается. Значит, вот этот канал заблокирован. Энергетический канал вот в этом центре зашлакован. Его нужно прочистить, значит. Каким образом? Кто вспомнит? Дышать этим больным местом, мысленно. И на выдохе расслабляйте больное место. Можно так дышать. Вдох, отсюда выдох. Либо вдох и выдох. Либо сверху, либо сбоку. Откуда хотите. Как вы себя визуализируете, так прана и потекет. На выдохе расслабляйтесь. Это я пример привел. Если где-то будут статические упражнения в разминке, может быть, или в йоге вы будете заниматься. Я напоминаю, пользуйтесь этим. Это очень сильно вам поможет. Все, встали прямо. Будьте внимательны очень. Следите, чтобы ноги не расходились. Если ноги вот так хоть разойдутся немножко, на чум уже вас обманул. Уже куда-то убегал. В номер пошел или в город ваш слетал уже там, по делам куда-то съездил. Верните его обратно, посмотрите, все ли нормально. Стою ли я прямо. Печа развернута, подбородок поднят. Все, начинаем разминку. Головой аккуратно, аккуратно. В одну сторону, в другую. Мягко очень, не делай где-то сильно прям. Мягко, чтобы комфортно было вам. Положите голову на левое плечо, расслабьте шею. Вдох сделайте полный. Полной грудью прям. И выдох. Аккуратно в другую сторону. Вдох. И выдох. На выдохе расслабляйте шею. Поверните голову теперь влево, до отказа. Но корпус не поворачивайте. Корпус как стоял ровно, так и стоит. Сканируйте себя. И еще зрение отправьте в самую крайнюю точку. Попробуйте посмотреть. Если глаза болят, значит мысленно глазами дышите. Если шея, значит шеей дышите. На выдохе расслабляйте больное место. Аккуратно в другую сторону. То же самое повернули. И еще зрение в самую крайнюю точку. Вдох, выдох, дышите. Не задерживайте дыхание. То есть когда вы дышите, значит вы ум поймали. Вы его держите в повиновении. Он подчинился вам, значит. Если вы дышите. Стоит прекратить дыхание, он сразу куда-то может улететь. В исходное положение. Повернули голову. Сделайте выдох полный. И на вдохе потянулись вверх. Ушки вперед. Голову вперед. Плечи назад. Локти прямые. По возможности. Назад руки туда. Вытягивайтесь прямо от пяточек. Начинаете текроножные мышцы. Вытяните вверх. Бедра, ягодицы, спинку. Плечи вытягивайте. Локти. Запястье. Пальцы рук. То есть умом вот так сканируйте себя. Тянемся, тянемся, тянемся. Правой рукой берем себя за указательный. И средний палец. Вот так. За левый. И вот так берите руку. Опускайте в задний. За голову. И расслабьте вот эту руку тоже. Чтобы она висела просто. Не давите вниз. Просто собственная тяжесть руки будет тянуть руку вверху. Расслабляйте больное место. Где вам больно? Где зашлакованные центры? Вдущите. Этим местом дышите. Значит вдох, выдох. Если сильно болят плечи, значит зашлакованы эти центры тем, что берете на себя очень много обязанностей ненужных. Взваливайте на плечи, говорится. Зашлаковываются центры эти. Поднимаем аккуратно. Аккуратно только. Никаких резких движений. Мягко очень. И в другую сторону то же самое. Симметрично. В одну и другую сторону. Вдох, выдох сразу. Поднимаем. Выдох. Полный. Не смотрите вниз, смотрите перед собой. И на вдохе потянулись на носочках. В одну точку смотрите. Чтобы вы никуда не бежали. На равновесие зависит от спокойствия ума. Тянемся, тянемся. Выше, выше, выше. Вытягивайтесь. Выдох. Опусились. Стряхните руки. Плечи. Разминайте. Вперед, назад. Если вы будете одни и вам никто не будет мешать, то следующее упражнение такое будет. Только вы его сейчас не делайте. Такое. Раз. Такое должно быть упражнение. Но сейчас, так как вы можете друг друга ударить, поэтому замените его таким. Руки на плечи. Максимально туда-назад их уведите. Руки. Назад туда. И там опускайте их. И то же самое будет у вас. Вперед, назад. Локти теперь. На себя сначала. И от себя теперь. Спокойно, без всяких рывков, без сильных. Суставы нужно размять просто и все. Запястье. На одну и в другую сторону. Смотрите, ноги вместе у вас, нет? Разбежались куда-нибудь? Проверяйте себя. Вдох. Прямо вот этими центрами дышите. Представляете, что нос у вас здесь находится. Вдох прям. Полный и выдох. Расслабляйте кисти. Соедините ладони. На себя направьте их. И от себя мягко-мягко очень. Отводим, 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 отводим. Пальцы остаются замкнутыми. То есть не... Вот пальцы вот так должны быть. Только ладони разверните. Вперед прям. Шаг в сторону сделайте. Поворачивайте корпус, голову и зрение еще до конца. И делайте это динамично. Без остановки. Раз. Раз. Успевайте голову повернуть. Еще и зрение. Успевайте туда и сюда. Аккуратно только. Несколько раз делайте и остановитесь. Все, остановились. Стряхните руки. Наклоны. Спокойно руки висят. Голову тоже наклоняйте, чтобы верхняя часть позвоночника разминалась. И теперь круговые движения вот такие. Наклоняйтесь, прогибайтесь назад. Хорошо вперед. Руки свободно висят. В одну, в другую сторону. Сокращаем эту амплитуду и только вот эту часть теперь разминаем. То есть голова на месте стоит, только вот эта часть. В одну, в другую сторону. И ее тоже сократили. Теперь только тазобедренный сустав. В разные стороны. Хорошо прям поразминайте. Здесь очень много микромышц, микрокапилляров, которые тоже нуждаются в разминке. Иначе асаны сидячие будут вам доставлять дискомфорт. Все, остановились. Ноги вместе. Носочки вместе. Вдох сразу. И выдох. Успокаивайтесь, расслабляйтесь. То есть между асанами будут такие промежутки маленькие, временные. Это для ума открытые окна. Он сразу куда-то улетает. Поэтому, чтобы его держать здесь, чтобы он никуда не улетал, дыханием сразу же между асанами вдох и выдох. И он тогда будет успокаиваться. Это полное йоговское дыхание называю. Лучшее дыхание считается. То есть сначала делаем вдох только животом. Потом плавно-плавно грудь поднимаем, ее накачиваем. И верхнюю часть, насколько получится. И такой же выдох. Вверх опускаем. Нет, руки не поднимайте. Я просто показываю. Грудь сдувайте. И живот в себя прям втяните, выдохните так. Называется полное йоговское дыхание. Если чувствуете, что у вас куда-то ум побежал, мысли, беспокойство какие-то, или вы устали, остановитесь. Вдох полный и выдох сделайте. И вы почувствуете, что вы пришли в порядок. Мысли придут в порядок, вы сами успокойтесь. Сделайте вдох полный, еще один. На выдохе опускаем корпус вперед. Медленно, 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 медленно. И полностью опуститесь. Руки висят. Руки висеть должны. Шею расслабьте так, чтобы ваша голова висела, как будто шар на веревке. То есть шея должна быть как веревка. Ноги прямые в коленях. Руки просто опустите. Руки висят. Вот как есть, так и есть. Просто шею расслабьте. Головой покрутите в разные стороны. Проверьте, расслабленная шея или нет. Или она как трос железный еще. Покрутите. То есть критерий такой будет, если что шея расслабленная. Вы головой крутанули, она по инерции продолжает крутиться. Вот так проверяйте, проверяйте себя. Шею расслабляйте. Опустите голову вниз прям. Расслабьте, не держите голову. Руки на колени. Выдеваемся в обратную сторону теперь. Ноги прямые в коленях. Максимально. То есть у вас была так спина, а теперь она вот так должна быть. То есть прогните позвоночник прям. Подбородок вверх максимум. Посмотрите на свой кончик носа. Посмотрите каждый на свой кончик носа. Не на меня смотрите, на кончик носа на свой. Теперь поднимаете этот взор в межбровья. Вверх-вверх тяните туда. В потолок попробуйте посмотреть. Межбровья. Дышите, не забывайте дышать. Вдох-выдох. Ищите, где вам больно. В спине, в ногах, в шее. Ищите больное место. Продышите его. Если глазам больно, значит глазами дышите. Вдох-выдох. Значит здесь зрительных токсинов очень много собралось. Делаем вдох-выдох полный. Задержали дыхание на вдохе. Присели немножко. Также подбородок вверху. Зрение тоже вверху. Напрягитесь сильно промежности ануса гениталии. Сильно напрягите. И на выдохе выпрямляемся. Прогнитесь назад. Голову назад закиньте. И в исходное положение все встали. Руки на колени. Можно поразводить. Просводить можно. Можно шаг в сторону сделать. И то же самое. Аккуратно только. В одну и другую сторону. Разводили. Просводили. Все встали прямо. Ноги вместе. Носочки вместе. Остались только стопы не размяты у нас. Будьте внимательны. Смотрите перед собой. Потому что сейчас асана будет на равновесие. Еще дополняться будет. Левую ногу берите. Двумя руками. Смотрите перед собой. Чтоб вас не шатало. То есть равновесие в уме. Если будет. Тогда вы будете спокойно стоять. Ногу нужно к себе вот так. Подтянуть прямо к ягодице. То есть мы разминаем стопу. Прям где пальцы. Вот эту часть прямо к ягодице. Сильно поддавите. Если вам здесь больно. Значит вот этим местом дышите. Если из самого непосредственно подъем стопы. Значит там дышите. Два бедра должны быть параллельны друг к другу. То есть не вперед и не вбок. Плечи развернуты. Подбородок поднят. И теперь вперед переведите ногу. Не опускайте ее на пол. Подтяните к себе. Хорошо. Насколько можно. И расслабьте пах. Расслабляйте его сразу. Чуть-чуть опустите. И теперь на бок поверните. Стоим на одной ноге. Здесь расстояние должно быть от корпуса до пятки. Небольшое. И максимально поднимите вверх, как сможете. Теперь два варианта. Первый вариант. Опустите ногу на бедро. И отпустите ее. Если она у вас держится хорошо, без напряжения. Это значит ваш уровень. Если она падает. Тогда второй вариант. Вот сюда можете. Вот так упереть. Смотрите перед собой. Тогда не будете шататься. Все. Руки вверх. Потянулись. Коленку. Если кто-то вот так сделал. Значит коленку назад разворачивайте. Туда. Уводите ее. Опускаем руки. Пятка к пятке. Носочек к носочку сразу. Сразу вдох. Если опорная нога устала. Болит. Чувствуйте болит. Начали делать вдох. И выдох. Выгоняйте энергию напряжения. Вдохом, выдохом. Почувствуйте. Она сразу восстановится у вас. И симметрично другую ногу. То же самое. Потянули. Делайте плавно, мягко. Как танец. Йога это танец на самом деле. Вперед. Вдох, выдох. На бок. На бедро. Или сбоку. Как получается у вас. Все. Ногах наден. Вдох. И выдох. Садитесь. Разогрелись. Нормально. Вот такая разминка. Простая. Немного времени занимает. Но очень много-много каналов пооткрывалось. Сейчас внутри. Если чувствуете еще усталость какую-то или еще отдышку, значит сидите, дышите. Прямая спина. Восстанавливайте дыхание еще полным йоговским вдохом, выдохом. Дышите. Вдох делаем. Сейчас медитацию войдем в необычную. Каждый для себя сейчас какой-то опыт проделает. То есть спина прямая. Ладони кверху. Соедините указательный большой палец. Не давите сильно. Просто касание. И опустите на коленки. Руки расслабьте осознанно. Осознанно их расслабьте. Кому тяжело сидеть на полу, можете на стульчики сесть просто. Спина прямая. Подбородок чуть-чуть опустите. Немножко. Смотрите на свой кончик носа. Вдох полный. Полный йоговский. Медленный очень. Швот, грудь, вверх. Максимально вверх поднимайте. И выдох такой. Выдох немножко затяжной должен быть. Длиннее, чем вдох. Мягкий, мягкий очень. Еще раз. Вдох. Выдох. Вдох. Еще раз. На выдохе закройте глаза полностью. Остановите дыхание. Не дышите. Расслабьте мышцы живота, чтобы живот был расслаблен у вас. Все тело расслабленное. Спина прямая. Не дышите. Отправьте свое внимание вовнутрь. Попробуйте мысленно нащупать пульс. Как сердце стучит ваше. Это первые шаги медитации. Как уходить вовнутрь, в свой внутренний мир. Если появится потребность дыхания, дышите спокойно, животом. Не напрягайтесь. Не обращайте внимания. Живот сам будет дышать. Мягкий-мягкий выдох сделайте сначала. На вдохе потянули руки вверх. Потянули, потянули, потянули. Потянулись. Вы наклоняетесь немножко. И медленно опустите руки на лицо. Помассируйте лицо немножко. Глаза помассируйте. Виски. Можете ушки потянуть назад, вперед куда-нибудь. Мочки потяните. Маленький массаж такой сделайте вокруг головы, где волосяной покров начинается. Мягко-мягко так. Снимите напряжение сверху вниз лица. Все. Это первые уроки медитации. Почувствовали успокоение, когда после дыхания задерживаете, да? Это два полушария, потому что в баланс вошли. Сгармонизировали. То есть тема нашей сегодняшней встречи, это баланс между духовной и материальной энергией, или грубым и тонким телом. Баланс. С чего начинается этот баланс? Если вспомнить вчерашнюю схему, которую мы нарисовали, да? То там есть грубые оболочки нашего тела, а есть тонкие оболочки нашего тела. Вот между ними нужно создать баланс. Тогда наше мышление будет хорошим, правильным, чистым. Оно будет приносить нам счастье. То есть когда вы в жизни будете принимать какие-то решения, вы прямо будете чувствовать счастье от того, что вы правильное решение приняли. Может быть у кого-то это было такое уже не раз. Так вот, если сбалансировать эти две энергии, грубую и тонкую, то всегда будет в мыслях порядок, и вы всегда будете испытывать счастье. С чего начинается баланс этой всей структуры, которую мы вчера нарисовали? Единственная причина, почему люди не чувствуют этого счастья постоянно, вот эта вся структура, она разбалансирована. Тело болеет у всех почти что. Все люди заболевание имеют какое-то физическое. Понимают они это или не понимают, все равно какие-то процессы там идут, ну, разложение организма. Чувственная деятельность, она просто разбита у людей. Понаблюдайте за людьми. То есть, веды иллюстрацию одну показывают. Пять коней, это пять чувств, они в разные стороны несутся. Да? Глаза увидели, все, ум туда унесся, хочу. Уши услышали, звук какой-то, хочу, если приятно, если неприятно, не хочу. Запахи раз, хочу или не хочу. Постоянно что-то. Вот это вот такая свистопляска в уме из-за чувств разбалансированных. Поэтому ум не знает, с чем работать. Со звуком, с формами, с запахами, там с чем ему. С тактильной чувствительностью, он не понимает просто. Поэтому разбалансировка, она приносит людям очень много беспокоясь. Люди очень быстро вынашиваются, устают. Вечером, приходя домой, все падают с ног просто. Не от того, что они устали от работы. Это иллюзия, что люди от работы устают. Люди устают от бешеного темпа ума. Это единственная усталость. Например, ребенок, он с утра до вечера может бегать, играть, кувыркаться, плясаться. И он не устает, понаблюдайте. Он не устает. Но если человеку сказать, взрослому, вот это сделать, он через полтора часа упадет просто без задних ног, то, что делает ребенок. На самом деле это проблема просто в уме. Потому что чувство разбалансировано, и ум туда же за ними. Разум в это время почти что выключен. Иногда где-то включается на простых вещах. Например, зеленый свет, светофоры, надо идти. Это разум просто. Все, на большее у людей, если люди употребляют алкоголь, наркотики, то есть тяжелую пищу, ну то есть секс вот этот безобразный, все-все-все. То все, разум, он почти что отсутствует. Поэтому людей хватает только на чуть-чуть. И, соответственно, наша духовная природа, она будет как бы спать. Она не будет активной. Она полностью во сне находится. Мидра на санскрите, сон. И все. И человек не может быть счастливым, потому что его потенциал, который должен дать ему счастье, он не функционирует. Поэтому это счастье, которое люди достигают временно, оно мнимое, оно иллюзорное. Оно есть, и сразу его нет. Есть, и сразу его нет. Мгновенно это происходит. Например, человек идет с работы домой. Уставший. Зачем он идет домой? Найти счастье там. То есть чем-то понаслаждаться нужно. И чем ближе он приближается к дому, он чувствует, что это счастье нарастает внутри. Пришел домой, там ты сидишь, да? У Высоцкого, помните? Все, счастье кончилось сразу же. Надо искать счастье сразу. Человек сразу идет счастье, если это куда? На кухню. Что-то съесть нужно быстро. И он еще не начинает кушать, а счастье уже приходит к нему. Мнимое. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас моя картошечка жареная. Там еще что-то, ну не важно. И как только он сел, он вроде счастье, он раз, раз, пять минут все, счастье уходит. Уже просто. Все, счастье ограничено, живут, много не может взять. Опять счастье нужно идти искать где-то. И люди идут куда-то в залы, диваны, телевизор, интернет, неважно, какой-то досуг. То есть нужно найти счастье, невозможно быть несчастным. Все хотят счастья, наслаждаться все хотят. Все, посмотрели, посмотрели, вроде телевизор, и так как-то вроде бы счастье. Раз организм внутри, там, бум-бум, что-то заговорил, несчастье пришло. Все, в туалет надо идти, потому что бум-бум, давит просто и все. И люди идут в туалет, зачем? Счастье найти там. Да, понаблюдайте просто. Человек сел просто на унитаз, и счастлив. Классно, хорошо, здорово, хорошо. Все, и так дальше. То есть этот процесс не останавливается. Пока человек не переведет в баланс эту всю структуру, он так и будет испытывать это мнимое счастье и тут же несчастье. Баланс начинается с двух дисциплин. Питание, режим дня. Все. Если человек не прошел это, он не сможет привести в баланс тонкие сферы своего организма мышления. Пока вот эта грубая оболочка разбалансирована, невозможно быть счастливым. И с чего начинается режим дня и питание? Нужно делать все во время. Например, есть три периода времени, когда в организме есть огонь пищеварения. И в этот период надо вписаться. Если мы не вписываемся, тогда организм разлагается наш. Например, нет огня пищеварения, человек употребляет пищу. Пища обволакивается кислотой в желудке, попадает в кишечник. И так как огня пищеварения нету, то пища просто гниет. Вот эти процессы гниения, они настолько интенсивно, они токсинно разлагают всю пищу, которую мы съели, что вот эти токсины гниения, они очень интенсивно, специальными каналами распределяются и отправляются в кровь. Эти токсины гниения в кровью засоряют печень. Печень не может до конца вычистить эту кровь. Тогда эти токсины гниения попадают в мозг с кровью, омывают его. И вот результат нашего мышления на лицо будет у всех. Например, может быть кто-то замечал такое, вы покушаете там плотно утром, да? И потом на лекции или там книжку где-нибудь читаете, и вы так читаете. Ну так, чтобы не видно было, вы так, иногда мы думаем, я думаю. Я задумываюсь об информации, я медитирую. А на самом деле это просто идет разложение. То есть организм не успевает, у него нету огня, нету огня просто. Поэтому нужно питаться вовремя, всегда. Не всегда пища может усваиваться, даже если мы вовремя ее съедим. Например, утром овощи, они не усваиваются просто, организм. Он будет ждать обеда, плотные, потому что продукты. Зерно, зерно утром не усваивается, оно будет ждать обеда, плотный очень продукт. В обед солнце поднимается, в зените очень сильный огонь пищеварения. Потому что солнце это основной огонь в нашей вселенной. Мы маленькие его частицы, у нас тоже есть этот огонь. Поэтому зерно его в обед нужно кушать, оно хорошо усвоится. Если утром мы будем клевать спать. Ну и на ночь, соответственно, тоже лучше не наедаться, иначе будет очень тяжело. Вставать будет утром тяжело, мозги не будут работать, будет медленное мышление такое заторможенное. И так далее. То есть в баланс приводить эту структуру нужно питанием. Как? Питаться вовремя и питаться нужными продуктами, которые будут усваиваться. Тогда организм легко это все усвоит, и он сэкономит эту энергию. И она поднимется вверх, а иначе она пойдет вниз. Кто-то постился в жизни? Поднимите руку. То есть день или два. Наверняка вы замечали, да? Когда вы поститесь, очень легко мыслиться. Как-то хорошо думается. Свежесть какая-то есть, легкость какая-то есть. Может быть, какие-то моменты есть такие, что немножко силы надо приложить. Вот охота покушать, но разу говорит, ну подожди, ты же себе дал обед сегодня попоститься. Потерпи. И сразу раз легко становится. Главное, пищу не видать в глазах, просто, чтобы запахов не было. Все, но на следующий день понаблюдайте, как хорошо себя чувствовать. Как вставать рано легко. Да? Если мы постимся день, на следующий день не очень легко можно и в 4, и в 3 встать. То есть организм разгружается, потому что у нас из 100% энергии в организме на день, который нам дается утром, 45% это львиная доля энергии, уйдет только на пищеварение. Просто прогнать пищу от рта до ануса, по всему желудочно-кишечному тракту. Столько энергии просто уходит, бесполезно, куда уходит. Просто за то, что язык говорит, хочу. Время, энергия времени, могущественная энергия, очень сильная. Мы о ней отдельно поговорим. То есть это не сейчас, я просто говорю, что почему? Режим дня это энергия времени, то есть вовремя нужно все делать. То есть вовремя вставать. То есть утро это не время для сна. Бог создал так этот мир, что утром надо не спать. Утром надо заниматься духовной практикой. Это время духовных практик. Это не время обедов, это не время работы, это не время сна, это не время зачатия детей и так далее. Это не время. Это время для духовной практики, для пробуждения сознания. Потому что в природе преобладает сад вагуна. Где-то до 10 утра, сейчас уже, наверное, до 9. Что к 10 уже начинается беготня такая в городах особенно. Уже в 8 городах уже начинается вот этот раджас, энергия раджаса суеты. Поэтому пока еще нету раджаса рано утром. Энергия благости, сад вагуна. В это время нужно заниматься духовной практикой. Ум спокоен, потому что все нужно пробуждаться и заниматься. Если мы просыпаем это время, время нас накажет. Обязательно. Каждого. Не важно, какого мы уровня духовного. Если мы утро просыпаем, придет время. Как оно нас накажет? Во-первых, мы его догонять будем. И не догоним. Да, самые главные вещи, они пробегут. Но мы когда это осознаем, уже поздно будет. Мы не сможем догнать этого. Как один буддийский монах говорит. Он стихом говорит, но перевод он такой. Но не в рифму как бы. Он говорит, не обижайтесь на меня, когда я с вами разговариваю и плююсь на вас. Просто у меня зубов уже нету. Я не могу сдерживать. Не обижайтесь на меня, когда я с вами разговариваю и сдаю какие-то звуки. Это я не могу просто уже контролировать это тело. Оно без меня все делает. Не обижайтесь на меня, когда я иду к вам с палкой. Я не иду к вас бить палкой. Просто я не могу идти без палки. Я поддерживаю это тело. Все оно утрачивает уже свои силы. Это время так наказывает на самом деле. Время сжимается. Забирает все. Самая сильная энергия считается Богом. Энергия времени. Все заберет. Здоровье, молодость, семью, работу, деньги, дом. Все заберет вообще в свое время только. Придет время и все. Но если мы соблюдаем законы времени, время нас будет награждать. Глубокие духовные откровения будем получать. Это время будет давать нам. И тогда уйдет страх. Страха не будет вообще никакого, ни перед чем. Потому что мы как души, мы бесстрашные, мы ничего не боимся. Мы не умираем, не рождаемся. И это время дает, если мы его соблюдаем, оно нам дает и кирилизации глубокие очень. Теперь, что касается вчерашних двух энергий, которые мы не разобрали. Это основа всех энергий. Это самые главные энергии. Они тоже делятся на две классификации. То есть первые три энергии. То есть их по три будут. Три и три. Энергия желания есть у нас. Вот мы вчера чакры разбирали, да? Какая основная функция чакры? Они трансформируют космическую энергию, да? И нам дают возможность мыслить определенным образом. То есть создается некая модель поведения нашей жизни. Сознание наше. Это чакры все делают. С умом. Они с умом очень плотно сотрудничают. То есть ум, он некий такой, знаете, как мэр города вот этого всего. У него есть офис. Где у него офис? Да, вот здесь в мозгу. Это его офис на самом деле. Но это не его дом. Он не живет здесь. Ум живет вот здесь, в сердце. Прямо посередине. Вот здесь. Когда мы спать ложимся, он сюда выключает весь офис. На сигнализацию ставит его там. И здесь он отдыхает вот так. На парнических потоках. Нам сны снятся. Потому что он вот так ходит, вибрирует по разным информационным центрам. И все. И начинаются нам всякие там сновидения. Занимайтесь йогой. Также меняйте, вспоминайте вчерашнюю. Меняйте асаны. Ноги меняйте. Если что, садитесь. Спину рома держите. Дышите. И ум с чакрами очень сильно контактирует. Ум совсем здесь контактирует. Говорится, в каждой клетке находится ум. Все процессы пищеварения, работы печени, почек, селезенки, иммунной системы, эндокринной, кровеносной, нервной. Все процессы, которые в организме происходят, происходят под контролем ума. Представляете, какой он могущественный. Нам кажется, что это мы здесь что-то делаем. Мы ничего не делаем здесь. Если мы как душим, мы отсутствуем. Мы даже не наблюдаем. Все делается автоматически. Автономный режим включен просто. Вот этого организма. И ум создает впечатление такое. Самость. То есть я это и есть. Ну, чтобы как-то весело жилось. А то как-то непонятно, как это меня здесь нет. Я ничего не делаю. Не интересно так жить. Надо же, чтобы я как-то был здесь. Это ложное эго так должно включиться. И мы думаем, мы что-то делаем. И мы спокойные. Но на самом деле мы ничего не делаем. Как душа, если я душа. Делает все ум. С чувствами, с разумом, с этим телом. Как он это делает? Благодаря энергии желания. Это энергия желания. Ичха на санскрите. Ичха шакти. Шакти это энергия. Ичха. Это энергия желания. Например. Вот мы сидели. И кто-то почувствует, что нога затекла. Да? И мы берем просто и ногу поднимаем. Мы это делали. Или, например. Ну, кто-то где-то что-то зачесалось. Да? Или поправить волосы. Или моргнуть. Мы разве прилагаем усилия, чтобы это сделать? Мы же не делаем так. Так надо поднять плечо сначала. Потом в руку. Потом кисть. Потом туда завести. Потом шу-шу-шу. Потом улыбнуться же надо еще. Мы же не думаем, надо растянуть губы. Потом сделать так. Мы же не делаем этого ничего. А как это происходит? Эта энергия желания, она включается. Нам хочется почесать или ногу поменять. Нам просто хочется это желание. И какая-то сила невидимая за нас это все делает. И так как она пропитана энергией ложного я, то нам кажется, что это я и делаю. Вот и все. Вот весь секрет. Эта энергия желания очень могущественная. Секунды нету, когда мы ничего не желаем. Мы всегда что-то желаем. Почему? Потому что эта энергия всегда работает. Всегда мы будем желать. Даже если нам кажется, что я вроде бы ничего не желаю. Нет. У нас есть же желание жить. И вот это желание жить запускает все процессы в организме. Все работает, чтобы мы жили. Иногда люди говорят, что не хочу жить. Не хочу жить просто. Желание. Не хочу жить просто. Что с этим человеком происходит? Он начинает умирать. Начинает болеть, стареть, загибаться. Все в органы начинает выключаться. И человек постепенно, постепенно с ума сходит. И потом думает, пойду-ка я лучше повешусь или утоплюсь, или застрелюсь. Потому что у него было желание не жить. И организм доводит его до этого состояния, чтобы исполнить его желание. Поэтому очень важно правильно формулировать желание. Это успех счастливой жизни. Научиться правильно формулировать желание. Потому что они имеют особенность исполняться. Вторая энергия. Энергия мышления. Пробовали не мыслить? Попробуйте. Это невозможно. Все, мы пропитаны этой энергией. Мы постоянно мыслим. Постоянно мыслим. Единственное, когда мы не мыслим, когда мы ложимся спать, выключаемся. Как только мы открываем глаза, сразу энергия мышления включается автоматически. Мы начинаем мыслить. Иногда такая глупость в голову лезет. И не остановить ее никак. Даже не отследить, хочу я это или не хочу. Я просто мыслю и все. Третья энергия. Энергия деятельности. Крия шакти. Вторая это гьяна шакти. Гьяна слово знание. Смышление. Третья крия. То есть я что-то увидел, проанализировал энергию мышления, пожелал, а теперь действую. То есть это энергия деятельности. И понаблюдаем. Давайте понаблюдаем, как наша жизнь протекает. В этих трех энергиях мы мыслим, желаем и действуем. Каждую секунду что-то происходит. Какая-то из этих трех энергий постоянно включена. Это наш ресурс тоже. И беда только в том, что эти три энергии разбалансированные. Мы мыслим непонятно как, что там происходит у нас. Но пока мы не занимаемся духовной практикой. Я не говорю это про нас. Это я имею ввиду про средний класс людей, которые не занимаются духовной практикой. Их мышление оно неконтролируемое. Оно просто текет как река. Желанием потом непонятно что. Просто вот что пришло, то и желаю. То есть наш выбор желания ограничен. В сфере своего мышления. Например, у таракана, тараканье мышление. Он в рамках тараканьевого мышления мыслит, желает и действует. Птица. У нее рамки птичьи только и все. Животное какое-то, собака, кошка. Только в рамках. Понаблюдайте. Собака бежит. О чем она думает? Как думаете? Ни о чем. То есть ее мышление собачье. Она только думает о том, где хороший запах. Что ее обоняние очень могущественное. Это самый сильный ее орган чувств. Обоняние. Она просто бежит по запаху. Но если вы с виду посмотрите, подумаете, она серьезно о чем-то думает? Она куда-то бежит, запланирована прям. Как будто она выработала стратегию какую-то куда-то. Нет, она просто бежит по запаху. От одного к другому. От одного к другому. Это ее собачье мышление узкое. У людей то же самое. В рамках мышления, воспитания, вот этого интеллекта, человек будет мыслить. Один широко мыслит, другой узко, третий вообще не мыслит. Ну, как собака может, только по запахам. Все. Кто занимается духовной практикой, у него зрение раскрывается. Шире начинает мыслить. Очень широко человек мыслит. Если духовной практикой занимается, эти три энергии, они начинают включаться, в баланс входить. И тогда человек чувствует счастье от мышления, от деятельности, от желаний. Чувствует счастье. Просто надо сбалансировать. Надо привести в баланс это все. Просто привести в баланс эти три энергии, зная, что они есть, очень сложно. Надо знать основу у всех энергии. Самой главной энергии есть. Три. Отдельные. Сейчас мы их разберем тоже. Вот если мы начнем с них, их в баланс приводить, то, говорится, все остальные энергии автоматически будут в баланс приводиться. То есть, эта практика, она двухсторонняя. Мы начинаем с грубого тела, питания, режим дня. И с тонкого плана мы балансировать будем вот эти три энергии, про которые сейчас расскажу. Их одновременно оно должно балансировать. Чтобы они сошлись. Чтобы в баланс пришли все структуры нашего организма. Потому что, если мы только одно будем делать, а второе отпустим, не факт, что мы перейдем в порядок все. Обратно стащимся на уровень. Примеров масса таких. Когда люди циклятся только на питании, на режиме дня, но не работают с тонкими энергиями, они потом становятся фанатиками. Сыроеды, например. Не все. Если человек не занимается духовной практикой, просто сыроеден. Это фанатизм. Эти люди очень черствые, очень строгие, очень такие, знаете, ледяные. Они не улыбаются. Они не шутят. Если шутят, как-то как странные шутки у них какие-то. И улыбки у них пластмассовые, не настоящие, не искренние. Потому что они в одну крайность только отпустились и все. Работают только над грубой темой, над грубой оболочкой. Она хорошо работает, это факт. Но куда она несет человека? Еда, сон и секс. Все. Больше никуда. Это животный уровень. Еда, сон, секс. Животные тоже самое делают. Эти три энергии основные. То есть все энергии, которые мы сейчас разбираем, это энергии Бога. А мы, как его частицы маленькие, божественные, то мы тоже обладаем этими энергиями, только в маленькой степени. Эти три энергии, они подобно матрице пропитывают всю духовную и материальную среду. Везде. Все пропитано этими тремя энергиями. Первая энергия. Это энергия наслаждения. Да, мы всегда хотим наслаждаться. Замечали? Есть такое время, когда мы не хотим наслаждаться? Нету. Всегда. Одно наслаждение закончилось, мы второе ищем наслаждение. Поел, пойду, полежу. Понаслаждаюсь. Теперь надо заснуть еще понаслаждаться. Потом проснулся, надо понаслаждаться чем? Пойду опять поем. Теперь на работу. Потом позвонить, с кем-то поговорить. Что-то одеть там. Где-то искупаться там. Постоянно, постоянно. Почему мы ищем этого наслаждения? А в нас просто есть эта энергия, она требует трансформации. Не важно, чем мы будем наслаждаться. Хоть просто на воду смотреть, на стакан воды. Я думаю, классно, хоть вода есть, здорово, такая хорошая вода вообще. Дай-ка попью. Ну, чтобы продолжить наслаждение. Раз. Все, постоянно. Эти энергии включены, они никогда не включатся. Они вечные, они духовные энергии. Нематериальные. Просто мы их в материю превращаем. Почему? Мы соприкасаемся с материальным миром, с материальными желаниями, с материальным мышлением, с материальной деятельностью. И в итоге эта энергия наслаждения превращается как бы в материальное наслаждение. Но она духовная, эта энергия. Эта энергия Бога. Более того, она имеет женскую природу, эта энергия. Она находится в сердце у Бога. Это его внутренняя потенция наслаждения. Он наслаждается этой энергией, женской энергией. Инь-янь, мужская, женская энергия. Вот эта женская энергия, энергия наслаждения, на санскрите звучит как хара. А слово хорошо, корень хара. Наслаждаюсь, хорошо мне Я чувствую, что мне хорошо, значит я наслаждаюсь Это противоположно Качество страдания, наслаждения Поэтому имя Бога Хара Тот, кто носит печали и тревоги Страдания уносит, отдает наслаждение Вторая энергия Она самая сильная, самая центральная энергия Бога Это стержень Вокруг которого все зиждется Все творение божественное, и материальное, и духовное Это как воронка такая энергетическая И посередине стержень Эта энергия центральная Эта энергия влечения Мы постоянно чем-то или кем-то привлекаемся Всегда с звуками, формами, запахами Неважно чем-то, тактильной какой-то Мы постоянно будем вовлекаться в какую-то деятельность Всегда Вот даже мы просто сейчас молчим Чем мы привлеклись сейчас? С соседями что-то говорят Слышно? Попробуйте не слышать Сложно Все равно привлекаемся И у хочешь подвергать аналит Что они там говорят? Раз здесь молчим, надо же что-то услышать Не слышу Надо другим привлечься Все тогда другим привлекаемся Формами смотрим Что-то куда-то смотрим Так, хотя мы сто раз уже видели Сколько раз вы читали благость? Читали же много раз уже, да? Все равно смотрим Мы читаем благость О, благость О, благость Как будто что-то новое узнали, да? Или в городах, когда мы живем Мы выходим на улицу Стоит этот рекламный щит Сколько раз мы уже читали? Много раз Ферно читаем Хотя знаем, что там написано Эта энергия влечения Очень сильная Мужчин и женщин Привлекают Женщин и мужчин И так далее Все в этом мире пропитано Энергией влечения Это самая сладкая энергия Чем-то привлечься нужно А потом что сделать? Понаслаждаться Представляете Занк Какая-то связь Я привлекаюсь И наслаждаюсь Не так, что я привлекся И не буду наслаждаться Какой смысл туда привлекаться? Нет Даже если я не буду наслаждаться Я сначала все равно привлекусь А потом пойму Буду наслаждаться или нет Если мне не нравится Я отвернусь И когда я буду отворачиваться Я буду наслаждаться Что я отвернулся Я выдержал Энергия центральная Влечения Тоже энергия Бога На санскрите этот корень Переводится как Тот, кто тянет Притягивает к себе На санскрите этот корень Звучит так Крыш Три буквы К, Р и Ш Крыш На санскрите Тянет Магнит Имя Бога Крышна Все привлекающий Переводится Привлекает всех Красотой Силой Богатством Знанием Отречением Всем привлекает Могуществом своим Силой Это имя Бога Центральное Центральное имя Стержень И третья энергия Если мы чем-то Привлеклись И потом Наслаждаемся Как мы понимаем Что мы наслаждаемся Что мы испытываем Мы испытываем радость Счастье какое-то Да Это энергия радости Это энергия Третья энергия радости Мы все хотим радоваться Не важно чем мы будем радоваться Глупостями Не глупостями Хорошими вещами У нас есть эта энергия Она заставит нас Чему-то радоваться Вот этот тройной Такой синтез Очень могущественный Это секрет Духовной практики Сбалансировать Вот эти три энергии Надо и все Энергию наслаждения Энергию влечения Энергию радости Если мы приводим В баланс Эти три энергии Все остальные энергии Сами придут в баланс Это корень Потому что говорится Дерево Польем корень дерева Все ветки насытятся Если мы балансируем Энергию Наслаждения Влечения И радости То мы обязательно Будем питаться Правильно Наслаждаться Пищей Будем правильно Привлекаться Правильной пищей Будем Мы не будем Привлекаться Какими-то глупостями Какими-нибудь Чупа-чупсом Или кириешками Чойсами Или какие-то Правильными вещами Будем привлекаться Наслаждаться Будем чисто Наконец-то Почувствуем Вкус яблока Чистого Не просто Его сожрать И выкинуть Так и не поняв Что я делал Сейчас Что я ел Да не важно Что я ел Нет Надо насладиться этим Это же энергия Наслаждения Один человек В храме У нас прожил Где-то 10 лет И он был комендантом И там такая инфраструктура Сейчас у нас Раскрылась Она расширилась И он просто уже устал Он уже пожилой И он просто Было понятно Что должна прийти На смену Молодежь должна прийти Поменять его уже Что он свое уже сделал И теперь ему нужно Уходить в отречение В возраст такой Говорится В 50 лет Нужно уйти в отречение Время для отречения пришло То есть в каком плане Отойти от дел Просто и все Заниматься внутренней Своей природой Я попросил его уехать С храма В тайгу В лес Специально там Дом взяли для него Чтобы он занимался Духовной практикой Погрузился от этих всех дел И когда он туда приехал Через месяц Когда я приехал туда Он говорит Не поверишь Говорит Я наконец-то Почувствовал И узнал Что такое тишина Я почувствовал Вкус От того Что я слышу Как птицы поют Я начал различать Птиц Где какая птица поет И так как это было На краю деревушки Туда деревенские свиньи Забегали к нему На территорию Она открытая еще пока Не огороженная Просто в деревне Свиньи Они так бегают Просто их там Они там Просто деревенские свиньи И он говорит Я увидел наконец-то Красоту свиней Они красивые На самом деле Просто успокоилось Все Потому что Все в баланс Начало приходить Бурундучок Начал бегать К нему Он начал Бурундучка кормить И Бурундучок Не убегает Никуда Почему? Потому что У человека внутри Нету желания На сикстенности Какой-то Поймать его Там что-то Шкурку снять С него Красивую Какую-нибудь Нет У него Любовь внутри А так как Бог в сердце Находится у всех Живых существ Бурундучка В том числе Он ему изнутри Дает этому Бурундучку Иди не бойся Он тебя не тронет И он говорит Такая красота Увидел красоту Наконец-то Почему? Потому что Он за эти 10 лет Он сбалансировал Эту энергию Он занимался каждый день Практикой духовной Которой балансирует Эти три энергии Влечение Наслаждение Радости И теперь среда Создалась такая Теперь он это Все испытывает Раб Он говорит Я наконец-то Начинаю понимать Духовный мир Я в священное писание Погружаюсь Между строк Теперь И там вижу это все Вижу проявление Бога Там прям То есть Есть периоды В жизни Которые мы должны Использовать Это тоже Энергия времени Пришло время Пришло время Выходить замуж Надо выходить замуж Время пришло Не надо от этого Ой я не буду замуж Я не буду жениться Я лучше отдохну Еще Ну баню Обязанности какие-то Нет Пришло время Надо это делать Потому что потом Он уйдет Потом уже Насильственно придется Жениться Или замуж Выходить И уже не будет счастья Что энергии Разбалансированы Уже все Пришло время Останавливать дела Свои Передавать Другим кому-то Отойти от дела Заниматься Духовной практикой Потому что впереди Экзамен Главный экзамен Выход с тела Это экзамен Это не смерть Ничего там такого Нету страшного Нужно правильно Это сделать Йоги это делают Спокойно Выходят из тела Смотрят Сидит Кусок мяса Какой-то Костей Слизи Кала Мочи Там что там еще Ну это не я Просто вышел Все Пошел дальше Сознание Оно живет Дальше Мыслит Все нормально И этому Обучиться нужно Если мы не обучаемся Этому Нас просто выкинуть Из этого тела Нас не спросят Почему Какая сила Нас оттуда вытянуть Энергия времени Скажет Давайте выходите Мы говорим Нет-нет Я еще хочу Не важно Я беременная Мне подождите Еще рано Выходить из тела У меня ребенок Плод Но время она не знает Этих всех формулировок Она говорит Я не знаю Что такое беременная Выходи Время пришло Выходим Болезненно выходим Нарушили закон времени Где-то значит Но если мы Соблюдаем закон времени Оно не придет Нам в этот момент Когда будет Беременность Или еще что-то такое Интересное Нет Выждет То есть с этим Нужно разбираться К этому нужно Подходить Очень серьезно Не важно В каких мы традициях Находимся Время Вне традиции Оно не христианское Не мусульманское Не кришнаитское Не буддийское Не нудийское Какое-то Оно просто время И все Энергия радости Чья это энергия В какой традиции Энергия наслаждения Энергия влечения Энергия желания Мышления Печень Чья она Киргизская Нет Она просто печень Человек Разумный Должен Изучать Священные Писания Через призму Науки Не через призму Религии Научно Нужно это изучить Это потом Придет К каждому Понимание Какой практикой Духовной Он будет заниматься Но есть Универсальные Вещи Для всех Вот их Нужно Во главу Своей жизни Поставить А все Остальное Потом придет Оно приложится Человек Разберется Уже Чем заниматься Какой практикой Заниматься Как питаться Как замуж Выходить Как жениться Как детей Зачинать Как работу Организовывать Деятельность Какую-то Разворачивать Как это все Это потом придет Когда в баланс Придут эти все энергии Но когда они Разбалансированы Большой риск Просто сделать Не то что нужно Давайте время На вопрос Оставим Немножко Чуть Или еще Что-то поделаем Потому что Вопросы Могут потом Уйти И после Йоги А ответы Придут Во время Медитации Кому-то Серьезно Так вот Работает Эта энергия Сурья Намаскар Мы не вместимся Здесь все Здесь будет Очень тесно Вы просто Не выдержите Этого Воспевание Есть разновидность Мудр Разновидность Есть всегда Здесь разные энергии Текут у нас В пальцах Здесь вся планетная Система у нас Хороший астролог Если он грамотный Квалифицирован астролог Ему не надо Карту открывать Астрологическую Он у вас Может вообще Ничего не спрашивает Когда вы родились Под каким знаком В каком городе Время Он не будет спрашивать Он просто посмотрит На вашу руку И все увидит здесь Все планетные системы Здесь Вся структура Карма здесь Вся судьба Она здесь Вся у нас Да И когда мы соединяем Разными Ну мудрыми То мы на самом деле Запускаем механизм Разных энергий Мы стимулируем их Просто и все Надо изучить Просто это Можно в интернете Набрать Я не изучал Глубоко мудрые Но саму идею Разные энергии Гуляют у нас здесь Разные Вот эта энергия мышления Гьяна мудра называется Гьяна это знание Или мышление То есть когда вы держите Так все ваше мышление Успокаивается Оно в баланс приходит Балансируется все у вас Все Тогда ум никуда не вскачет Там для медитации Другую надо Для глубоких медитаций Другую надо мудру держать Разные Разные мудры есть Можно изучить это все просто Но сама идея Почему разность Потому что Ну разный эффект будет Разные энергии Потому что Разные энергии планет Будут соединяться Например Олег Геннадьевич Он лечит камнями Сюда подбирает На что он ориентируется На планеты Первое что он включает Сразу включает видение Так какая планета Какая у него астрология Он берет камень По этой планете Прям А потом уже болезнь выявляется Он понимает какая болезнь есть Это все соединяет И через эти энергии Пытается сбалансировать Эти энергии Все и болезнь уходит потом Причина заболевания Это разбалансировка Просто и все Надо сбалансировать Энергию счастья Камни истощают энергию счастья Истощают энергию счастья Это те кто занимался Практиками медитативными Безличными Ну типа нирваны Что-то такое В следующей жизни Уходит нирвану Потом там заканчивается время Опять возвращается на землю Души эти И получают Тела камней Одна из форм жизни Камни Минералы Душа находится в камнях И истощает энергию счастья Потому что в нирване Счастье все испытывают Но безличное Поэтому камень безличный Камень просто и все Кто-то еще руку поднял Зашлакованно сильно тело Значит еще Слабость Сонливость Это все Идут процессы Просто очистительные Организм У него нет ресурса Этим всем заниматься Поэтому он Насколько может Это делает Создавайте условия То есть должны быть в тепле Не в холоде Да Потому что нет огня Все Нужно тепло создавать Не мыться в холодной воде Вообще Минимум умовений Теплая атмосфера должна быть Воды Можно побольше пить Это тоже пост Водой Должна сил Потому что вы женщины Женщины нельзя на сухую поститься Это рискованно очень Можно недолго до обеда Например Потом нужно пить Вода пусть пьется Ничего Это тоже пост Это нормально Просто идет процесс Головокружение Почему? Почему голова кружится? Организм выделяет В это время адреналин Идет легкое головокружение На самом деле Грязь ментальная Выходит просто И она когда выходит Кружится голова Это нормально Главное Не перегибайте палку Хочу много Карму Выгнать из себя Пусть голова Просто Кружится Не-не-не-нет Не рискуйте так Например Все скручивающие асаны Если вы будете делать Давайте одну сделаем Сейчас Ногу правую вытяните Вперед А эту через бедро Противоположную руку Поднимите той ноге Которая стоит Стоит левая Поднимите правую Немножко наклонитесь сюда В эту сторону И вперед подайте корпус И вот этим плечом Попробуйте вот так упереться Как рычаг создайте Такой Чтоб рычаг был у вас Хороший прям Спинку выпрямите Плечо это назад Подайте немножко А эту руку вперед Вот так вытяните И За что-то зацепитесь За ногу За штанину За что-нибудь Чтобы рычаг создался у вас Эту руку назад поставьте Если вы сможете Ее просто за спину И при этом Вы нормально себя чувствуете И теперь еще голову назад Еще и зрение назад Поверните Туда посмотрите В самую крайнюю точку Наоборот Туда Туда Голову Назад Голову назад Не вперед А назад Дышите Ищите Где вам больно В позвоночнике Больно В бедрах Где в плечах Ищите Где зашлакованный Вот вам нужно руку взять Да Главное Чтоб рычаг создался И теперь Если вы сейчас резко Выдите с асаны Не выходите только То у вас очень сильно Голова закружится Большой пласт грязи Может выйти Потому что адреналин Очень сильно выделяется Когда человек Скручивающийся асаны Делает Поэтому с этих асан Нужно выходить Закрытыми глазами Закрывайте глаза И мягко-мягко Аккуратно Выходите с асаной Теперь симметрично Нужно сделать То же самое В другую сторону Ногу через бедро Кто легко Вот так сделает Спокойно Вот так вот сядет Эту ногу можно сжать Та же самая асана Может быть Сюда Дай эту руку за спину Поверните голову Кто легко это сделал Можете вот сюда Руку просунуть Под коленку И рукой Сцепиться здесь Оттуда Все правильно Вот туда И так же выходите Закрытыми глазами Чтобы голова не закружилась сильно Вопрос у вас? Не, они все духовные энергии То есть духовность Это основа Это знаете как Ну это стержень А материя Она просто нанизывается На духовность Энергия желания Она тоже духовная Но только мы ее Превращаем в материальное желание То есть то что связано со мной Я и мое и мне Все это значит материя уже Значит это энергия желания Становится материальной А если я делал для кого-то Для людей Для близких Для сына Для дочки Для мужа Для жены Для соседа Для Бога Для святого Для гуру То тогда эта же энергия Она превращается в духовную Почему? Потому что духовность Это в первую очередь Любовь А любовь это что? Бескорыстие Бескорыстие Это вот противоположное качество Я и мое Корысть Все Все Если мы на кого-то Направляем Эту энергию желания Она становится духовной Постепенно превращаться Но если я вроде бы Как бы для кого-то И сам наслаждаюсь этим То тогда она все равно Материальная Я для кого-то И взамен ничего Дорогая Вот тебе букет роз Прими пожалуйста А взамен ничего не возьму Не так что возьми розы А вечером Пообщаемся Поговорим О чем-нибудь О том о сём И это уже не любовь Это уже эксплуатация Называется Корысть Потому что Я на себе сконцентрировал Ну Такое различие может быть То есть в чем вопрос Разница В чем разница Как балансировать их просто Во-первых Нужно знание получить Как правильно желать То есть желания должны Основываться на моем Духовном росте Не на моем чувственном Наслаждении Я наслаждаюсь просто Нет А на моем дух Например Если я питаюсь Как я в баланс Привожу питание Эта пища должна быть Чистой Духотворенной Там не должно быть Насилия энергии Там не должно быть Трупного яда Иначе этот трупный яд Попадет в кровь Омоет мозг И соответственно Наше мышление будет трупным Просто да Этот трупный яд Его никуда не денешь Его не вываришь Не выжаришь Не выпаришь Он все равно останется в пище Все И вы через призму знаний Понимая это Убираете из-за своего рациона Мертвую пищу Интоксикацию Алкоголь Наркотики Табак Кофеин Все это убираете Это разум Все Вы так балансируете Эту энергию Вы желаете Я желаю Питаться здоровой пищей Я желаю рано вставать Я желаю омываться После того как я просыпаюсь Я желаю Сильное желание должно быть Причина Многие знают Зачем рано вставать Многие знают Что курить вредно Согласны же Любой алкоголик знает Что и пить вредно Наркоман знает Что наркотики вредно Это не вопрос в воле Это слабый разум просто Разума просто нету Он слабый Это болезнь разума Алкоголь Наркотики Блуд Вот эта измена Это болезнь разума Просто и все Разум слабый Как его укрепить Вопрос теперь Да Как правильно Вот это все сбалансировать Нужен разум сильный Разум Сила разума Кроется только у двух источников Ну во-первых Это у Бога есть Но мы не можем Напрямую Сейчас с Богом У нас пока еще нет Опыта такого Попробуйте напрямую Сейчас зайти В кабинет Путина Сможете? Это сложно Препятствием море будет Просто у нас Не пусть я туда Так а Бог Это даже не президент Представляете? Как вот напрямую туда Никак Поэтому есть представители Президента Например Да? Мы к ним сначала идем К секретарям Разным там И так далее Также здесь Есть представители Бога Которые обладают Таким же могуществом Разум есть У разумных людей Это учителя духовные Наставники духовные Те кто уже занимается Духовной практикой Те кто изучает Писание священное Потому что разум Оттуда войдет В знании Разум в знании Он должен подкрепиться Еще с силой Поэтому когда мы принимаем Какую-то Духовную практику Мы должны обязательно Заручиться Каким-то наставником Который нам даст Эту силу Например Если у мужчины Нет девушки В жизни Он не будет Энтузиистичным У него не будет Вдохновения Жить как-то ярко Так Шатковалка Что-то апатия Какая-то Пассивность Какая-то будет А для кого Зачем Но стоит Какому-то парню В свое сердце Впустить Женскую энергию Подружку какую-нибудь Познакомиться С кем-нибудь Ого Такое начнется Потом То есть Сила придет От кого-то То есть Если я для кого-то Делаю Появятся силы Если девушка Парню скажет Слушай Давай В 4 утра Встретимся В аэропорту Где-нибудь Он даже не спросит Зачем так рано Он скажет Конечно давай Но если Этому парню Скажет Приезжайте В аэропорт В 4 утра Он скажет Зачем Ну посмотришь Как самолеты Взлетают Садятся Они там Он не поедет Зачем Нету личности Потому что То есть Сил дает Какая-то личность Вдохновение Это энергия Вдохновения Вдох Силы Поэтому В разуме В разуме Оно происходит Бог даст Разумом Как действует Как питаться Как режим Меня Он все Вам подстроит Под вас Прямо будет делать Главное себе Желание Удовлетворить Бога Удовлетворить Гуру Удовлетворить Наставника Все Все остальное Создастся Само Это незаметно Происходит Это мистический Процесс Как это вообще Я например Опоздал на самолет Ну не то чтобы Я опоздал Я пришел Вовремя Но билеты Уже распродали И Эта женщина Которая Пропечатывала Билеты Места Она что-то И она Мне в общем Тоже что-то Напечатала И сказала Все нормально Идите В посадочный Талон Я прошел Все эти проверки И уже Надо в самолет И она бежит Догоняет Меня уже К этому К автобусу Говорит Подождите Молодой человек Что-то я вот Ошибку совершил Места уже нету Я вам что-то Штампануло Просто И что-то Вот простите Меня Нету места Я говорю Подождите Как нету места Я уже давно Забронировал место Две недели назад Я уже забронировал Посадку В этот самолет Вам только Нужно было Дать мне место И она Ну вот Такая накладка Получилась Ну я так понял Что кто-то Из близких Решил Улететь И меня Как-то Раз А я не мог Не улететь Потому что Меня ждут В городе Там программы Организовались Лекции Там семинары Тренинги Всякие Я думаю Это нереально Как это я не полечу Меня там ждут Сейчас Сегодня вечером Программа Но это я себе Говорю Я не говорю Я думаю Странно Как-то Это что Я сразу Раз В медитацию Господу В сердце Говорю Господь Ты все можешь Ты всемогущий Ты можешь Одним движением Бровей Создать Миллионы Таких самолетов Это молитва На самом деле Нигде не описанная Она в сердце Мы прославляем Бога Он ему нравится Когда мы прославляем Нам нравится Когда он нас прославляет Богу тоже нравится Он сразу Конечно могу Я говорю Господь Так в чем проблема Помоги Пожалуйста Это не для меня Для людей нужно Но этот же Бог Находится У этой сотрудницы В сердце Тот же самый Бог Он ей изнутри Говорит Ну-ка Надо место Одно Найти где-нибудь И она сразу Рос Такая Ну подождите Сейчас я что-нибудь Придумаю И такая В самолет Забежала Все уже сидят Я стою на улице Она там И выходит Говорит Ну я не знаю Что произошло В общем Как-то не знаю В общем Одно место есть В общем Видать Кто-то Не пришел Может быть Ну где-то Вот одно место Появилось Я говорю Хорошо Можно проходить Да проходите И меня посадили В бизнес-класс Одно место Почему-то там появилось Больше нигде У меня чемоданчик Просто Интересный есть Там Господь Которому я поклоняюсь Божеством И он не любит Ездить там В всяких таких местах Ему нужны Бизнес-классы Один раз он летел Прям В кабине пилота Ну решил так развеяться Просто Че там сидеть Со всем По-царски Это же Бог Решил прокатиться Прям за рулем Да Это будет происходить С нами Если мы будем Балансировать энергию Бог будет играть С нами Он любит играть Он больше ничем не занимается Ему нравится играть У него У Бога У каждого с нами Индивидуальные отношения У него нет одинаковых отношений Он разнообразие хочет Представляете У вас Два детей одинаковые Все одинаково делают Неинтересно же Бог Так же и Бог Он с каждым Хочет индивидуальных отношений Он хочет Какое-то Разнообразие какого-то И он жаждет этих отношений Он хочет их просто И у нас есть право такое Вступать с ним В взаимоотношения Это и есть йога Отношения с Богом Это и есть высшая йога И он в этом мире Может чудеса творить Просто Чудеса И так наш ум будет Петляться постоянно Мы будем думать о Боге Самое главное наставление В Бхагавадгите В книге йоги Какое? Многие читали Бхагавадгиту Какое самое главное Оно пропитывает Всю как знаете Красной нитью Вся Бхагавадгита Прописана этим наставлением Одним Всегда думай обо мне Да? Это самое главное Он говорит Всегда помни обо мне Помни Память это ум Думай Мышление Это тоже ум Делай все для меня Поклоняйся мне Дружи со мной Думай обо мне Пищу предлагай мне То есть Запетляй свой ум на мне Я же твой самый Лучший друг Он говорит И так ты придешь Ко мне Не бойся ничего Я тебя избавлю От всех последствий Твоих грехов Аннулирую в одну секунду Просто думай обо мне И все Как парень думает О девушке Как муж о жене Думает жена о муже Постоянно же думают Они друг о друге Это медитация Тоже Это же отношения Это тоже йога Но она не такая То что йога Она больше там Не знаю На ежиков Больше похоже Йога Но тем не менее Вот это мышление В уме Оно связывает людей Так он говорит Думай обо мне Просто Занимайся деятелем Все в этом мире Выполняй обязанности Жена Муж Дети Работа Все это делает Все нормально Но думай обо мне И так ты придешь Ко мне Все И когда мы начинаем О нем думать Он сам приходит Начинает участвовать С нами Все подстраивает Все устраивает Все что хотите Интересная жизнь Когда есть цель в жизни Когда есть личность какая-то Но когда что-то будет безлично Бог какая-то Тогда ничего не поменяется В жизни нашей Она такая серая Пролетит быстро Так и не поймем Что мы здесь делали В этом мире Жизнь должна быть насыщенной Если мы не испытаем Счастья в этой жизни Мы вернемся обратно В это тело Получим опять рождение Какое-то Опять будем работать Стараться Там что-то там Удовлетворять себя Болеть, стареть Опять умирать придется Ну-ка если Бог в центре есть Тогда эта жизнь Будет яркая просто И мы уже не получим рождение Оно нам не нужно просто Мы в свое естественное состояние Войдем А как балансировать Вот эти главные три энергии Это самый главный секрет Духовной жизни Как сбалансировать Эти главные три энергии Это основа всех энергии И этот метод С одной стороны Не дешевый Он секретный был Потому что людям Не давался Не мечить и бисер Иисус говорил Не надо Люди не готовы еще Есть желания материальные Если человек начинает Балансировать эти энергии Материальные желания Они сгорают просто Их нет уже Если человек не готов Это дискомфорт будет Да Поэтому созреть нужно Пожелать самому Я хочу быть счастливым Все И тогда начинается этот процесс Балансировки этих энергий И когда он запускается Вы уже Вам уже без разницы Будет Будет счастье материальное Не будет Вы уже счастливы Внутри Вам не важно Какое блюдо Золотой разнос Или стеклянный разнос Что там картошка жарена Что там картошка жарена Как думаете Вкус поменяется Когда мы будем кушать С какого разноса Нет Без разницы на какой машине Вы будете ехать Какой дом Квартира Тем более Если вы Бога туда приглашаете Имейте ввиду Ваша квартира В дворец превратится Вы сами даже не заметите Как это вообще происходит Но это Бог вошел Вы его привели В уме В сердце своем Привели Сказать Господь Эта квартира для тебя Не для меня Я тебе покупаю ее Потому что ты в моем сердце Это для тебя все Я тебе лучшее место Отведу в квартире Алтарик прям В зале В центре Маленький сделаю Тебя там Изображение поставлю Там или как-то Это для тебя все Ему знаете Как это понравится Он из вашей квартиры Дворец сделает потом А вы в нем Просто живете В этом дворце Ну как бы Он ваш конечно же Все будут понимать Что это ваш дом Но вы то будете знать Чей это дом И пища для него И одежда для него Покупаете себе куртку Джинсовую Принесите Домой сначала Не одевайте ее сразу Для Бога Господь Я тебе куртку подарить хочу Джинсовую Ну-ка примерь Да Положите на лотарь Имейте ввиду Он будет мерить Если у вас будет духовное видение Вы увидите Он возьмет ее Денет Погасно скажет Прямо Прямо Для меня Как будто Он снимет ее Хорошо Теперь вы ее берете Она у вас уже Духотворенная Эта куртка Ее Бог носил Все Вы ее будете одевать Уже будете чувствовать Энергию Баланс Энергии будет приходить Вы будете чувствовать Это Все Вы уже носите Как просто Ну Как подарок От Бога Для вас Он говорит Предложи мне просто Цветок Листок Немножко воды Но с любовью Я это приму Не нужно думать Что Богу Эта джинсовая куртка Нужна Она ему Зачем нужна У нее Этих курток Они ему Не нужны Вообще Но ему Любовь наша Нужна Вот что Ему нужно Отношения Нужны Когда маленький Ребенок Подходит к маме Говорит Мама Попробуй Вот эту Вишенку Или конфетку Она такая Вкусная А мама И так знает Что она Вкусная Эта конфетка Она сама Покупала Эту конфетку Мама Мама Берет Эту конфетку Да Да Мама Попробуй И мама Пробует Ребенок Смотрит Ну как Мама Да Вкусная Это Любовь Маме Не нужна Эта конфетка Отношения Нужны Вот что И так И же Богу Он хочет Чтобы мы Были Счастливы Вот и все Он хочет Этого Больше Чем мы Даже Поэтому Он говорит Что бы ты Не делал Чем бы ты Не занимался Бога Он говорит Что бы ты Не делал Чем бы ты Не занимался Какие бы ты Аскезы От опасений Не совершал Делай это все Как по отношению Мне Как до меня Как будто Делай Тогда ты Не осквернишься Тогда ты Кармой тяжелой Не обогатишься Чистым Останешься Хотя То же самое Будешь делать Так же Наслаждаться Будешь всем Но не осквернишься А если Нет у меня Он дальше говорит Если человек ест пищу, например, непредложную Мне, он говорит, он ест один лишь грех Потому что в пище грех есть, карма есть, тяжелая В любой пище, кроме молока В любой пище, кроме молочных продуктов В любой пище есть карма, тяжелая причем А он говорит, предлагай просто мне Я буду карму убирать, тот же самый продукт Он уже чистый будет, кушай, пожалуйста Он просто смотрит на него и все Он просто смотрит и пища одухотворяет Свой взгляд духовный Мы даже, может быть, это не видеть сначала Но мы верим, что он смотрит Он смотрит и освещает пищу своим взглядом просто Мы вчера сидели Сергей, кто проводит у вас расстановки? Мы сидели, обедали, не завтракали с ним Очень интересно, когда с близкими друзьями О каких-то сокровенных духовных вещах говоришь Это не со всеми можно говорить Что многие не понимают Но когда есть друг, который понимает В это время Бог сам садится рядом Иисус говорит, да? Где двое или трое во мне говорят Я там нахожусь Когда идет диалог, он рядом садится Ему интересно это просто О чем говорят? О нем же говорят И вот мы сидели и думали Он говорит Ты можешь себе представить, как Радхарани готовит? Радхарани это супруга Кришны Это его возлюбленная Даже не супруга, она возлюбленная Я говорю, я не могу представить Это же идеальная Это идеальная женская энергия Она идеально готовит С идеальной любовью С божественной Это же богиня Я говорю, как я могу представить? Я не могу представить Я говорю, а как тогда понять? Бог говорит Готовь для меня Я буду кушать А в то же самое время В Писании говорится, что Он ест только то, что готовит Радхарани Больше он ничего не ест Ну и мама Ишода, которая его держала Он только вот от них берет пищу Больше никак А остальное он не ест Я говорю, как это понять? Он говорит А когда мы готовим для Бога Он приходит и смотрит Чего ты опять приготовил? И даже вот этот взгляд Который смотрит он на эту пищу Он одухотворяет ее Он принимает ее взглядом Что Бог может кушать Любой частью тела, говорится Это мы только можем ртом кушать Но есть формы жизни Которую не ртом кушают Например, деревья Они ногами кушают Да, и так далее Много чего есть в этом мире Интересного Вот так Бог может Любой частью тела вкушать И говорится Он просто смотрит И уже вкушает А потом приходит Ну что ты опять приготовил Эту картошку жареную В общем И он уже одухотворяет эту пищу Он говорит Иногда может подойти Так ногой поковырять В тарелке Приготовил мне что-то такое Представляете Эта пища какая Теперь становится духовной Я говорю Ну да Тогда да Понял Я теперь понял Почему Почему он только Традхара не принимает Хотя есть исключения Если человек с любовью И искренне готовит для него Он не выдерживает Сам ест Например Господь Читаний Который 500 лет назад приходил Еще маленький Он тогда был Когда рос только Нема Его звали Ему где-то Может быть лет 5-7 было И в дом К этим родителям Где он жил Маленький Пришел святой один И долг домохозяев Святых людей Просить Чтобы они хоть Немножко что-то Приготовили Для Господа Что их сознание Чистое И для домохозяев Это очень благоприятно Они его попросили Он приготовил Там все купили Ему все Где-то Часа полтора Два Готовил И приготовил Пир такой небольшой Поставил на алтарь И начал предлагать Молиться То есть колокольчик Взял Начал звонить И читать мантры Специальные Благоприятные Чтобы Господь Призвать Бога И как только Он начал звонить Заходит Немай Мальчик И с алтаря Все снимает И съедает Это на самом деле Это Нарушение этикета Это просто безнравственно Это невоспитанность Какая-то И этот святой Он думал Что такое Ребенок какой-то зашел И помешал Ритуалу И он пошел Родители отругал Он говорит Как вы воспитываете детей Я предлагаю пищу Он приходит С алтаря Прям снимает Ест Ну родители отругали В общем немая Родители не знают Что это Бог Он так входит Очень грамотно Ребенок Просто ругает Его Взяли ему По попе Нахлопали В общем Закрыли его В комнату Наказали Святому Говорят Простите Пожалуйста Ну вот Так получилось Можете еще раз Приготовить Он говорит Ну как Я уже Опять два часа Готовить Ну пожалуйста Они его уговорили В общем Потому что Эта пища уже все Если кто-то С алтаря снимает Пищу Или раньше Пробует Чем Богу Предложит Если вы готовите Не пробуйте Пищу Первый должен Бог попробовать А мы потом За ним И вот Кто-то первый Он подумал Что ребенок Взял Все Пища свернена Убирайте ее И он начал Новую пищу Готовить Устал К вечеру В общем Приготовил Опять на алтарь Опять в колокольчик Немая В окошко залазит Не в дверь В окошко залез К алтарю Подходит С алтаря В таком гневе Просто Сказ Все Ухожу от вас Не удовлетворили Вы меня А это очень Тяжело Это очень плохо Если святой Недовлетворенный Уйдет из дома Даже гость Если уйдет Недовлетворенный Это плохо будет уже И родители Они просто Там в стопы Бросились Вымолили его Пожалуйста Еще раз Приготовьте Пожалуйста Не проклинайте нас Мы его сейчас Закроем Они запечатали Этого Немая В комнату В другую Со всех сторон Окна двери Все его там Ну и еле-еле Уговорили этого Святого он приготовил Ночью приготовил Уже Три часа ночи Все спят Он на алтарь ставит Тихонечко Колокольчик Нам Вишну Нападает Режим Призав Немая Сквозь стену Проходит Ну это же Бог Подходит к алтарю И начинает снимать Все съедать Святой это увидел Сказал НЕЕТ Немая Поворачивается к нему И говорит А что ты гневаешься Ты кому предлагаешь пищу Он говорит Богу Так я и есть Бог Я сам пришел Я хочу попробовать Твою пищу Она пропитана Любовью Я ее пробую И в это время Когда он показал Свою божественную форму Этот святой У него волосы дыбом Встали от счастья Он сразу упал Начал молиться И Господь говорит Нет все нормально Только никому не говори Еще никто не знает Что я пришел в этот мир Придет время И люди узнают Пока я просто здесь ребенок Но так как ты с любовью Это делал Я тебе раньше Времени себя открыл Я принимал твою пищу Ты просто этого не понимал Поэтому дай мне обед Что ты никому Об этом не расскажешь Иди Это твоя последняя жизнь И ты потом придешь Ко мне в духовный мир И святой Все это сделал Он обрадовался Он получил Посвящение получил Просветление В общем все Освобождение Сразу И немая дальше Начал опять как ребенок Жить просто Потом он подрастет Откроет школу Будет давать образование Детям Взрослым Будет мудрецов разных Разбивать Философов Которые очень гордились Маленькие будут Разбивать Это описывается В ведах В историях То что происходило На самом деле 500 лет назад В архивах Описывается жизнь Господочитания Да это сам Бог Приходил Он дал нам Эту практику Баланс этих трех энергий До этого никто не знал Это секретно было А он пришел Сказал всем Всем раздаем Сейчас в эту эпоху Деградации Все должны взять Этот метод Не важно В каких традициях Весь мир Он говорит Затоплю любовью Весь мир Будет петь и танцевать Святыми Вот мы сейчас Этим занимаемся Потихоньку Потихоньку Приводим в баланс Планету Она очень нуждается В этом сильно Наша планета Она разбалансированная И у Бога На нас надежды большие На всех На людей На чистых Кто сможет это делать Он сам приходит В это время Мы в Гималайя Когда едем С Харинамо Туром Господь с нами идет Кто-то видит Кто-то не видит Кто-то чувствует Везде Представляете Сезон дождей Летом Везде все топит Водами Наводнений А там где едем Ничего нет И не жарко Не холодно Тепло Дождей нет Вот так Господь регулирует Даже погоду Все это есть Это не сказки Похож я на сумасшедшего А учитель мой Похож на сумасшедшего Ну вот Дает лекции здесь Приехал Удача великая Что мы вообще видим Святого человека Он не показывает Это все Он очень скромный Но он очень могущественный Это тема отдельная Как к учителю прийти У нас будет тема У нас тема Учитель-ученик Мы ее начнем Ну Она у нас Я думаю Что продлится Может быть даже Дня два Это очень интересный путь Когда мы постигаем Отношения Ученика И учителя Он очень интересный Представляете Самое лучшее знакомство В вашей жизни Оно происходит Нам же нравится Знакомиться Да С людьми Особенно с близкими Кто будет наш близкий друг Потом Или подруга Или муж Или жена Вот этот процесс Ожидания Что мы скоро Будем очень близкими Он очень сладкий Представляете Духовный учитель Он перекрывает Это все Это кладезь Счастья, любви Потому что это Представитель Бога Говорится Бог говорит сам Об этом В писаниях Он говорит Если ты хочешь Чтоб я пришел В твою жизнь Я сначала Приду к тебе Как гуру Вот То есть Это он приходит Он принимает форму Учителя духовного Приходит Если ты хочешь Восстановить йогу Он говорит Найди такого Учителя Который уже Постиг эту йогу Со мной И служи ему Стань его учеником Тадвид Гипра Нипатена Пари Прашнена Сева Это 4 стих 34 стих В Бхагавадгите 4 главе Если ты хочешь Понять истину Найди духовного Учителя Придайся ему Служи ему Ибо Он тебе даст знание Потому что Они уже узрели истину Придайся Это один стих Всего на всю Бхагавадгиту Который Определяет положение Ученика Учителя Там комментарии Просто подойдите Вот так Да Просто подойдите Он уже все знает Про вас Не пытайтесь Что-то скрыть Как же ему Сказать вопрос Задать Может быть так Может нет Не задам Зачем об этом думать Он уже знает Ваши все вопросы Он не будет ждать Ну давай говори Нет Он будет ждать Пока вы сами скажете Как бы вы не сказали Он не будет смотреть На внешнюю форму Вашего вопроса Он суть увидит Даже если вы Не совершенно Зададите вопрос Не получится Может интеллекта Не хватает Но он суть увидит И он вам ответит Двумя фразами может Может не отвечать Может посмотреть Просто на вас Вы все поймете Он в сердце Вкладывает знания Говорится Тот кто вложил В мое сердце Трансцендентное знание Я поклоняюсь Такому учителю Говорится Он в сердце Вскладывает это все Особенно в момент Посвящения Когда инициацию Гуру дает ученику Прямо в сердце Вкладывает Трансцендентное знание Это знание Сжигает Большой пласт Кармы Сразу же За одно мгновение Просто И вы чувствуете Что Ничего себе Как это вообще Но это мистический Трансцендентный Духовный процесс Йоги Восстановление отношений Один взглядом Может все Вы все поймете В одном взгляде Я один раз такое Один раз Отчудил Я только начинал Просто мне надо было Одну мантру Проговорить Громко И там человек 200 сидел У учеников разных Не только его Других разных И так как Меня там как бы Старше назначили Спросили Кто старший ученик Есть кто-то старший Здесь из учеников И все показали Ну вот он И сказали Вам нужно будет Мантру одну Прочитать В какой-то момент Чтоб все Повторили ее тоже Я сидел Гордился Думал Классно Я старший Вообще такой Я самый старший Я самый старший Вообще-то Если что Имейте ввиду Да Я сидел Минут 30 В этом состоянии Скверненном Гордился Что я старший ученик Я монах Я отреченный Вообще Я браман И гуру это видел Он тоже там был И он сразу урок Он очень любит учеников Если он видит Что ученик где-то Заносит его Надо спасти его Чтобы далеко не занесло И он сразу Раз подумал Так Надо его научить Чтоб он не гордился Этим всем И потом говорят Эй, ну че Давай уже А я раз Че давай Мы же ждем Мы же сказали тебе Что надо А я просто Замечтался Что я старший Забыл Просто Сам этот ритуал Я говорю Да-да-да Так Так Какую мантру Жена повторяли Забыл Ту мантру Которую я По 10 раз В день Повторяю Просто Я ее В этот момент Забыл Просто Я что-то Попытался Там И все на меня смотрят И начинают Подсказывать Со всех сторон Я сижу Думаю Ничего себе Старший ученик Вообще Откуда это взялось Как я забыл Я не мог забыть Я сижу И критикую себя Уже Как я мог забыть Но это гуру Все устроил Закрыл память Просто И все У меня же там Связь есть Йога же есть И мне так стыдно было Я так посмотрел На духовного учителя Он сидел так Я все понял Одного взгляда Не надо слов Никаких Все понятно Просто И сразу вернулась память Сразу же Как только мы принимаем Своё положение Вот это поражение Что я здесь Кто я здесь такой вообще Какой я старше Я просто Микроб Вот это смирение Оно сразу пленяет Любого И гуру сразу понял И сразу раз Мне память дал И я эту мантру Повторил И потом мы ехали В машине Я говорю Гуру Махараш Я негодяй Говорю такой Сидел Гордился просто А он говорит А чем ты гордился Что ты мантру Наизусть знаешь Я говорю Нет Гуру Махараш Я другим гордился Что я старший Страшный какой-то Или какой-то Не знаю Это сладкие отношения Боли нету В это время нет боли Это переживание Даже вот этого Лёгкого позора Переживание Оно счастье Дури такое даёт Вера в гуру усиливается Вера в Бога усиливается Самые сладкие отношения Считается Ценность Говорится Если человек проживёт жизнь Так и не найдёт Гуру Учителя Это жизнь в пустую Прожитая В ноль Зиров Говорится Шунья Ноль Поставить цель Такую надо Найти учителя Нам жизнь Для этого дана Чтобы пробудиться Ото сна От этого С помощью гуру Ну что Останавливаемся Время у нас Нет ещё За скольки у нас 8 8-10 Давайте Мантра Мантра Трай-э-те То что петляет его Или то что его Зацикливает Ловит его Сковывает Это Санскритский термин Много значения имеет В голове должна звучать Всегда мантра А он тогда будет с вами Сначала он будет куда-то улетать Но вы его петляйте 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 Вот пусть она звучит Можете петь её Нравится какая-нибудь мелодия Даже если глупая песня Какая-нибудь Накрашенная Или не накрашенная Знаете Вот слова уберите просто А если музыка нравится Вставьте туда Духовный звук Пойте пожалуйста И ваша мантра Она запетляет ум Вам будет нравиться Ум будет с вами Это как история Про царя Ему принесли кувшин Царь говорит Ну ладно Открывает Оттуда джин выходит И говорит Царь Исполнили любое твоё желание Царь говорит Нет-нет-нет Я знаю Что такое желание Ничего мне не надо Но джинн ещё мудрее был Он говорит Знаешь царь Я вот тут Миллионы лет В этом кувшине просидел И я от безделья Просто уже Не могу терпеть Мне надо что-то делать Если ты сейчас Ничего не будешь желать Я тебя убью Просто пойду Себя найду другого хозяина И буду исполнять его желание Давай Думай Скажи Будешь это желать или нет Царь испугался Думает Ну да Буду желать Ладно Буду желать Начал желать 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 Джинн всё исполняет Все желания исполняет Царь устал Он понял Что он в ловушке находится Всё Желания не остановлю Идут и идут И он понимал Что придёт время Желание закончится Сколько можно жить Так постоянно желаешь И он что-то делает И царь начал молиться Богу Говорит Господь спаси меня Я что-то в глупую Какую-то ловушку попал Господь ему в сердце говорит Сделай так-то Так-то И так-то И всё нормально будет Царь обрадовался Устроил пир огромный В своём царстве Реформу всю сделал Отчасти царства Государства своего С помощью этого Джина Опять же Всё он делал И потом Джинн если только что-то Закончил Он говорит Что дальше делать Царь говорит Вот это делал Что дальше Вот это делал Что дальше Постоянно Что дальше делать И тут опять Джин приходит Что дальше делать Царь говорит Знаешь Джин Вот видишь пальму Вижу Ну-ка залез на неё Джин раз залез Ну желание исполняет И сверху кричит Царь Что дальше делать А теперь говорит Слазь вниз Ну раз слез, что дальше делать? А теперь говорит, залезь наверх, если увидишь небо там, слазь вниз. Как только слезешь вниз, увидишь землю, залазь наверх. И джин начал лазить. И когда царю что-то нужно было, он его звал, вот это сделал, что дальше делать? На пальму. Так и ум. Его надо постоянно на пальме держать, чтобы он был чем-то занят. Если вам нужно что-то сделать, зовите сюда, поговорили с кем-то, пообщались, что-то сделали. Но в голове пусть звучит ман, ман, мантра, ман. Ман это ум, пусть петляется. Звуковой вибрацией. Выберите какую-то мантру. Самая могущественная мантра, которая балансирует вот эти три энергии. Это имена Бога. Просто повторяете, поете их шепотом, неважно, любую музыку. И ум петляется, петляется, а потом он станет сильным. Спокойным. Для женщин это тяжело, я понимаю вас. Но пробуйте, и это получится. Пожалуйста. Ну все, хорошего дня всем. Давайте. Настроение хорошего. Доброе утро. Разминку может сделаем, да? Встаем тогда. Доброе утро. Как-то немножко друг друга так чуть в шахматных порядках повставайте, чтобы вам было более-менее как-то комфортно. Ну, ноги вместе, носочки вместе, поднимите подбородок, плечи разверните назад, опустите их. Сделайте вдох, выдох, выдох, расслабьтесь. Будьте внимательны очень. Ум отправляйте туда, в ту часть тела, которую вы будете разминать. Так, более-менее вы будете сейчас его ловить. Аккуратно, аккуратно, головой. В разные стороны, мягко очень это делайте. Не резко, не быстро. Положите голову на левое плечо сначала. Расслабьте шею в это время. Вдох сделайте полный. Выдох. Аккуратно в другую сторону. Вдох, выдох. Поворачиваем влево голову сначала, максимально. Корпус не поворачивайте. И зрение в самую крайнюю точку посмотрите. Если глазам больно, значит глазами мысленно подышите. Закройте глаза и аккуратно в другую сторону поворачивайте голову. То же самое. В самую крайнюю точку смотрите. В исходное положение. Поверните голову. Выдох. И вдох. Потянулись вверх. Голову вперед. Руки прямые в локтях. Плечи назад туда заведите, как сможете. Вытягивайтесь. Начинайте от пяточек, прям. Икроножные мышцы. Бедра, ягодицы. Вверх спинку потяните. Позвоночник вытягивайте. Плечи, локти. Запястье. Тестеру пальцы. Опустите левую руку сначала. За голову. Расслабьте плечи. Какой-то гул уберите там, пожалуйста. Вдох, выдох. И аккуратно в другую сторону. Поднимаем. Выдох. И потянулись. Вдох. В одну точку смотрите. Вытягиваемся, вытягиваемся. Выше, 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 выше. Выдох аккуратно. До конца не опускайте руки. Выдох. Обнимите себя за плечи. Попробуйте лопатки свои достать там, сзади. Расслабляйте плечи в это время. Ну, типа наклоняться немножко в одну сторону, в другую. Теперь только локти выпрямляйте. И попробуйте. Эта рука, которая внизу у вас, ее вот так на себя выпрямите. А эту попробуйте вот так зацепить. Такой замок появится у вас. Расслабьте плечи в это время. Расслабляем. Меняем руки. И то же самое теперь. Упрямляем. Ноги вместе, носочки вместе держите. Не забывайте. Расслабляем. Вдох-выдох. Опускаем руки. Стряхните их. Плечи по изменению. Вперед, назад. Когда вперед наклоняйтесь, немножко спинку вот так сгибайте. Чтоб весь позвоночник немножко протянулся у вас. Ноги вместе, носочки вместе держите. Назад разворачивайте плечи. Руки на плечи. Вперед, назад. Руки на плечи. Локти. Запястье. Кистью рук. Вдох. И на выдохе расслабляйте кисти. Соверните ладони. На себя поверните их. Подвигаем вперед. Шаг в сторону. Поворачивайте корпус. Голову, зрение. Одновременно пытайтесь успеть все это сделать. Динамично это делать. Аккуратно друг друга, только не ударьте. Все встали в исходное положение. Руки стряхните. Ноги на ширине плеч. Наклоняемся. Голову тоже наклоняйте. Круговые движения. В одну сторону, в другую. Сокращаем амплитуду. Перед, участь только. Хорошо, прям выгибайте. Ну, здесь руками так в поясницу вот так. Аккуратненько, угневайтесь. Только не сильно, не сломайте ничего там. Аккуратно просто. И как только прогнетесь, немножко так раз. В исходное положение. И теперь тазобедренный сустав разогнете. Все, ноги вместе, носочки вместе. Вдох. В шахматных порядках сейчас встаньте. Потому что наклоняться сейчас будете вперед. Чтоб не уткнулись впереди стоящего человека. И на выдохе опускаем корпус вниз. Полностью расслабьтесь. Опустите корпус максимально. Расслабьтесь. Руками попробуйте проверить, что руки просто висят у вас расслабленные. Расслабьте шею, чтобы голова тоже висела у вас. Прям головой крутите. Попробуйте проверить. Напряжена у вас шея или нет. Руки на колени. Выгибаемся в обратную сторону. Спинку выгибаете. То есть прогибаете вот так спинку теперь. Пусть даже вот так стоите, ничего страшного. Главное, чтобы спина была выпрямлена. Кто-то может убрать там фон вот этот? Бум-бум. А он сейчас приедет. Делаем вдох. Подбородок вверх. Задержали дыхание. Зрение тоже вверх. Присели. Напрягите промежности. Сильно напрягите их. И на выдохе выпрямляемся. Выпрямились. И прогнитесь назад. Голову назад закиньте. Встали в исходное положение. Руки на колени. Поразводите их. Посводите. Шаг в сторону можно сделать. И то же самое. Встали прямо. Вдох. И выдох. Успокаивайтесь сразу. Еще раз вдох. И выдох. Беремся за левую ногу. Не смотрите вниз. Смотрите перед собой. В одну точку смотрите. Когда вы не будете шататься. Прям придавите к ягодице пяточку. Носочек. Проверьте, чтобы два бедра были параллельны друг к другу. Можете чуть-чуть вперед наклониться. Руки выпрямите сзади в локтях. Плечи туда разверните назад. И попробуйте ногу сзади поднять. Как сможете. Аккуратненько. Не опускайте ногу. Вперед ее подтяните. В одну точку смотрите. Равновесие зависит от спокойствия и ума. Если в одну точку смотрите, значит все нормально будет. На бок. Подтяните вверх ногу. Чтобы пяточка не касалась корпуса. Вперед чуть-чуть. И вверх ее. Опускаем два варианта. Либо на бедро. Либо сбоку. С учетом, что вы отпустите ногу. Не прилагайте усилия ее держать. Кто сможет, попробуйте на носочки подняться. Удержать равновесие. Опускаем. Нога к ноге. Сразу пяточка к пятке. Носочек к носочке. Вдох. И выдох. Еще раз вдох. Прям через больную ногу дышите. И выдох. За правую ногу берем. Так же. Выпрямите руки сзади. Плечи назад. Поднимаем. В исходное положение. Потянулись. На бок. Или сбоку. Как удобно. Вдох. Вдох. Выдох. Аккуратно садитесь. Не полностью. Соедините. Основание больших пальцев и пяточки. Соедините. То есть вы сидеть должны на пятках. Попробуйте. Можете руками держаться. За пол как-то ориентируйтесь. Кто сможет, выпрямите спинку. И отпустите пол. Если сложно, можете соединить ладони. Сосредотачиваться. Внимание, когда ладони собраны. Аккуратно садимся. Ноги выпрямите. Расслабьте. Аккуратно садимся. Вдох полный Выдох Вдох Полной грудью, полным йоговским дыханием дышите Успокаивайте, спинку выпрямите, плечи расправьте Можете руки положить на колени Локти выпрямить Вдох Выдох Вдох полный На выдохе прикройте глаза Расслабьте мышцы живота Можно какое-то время не дышать Не обращайте внимания на дыхание Не задерживайте его, не напрягайте А просто остановите, не дышите Он сам сколько нужен будет, живот будет втягивать, воздух вытягивать Отправьте внимание в область сердца Туда глубже уходите Сначала нащупайте пульс мысленно Вдох полный Вдох полный Вдох полный Вдох полный Сначала нащупайте сделайте мягкий выдох сначала потом вдох неполный и на выдохе откройте глаза нагреть и ладони помассируйте лицо немножко глаза помассируйте виски ушки ушки потяните в разные стороны мочки и вокруг головы где волосной покров начинается легкий массаж такой пальчиками делать снимите напряжение сверху вниз сегодня будем изучать аштанга йогу а что это 8 на санскрите анга это уровни или ступени восьмиступенчатая йога еще называют аштанга йога то есть перед тем как человек принимает решение в жизни заниматься йогой он должен теоретически понять что это такое то есть сам для себя потом человек может сделать вывод нужно ему это в жизни или не нужно потому что когда люди только слышать слово йога о пойду йога заниматься и идут заниматься и в итоге ничего не достигает никаких целей просто какое-то время может быть там занимаются с телом работают потом когда начинается прочищаться каналы у человека возникает дискомфорт внутри то есть хочется и глупостями позаниматься в течение дня но какая-то сила внутри говорит что это не нужно делать и у человека возникает такой дисбаланс психики и человек чувствует дискомфорт в жизни и он не может понять почему это происходит причина простая просто несочетание возможностей желаний человека ресурса его как бы счастливым счет не может понять чего начинать и он бросает в итоге его либо другая крайность если люди начинают заниматься йогой чувствует какой-то эффект такой позитивный внутри очищение организма идет он просто это чувствует не знает как это происходит но он это чувствует и все потом человек чувствует что его его жизнь она начинает как-то улучшаться внешне желание то все равно остаются греховные внутри их никуда не денешь и человек начинает это совмещать то есть он как бы наслаждается жизнью вроде бы как чисто но не замечает что ресурс который у него внутри открывается благодаря йоге он его использовать не туда просто то есть этот ресурс это сила это то есть энергия внутри которая будет высвобождаться она предназначена для самоосознания то есть это некий такой нади как это некое энергетическое топливо такое которое позволит вот этот организм грубый тонкий полностью сбалансировать и дать человеку возможность осознать откуда он пришел в этот мир что он здесь делает в этом мире то есть будет приходить понимание и сразу возникнет сильное желание правильно использовать время здесь время правильно использовать не упускать его и когда если человек этого не знает то тогда вам время все равно тратит пустую и происходит тоже дисбаланс внутри концу жизни это все вылезет наружу виде может болезни даже хронички каких-то заболеваний лишение даже конечности тела какого-то может быть человек будет не удовлетворен поэтому мы сейчас изучим 8 ступеней но насколько сможем за этот час то есть первая ступень йоги какая кто может быть слышал помнит как яма яма что значит яма я просто звук делаю потому что начнем соседнего зала будет приходить какая-то информация пусть лучше ум за звук цепляется яма это что яма я мы не будем глубоко это разбирать но здесь во первых люди разного уровня то есть мы здесь все на разных уровнях находимся возьмем какую-то середину она доступна будет всем и тем и тем то есть те кто уже знает он просто освежит память кто не знает он какие-то фундаментальные простые вещи может понять и в свою жизнь привнести их просто яма другими словами это то что рекомендуется и самые простые вещи это нравственная чистота быть добрым доброта милосердие сострадание мораль должна быть у человека более-менее человеческая то есть он должен должен культивировать себе качество доброты сострадание милосердие то есть не насилия другими словами ахимса это та философия которую господь будда дал не причинять вреда никому и ничему попытаться работать над своей чертой характера стоит становиться человеком то есть запускать уже четвертый центр чакру четвертую с чем она связана то вспомнит сердцем с чем с любовью с бескорыстием да все человек будет себе хотя бы ну формулировать такие желания работать над этим центром то бог в сердце который находится он это знает слышит он будет создавать разные условия чтобы человек себе эти качества отточил чтобы они хорошие были ты яма не яма следующая ступень то есть теперь уже ну регуляция должна быть какая-то для ограничений какие-то должны быть уже не яма в принципе она начинается с того что человек организовывает свою жизнь теперь не так хаотично встал поел на работу с работы поел лег спать в принципе если так понаблюдать за людьми социальной системе все этим только и занимаются пробуждается никаких планов нету то есть они как-то выработают короткий какой-то план и потом ему следует всю жизнь это там детали могут менять а сам смысл не меняется встал поел на работу на работе поел пришел домой поел ну там понаслаждался чем-то лег спать завтра встал то же самое и в итоге время утекает просто ну в пустую например даже прямо здесь можно например провести ну так для очевидности вы помните второй день фестиваля кто-то говорит но я вот сомневаюсь что вы помните его но может так в деталях как-то ну нет не в деталях какие-то вспышки какие-то дня этого раз ну там познакомился с кем-то если вы впечатлили знакомством то вы запомните конечно же этот сюжет маленький а все остальное оно где-то непонятно может быть и можно вспомнить этот второй день фестиваля отмотав динамику времени назад так вспомните какой день недели это было какое число было то есть как-то поспоминать поспоминать и может быть что-то вспомнится я не говорю вспомните ли вы пятнадцатый день вашей жизни назад что вы делали на это очень сложно это невозможно будет не говоря уже месяцах а годах почему а потому что эти дни они были они ничем не отличались от других дней поэтому поэтому очень сложно понять какой этот день был чем я там занимался они как листочки перелистываются перелистываются перед так жизнь и утекает просто бессмысленная говорится жизнь была значит но если день какой-то принес вам очень много впечатлений каких-то событий хороших то вы обязательно этот день запомните долго будете выполнить почему ум через чувства входит в этот мир и впечатляется с разными событиями а если нет никаких впечатлений он просто вот на автономном режиме день за днем день за ним день за ним не да им и не я вам подразумевает я начинаю регулировать то есть анализ чем начинаю вырабатывать стратегию на каждый день что я буду делать завтра ну на работу это понятно я не будет здесь думать нет надо подумать а что и на работе буду делать регуляция также значит питание организовать свою то есть дисциплина начинается организованность стабильность систематичность должна появляться уже это не яма режим дня что когда я делаю практика духовная если я утром поднимаюсь что я утром делаю если я ложусь спать я должен точно знать во сколько я встану как понять во сколько я сам можно же придумать а в три часа встану нет 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 надо выработать стратегию утреннего времяпровождения она просто самое ценное время в сутках это утро поскольку на работу надо быть в человеку примерно в среднем нет пусть будет 9 лучше пусть будет лучше 9 всему свое время на мы изучали или нет еще не изучали что в энергии времени попозже значит то есть нужно вовремя все делать есть специальное время для работы если мы работаем не вовремя мы нарушаем закон времени время нас накажет работать нужно с 10 не раньше до 10 часов время благости садва гуна это время духовных практик в это время нужно заниматься работой над собой духовными практиками молитвами медитациями йогой пранаямой там чтением писания неважно чем-то нужно занимать себя эта деятельность должна приносить вкус сильно очень тогда мы сами захотим это делать мы будем увеличивать это время не сокращать его если мы сокращаем значит нам что-то не нравится значит какой смысл этим всем заниматься нет а если нам это ценного мы ставим приоритет большой то мы обязательно выработаем стратегию так чтобы наше время увеличилось утреннее это время духовных практик все в это время нужно заниматься йогой но не только хатха йога вообще отношение с бога восстанавливать это йога и например пусть будет 9 часов утра до коли мы живем в этой социальной системе попали в эту ловушку такую ничего сейчас не поменяешь сразу же поэтому пусть будет 9 часов начинаем организовывать утро отматываем от 9 сколько надо работы добраться времени сколько-то час в год ладно час хорошо сколько нужно времени чтобы выйти из дома особенно женщинам среднем возьмем полчаса да я я я я просто вам хочу помочь как организовываться вы сами цифры потом ставьте хорошо здесь сам здесь самое важно понять сам принцип сейчас цифры не важны посмотрите сколько сразу до эмоции час давайте полтора полчаса а кто-то сразу выйдет позавтракал сумочку на плечо туфли одел в зонтик взял и вышел все нам ценит время человек потому что цените время научитесь вы поймете что с из этого часа пока вы готовитесь выходить из дома многие вещи они просто ну не отслеживается почему нету организов нету не ямы то есть этот уровень не выработан еще есть желание еще что-то делать еще что-то сделать знаете как заходите на кухню просто воды попить незаметно уже как-то плитка включается да уже там что-то что-то ставится уже на плитку холодильник открывается и так далее хотя бы просто зашли воды попить зашли в зал там одеть курточку смотрите утюг стоит ночью надо вещь какую-то погладить начинаем гладить раз телефон наберу васьки там или петьки что-то и смотрите уже раз еще где-то минут 15-20 улетела куда-то это нету не ямы значит все но если вы будете работать над собой имейте ввиду какие-то моменты они будут просто мимо вас пролетать вы даже замечать не будет этот утюг он не нужен если он будет стоять в нужном месте вы его глаза его не увидите то вы и гладиться не захотите и так далее то есть бог в сердце он начнет вам помогать в этом плане он не даст вам возможности посмотреть на утюг или на телефон точно я иду зал одеть курточку или взять книжку зашли взяли и все и вышли все так сэкономить и время заходим магазин зачем идем магазин за там сахаром например да пока вы еще не дошли до магазина вы уже должны точно знать где лежит этот килограмм сахара в этом маркете огромном и точно к нему идете берете килограмм выходите оплачиваете уходите это суровая аскеза особенно для женщин что ход еще на что-то посмотреть и может быть это надо и это надо в итоге вы там проводите час выходите с полными тележками шли за сахаром просто называется впадать в иллюзию потом разберем эту эту энергию иллюзорную как она вводит заблуждение всех это надо знать вооружиться знанием иисус говорил вооружите знанием когда выходите на улицу из дома подпоясайтесь он говорил дальше сколько нужно времени на завтрак с учетом приготовления еще оттяните время назад сколько нужно времени для чтения книг еще оттяните для себя каждый сам пусть выберет там полчаса 15 минут 10 минут неважно сколько времени нужно на занятие йогой еще оттянули пранаямы подышать еще оттянули мы здесь тоже немножко пранаямы позанимаемся не переживайте что вы там не успеваете никуда мы везде по чуть-чуть самые ценные вещи возьмем то что люди много изучает пранаяму не факт что не будет этому следовать неделька две-три люди забудут что такое пранаяма я честно вам говорю мы простые вещи пранаямы изучим они очень могущественные очень сильные простые но очень сильные они вам помогут сколько нужно времени прочитать молитвы еще оттянули два часа много два часа ну я просто саму идею можно за 15 минут может за 10 минут можно сеть медитации за две минуты вы читать все молитвы эффект будет то же самое что вы два часа читаете на только знать энергию времени как она действует это же временное пространство например это уровень просто такой-то пример одна бабушка она ею где-то под 80 и она уже старенькая она уже не может активно заниматься служением храме но так как господь ее любит она все равно храм приходит ей нужно какое-то практическое служение чтобы не были отношения с богом и ей в храме дали такое служение по моему раз в неделю или два раза в неделю она могла приходить храм и укладывать божеств и божества стоят на алтаре и когда она приходит там уборка начинается все к вечеру готовится коснув весь храм и у нее такое служение было приходить и божества укладывать постельки то есть у нее отношения такие были с богом это делала она там строила свои отношения с ним индивидуальные и когда ложится божество в постель перед тем как оно ложится читается там две или три молитвы специальные руки смачиваются водичкой капелькой чтобы чистые были и потом приглашается божество ложится укрывается еще читается молитва небольшая тоже там где-то может секунд 15-20 на санскрите это все все божество лежит и она это видит как это происходит это кажется что она там божество там позолоченное там или мраморная там или какой-то укладывает это внешне это все внешне но люди духовно они внутренним состоянием они видят бога не внешне они отношения с ним личностные строят и вот эта бабушка подходит а там молодой монах который постоянно с утра до вечера он в алтаре этом он там кормит их омывает цветы предлагает там всякие благовония огонь там фитилек воду там целый ритуал такой мощный очень могущественный и вот он она пришла и говорит я пошла укладывать он будет хорошо и он там готовит на утро разные там парфенарий то есть там приборы специально чтобы утром проводить службу опять и тайно же навсегда влечет человека да чё это там она там и он шторочку раз и хотя ему интересно посмотреть какие у нее отношения с богом потому что это очень интересно же и тем более если человек обладает знанием и видением и она смотрит на божество на постельку смотрит и нужно прочитать молитву и она и видно что она забыла просто ну старость она такая вот старость она забыла просто молитву и такая хари кришна и все этот монах он в шоке был он в шоке был не от того что что-то сделалось неправильно от того насколько господь отреагировал на это то есть у нее сердце пошло гораздо важнее эмоции нежели вот этой молитвой молитва она так должна быть ну как метод или способ который может нас соединить с богом в отношениях гораздо важнее наше внутреннее состояние или мальчика в одном в одном в одном доме и приехала в казахстане и остановился в одном доме там лекции читал в городе а жил у друзей и там мальчик то есть сын моего друга ему в лет восемь может быть или 7 в него маленькое божество такое родителям удали чтобы он уже детство отношения строил с божеством духовный человек уже маленький уже развивает отношения не я утром встал поднял своих божеств провел там службу все сделал и медитирую сижу молюсь и он тоже просыпается я знаю что у него божество есть поэтому интересно как он будет с ним сейчас строить отношения это ведь это всегда интересно но он встает не омылся ни зубы не почистил ничего вот как встал так и встал подходит к божеству его берет идет в ванну открывает кран и моет вот закрыл взял тряпку вытер поставил надел корону одежду всего водичку поставил али кришна и ушел я думаю ничего себе смотрю на него игру это ты сейчас что делал у меня такие отношения с ним не видно что господь он в блаженстве ему нравится это ему не нужны какие-то строгие вот эти все но это уровень его не надо имитировать все будут разный уровень также здесь если два часа вы молитвы читаете вы чувствуете счастье от этого то есть у вас есть отношением пожалуйста но если есть у вас опыт уже больше будет продвигаться сокращайте это время может быть ценные вещи будут вам другом куда плане проявляться мантра медитация с насколько сколько времени уходит что молитва это одно вы когда молитесь прославляете бога песнопение да например или там службу поют или там намаз читают люди да как-то суры там какие-то шлоки может быть прославлять бога надо тоже время нужно потом непосредственно индивидуально мантры медитации когда вы сидите просто повторяете одну и ту же мантру то сумме для эти еще время нужно оттянули сколько времени нужно для того чтобы омыться и одеть свежую одежду еще время оттянули сколько времени нужно чтобы встать спасти ли еще оттяните время и вот теперь поймите откуда теперь я начинаю свой день во сколько я встаю не ложусь да и это очень сложно сделать даже если вы это сделаете не факт что это все получится если вы свечи распланируете вот так не факт что это все произойдет но вам нужно попробовать чтобы понять насколько не просто так это организовать что потом этому всему следовать поэтому говорится человек должен найти наставника тот кто со стороны вам может это все организовать потому что мы всегда себе либо за низем либо завысим да а это естественно я Я хочу быть лучше, чем я есть. Поэтому встану-ка лучше в два часа. Чтобы два часа молиться, два часа книги читать, два часа йогой заниматься. Пять минут завтракать. Ну что время тратить на еду? Нижний центр, животный. Гуру говорит, сведи к минимуму пищу. Да, пять минут, две минуты. Нет, нет, нет. Наставник со стороны, он не привязан к вам. Но он не ждет от вас ничего. Он видит ваш уровень, говорит, тебе вот так, вот так, вот так лучше делать. Все так вы можете организовать. Это называется не яма. Ограничение, значит. Регуляция, еще ограничение. Не употребляйте пищу, мертвую пищу. Иначе йога не дастся вам. Будет гореть все у вас здесь, все сжечь будет. Все вот сидите, ноги ноют, меняете. Хоть меняете, хоть не заменяете. Если человек употребляет мертвую пищу, каналы будут забиты и будут приносить очень много беспокойства во время занятий асанами. А? Яйца. Ну, как определить, мертвое или не мертвое? То есть, там есть трупный яд. Это определение продукта. Мертвый или не мертвый. Есть трупный яд. Как понять, есть он там или не есть? Живое существо было, потом умерло. Любое, хоть птица, хоть рыба, хоть животное, хоть человек, хоть кто. Только душа выходит из тела, прана ее выталкивает душу. Воздушными потоками прана душа выходит через какой-то центр. Все, включается механизм разрушения этого организма. То есть, это закон сохранения энергии. Земля должна уйти в землю, вода в воду, огонь в огонь, воздух в воздух, эфир в эфир. Все это тело должно разложиться. И внутри включается механизм самоуничтожения. Как он включается? Выделяется трупный яд. И он начинает это все разрушать. Как только душа выходит. Если из яйца выходит. Другой момент, мы не будем сейчас это разбирать. Другой момент, подберите себе диету. Каким образом? Возьмите, сотрите в порошок все продукты, которые вы употребляете. Кусочек морковки, кусочек картошки, яичко чуть-чуть отлейте. Желточек, белочек, крылышко, ножку какую-нибудь вам нравящуюся сосисочку. Все, что у вас есть в рационе вашем, чем вы питаетесь. Молочко, кукурузу, зерно, сыр, виноград, фрукты. Всего по чуть-чуть высушите. И потом по отдельности все сотрите в порошок. Но перед тем, как вы это сделаете, подпишите, что это виноград, это яичко, это картошка, это морковка какая-нибудь там. Ну, в общем, все подпишите. Иначе, когда вы сотрете в порошок, вы уже не поймете, что это за продукт. А бумажка вам подскажет. Потом берете, думаю, этот порошочек, на пальчик себе насыпьте, или на ложечку возьмите, там, не важно, на палочку, на салфеточку. Закрываете правую ноздрю, активную, солнечную. И к левой ноздрю подносите, мягко-мягко делаете вдох. Не такой вдох. Ничего не поймете, значит. А мягко-мягко, два вида запахов будет. Один вид запахов, этот продукт вам подходит по природе, он вам принесет счастье. А второй вид запахов не подходит, он вас разрушит просто. Это яд будет для вас. У всех будет по-разному, мы же все разные, у нас конституция всех разная, характер у всех у нас разный. А продукт, он меняет характер нам. Понаблюдайте. Одни любят одно, другие другое. Почему? Разные характеры. Пища меняет характер. Женщины могут это легко обнаружить себе. Как только в голове начинается веселая жизнь, что женщина делает? Сладенькая, да? Сразу хорошо, сразу успокаивается все. Да, как только начинается депрессия или стресс в голове какой-то такой. Женщина сразу ищет что-нибудь, надо в рот заснуть. Не потому что она голодная, а просто это так срабатывает. Тактильная чувствительность языка, вкуса вот этого сразу раз и все. Потому что ум с языком на одном меридиане. Раз и хорошо все. Так любой продукт меняет характер нам. Первый вид запахов. Приятный, прохладный, свежий, холодный, нежный. Этот продукт вам подходит, он вам нужен, он вам принесет счастье. Это таможня на самом деле, которая впускает и не пускает в этот город врагов или друзей. Да, Бог так придумал это тело, с любовью он его делал. Любяще создал это тело так, что все так гармонично сочетается. Мы же в первую очередь перед тем, как едим, что делаем? Нюхаем, да? Приятный запах, кушаем. А если так? Фу! Все, таможня не дает добро. Но иногда бывает так. Фу! Да? Вот и организм говорит, вредно. Нет, все равно человек упивает. С любовью Господь создал это тело, чтобы мы наслаждались, были счастливыми. Берем яблочко, это активная чувствительность, и мы уже счастье испытываем. Замечали? Раз, или там пироженку какую-нибудь. Пока вот не держали в руках, не было счастья. Как только взяли, о! Бог с любовью создал это все. Глаза видят второе чувство, и уже наслаждаемся. Одно видеть на витрине, другое видеть в руке у себя. Потом раз, что мы делаем? Абоняние надо теперь насладить. Еще наслаждаемся опять с любовью все. Господь с любовью все создал, все рядом прям. Потом сразу раз на язык. Представляете себе, он создал глаза, нос и анус здесь у нас. Представляете, вот как это, вот как это. Это без любви называется. А рот где-нибудь там, в другом месте. Это любовь, это счастье. Все гармонично должно быть. Второй вид запахов. Горячий, сухой, теплый, вонючий. Какой терпкий, тухлый. Это организм не поет, этот продукт не подходит нам. Все, просто уберите его. Но он принесет нам страдания просто. Так можно подбирать это все. Итак, это не яма. То есть, вот эти две вещи нужно в свою жизнь принести перед тем, как заниматься асанами. Третья ступень. Асаны. Яма, не яма, асана. Как переводится термин асана? Комфортное состояние тела. Ну или поза, говорят, да, поза. Позы же разные бывают, некомфортные позы бывают. Но асана подразумевает, что я сажусь в какое-то положение, в позицию, да, поза. И мне некомфортно. Значит, это еще не асана. Это подход только к асане. Асана подразумевает, что вы уже сидите в этой позе и вам комфортно. Потому что следующая ступень пранаямы будет. Она должна принести вам счастье. Это ступень пранаямам. Что вы должны дышать дыханием праны. Так, чтобы ваше тело не приносило вам беспокойств. Потому что если мы сидим, у нас ноги затекают, и мы дышим, мы думаем, ой, затекает. Что-то значит, это не пранаяма. Мы не сможем пранаямы. Говорится, нужно закалить тело асанами сначала. Только потом можно уже заниматься пранаямой. Ну, насчет асан мы уже, по-моему, говорили, да, как прочищать каналы. Да, разбирали же мы это уже. Понимать. Нужно понимать, то есть, в чем принцип асан. То есть, я встаю в какую-то позу. И сразу, что я делаю? Я должен поймать ум. Ум самый главный доктор для асан. Он лучше всего поможет нам сделать те или иные асаны, привести в порядок весь этот организм. И его надо поймать ум. Чтобы он не улетал никуда-нибудь там. Ом, я йог там. Или йогиня там. Нет, это значит безделье. Я бездельник. Йог, но бездельник. Ёжик, а не йог. Ум надо поймать как? Надо сразу обнаружить, в каком месте или в какой части тела я чувствую дискомфорт. Потому что асана это комфорт. Где дискомфорт у меня? Вот здесь. Все, я начинаю дышать этим местом. Вдох, выдох. Или сел я, или лег, или встал. Не важно в какую-то позу. Сразу нужно искать, где мне больно. Называется процесс самоисцеления. Мы исцеляем себя, лечим себя. Во-первых, от кармы мы себя лечим. От тяжелой. Чтобы уходит боль. А во-вторых, мы просто занимаемся, ну, работой с умом. Мы физическое тело приводим в порядок. И карма уходит, физическое тело становится здоровым, эластичным. Все, болезни уходят. Как дышать? Мысленно. Мысленно научитесь дышать. Представляете, мы уже разбирали это. Вы, наверное, просто не были, да, в этом. Представляете, что ваш нос находится в больном месте. Мысленно. И дышите там. Воздух будет ходить здесь и выходить. Но прана, вы будете дышать праной. Ум дышит праной. Прана будет дышать тем местом, которым вы, ну, туда ум направите. Вот этим местом вы будете дышать. Там этот канал будет пробиваться, прочищаться. Стали, например, или, например, раз, повернулись. Где больно? Определите сразу же. Шея болит или что? Или плечо болит? Или поясница болит? Или там прогнулись как-нибудь? Где больно? Там, там, там. Сразу выявляйте. Может быть такое, что в нескольких местах будет больно сразу. Выявляйте самое больное место. Над ним работайте. А все остальные места, они автоматически будут, ну, очищаться. Все. И там дышите. Всегда вперед дышите. Всегда вперед. Прана всегда вперед дышит. Вперед. Вдох. Отсюда выдох. Не важно. Хоть так, хоть так. Праны без разницы, как она пойдет. Как вы ее отправите умом? Так она и пойдет. Насквозь. Прана очень тонкая. Она пробивает все оболочки грубые. Не останавливается. Потому что основа вот этой грубой оболочки, это наше тонкое праническое тело. Если мы над ним работаем, то и тело наше меняется. Да? Это же звук. Это тело, это звук. Вот это вот тело, которое мы видим, это сочетание разного вида звука. Если вы возьмете огромный микроскоп, наведите на этот пол, ну или на тело, и вы увидите, что микрочастицы между собой не соединены. Они вот так вибрируют. Атомные частицы вибрируют, нету соединения. Везде движение идет. Жизнь. Джагат. Это имя Бога Джаганат. Джагат. Один из переводов Шила Прухпада приводит этого термина Джагат. Тот, кто все двигает всегда. То есть все движется. Я, по-моему, был сейчас в Евпатории, и там такой дожечек маленький, утром моросил. И я такой встал, и там такая колонна, и на ней улитки сидят. Улитки. Я думал, вот медитируют, а вот же повезло, никуда не двигаются, никаких дел нету в жизни вообще. Просто вот в медитации все. Они же живые. И я остановил свой взор на одной улитке, и я увидел, что она не сидит, она двигается. Очень медленно просто. И потом я попытался всех улиток одновременно увидеть. И я увидел, что они все двигаются. Ни одна не стоит просто. Все в движении. Джагат. Все двигается. И наше тело это звук. И прана это тоже звук. Прана это самый сильный звук. Мы когда будем разбирать строение вселенной, мы разберем там, откуда взялся первый звук. Как он вошел в этот мир. Так вот, мы можем этим звуковым движением прочищать каналы, которые зашлакованы праной, сжигать токсины. И тогда тело будет эластичным нашим, свободным, легким и болеть не будет. Вот чем надо заниматься во время асан. Лечить себя. У кого-то телефон выключите, потому что все уму сейчас туда уходят. А кто-то даже сидит, критикует. Да. Чего, телефон не могла выключить, да, что ли. Представляете, и деградирует этот человек, сразу же, если критикует. Поэтому будьте внимательны, уважайте друг друга. Цените это время. Как в позитиве можно сейчас эту ситуацию обдумать? Точно. Выявить позитив как можно? Здорово, я теперь знаю, что теперь телефон не надо включать. Спасибо вам. Вот так можно мысленно сказать, что надо на занятиях просто выключать телефон. Позитив всегда, мы как пчелы должны быть. Пчела всегда мед ищет. Есть два настроения у людей. Настроение пчелы и настроение... Не пчелы, да? Мухи. Да, муха не будет мед искать. Огромная гора будет меда, и будет капелька испражнений, и муха найдет его. Мед не заметит. Да, и пчела тоже самое. Будет много грязи, и капля меда, она найдет его. Все. Простите. Простите этого чего... Вернее, прощения попросите. Мысленно попросите прощения. Все. И тогда все аннулируется. Быстро надо успеть это сделать. Так, на чем мы остановились? Дышать. То есть, заниматься процессом дыхательным. Последовательность асан должна быть такова. С чего начинается? С разминки, да? Всегда разминайтесь. Иначе у ума могут появиться плохие впечатления во время занятий асанами. И тогда он завтра вам скажет, не делай эту асану больше. Она тебе не нужна. Ты вчера ее делал. На самом деле, просто она ему вчера не впечатлила эта асана. Больно было где-то. Поэтому лучше размяться. Разминку нужно делать всегда, чтобы тело немножко разогрелось. Чтобы какие-то каналы простые, легкие, уже подкрывались во время разминки. Потом асаны идут стоячие, стоя. Потом асаны на равновесие, стоя. Потом можно делать... То есть, стоячие асаны их очень много есть. Если вы откроете где-то учебники в интернете, их очень много. Такие, такие, и ноги раздвигать. Но все, все делайте на ногах, стоя. Потом идут комплексы. Если вы делаете комплексы, солнечный комплекс или лунный комплекс, сурья намаскар, чандра намаскар, их можно сделать после стоячих. И потом лечь обязательно в шавасану и расслабиться. Обязательно после любого комплекса расслабьтесь, чтобы убрать энергию напряжения. Иначе эта энергия напряжения потом выйдет из нас. Потому что эта энергия инородная. Секрет йоги это расслабление. Расслабляться нужно уметь. Если мы не выгоняем эту энергию напряжения, она сама выйдет. Только создадутся условия, она сразу выйдет. Например, если, например, делать йога-нидру, практика такая у нас будет один раз, процентов 90 уснут сразу же. Уснут и будут спать просто, и ничего не услышат. Почему? Напряжение в организме есть. Организм выключается, чтобы снять это напряжение. И как оно может проявляться, когда это напряжение будет выходить из нас. Например, здесь кто-то стоит в очереди. Ну там на кухню, или сюда в зал заходить, или книжки подписать там. Ну не важно, где-то в очереди стоит человек. И раз кто-то вперед в него проходит. И внутри возникает критика. Че, оно вообще лучше меня, что ли? Это просто на самом деле энергия напряжения выходит так. Или на ногу кто-нибудь наступит под ноги, смотреть надо. Энергия напряжения выходит. А если человек расслабленный, если нету этой энергии напряжения, он сам извинится, скажет, извините, я ногу не туда поставил. То есть в себе найдет какую-то причину. То есть он виноват. Напряжение будет выходить в виде конфликта всегда. Конфликт будет выходить. Дома люди ругаются. Почему напряжение? Напряженные силы люди. Люди ругаются, разводятся, бьются, дерутся там. Это напряжением уходит. Поэтому всегда расслабляйтесь. Сделали комплекс, легли, расслабились. Сделали 5, 6 или 3 асаны, почувствовали, напряжение уже идет, усталость. Не ленитесь, ложитесь, расслабьтесь. Шавасана включаться может в любой момент. В любой момент можно ложиться в шавасану. На 3 минуты, на 5, на минутку там лечь, расслабиться немножко. После комплексов можно делать лежачие асаны. На спине или на животе. Если на спине поделали, перевернитесь на живот, на животе поделайте. Если на животе поделали сначала, перевернитесь на спину, потом контр-асаны поделайте. Потом можно делать сидячие асаны. Сидя, то есть так сидя, на коленях сидя, по-разному. Мы сидим просто делаем. И последние асаны перевернутые. В конце они делаются. На голове, на плечах, на руках. То есть перевернутые асаны выше головы. Женщинам, у кого идут циклы, перевернутые асаны не делайте. Не поднимайте таз выше головы. Делайте другие какие-то асаны. Эти асаны пока можно убрать. И закончить надо йогу всегда пранаямой. В конце можно пранаямой позаниматься. Потому что каналы более-менее поплещались какие-то. Все, можно теперь спокойно позаниматься пранаямой. Следующая ступень. Пранаяма. Четвертая. Пранаяма. Пранаяма. Это звучит так пранаяма. Но если написать этот термин, если написать его, вписи надо сделать. Пишется так. Вот здесь черточка стоит сверху. Это значит, что это слово делится на два, на две составляющие. Прана и Айама. Яма это что? Ограничение, да? А Айама, если буковка стоит впереди А, то это значит противоположность этому обозначению. Видья, что такое видья? Кто может быть вышел в соцсетский термин? Видья. Да, это изучение знаний, да? Видья, веда это слово. Видья это знание. А есть слово Авидья. Это значит, да, не знание или невежество. Человек не знает Авидья. Так же здесь прана, Айама. Яма это ограничение, А Айама это значит нет ограничений. То есть безграничное дыхание переводится. Это термин пранаямы. Дыхание без границ. Перед тем, как заниматься пранаямой, сначала нужно попрочищать вот эти пазухи лобные вот здесь. Они, как правило, у людей забитые там внутри. Зашлакованные тоже. Там и слизь, во-первых, так накапливается, что мы толком-то и не дышим. Мы немножко дышим. Чем мы дышим? Чуть-чуть животом, иногда грудью там. Чуть-чуть, если там где-то пробежимся, мы такие. Да, но верхняя часть диафрагмы, она в полуатрофированном состоянии. Туда воздух не входит. И прана, она очень мало входит в организм. Поэтому и наше мышление, и наше видение, оно очень узкое. То есть кругозор видения очень узкий у людей в основном, если они не раздышались. Прана делает видение шире. Человек научится дышать праной. Он может широко увидеть, со всех сторон одновременно может видеть. Может потом параллельные миры видеть, прямо здесь, что происходит. То есть все это можно видеть, когда открывается это. Но раньше времени лучше не надо это делать. Должно постепенно прийти. Когда человек получает знания, да, как вот спектакль здесь был, да, человек открывает и там океан бушует, фу-фу-фу, прямо здесь. Если человеку сейчас это показать, он с ума сойдет просто. Но если человек обладает знанием, для него это наоборот наслаждение будет, счастье испытываю. Ничего себе, как, вот так еще есть. То есть творение божественное, очень уникальное, удивительное. Сначала надо попрочищать. Потом будем практически это делать. Может быть завтра начнем. В пранаяму тоже немножко. То есть попрочищать лобные пазухи. Есть такая методика в пранаяме, называется капала бхати. Капала это коробка или череп переводится. Бхати это то, что очищает эту коробку или переводит в порядок, в чистоту. Уборку наводит здесь. Освежает. Капала бхати переводится как сияющий череп. Вот это место сиять должно. Сияние отсюда должно идти. Знаете, как прожектор такой. Можете все освещать ходить так. Серьезно. Посмотрели на человека и все знаете за него. Отсюда идет поток чистый. Прям сканируйте как сканером человека. О чем он думает? Какое его будущее? Какое настоящее? Чем он занимается? Болеет он? Что болит у него? Почему болит? То есть много-много-много можно информации получить, если этот центр откроется у человека. Все. Потом можно заниматься уже непосредственно дыханием праны. Научиться дышать праной, не воздухом. Воздух будет ходить так. Сюда-сюда, сюда-сюда, сюда-сюда. Но прана будет всегда ходить только так. Входит в межбровье вот в этот центр и омывает два полушария. Солнечное и лунное. Женское и мужское. Волевое и эмоциональное. Ха-дха. Ха-дха. Это солнце и луна. Все. И омывается. Постоянно причем омывается. Такого нету, что мы дышим и выдыхаем праной. Нет. Мы дышим и выдыхаем, тоже сюда она входит. Как фонтан или как водопад она постоянно идет сюда. И мы так занимаемся пранаямой. Все. Просто очищаемся. Очищаемся, омываемся, омываемся. Следующая ступень. Пратья-хара. А может быть замки и залезы дыхания? Пока мы не будем это разбирать, потому что большая склонность у людей сразу начинать практиковать это. Если человек не готов, могут быть беспокойства, даже заболевания какие-то прийти. Замки или банки называют, да? Узлы еще называют, да? Они нужны для того, чтобы эту прану потом распределить. Это некие такие, как бы, катализаторы такие, которые накапливают прану, а потом ее распределяют. И они распределяют туда, куда нужно. То есть без нашего ведома это может происходить. То есть организм сам знает, куда нужно отправить потоки пранок, в чем потребность есть в разных частях. Да, можно делать на вдохах задержки и на выдохах задержки. То есть задерживаться обычно как? Не просто вы там вдохнули и раз задержали. Нет, нужно еще напречь разные центры. То есть нижний центр, мулу. То есть анус и гениталии раз напрягли просто. И все, организм в этом месте начнет прану распределять по вот этим двум чакрам. Средний центр, то есть солнечное сплетение напрягается. Все, значит эти два центра будут распределять прану. И верхний центр, горловой, наклонили подбородок и тоже напрягли его. Все, значит по этим центрам будет распределение пран идти. И потом также выдох. Расслабляем, расслабляем и низ расслабляем. Все, выдохнули полностью, опять задержали дыхание, опять напрягли. Раз, раз, раз. Одновременно может не полу, как бы попробуйте осознанно. Один, один, один. Не так, что вы сразу все напрягли. Пусть он займется чем-то. То есть занимает его деятельностью какой-то. Аначе вы все три вроде бы как бы напрягете, а сами потом почувствуете, что оказывается, ни один не напрягся толком. Так, чуть-чуть только. Вы прямо осознанно, раз, как замки. Закрыли, закрыли, закрыли замок в двери. Не сразу все три. Можно какой-то не закрыть. Мы разучим потом одну асану такую, и там будет эта практика, банк узлов. Но мне сначала вас подготовить надо немножко, хотя бы чуть-чуть. Что эта асана с этими замками, у нее какое преимущество? Она постепенно поднимает энергию нижнюю, вожделение, в разум, вверх, сюда поднимает. А это что значит? У нас внизу теплятся все материальные желания. Все духовные желания у нас здесь. Высшие желания, они здесь у нас находятся, в этом центре. И когда мы начинаем эту асану делать, то мы поднимаем энергию вверх. Другими словами, что произойдет? У нас будут пропадать материальные желания. Если кто-то готов к этому, хорошо, да? Ну, я знаю, да, это хорошо, это очень хорошо. Но если человек не готов, ничего хорошего. Это вы сами можете только понять, готовы вы или не готовы. Сами поймите, нужен вам этот сникерс. Ну, конечно, нужен, это же вообще так вкусно и полезно. Как там еще в рекламе говорится? Ну, в общем, сникерсни, как-нибудь, да? Но эта энергия, вот она здесь, на языке, и на нижнем центре, все. Но это материальное желание наслаждать язык. И нижние центры, гениталии. И вы начнете эту астуну делать, и в какой-то момент вам сникерс что-то не захочется. Как бы захочется, а вот он не дается. Придете в гости кому-нибудь на день рождения, вам нальют бокал вина. Скажет, ну, давай тост, ты так, как ты близкий друг или подружка, поздравь именинника. А вы скажете, знаете, я вообще-то не пью. И начнутся проблемы у вас в отношениях. Начнется конфликт. Как вот это не пьешь? Ты же на день рождения пришел. А что ты пришел вообще тогда? И начнется конфликт, да. То есть все должно идти гармонично. Это как пример просто. Жена скажет, построить дом двухэтажный. А муж скажет, да это иллюзия двухэтажный дом. Надо в шалаше жить. Шалаш нужен для пещеры. Пойдем в пещеру жить лучше. Это лучше, веды говорят, потому что пещера это лучшая квартира на планете. Давай в пещере будем жить. Все, это конфликт. Это развод. Это нарушение дхармы, закона Бога. В ад. Оба причем. Прям с пещерой вместе. Серьезно. Где-нибудь в пещере родятся какими-нибудь там сверчками и какими-нибудь еще. Будут там вместе опять отношения строить души. Ну это как пример. То есть все должно гармонично происходить. Да, если мы ставим приоритеты духовной жизни, тогда эта асана очень нужна нам. Оно очень полезное будет нам. Будут уходить материальные желания. И мы будем чувствовать счастье, блаженство. У нас времени не так много будет уходить на какие-то вещи ненужные. Только на духовные вещи будем время тратить. Отречение дает эта асана очень сильно. Отрекаться уже можно будет всем. Не имеется в виду от семейной жизни, от каких-то материальных объектов. Отречение подразумевает непривязанность. Вот определение отречения. То есть я не привязан. У меня есть все, но я не привязан. Шила Прокупада пример такой приводит. Ученики спросили у него об отречении. И они говорят, как правильно отрекаться? Прокупада ему говорит, а зачем вам отрекаться? Отрекаются тогда, когда у вас что-то есть. Тогда вы можете отречься. Он ученикам говорит, скажите, пожалуйста, а что вам принадлежит в этом мире? Они начали думать, ничего. Тогда какой смысл вам отрекаться, если у вас ничего нет? Вам ничего не принадлежит. Тело не принадлежит нам. Оно не наше. Оно нам дается просто временно. Дом не ваш. Вы его тоже потеряете. Машина, квартира, деньги тоже не ваше. Все временное. Так какой смысл отрекаться от этого? Это же не ваше. И он приводит пример. Вы идете мимо Банка Америки и говорите, я отрекаюсь от него. Но он не ваш банк. Какой смысл, даже глупо отрекаться от него. Чего это не отрекаться? Так же и здесь. Если мы не привязаны, это уже отречение. Можно жить в городе. Не привязываться ни к чему. И вы будете отреченный человек. Да, лучше даже йога, чем он в пещере сидит. Я видел в Гималаях таких йогов. Каждый год приезжаю, у него что-то новое в пещере. То плитка появится газовая. То маленький там какой-нибудь там шкафчик, в котором там продукты лежат. У него там разные там масло, там специи, там все-все-все такое. Думаю, ну вот нормально. Современные йоги, скорее всего. Потом еще раз приезжаю, кролик бегает по пещере. Думаю, классно. Вообще понятно, что уже одному невозможно общаться с кем-то, хотя бы с кроликом. Или в одну пещеру зашел, она как двухкомнатная квартира. Кухня отдельная, спальня отдельная. Во двор вы ходите с пещеры, там дворик. Крестокачалка такая. На берегу Ганги. Представляете? Ягодки растут там, еще что-то, огородик небольшой, огурчики, помидорчики. Йога. Но он не привязан к этому. Есть оно, я не думаю, без разницы. Это как пример. Странная философия, да? Почувствовали? А попробуйте от обратного. А надо ли? А потом уже поймете, будет у вас это или не будет. Если есть, значит надо. Если оно есть, значит у меня желание было, чтобы оно было. Вот так, наверное, скорее всего происходит, да? Это желание просто. Я хочу. А кто этот я? Задавайте себе всегда вопрос. Вот эти две громкие фразы, хочу и не хочу, они точно не от меня идут. А от кого? А от ума. А ум это не я. Мне надо. А этот мне это кто? Задавайте себя себе вопрос, вы поймете, надо вам это или не надо. Может быть и надо. Но пусть оно будет занято в служении, в вашем развитии, в духовном, помогает вам. Если так, то тогда надо, тогда нужно. Тогда это нужно. Но не всегда, зачем йога, это кресло-качалка нужна? Значит надо. Есть, значит надо. Хорошо. Ну вот он на ней качается, ногой весь, голый. Я раз группу завел в пещеру в такую, Гималайя. Подготовил сначала, говорю, не торопитесь, подумайте. Не знаю, кто-то был тогда, есть кто в Гималайи ездил со мной здесь, в зале? Вы тогда не были? В пещеру эту заходили, высоко в горах там, где ганга исток берет. И там один йог живет, и у нас с ним отношения уже давно. Я приезжаю, я останавливаюсь в его храме, и он сказал, слушай, мне кажется, ты уже так вырос быстро, что тебе надо уже на другую ступень переходить медитации. Я тебя схожу сейчас в пещеру к одному йогу очень мощному, и познакомишься с ним. Можешь группу привезти свою туда? Я говорю, давай-ка я сначала сам схожу, посмотрю, что там за йог. Он говорит, ну давай. И мы пошли с группой, я группе говорю, ну когда уже подошли, я говорю, вы пока здесь подождите, я поднимусь, посмотрю, что там за йог. И потом уже поймем, можно туда или нельзя. Потому что есть я, есть же разные йоги, есть такие, к которым лучше не ходить. Они могут вам, просто они вас зомбировать могут легко. Одним взглядом просто, и вы как кролик перед удалом будете. Они очень такие, у них психика настолько мощная, они аскезы совершают. Полностью подчинить вас себе могут. Это чувственное наслаждение, контроль, я контролирую. У меня это же сила есть, ее же надо как-то трансформировать, использовать. А когда появляется нового человека, он сразу раз, охота же к гуру стать. Нужны ученики, эксплуатировать учеников можно же. Все это есть. Сейчас Калиюга, эпоха деградации. Господь Читании сказал, не работает йога сейчас в эту эпоху. Но мы туда поднялись, я поднялся первый, группа внизу осталась немножко, я поднялся, сидит в качалке в этой, голый весь. Ну видно, отречение есть, видно, сила духовная есть. Я подошел, так выразил почтение, и другу своему йогу говорю, ты бы не мог ему сказать, чтобы он закрыл это все. Сейчас группа поднимется, там девушки есть, женщины есть просто. Ну просто для приличия, они еще не готовы к этим вещам. Для меня это так, я его не вижу, это тело, я другое вижу. Но у людей еще нет этого видения. А он ему переводит, говорит, так и так. Тот говорит, нет проблем вообще, пусть не заморачивается. То есть никто ничего не увидит, все нормально, то есть я себя нормально чувствую, поэтому я... Я говорю, ну может ему самому неудобно будет сейчас женщина? Да нет, он говорит, он уже такой, отмороженный настолько, что ему без разницы. Я говорю, ну ладно, хорошо, сейчас и проверим, насколько он отмороженный. Я спускаюсь и говорю, ну думаю, понял, что он такой не опасный, нормальный такой. Спускаюсь, говорю, так, все нормально, мы поднимаемся, хорошо только одно, он там раздетый, голый, поэтому вы не обращайте внимания просто. Просто не смотрите на него мимо, пройдите, мы за спину там сядем. За спиной там площадочка небольшая, а мы там сядем, он будет как бы спиной к нам сидеть. Ну и все, мы начинаем подниматься туда, он сидит. И первые мужчины, как правило, поднимаются, поднимаются, и он сидит нормальный. Раз, женщины пошли. Ну раз, так немножко смутился. Раз, красивые женщины пошли. Молодые. У молодых женщин, у них шахты много, энергии много просто. И ни одна женщина не смогла ни не посмотреть на него. И он еле-еле это выдержал. Видно, что он еле-еле выдерживает это. Ну, как бы не спрячешься, потому что это как-то неприлично. Сидел, тут сразу раз, раз сидел, усиди до конца теперь уже. Чего уж. Докажи, покажи, то есть, чего ты достиг. И он еле-еле выдержал, все прошли, он сидел, сидел, все такое. Видно, что он успокаивается, так медитирует, так раз, все нормально вроде бы. И мы, ну что, как-то же общаться нам надо, что так, со спины что ли? Не, он раз, взял там чадр, накрылся и повернулся. И то так, повернулся через спинку. И началось потом общение. Оно недолгим было. Да грубо, пока мы ездили, два места, она уже под такая, поднаторела. Ну вот общение, от знаний, то есть, они такие поднаторели. И они как, давай громить этого йога. С перепугу просто все. Ну думали, что вот так надо общаться. Я понял, что это общение долгим не будет, потому что этот йог, он не выдержит такого натиска. Ну один вопрос, например, такой был. А у вас есть гуру? Ну потому что мы когда ездили, я там давал лекции, говорю, что обязательно должен быть гуру. Если нету гуру, вообще нет смысла считать этого человека серьезным. Йогом или там святым, или монахом, не важно, если нету гуру. И кто-то из группы там, а у вас есть гуру? Нет, я сам гуру, мне зачем гуру? Я сам гуру. Все такие, ну понятно. Уходим. И все, все отклонились, встали и ушли. Ну, последовали наставлению, потому что. Ну, понял, что, ну, как-то вот, странная группа какая-то. Поэтому будьте внимательны в этом плане. Отречение должно быть, ну, истинным, настоящим. Каким? Не привязываться ни к чему. В принципе, небольшой разницы нету. Самое главное, не привязываться. Отреченные, отреченные люди, на самом деле, они не живут в миру. Они себя ограждают от социальной системы. Лес, горы, пещеры где-то, где-то там. Не видим. Отречение. У них ничего нету. Ни дел нету, ни денег нету, ни вообще ничего нету. То, что принесут, они берут. Как пожертвования принимают. Не приносят, они нормально себя чувствуют. Я в один день поставлю вам маленький-маленький диалог. У нас 10 минут просто сейчас осталось. Где один царь с отреченным человеком, он решил найти самого отреченного, нашел в лесу, и у них маленький диалог такой идет. Он говорит, я хочу понять, в чем смысл отречения. Этот святой ему объясняет. Потом послушаем это. А отрешенность, это человек просто, живет в социальной системе просто и неактивный, скажем так. Нету активности. Мучить себя такой человек может быть. Может мучить себя. Просто из-за недостатка образованности, может быть. Интеллект, может быть, не раз... У нас же много таких слов, мы даже не понимаем, что мы говорим. Нету образования. Например, только недавно меня отучили от слова позвонит. Я всегда говорю, позвонит. Я не думал, что есть какая-то разница позвонит и позвонит. в чем разница, думаю. Мне потом объяснили, в чем разница. Я понял, ну да, ничего себе. Он говорит, это ты не понимаешь просто. Но есть люди, которые очень грамотные, они сразу видят, что ты просто, ну, невежда просто. Ничего себе. Так же и здесь, может быть, да, просто и все. У нас 10 минут осталось. Ну, 15. И у нас еще остались 4 ступени, да? Мы только пятую сейчас начали разобрать и сразу же остановились. Я маленький итог подведу. Первые 4 ступени идут в гору. То есть, прилагаются усилия. Чем выше ступень, тем больше усилий нужно будет приложить. Вторые 4 ступени, они вот так на склон идут. То есть, если человек осваивает пранаяму, то пратяхара, дгара, над дьяна и самадхи легко дадутся человеку. А ты как, знаете, как снежный ком. Как цепная реакция пойдет. Очень легко человек достигнет самадхи. Но до пранаямы, что пранаяму освоить, будет, ну, непросто. И говорится, в эту эпоху, сейчас, очень сложно дойти до 4 ступени. Редко кто доходит, кто осваивает пранаяму. Поэтому все остальные 4, они несовершенные у людей. Они могут иметь место какое-то, но не полное, до конца не откроются эти ступени. Мы разберем тогда завтра, дообъясним эти ступени, все 4, разберем их. Давайте, может быть, сейчас какие-то вопросы есть дополнительные. Так, давайте по очереди, руки поднимаем, и я буду... Сейчас вот, давайте. То есть, какая группа должна быть по подготовке, да, вопрос такой, в Гималайи ехать? Не обязательно физически, а? Ой-ой-ой, подождите, подождите. Вы сразу хотите к этому йогу в пещеру, да? Это не тема, на самом деле, нашей встречи здесь, что здесь идет образование, сейчас у нас, у нас же образование идет. Ну, коли задали такой вопрос, я вкратце просто скажу. На самом деле, есть секретарь, который помогает мне в этом, я просто иногда в этот менеджмент не лезу, мне просто забрали все эти служения, чтобы я не отвлекался. Я просто веду группу как лидер, как гид, то есть, как духовный, в общем, все-все-все. А все остальное, я не занимаюсь этим, поэтому я даже некоторые моменты и знать не знаю. Например, у меня спрашивают, сколько стоит? Да я говорю, да я не знаю, сколько это стоит. Вот я не знаю просто, мне не дают возможности погружаться в эту сферу стоимости. И одно я только сказал менеджерам своим, пожалуйста, считайте смету без надбавки, потому что этот тур не коммерческий, этот тур миссионерский, даже не паломнический и даже не туристический, потому что это автоматически, это само собой там происходит. Паломничество, что мы по святым местам ходим, туризм, что там все красиво будет. Это естественно, но это не главное. Главному миссию там, каждый человек ищет свою миссию. Подготовка не нужна, физическая. Мы там не лазим по скалам, по веревкам, по этим. И мы перемещаемся на джипах, либо на микроавтобусах, по горам, потом останавливаемся в каком-то месте, в гостинице расселяемся, везде гостиницы есть там сейчас. Останавливаемся, и там уже совершаем какие-то маленькие треки, небольшие два, есть трек от больших. Пока вот Гималая сейчас не завалила, вот лет тем летом кто-то может наблюдать за новостями, да, в одном месте там те места, куда мы поднимались, их сейчас там немножко завалим, но их разгребают уже, и может быть летом две Дхамы откроют, и можно треки совершать. Поэтому пока маршрут поменяли, там всего один трек. То есть мы с ночевкой поднимаемся в горы, пешком где-то километров, может быть, 12-15 бывает, просто идем. Целый день, просто погулка по Гималаям. Просто прогуляемся и все. Нет, на Кайлас мы не ездим. Кайлас в Тибете находится. Это мы, может быть, в будущем запланируем туда поездку. Есть места в Гималаях помогучнее, чем Кайлас. Просто люди не знают, что такое Кайлас. Это обитель Шивы, да? Кто про Кайлас сейчас задал вопрос? Да, Кайлас, это что? Это обитель Господа Шивы. Это обитель, самая могущественная Господа Шива. Господь Шива там всегда обитает. Но в Гималаях есть места, где Господь Шива тоже обитает. Они тоже очень могущественные. Например, Ганга. Откуда Ганга течет? С головы Господа Шивы. Но она сначала на голову уже падает ему, правильно же? Она же откуда-то взялась? И вот в Гималаях есть место, где исток Ганги. Господь Шива там сидит, она прямо на голову там падает. И мы в этом месте омываемся. Туда поднимаемся, трек совершаем, омовение там принимаем. Другими словами, мы прямо на голове у Господа Шивы там находимся. Да, можно зайти на сайт valmiki.ru называется harinamatur, там будет такой отдел harinamatur. Может, потом на доске напишу valmiki.ru английские буквы. Напишу. Напишу. Не сейчас, когда закончится, я его напишу. И там можно всю информацию получить. Когда заезд, сейчас очередной заезд будет 16 октября. Многие уже, не знаю, успеют. Можно присоединиться уже потом, но тогда уже не в Гималаях, потому что мы не только в Гималаях, еще по другим местам мы не ездим. Примерно месяц в тур идет. Один день я сделаю презентацию этого тура. Не торопитесь просто, это объявится, я прям покажу ролики какие-то, все объясним более подробно, сейчас, чтобы, ну, время просто не терять. Вот так и сочетайте, пусть эти силы будут, мужские, неважно, есть воля, она не мужская, не женская. Например, когда ребенок рождается у женщины, какую волю прилагает мужчина к воспитанию ребенка в это время? Никакой. А какую волю прилагает женщина? Мужчине только мечтать можно о такой воле, сколько женщина делает, когда ребенок рождается. Эта энергия, она универсальная, она не мужская, не женская. И так и так есть. Женщины более выносливые, чем мужчины, например. То, что делает женщина за свою жизнь, ни один мужчина это не сделает. Такая динамика жизни, представляете? Потому что психики очень много, 9% психической энергии, но она в 9 раз больше, чем мужчины. Поэтому эту волю нужно прилагать в этом же направлении просто. Но женщина должна быть под защитой мужской энергии, однозначно, что мужчина разумом сильнее, чем женщина. А сила эта идет от разума. сила есть, воля есть, а силы воли нету, да? Соединить нужно мужскую и женскую энергию. Нужен наставник на самом деле, потому что вся сила у него, вся сила у гуру. Если не будет личности такой, для которой я это буду делать, мы ничего не сделаем. Но для кого-то мы будем делать. И гуру дает наставление, еще и силы дает, чтобы это наставление выполнить. Он вдохновляет. Он говорит, делай это, вставай рано, и вы будете вставать, он силы даст. Сами себе скажите, буду вставать рано, и все, ну пару раз, потом все. Я извиняюсь, вот там вот, я по очереди, потом вот, и потом вы. А, они совмещаются, эти силы. Это психическая энергия. Психика – это соединение разума и ума. Понимаете, ум – это же тоже психика. Иногда ум может быть настолько сильным. Есть разум материальный, а есть разум духовный. Но это один и тот же разум. Если у человека сильно сформировался какой-то материальный разум, он не будет искать себе гуру. Материальный разум подпитан ложным эго-гордостью. Зачем мне гуру, я сам гуру? Зачем? Не учите меня жить, помогите материально. Да? Это материальный разум, очень сильный может быть. А его надо одухотворить, чтобы туда вошла духовная энергия, кто-то должен ее туда внести. Тогда у вас появится потребность искать духовного учителя. А если нет, тогда буду искать материального учителя. А разум, он просто будет вот так, духовный, материальный. Я бы хотела узнать, что он посвящен. Я бы хотела про него узнать. Что значит посвящен? Человек, который имеет духовного учителя, получил посвящение у учителя. Инициация называется. Такие люди считаются посвященными. А ты посвящен? Нет. Это два раза посвящение получают у одного учителя. Есть первое. Я об этом расскажу, когда мы будем разбирать тему ученика учителя. Что такое посвящение? Как к нему готовиться? Учитель дает посвящение ученику. Принимает его потом? А если ты имеешь учитель, ты его посвящен? Нет. Ты должен посвящение получить. Это ритуал. Это целая, это инициация. Это целый ритуал такой. Гуру дает посвящение. Он вам дает духовное имя. Не имя вот этой оболочки телесной, Вася, Петя, Люся. А имя души. Гуру видит ученика, его способность, его природу. Все видит. И видит его духовную природу. И он наделяет. Когда дается посвящение, это значит, посвящение называют еще началом. Дикша. Начало жизни. Наконец-то человек начинает жить духовной жизнью. То есть рождение. Получает рождение. Двиджа. То есть второй раз рождается. Теперь духовно. Отец духовный становится теперь гуру. И когда человек рождается, мы нарекаем именем в простом миру. Так же и здесь в духовной жизни. Теперь вам духовное имя дают. Настоящее ваше. Вот это называется посвящение. То есть вы теперь посвященный человек. У вас сгорел большой пласт кармы тяжелый. 50% говорится, гуру сжигает в момент посвящения. Все, вы посвященный теперь. Теперь вы уже не сможете заниматься глупостями. Вы не захотите, вам противно это будет. Вы будете хорошими, нужными, ценными вещами заниматься. Ну как мой духовный учитель говорит, ко всему нужно относиться хорошо. Здесь не говорят, вы можете, я как бы, я не хочу ничего говорить про него, ну, того, чтобы не хотел, чтобы все слышали. Просто всегда у человека ищут позитивные какие-то его качества. Хороший, мудрец, там еще что-то, да. Но имейте в виду, есть и другая сторона этого человека, она не всем открывается. Например, Махариши, да, есть такой. был. Слышали же, да? Махариши, Махеш-йоги. Это гуру в Битлз, в Битлз блага, он тоже у них гуру был. Многие там, тысячи, десятки тысяч людей на планете следовали этой практике. Многие даже до сих пор следуют. Трансмедитация называют, ТМ. Трансцендитальная медитация. Он учил медитации. Многие были, но потом произошел конфликт, потому что на тонком плане он наслаждался сексуально. И никто это не видел. Не обладали видением, потому что. И он не открывал этого видения. А один раз эти музыканты увидели это в Индии, в Решикеша. Мы там в это место тоже ходим, где они там построили этот огромный комплекс для медитации. И они увидели, что он пристает к одной жене, к жене, к одного из участников этого ансамбля, или как, группы этой. Их это задело. Он пришел в один из утра, пришел, сказал, мы уезжаем от тебя. Он говорит, почему вы уезжаете? Куда вы уезжаете? Какая причина? Почему вы уходите? И один из этих сказал, если ты гуру такого вселенского масштаба, то ты должен понимать, почему мы уходим. Зачем ты у нас спрашиваешь? Что это за гуру такой, если ты у нас спрашиваешь? И он понял, что у них открылось это видение, что они начинают видеть его по другую же жизнь, вожделенную. И он говорит, я вас прокляну, сукины сыны. Так и сказал, представляете? И проклял их. Представляете? И они сказали, ну и отдыхай в общем. И ушли. И ушли, через какое-то время все начали умирать просто. Постепенно, весь Битлз. Да. И он потом сам умер. Что? Вот и сделайте вывод, духовный ли это учитель? Духовный учитель это олицетворение любви. Будьте внимательны просто. Будьте внимательны. Изучайте, есть ли гуру у него. Какие принципы жизни его. Наблюдайте, не торопитесь выбирать гуру сразу, потому что он такой знаменитый. Чем он занимает? Какая его жизнь? Изучить. Ученик должен изучить учителя. Чем он занимается? Какая его цель в жизни? Какая цель в жизни? Любовь. Что за этим словом стоит любовь? Отношение двух противоположных полов. Даже там это есть. Например, у Оши это очень сильно проявлено. Да? Как бы в этом ничего плохого нету. Если это регулируется правильно, потому что любовь, она основа всего. Но должна быть регуляция. Этим могут заниматься только муж и жена, больше никто. Иначе это нарушение принципов, морали, нравственности, чистоты. Закон кармы всех рубанет просто. Даже не спросит, кто ты мудрец или не мудрец. Накажет всех. Вчера вот история про Дурваса Муни, да? Помните? Гурмахараш рассказывал. Дурваса Муни, мудрец, это одна из, как бы, инкарнаций, или как бы, частичного воплощения Господа Шивы. Представляете, Дурваса Муни? Такой мудрец, могущественный. И тем не менее, попал в ловушку просто. Вот желание этих. И карма наказала его. Он год, целый год убегал от сударшана чакры. от оружия Бога. Потому что его прокляли. Неважно, мудрец или мудрец, проклятие будет работать. Это нужно знать. Выбираем гуру, значит, мы должны понимать, чем он живет, потому что он же нам это передаст. Вот все, что у него есть, он нам передаст это. Если у него есть жадность собирать деньги, он передаст это, ученик тоже будет этим заниматься. Есть еще какая-нибудь ценность, там строить какие-то храмы огромные, бесполезные. Просто, чтобы людей туда привлекать и качать с них ресурсы какие-то и финансовые, энергетические, эмоциональные. Он передаст это ученику, ученик тоже будет это делать. Но и свобода выбора у нас, у каждого остается. Мы сами вправе выбрать себе гуру. Что мы хотим от жизни? Все, получаем знания, я хочу вот это, хочу быть знаменитым гуру. Пожалуйста, найди себе гуру знаменитого. Стань его учеником, станешь знаменитым. С кем поведешься, так тебе и надо. Я нашел этого гуру. Потому что все, что мне нужно было, в нем есть. Мои желания совпали. Но это не значит, что другие гуру плохие. Нет, они есть, просто они вот такие. Просто у нас каждый свой вкус. Выбираем все сами. Понимать только нужно, какая цель. Конечная, конечная цель какая. И вот это надо сравнить с собой. Устраивает нас конечная цель? А сам метод по достижению ее? Гуру даст нам его уже. Цель устраивает нас? Свобода выбора. Имейте ввиду, она даже Богом не трогается. Даже Бог в свободу выбора не входит. Оставляет за нами эту свободу выбора. Я ничего против не имею. Ни одного гуру, который только есть. Все нормальные люди. У всех свои есть принципы. У всех свои желания есть. Как мы можем кому-то говорить, ты неправильно желаешь? Так это его выбор. Надо уважать. Вот это надо делать. Надо всегда уважать выбор другого человека. А это любовь называется. Можете так сделать? Да. Это разум. Принимает то, что благоприятное. Что близко, оно же может быть для ума. Пока с уровня души не выбирайте. Душа пока сейчас не выбирает. Она спит. Это такая очень тонкая тема сна души. Мы тоже разберем ее. Душа спит. Она не выбирает сейчас. Она спит, ей снится сон. Просто и все. Как во сне можно выбирать? Это же сон просто. У нас тело функционирует, разум функционирует, ложное эго, ум. Вот они выбирают. А я пока не выбираю. Поэтому надо выбирать разумом, потому что разум единственный, кто близок к душе. И он может становиться духовным. Вот разумом нужно выбирать. А как разум выбирает? Благоприятное и неблагоприятное. Это функция разума. А нравится, не нравится, это функция уже ума. Поэтому умом лучше не выбирайте. Выбирайте разумом. Благоприятный вот этот путь для меня. Выбираю. Неблагоприятный. Ну, пока не буду торопиться. Если вы через разум выбираете, значит душа удовлетворится потом. Она пробудится. Потому что все, что благоприятное для нас, мы будем делать, повлияет на пробуждение души. А все, что неблагоприятное от ума, нужно, нравится, не нравится, сильнее в сон еще в душу ведет. Душа еще сильнее уснет. И разбудить ее будет очень сложно. И практически невозможно. Кто-то еще руку поднимал? Проклятие всегда положительное. Но это не каждый может понять. Например, Нарада Муни. Это величайший мудрец. Это аватара Бога. Это лил аватара. То есть его игровое воплощение. И Нарада Муни является мудрецом среди всех полубогов. Это гуру всех полубогов. Это самый главный мудрец, который дает знания. Нарада, Нара. Нара это Бог. Да, тот, кто дает. Дает Бога. То есть он как гуру всех. В нашей традиции даже, он в нашей цепи ученической преемственности стоит первый. Это первый сын Творца Вселенной. Нарада. Сын Брамы. И потом вторые дети были у Творца Вселенной. Это прародители, праджапати. Прародители, это в христианстве, это Адам, Ева. Это прародители человечества первые. И у Брамы тоже Дакша был. Дакша это его сын, прародитель. И Брама говорит Дакша, Дакша, заселяй Вселенную теперь. То есть размножайся теперь. Вот тебе жена, все, давайте, начинайте, в общем, заселять Вселенную живыми существами. Ну и что делает Дакша? Первых десяти сыновей начинает сразу же. То есть мужская энергия должна первая появиться. И он им говорит, дети мои, населяйте Вселенную, то есть размножайтесь теперь. Ну и те пошли искать себе жену. Народа навстречу идет. Она? Кто? Дакша жена же есть. Соответственно и дочери будут. Но перед, это понимаете, не пытайтесь понять нашим, вот этим мирским, простым этим. Нет. Нет, буквально и понимать. Но это значит, чтобы пойти, найти жену сначала, надо стать мужем. Правильно же? То есть нужно получить образование, а иначе ты же, как животные, встретился, выкупился, родился, все, я папа. Да никакой ты не папа. Папа это ответственность. А так просто совкупился, это самец или кобель. Папа это ответственность. И эти 10 сыновей пошли обучаться, становиться папами, совершать аскезы, образование получать, медитацию входить. Пришли на берег одного озера, чтобы совершить эту опасию, понять, как заселять вселенную. Чтобы заселять, сначала нужно ее размеры узнать, где кто будет заселяться. В это время получать образование, готовиться. Потому что ее там дальше процессует, сейчас будут появляться дочери, женщины, то есть вот они готовятся. Тут народа приходит, смотрит, медитирует. Они увидели народу, выразили почтение. Народ говорит, а чем вы здесь занимаетесь? Там вот папа сказал нам готовиться заселять вселенную. Ага. А вы знаете, что вы души? Ну да, догадываемся. А вы знаете, что этот мир не ваш? Ваш мир духовный, этот мир временный. А да. И народа дает им духовное знание. Они получили духовное знание, десятером принимают решение. Ну в баню этот материальный мир. Зачем нам нужна семья? Это опять обязанности, ответственности, дети, работа, старость, болезнь, смерть опять. Все, уходим в отречение, уходим в духовный мир. И ушли. Народа им говорит, давайте идите, отрекайтесь. Это лучше. Они ушли. Дакша ждет, ждет, раз приходит к нему информация. Дети не занимаются расселением. Нарушили закон. Не послушались отца. Приходит Народа к Дакше. Дакша говорит, Народа, ты что сделал? А что я сделал? Мои дети ушли в отречение. Не хотят заниматься. Я просто рассказал о духовном мире, они сами захотели. Я понимаю, ты мудрец, ты все нормально, ты старший брат мой. Твоя обязанность давать духовное знание, спасать душ материального мира, понятно. Но у меня тоже есть обязанность. Мне отец сказал заселять. И ты сейчас как-то вот так поступил, ну не по-человечески как-то вот. Ну ладно, как бы я не против, ну раз это твой долг, ну хорошо, ладно, пусть эти 10, ладно, спасутся. И все, Народа, и все, они разошлись. Дакша еще 10-х начинает. Опять 10 выходит. Он им говорит, идите заселяйте вселенную. Они пошли. Опять встречают Народу. Народа говорит, вы что здесь делаете? Ну вот так отец сказал. А зачем вам это надо? Вы души, вы духовные существа. А, ну да, ну все. Все, не будем ничем зачинаться, в общем здесь размножаться. Ну в баню этот мир материальный, страданий. Уходит в отречение. Дакша опять узнает. Говорит, Народа, первый раз я тебя простил. Второй раз я тебя не прощу. Я тебя проклинаю. Дакша проклял Народу. Я тебя проклинаю, у тебя не будет дома. Не будет. Ты нигде не будешь жить никогда. Ни у тебя никола, ни двора не будет. Ты будешь скитаться по всей вселенной. Все, вот твоя будет жизнь. Не больше трех дней ты будешь находиться в одном месте. Вот тебе проклятие. И Народа что сделал? Он улыбнулся. Он сказал, Дакша, спасибо тебе, друг. Я этого и хотел. Зачем мне этот мир нужен? Он иллюзорный. Не дай Бог мне где-то остановиться еще надолго. И так я могу оторваться от этого мира, нигде не привязан. Поэтому твое проклятие для меня благословение. И все, и Народа до сих пор, даже сейчас, у него нету ничего, путешествует. Иногда приходит на земной план, дает наставление как гуру. То есть, да, иногда, всегда, вообще-то, всегда проклятие это благословение. Но это не каждый может понять. Чем что? С Дурвасой? С Дурвасой Муни история еще не закончилась. Она продолжается. Он очень долго живет, Дурваса. Но он примерно на уровне Брамы, Творца Вселенной так долго жить может. Вселенная разрушается каждый день Брамы, потом создается утром. Брама спать ложится. День Брамы длится 4 миллиарда 320 миллионов лет наших. Это день Брамы, Творца Вселенной. Столько же еще и ночи его длится. Потом, когда он просыпается, он опять творит Вселенную. То есть, она разрушается, создается, поддерживается, разрушается, создается, поддерживается. И когда Вселенная разрушается, есть мудрецы такие, есть такие живые существа, они не уходят в непроявленное, они остаются живыми. А все остальное разрушается в ноль. Нету ни планет, ни вселенных, ничего вообще. Просто ноль. И Дурваса он такой, он еще живет. Но та история чем закончилась, да, имеется в виду. Он потом придет к одному мудрину, к царю. И царю нужно будет, то есть это закон гостеприимства. Если мудрец входит к вам домой, то ваша задача угостить его чем-то. Хотя бы водой дать воды хотя бы. Это закон гостеприимства. А этот царь в это время постился, был пост, он постился. И ему сказали, что вот заходит, ему мудрец идет. А тут надо время точно попасть, выйти с поста. Срочно, чтобы пост не нарушился, чтобы он дал благо хорошее. Нужно выйти. И этот царь думал, что сделать. Сейчас не выйду с поста, нарушу закон. А если выйду раньше с поста, мудреца оскорблю. Мудрец оскорбится, проклянет меня. Не знаю, что делать. И он у одного советника спрашивает своего. Говорит, подскажи, что делать, гуру, подскажи, что делать. Тот говорит, а выпей стакан воды, и стакан воды не выводит с поста. А с другой стороны он выводит. Поэтому все нормально будет. С одной стороны, ты прекратил пост, что ты что-то выпил. А с другой стороны, вода не нарушает, не прекращает так же пост. То есть ты продолжаешь поститься. Поэтому все нормально. Ну и он раз и выпил. И тут заходит Дурваса. Говорит, ага, ты меня не принял. Сначала сам что-то там поел или вкусил. Вот так тебе и он его проклинает. Дурваса проклял этого царя. А царь преданный Бога был. Бак-то преданный. Он сказал, Дурваса, спасибо тебе, что ты меня проклял. Я как благословение это принимаю. И что произошло? Сам Господь пришел. Потому что это его преданный был царь. Сам в Вишну пришел Всевышний. Атрибут Всевышнего, один из атрибутов, у него на правой руке колесо времени, чакра, сударшана чакра. Это колесо времени, которое крутит весь материальный мир. Эта чакра, она просто заступилась за этого царя. Она вылетела с пальца и полетела к Дурвасе. Помните, Гуру Махраж говорит, что он целый год будет от огня спасаться? От жара огня. Что он испепелил жену свою огнем. И отец сказал, ты будешь целый год бегать. И вот он целый год убегал от этой сударшаны. Куда только он не уходил, она догоняла его. Но он пришел к Браме, Брама, спаси Брама. Говорит, я не могу, это сударшина, чакра, это оружие Всевышнего, никто не может от нее спастись. Он пошел к Шиве, Шива, помоги. Шива говорит, я тоже не при делах здесь, ты как-то сам решай эти вопросы. Потому что эта чакра, она всех может испепелить. Весь мир просто, это энергия времени. Иди, Шива говорит, иди к тому, кто ее запустил. И Дурваса пошел к Вишну, пошел в духовный мир, представляете, на Швета-Двипу, высший план нашей Вселенной, там духовный план есть. Приходит Вишну без чакры. Дурваса говорит, Вишну, пожалуйста, спаси меня. Она сгадится, ждет меня сейчас. А Вишну говорит, а я ничего не могу сделать. Я не могу чакру вернуть. Не могу. Потому что ты оскорбил моего преданного. Единственное, кто тебя может спасти, это сам мой преданный. Иди к нему, проси у него прощения. Тогда чакра вернется. Дурваса пришел обратно. Пришел к царю, говорит, пожалуйста, прости меня, я вот что-то перегнул палку. И царь говорит, я даже не обижался на вас. Все нормально, хорошо, прощаю. Нет, нет, все хорошо. Он такой смиренный был. И чакра сразу ушла. Но это год целый прошел. Дурваса Муни год бегал от нее. Поэтому говорится, Бога можно оскорбить, и Он простит. Но если мы оскорбим преданного Бога, Господь не простит нас. Скажет, иди, прощение проси у самого того, кого ты простил. Поэтому если вы видите святых людей, монахов, отшельников каких-нибудь, просто людей духовных, не обязательно, что они монахи, просто в миру живут люди, которые занимаются духовной практикой, которые в традиции находятся, никогда не оскорбляйте их. Уважительно относитесь. Даже если мы не понимаем, кто это, с нашей традицией, не с нашей, уважительно относитесь, что люди стали на духовный путь. А не дай Бог, если мы что-то плохое подумаем о них, Господь может, ну, отпустить что-то так. Вопрос у вас? Давайте, последний, мы уже будем, сейчас уже будет завтра, скорее всего. Какую роль играет трудность для роста души человека? Тоже отдельная тема, препятствия на духовном пути. Да, их очень много. Первая самая главная трудность, это оскорбление, если мы кого-то оскорбляем, то у нас, первое, что произойдет с нами на духовном пути, мы потеряем вкус к духовной жизни. Вот она трудность будет какая, мы это даже не заметим, что это трудность будет. Да нет, нормально, но мы уже не будем заниматься духовной практикой, у нас пропадет желание. Это наказание, на самом деле, за оскорбление. Изнутри просто вкус уходит. Не хочу рано вставать, не хочу молиться, не хочу книги читать. Мне некогда, надо на работу, это важней, и так далее. На самом деле, это уже трудность, но она такая, ну, невидимая. Мы перестаем заниматься духовной практикой, мы перестаем интересоваться вообще духовностью. Вы напомните мне в один из дней, я с Бхагавадгиты возьму один текст и прочитаю его. Он как раз определяет препятствия на духовном пути, и мы его вкратце разберем, чтобы каждый знал, что может быть у нас на пути. Это очень интересная тема. Там диски есть, на самом деле, и там где-то лекцию кто-то записал. Так и называется, препятствие на духовном пути. Если кто-то захочет, возьмите, там более подробно, что здесь мы только вкратце можем разобрать это все. Ну все, всем хорошего дня, хороших вам встреч. Не забывайте, если у вас будут ноги отекать, меняйте их. Если еще болят, немножко, чуть-чуть можно терпеть, потом тоже менять. Так постепенно, постепенно будут прочищаться нижние центры. У нас в ногах самая тяжелая карма собирается, именно в этих суставах. То есть все, что мы делаем в жизни, деятельность, все ложится вот сюда. Поэтому в старости очень сильно ноги болят, да, у людей. Замечали, палочки берут, костыльки какие-то. Уже быстро не ходят, не бегают, потому что ноги, они отвечают за деятельность. Они нас постоянно куда-то носят. Мы что-то захотели, пожелали, да, увидели, что-то появилось какое-то, ну, сильное стремление получить какое-то чувственное наслаждение. И ноги помогают нам в этом. Они нас водят туда, туда, туда. И все плоды, которые мы там собираем, плохие, скажем так. Они все прям в ноги ложатся. Потом люди, когда старые уже, они очень мучаются с ногами, потому что карма горит очень сильно, она уже не вмещается туда, уже, знаете, как переливается стакан, выливается все. Люди, даже можно сейчас посмотреть, если вы ни разу не занимались йогой, не садились вот так, то первые ваши позы будут такие. Потом постепенно, постепенно, если вы будете заниматься, 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 а если вы будете йогой заниматься, вы однозначно перестанете делать плохие дела. То есть это естественно будет происходить. И все так, как пополняться ничего здесь не будет, постепенно-постепенно ноги опустятся. Когда пришел первый раз в храм, мне сказали, что сейчас будет лекция. И я пытался в алтарной найти стул. Ну лекция это значит стул как минимум. Нету стулев. Смотрю, люди приходят, приходят, садятся, садятся. И полная алтарная, все сидят на полу. Ну ладно, раз все, значит я тоже сел. И я вот так как раз сел, вот так. Ну не вот так, а просто сижу у меня как у кузнечика ноги вверх. Ну а все так сидят, так как-то по-разному. И вот началась лекция. И меня хватило может минут на 10 внимательности. Потому что потом внимательность начала рассеиваться. Потому что ноги болят, все горит. Я сидел и думал, когда закончится этот ужас. Нельзя что-ли было стульчики просто придумать. Я вот сидел только об этом и думал, вот моя медитация была. На мебель. И потом, когда закончилось, я уже подумал, ну все, слава Богу. Можно будет уже все уходить. И кто-то объявил, подождите, сейчас будет у нас угощение. То есть будет обед. Можно остаться. Я думаю, ну это нормально. Обед, ну хорошо. Сейчас столы и стулья принесу. Думаю, ничего, ни столов, ни стульев. Все рассаживаются просто так, рядами какими-то раздают. Тарелочки, все на пол. Я думаю, ужас. И даже это на полу. И в итоге потом, когда я уже приеду жить в храм, каждый день придется это делать. Лекции слушать сидя. Йогой заниматься. То есть медитацией. Кушать там еще что-то. И все сидя, все сидя, все сидя. Постепенно, постепенно, незаметно, незаметно. Оно вот так раз, 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 раз. И постепенно ноги опускаются. Но не у всех. Кто-то очень долго продолжает заниматься практикой. И ноги все равно еще вверх смотрят. Либо карма очень тяжелая, сильная. Либо человек несерьезно относится к этим позам. Или асанам сидящим. Просто как-то ищет слабинки какие-то. Что-то там такое. Но мы не фанатики здесь. Поэтому если чувствуете, что уже невозможно сидеть, берите стульчики, садитесь спокойно. Не переживайте. Рано или поздно все равно это сгорит. Итак, у нас незавершенная тема вчера осталась. Четыре ступени еще. Мы сегодня о гунах поговорим еще. Попробуем совместить эти две темы. Сейчас сокращать их будем. Потому что два дня у нас вычеркнутся. Имеются две темы. Они у нас как бы не то, чтобы вычеркнутся. Их надо будет сжать просто. Так, мы вчера остановились на какой ступени? Пранаяму. Мы прошли ее, да? Пратьяхара начинается, да. Где-то минут за двадцать до конца. Кто-то должен напомнить. Возьмите кто-то сикну, как бы часы на вооружение. Напомните, чтобы мы провели практическое занятие по пранаяме. То есть, простые фундаментальные вещи пранаямы мы здесь пройдем, изучим. Они очень могущественные, очень сильные. Они очень легко, ну, выполнимые. И они безопасные. Вот что самое главное. Пратьяхара – это ступень, которая позволяет человеку, после того, как он научился дышать правильно пранаямой, то есть, это что значит правильно дышать? Это значит, что человек может в любой момент остановить дыхание и не дышать вообще. То есть, это значит, что человек уже осваивает пранаяму. То есть, он дышит праной, не воздухом. То есть, легкие не функционируют. Функционирует деятельность ума. То есть, потоки энергии человек в себя вводит, просто промывает, промывает. В этих потоках праны уже существует воздух. Кислород, он там есть на самом деле, его можно извлекать. Но это высокая наука. И сейчас мы в эту эпоху можем только до пранаямы дойти, а ее освоить до конца очень тяжело. Люди не в состоянии, ввиду вот этого напряжения на планете. То есть, технократии вот этой всей, то есть, экологии плохой и так далее, суеты вот этой беготни, то есть, раздражение вот этого большого. Люди не могут заниматься этой практикой до конца, то есть, ее изучить. Но мы сейчас изучаем просто как теорию, что человек, если ее осваивает, пранаяму, то он останавливает дыхание вот здесь, в межброви. То есть, все, дыхание останавливается. То есть, дыхание, оно сюда идет у нас. Здесь и потом в легкие уходит. Не так, что там раз. Нет, оно умывает полушарие воздуха и туда идет. Через слизистую туда уходит. И когда человек останавливает дыхание праны, с этого момента можно пратяхару достичь. Пратяхара — это контроль чувств. Или другими словами, мы выдергиваем чувства от объектов чувственного восприятия. В Бхагавадгите Кришна говорит об этом, Он говорит, что подобно тому, как черепаха в момент опасности вбирает в панцирь все пять конечностей, йог должен все пять чувств взять под контроль. То есть, выдернуть их от внешнего мира и направить их вовнутрь. Потому что беда наша в том, почему мы не можем быстро развиваться, что наши чувства, они во внешний мир уносят наше сознание. Мы уже проводили этот пример, да, когда мы входим в город, из дома, из квартиры, то мы начинаем просто анализировать все, что попадается к нам в глаза, в уши звук, если попадает, да, запахи какие-то, что-то мы трогаем и так далее. То есть, мы полностью сознание свое растрачиваем. То есть, вот эту энергию, оно в сознании разворовывается, говорится. Все, йог должен взять под контроль чувств и туда их направить, остановить. Другими словами, например, как это может происходить? Это, например, вы видите человека, но вы не подвергаете анализу. Бывало такое, например, вы идете по городу и по телефону разговариваете. Что-то видите, что вокруг вас происходит? Видите, но анализу не подвергаете, да? Ну, например, человек курящий заходит в магазин, сигареты продают. Обычно на витринах, как только в магазин заходите, первые витрины, они сигаретные всегда. Это такая психология, скажем, бизнеса такого, тамагунного. И человек, который заходит, он сразу видит сигареты, подвергает анализу, сразу же быстро раз-раз и уже что-то покупает, уходит. Но не курящий человек, заходя в магазин, как думаете, видит он сигареты? Видит. Но он не подвергает анализу их. Потому что у него нету связи с ними. Он не связан с ними. Поэтому он просто проходит мимо. Или алкоголь. Если человек не пьющий, он даже видя бутылки эти все, красивые какие бы ни были, он просто пройдет мимо, хотя он их видит, не подвергает анализу. Все, чувства под контроль взяты, значит. Но именно для этого объекта. Потому что если здесь будет там мороженка какая-нибудь, или еще что-нибудь, то тогда чувства сразу вылетят. Потому что человек привязан все равно к этому еще. Да, поэтому йог должен оторвать вообще чувства. Идут звуки, он не анализирует их. Запахи не анализирует. И так далее. Все пять чувств, он их не чувствует. В ледяную воду заходит, и спокойно находится там, ничего ему не холодно. Потому что тактильная чувствительность, а будь на ум выдернулся из тела. Все, лед, кругом лед, вода ледяная текет, и он спокойно сидит, нормально, ему не холодно, ничего. Пратяхара называется, взять чувства под контроль. Когда чувства берутся под контроль, если человек достигнет этого уровня, включается следующая ступень. Дхарана. Дхарана это первое, скажем, подготовительная практика концентрации внимания, или медитации. Это подготовка к медитации, точнее, не медитация, это подготовка. Что значит Дхарана? Дхарана подразумевает, я концентрирую внимание на каком-то объекте, на одном, пытаюсь остановить мысли. То есть, вначале мы перестаем дышать, потом мы перестаем чувствовать, а потом перестаем мыслить. Учимся мысли останавливать, либо петлять. Мыслить на одном объекте. Патанджали Муни, он говорит, что если человек 12 секунд держит внимание на одном объекте, он начинает узнавать этот объект, то есть, о нем что-то узнавать, информация начинает входить в сознание. Если его увеличить в 12 раз, сколько там, 144, по-моему, да, получается, то человек получает полную информацию об этом объекте, на который он смотрит, все исчерпывающие. Например, если он на яблоко смотрит, 144 секунды, не мысля, то есть, не мыслит, просто смотрит. Он узнает все об этом яблоке. Сколько оно весит, сколько там воды, сколько там железа, сколько там фруктозы, а где оно выросло, кто его сорвал, когда его сорвал. То есть, все-все-все можно об этом яблоке узнать. Причем человек начнет видеть это яблоко со всех сторон одновременно. То есть, такая концентрация внимания будет. Дхарана. То есть, я концентрируюсь теперь и ни о чем больше не думаю. Я пытаюсь остановить мысли, поток мыслей остановить нужно. К минимуму, к минимуму свести, и потом в одну линию. Все, ни о чем человек не думает. Нету мысли. Это очень сложно, если человек не прошел яму-неяму, асану-пранаяму, пратихару. Это невозможно. Но если он прошел до пранаямы, то чувство обуздается легко. Ума становится очень легко. И тогда отключится последний процесс. Седьмой считается как бы последним. Потому что восьмой самадхи. Это уже не материальный процесс. А вот эти первые семьи, они материальные. Дхьяна, это последнее. Это медитация уже непосредственно. Дхьяна. Дхьяна подразумевает все. Мы уже не мыслим. Мы просто созерцаем, мы не подвергаем анализу материальному этот объект. То есть не пытаемся с точки зрения материи, то есть нашего опыта жизненного, которого мы набрались, определять, что я вижу. А для этого нужно остановить поток материальных желаний, мыслей, чувственного восприятия. Остановить. И тогда мы начнем мыслить духовно. То есть наша духовная составляющая, она пробудится в это время. Почему многие говорят, покажите мне Бога, и я поверю, что Он есть. Прохпада их обычно называл, таких людей глупцами, негодяями. Он говорит, как вы можете увидеть Бога, если у вас зрения нет? Или он говорит, вы что думаете, Бог такой дешевый, что так раз его увидели просто? Нет. Покажите мне Бога, вы знаете, где Бог? Прохпада говорит, да, я знаю, я могу вам адрес дать, можете письмо ему написать. Я могу вам адрес дать его, где его родители живут, где его обитель, как он выглядит, я могу это вам все дать. Но увидите ли вы? Нет. Нужно зрение специальное, духовное зрение, что Бог духовен, нематериальный. Он невозможно материальными чувствами воспринимать. Также, когда мы описываем духовную обитель, не факт, что она прям такая, это просто как образно что-то, хоть что-то, чтобы мы понимали. Например, веда описывает размеры души. То есть я как душа, мы как души имеем размер. И этот размер увидеть не может никто. Он настолько маленький, душа маленькая, самая маленькая частица божественная, это душа. Бог говорит, я самый маленький, и самый большой, это я. Вот самое маленькое проявление Бога, это мы, души. Маленькие его частицы. И дается размер, примерно, чтобы мы хоть как-то поняли, какой размер души. Одна десятитысячная кончика волоса. Вот волосочек берете, вот так тоже почти что не видно, да? Вот его надо разделить на 100 частей, кончик. Потом одну часть берем, и ее еще на 100 частей. Вот это размер будет души. Увидеть его невозможно. Вот такая маленькая душа, крошечная. Но это просто материальное определение, что такого размера. Потому что ученые, по идее, такой маленький размер, они могут через микроскоп его увидеть. Так, если расчленить волосок, они могут его увидеть. Но это просто пример дается, что духовную энергию невозможно материальным микроскопом увидеть. Она в другом измерении находится, душа. И в момент дьяны, медитации, мы можем увидеть, то есть, сначала сияние Бога начнем видеть. То есть, уже входить будем. Не его самого, а только его сияние. Например, как солнце. Если мы посмотрим на солнце, то что мы первое-наперое сделаем? Закроем глаза, потому что невыносимо смотреть на это сияние. Но почему невыносимо? Потому что орган зрения зашлакован токсинами грязными, зрительными. А огонь солнечный, он сжигает эти токсины. Это сжигание дает нам боль. И у нас слезы бегут сразу, да? На самом деле, через слизистую выжигаются эти токсины. Они выливаются просто и все. Умываются. Да, если мы будем немножко вот так щуриться смотреть на солнце, не так будет больно. Но вот это сияние, оно будет постепенно-постепенно сжигать какой-то пласт грязи. И потом раз, мы начнем видеть контур солнца. Потом можно немножко глаза приоткрывать. Потом открыть. И потом открыть, и вы можете спокойно на солнце смотреть и видеть четкий шар. И сияние уже не будете видеть. Просто шар прям. Солнечный шар. Так же и Бога. Сначала Он не показывает себя. Сначала Его сияние идет. Вот сейчас у вас была медитация здесь, да? Ярослав читал. Убери сияние лучезарное, которое мешает мне тебя увидеть. Это вот это сияние, это и есть та самая нирвана, к которой стремятся буддисты. Она приносит, не безграничное счастье приносит. Но из-за этого сияния личность не видна. Да, и в дьяне можно сосредоточить свое внимание так, что вот это сияние нужно пробить, пройти. И только тогда мы увидим Бога. И мы в самадхи автоматически, говорится, войдем. Все, мы увидим его в сердце. Как он там находится. Что он там делает. Это автоматически придет. Яма, не яма, асана, пранаяма, пратихара, адгара, надьяна, самадхи. Такая вот практика йоги может принести человеку успех. Постепенно это будет делать. Например, кто занимается медитацией, на четках мантры читают. Они могут за час, за полчаса, за два часа войти в это состояние самадхи. Проходя вот эти все ступени. Постепенно, постепенно, постепенно. Если человек будет тренироваться, тренироваться он однажды, ну, видит Господа у себя в сердце. Все это есть, но этот процесс не такой простой, не такой простой, не такой дешевый. То есть нужна защита. Защита духовного учителя, наставника, традиции, чтобы защищали. Защищали не от страха, там ничего страшного нет. защищали от бешеного ума, потому что он куда-то хочет все равно вырваться. Это защита называется. Например, женщина почему ищет мужчину в жизни? Это ее главная задача в жизни. Главная цель в жизни найти себе мужчину. Зачем? Зачем нужен мужчина женщине? Защитить, да? Быть защитником. От кого защищать? От бешеного ума. Все верно. Все. Вот это единственное, в чем есть потребность у женщины, от мужчины. Защитить ее от ума. Успокаивать. Он будет говорить, дорогая, успокойся. Что тебе нужно? Дом? Пожалуйста. Она говорит, хорошо. Что тебе еще нужно? Машинку? Пожалуйста. Хорошо. И так далее. То есть, она заказ сделает, мужчина его исполняет. Иногда заказа нету, просто один заказ. Пожалуйста, успокой мой ум. А он говорит, да, хорошо. Не беспокойся. Она говорит, нет, ты не успокоил меня. Она начинает думать, а как же ее успокоить? И он спрашивает, а что тебе нужно? В чем у тебя беспокойство? Она говорит, в завтрашнем дне. А что тебе нужно на завтра? Холодильник пустой. Куплю. Она, о, хорошо, успокаивается. Можно просто пообещать хотя бы. И она успокоится серьезно. Она будет знать, что может он это не сделает. Но так как он пообещал, ну, скорее всего, может быть и сделает. Поэтому сейчас не буду об этом думать. Она может переспросить, ты точно купишь? Да, точно куплю. Ну, хорошо. Хотя она знает, что он ничего не купит. Сама идея просто, мужская энергия разума, она поглощает деятельность ума бешеного. И женщина успокаивается просто. Теперь мы сейчас о гунах поговорим. Гуны. Гуны природы, это такие энергии, которые управляют всем в этом мире. Всеми процессами управляют гуны природы. Бхагавадгиди Кришна говорит, что в этом мире мы ничего не делаем. Все делают гуны природы. Там даже одна глава, она так и называется, гуны материальной природы. Их три. Гуна, если дословно перевести, переводится как веревка. Или кандала, которая сковывает или связывает, окутывает, опутывает. Ограничивает. Гуна. Есть три гуны. Как душа, попадая в материальный мир, потом не может отсюда вырваться сразу. Ее ловят гуны, веревки. Сразу и связывают ее, и все. И она уже никуда не вырывается. Все, она как в ловушке в такой находится. Знаете, как кукольник за веревочкой тянет. Так и живое существо. Если у вас будет знание о гунах, вы можете прям видеть, в какой гуне человек находится, какая веревка его сейчас вот тянет. Может, три. Сколько этих веревок может насчитаться? 81 веревка. То есть, гуны могут переплетаться, подобно тому, как кто художественным занимается. Есть кто-то художники? Сколько цветов существует? Изначально. Три цвета всего лишь. Да? Какой? Синий. Красный. Красный. Синий, желтый и красный. Все верно. Это определение гун природы. Синий цвет – это гуна невежества. Красный – это гуна страсти. И желтый – это гуна благости. И если художник – профессионал, он из этих трех цветов может любой цвет сделать, смешая краски эти. Все остальные краски – это просто смешение вот этих трех цветов. Так и в этом мире. Гуны, они пересекаются между собой и создают большое количество сочетаний этих гун. Их 81 получается. 3 на 3 – 9, да? И 9 на 9 – 81. Так такое сравнение делается. Поэтому, когда душа попадает сюда, в этот мир материальный, она попадает в гуны, и потом под влиянием этих гун, у нее, как бы ее судьба, карма, все это тоже в гунах находится, создают определенную проекцию ее жизни. Кто-то рождается в тамагунном месте. Где тамагунные места на планете? Север. Где холод? Да, где холод – это тамагуна. Холодно. Он сейчас на улице холодно, это энергия тамагуна на самом деле. Да. Страсть. Где она проявляется? Да, где южные места, где люди расслабляются, там деньги. Вот это запад тоже денежные, вот эти все махинации, то есть суета, зарабатывание денег. Это все раджас. В санскрите раджас – это страсть. И благость – саттва гуна. Это где райские места у нас на планете есть, да? Вот это райские места, это гуна благости там. Где реки есть, леса, то есть горы, моря, вот эти берега, вот это все, где нету суеты такой беготней сильной, где люди спокойно живут. А это благость. Есть нир гуна, то есть нету гун. Это духовные места. Например, сутки, они тоже делятся на гуны. Благость начинается, когда? Кто-то может читал уже, изучал. С 4, где-то утра, да, с 4 утра до 10. Это гуна благости. Спокойствие такое, миротворение, люди не торопятся никуда, можно духовной практикой заниматься. Страсть начинается с 10 и до, где-то до 4, до 5 примерно, плюс-минус, да? И потом начинается тамагуна. До скольки? Где-то до часу ночи. Тамас. А вот с часу до 4, это время нир гуны. В это время гун нету. Есть практики такие мистические, когда люди занимаются особыми видами, скажем так, медитации, которые находятся вне гун. И очень легко достигают особого состояния. Он в это время просыпается, занимается практиками. Обычно это практики, которые дает Господь Шива своим последователям. Он дает эти практики, чтобы они ночью, чтобы они не перестали отождествлять себя днем, ночью, как бы, то есть уже оторваться. Потому что день, ночь, это все, это вот материальное обозначение. Потому что в духовном мире этого ничего нету. Ни дня, ни ночи, ни утра, ни вечера. Хотя, как бы, там оно есть, но разницы между ними нету никакой. Как гуны ловят душу? Гуна благости. То есть гуна обуславливают душу. Они ее обуславливают. Как гуна благости обуславливают? Как, что она делает? Она берет просто душу, стягивает веревкой. Раз и стягивает. С духовного плана на материальный план. Как она стягивает? Чем она стягивает, эта веревка гуны? Гуна благости, как классифицируется? Что значит гуна благости? Первое определение гуны благости. Кто-то должен знать, кто изучает. А как жить? Чистота ближе. Чистота ближе, да. Гуна благости, чистота еще. Самое главное определение гуны благости, это знание. То есть человек действует в знании. Он обладает знанием. Как действовать? Все такое, человек находится в сад вагуне. То есть гуна благости. Он знает. Он получает знание, практикует и действует в знании. Это человек в благости. То есть он знает, что надо жить чисто, быть добрым, да? Не заботится обо всем. Он знает, как это делать. Не просто делать добро, а надо знать, как его делать. Потому что можно же медвежную слугу сделать, как бы добро. Гуна благости подразумевает знание, и она стягивает душу. Ева подошла к Адаму и говорит, Адам, надо заселять мир. Адам говорит, нет, нет, нет. Я душа, я не Адам. Я душа, я духовное существо. Это мир не мой материальный. И что делает Ева? Она яблоко дает. Яблоко это в творении чего было? Знание. Она говорит, Адам, окуси яблочко, пожалуйста. И потом расслабься. Все, и Адам начал изучать знание материального мира. Это сад Вагуна. И так Ева стянула Адама на материальную платформу. Чем? Знанием о материальном мире. То есть мы обуславливаемся знанием о материальном мире. Чтобы здесь жить комфортно, праведно, чисто, быть успешным, богатым, здоровым, нужны знания просто. И все. Душа не может себя здесь комфортно чувствовать, пока не получит это знание. Как бы у нее есть, она должна их воспроизвести теперь. И так Вагуна благости стягивает душу сюда. На материальный план. Знанием. Вагуна страсти. Веревка страсти. Что делает? Она берет и связывает душу. Окутывает ее. Что Вагуна благости олицетворяет? Ой, страсти. Сейчас мы поймем, как она связывает. Потому что одно дело, просто она связывает. А как она связывает? Как стягивает, мы сейчас поняли, да? Знанием стягивает Вагуна благости. А связывает как душу? Вагуна страсти. Деятельность. Вагуна страсти это деятельность. Причем не просто деятельность, а деятельность ради плодов. То есть я что-то делаю, и я получу плод обязательно. И вот этот плод и свяжет меня. Например, человек покушал, неизбежно придется идти в туалет теперь. Согласны? Вот это деятельность с плодом. Что-то сделал, получаю плод. Что-то пытался там заработать деньги, денежку получил, теперь надо ее, эту денежку, растратить. Купил машину, теперь езди на ней. Заправляю ее и так далее. Ремонтирую. То есть плоды. И поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит, отдай плоды мне. Почему он так говорит? Неужели ему там не хватает этих машин или еще чего-нибудь, там денег? Все верно. Он говорит, отдай мне плоды. Не потому, что они мне нужны, они как бы твои плоды. Но ты посвяти их мне. И тогда ты не обрастешь кармой. Карма тебя не свяжет тогда. Он так защищает. Он говорит, посвящай плоды мне и все. Они, конечно же, у тебя будут и деньги, и машина, и дом, и все, и богатство, и слава, все это будет. Но посвяти это мне, для меня делай просто. Тогда ты не просто не обрастешь этой кармой. Не обусловишься. Потому что именно гума страсти связывает кармой живое существо. Хорошие плоды что сделают? Отправят душу в райский мир. Но это материальный мир все равно. Она будет там пожинать эти плоды. Как? Она будет наслаждаться просто ими. Подобно тому, как человек заработал много денег, что он будет с ними делать? Растрачивать их будет. Придется растрачивать. Такого не будет, что человек заработал много денег и сидит, ничего не делает. Нет, ему надо будет что-то купить, какой-то досуг создать вокруг себя. То есть придется заниматься этим всем. Как эта история. Один торговец, он каждое утро ездил на рынок продавать фрукты. У него фруктовый сад был, и он каждое утро туда ездил. Туда, сюда, туда, сюда. И проезжал мимо одного дерева, под которым лежал, человек, ничего не делавший. Необычный человек. Я сейчас через какое-то время поставлю его историю, где идет диалог между царем, царь прохлада, захочет найти отреченного человека и понять, что за жизнь в отречении такая. Между ними будет диалог небольшой. Сейчас через какое-то время мы послушаем его. Так вот, этот человек ездил туда-сюда, на рынок, а этот лежит бездельничает под деревом. Каждый день, с утра до вечера, просто лежит и все. И этот человек, торговец, говорит, слушай, ты вот как-то надоел мне уже. Я не могу на тебя смотреть. Я вот тружусь с утра до вечера, а ты просто лежишь бездельничаешь. Не хочешь заняться делом? Он говорит, а зачем? Ну не знаю, что просто лежать. Ну вот ты лежишь под фруктовым деревом, собери фрукты, съезди на рынок, продай их. А зачем? Ну продашь, деньги будут. Деньги будут, пойдешь, еще фруктов соберешь где-то, или купишь, потом опять ведешь на рынок, опять продашь, еще больше будет денег. Он говорит, а зачем деньги? Ну как зачем? Дом построишь себе. А, дом построю. Ну да. А зачем дом мне? Ну когда дом построишь, там создашь условия, комфорт, диваны поставишь там. А зачем диваны? Ну будешь лежать на диванах и ничего не делать, просто отдыхать будешь. Так я и сейчас лежу, ничего не делаю, отдыхаю. Мне какая, диван это будет, или не диван. То есть такое понимание. То есть не обуславливаться этой гунной страсти. То есть гуна страсти, она связывает живое существо. А что делает гуна невежество, тамас? Тамас удерживает. То есть благость стягивает, страсть связывает, а гуна благости удерживает. Вот все. Все, душа попала в ловушку. Невежество, да? Тамас все. И душа ничего не может сделать. Как определяется гуна невежество? Неведение. Нет ведов. Да? То есть нет знаний. Все, человек в невежестве находится. Все. Поэтому он, ему кажется, что он действует. Но на самом деле он ничего не делает. Бездействует. Полностью. Ноль. Хотя внешне кажется, вроде бы он что-то делает. На самом деле нет. Все, невежество. Человек не знает, кто он, откуда он пришел, зачем он пришел в этот мир, какая его цель жизни. Нету знаний просто. Так гуны природы в этом мире обуславливают душу. Гуны природы пропитывают все виды деятельности в этом мире. Все люди находятся в гунах. Есть в гуне благостные люди. Есть в страсти, есть в невежестве. Есть вера в благости, в страсти, в невежестве. Есть продукты в страсти, в благости, в невежестве. Есть деятельность в страсти, в благости, в невежестве. Есть аскезы в страсти, в благости, невежестве. Есть знания также. Все-все-все в этом мире в гунах находится. И люди тоже. Например, у кого-то разное соотношение гун. Это у всех, но у кого-то, например, преобладает гун о благости. Например, 40% гун и благости у человека. 30% страсти может быть у человека. И 30% невежества. А у кого-то может наоборот. И нет людей, у которых точно одинаковое положение. У всех будет вот такое плавающее соотношение гун. Например, люди как находят друг друга в жизни. Ну, как судьбу свою связывают с кем-то, со второй половиной погуном. Например, есть люди в отречение как бы уходят. Я все отрекаюсь от этого мира, все не буду заниматься ничем, в общем, жениться не буду. Все, я просто монах. И все, он не смотрит на женщин, не общается с ними, как-то пытается, ну, они ему не нравятся. Все, как бы. Это может быть ложно. Это будет до тех пор, пока не появится женщина с таким же сочетанием гун, как у этого монаха. Как только появится с таким же сочетанием гун, такой монах сразу подумает, может жениться все-таки. Она такая красивая. И голос у нее такой, и прическа, и такие формы лица, и улыбка, и манера поведения. На самом деле это сочетание гун совпало просто, и все. Так люди вместе встречаются. Вот кому-то вот нравится там одна форма лица, а кому-то не нравится. И человек думает, как это ему не нравится это? Красивая же женщина. А другой смотрит на нее, говорит, да что в ней красиво, у нее нос такой вообще. А кому-то нравится такой нос, вот почему-то. Или пища, например. Одному нравится там какой-нибудь там, ну картошка, например, какая-нибудь там жареная. А другой думает, что они в ней нашли в этой жареной картошке? Нет, это просто разные гуны и все. Давайте сейчас быстро послушаем, что такое истинное отречение вне гун. Внимательно будем сейчас слушать. Глава 13. Отрешение. Нарада сказал. Человек, избравший путь отрешения, должен покинуть дом и отправиться в странствия, проводя в каждом селении не более одной ночи. Он не должен зависеть в своих потребностях от людей, но довольствоваться самым малым. Если он не может обходиться без одежды, ему позволено носить лишь набедренную повязку. Здесь сейчас будет сначала какое-то вступление такое идти, а я хочу вот сам диалог поставить, где идет общение уже, где он встретит этого мудреца. И вот мы его послушаем, потому что это будет очень долго. Сейчас я... И вряд ли научу тебя мудрости. Детс для подражания. Таис, почему тогда не пойдешь ко людям? Ты платишь за удовольствие. И вот в тебе, охотника, Влада поклонился незнакомцу, козрязного бродягу беззаботно. Влада вместе со свитой отправился в странствия по своим обширным владениям в поиске действительно отрешенного человека. После многих дней в пути они вышли к берегу реки Кавери, что протекает у подножия горы Сахи. Там они заметили грязного бродягу беззаботно развалившегося в придорожной пыли. Ни по внешности незнакомца, ни по поведению, никак иначе нельзя было определить, какому сословию и укладу жизни он принадлежит. Прохлада поклонился незнакомцу, коснувшись челом его стоп, и решил расспросить его, кто он таков и какого рода племени. Государя также одолевало любопытство, чем незнакомец добывает себе на жизнь, ибо тот был весьма упитанного сложения. «О, досточтимый, — сказал царь демонов, — судя по твоей внешности, тебе безразличны дела сего мира. Однако твоя полнота выдает в тебе охотника за плотскими удовольствиями. Обычно тучнеют богатые бездельники, коим за ненадобностью работать остается что есть да спать. Прости мою дерзость, Божий человек. Вот ты праздноваляешься в грязи, не обремененный людскими заботами, тогда чем ты платишь за удовольствия, в которых, судя по твоей тучности, себе не отказываешь? На вид ты не невежда и не злодей. Речь твоя должна быть приятна и разумна. Судя по всему, ты осознал тщетность человеческих трудов. Почему тогда не пойдешь ко людям, не научишь их мудрости? Почему предаешься безделию? Нарадо продолжал. В ответ на сладкие, как мед государевой речи, бродяга улыбнулся и молвил. О, великий предводитель демонов! Слава твоя разошлась далеко за пределы твоего царства. Самые развитые народы, арии, видят в тебе образец для подражания. Ты и сам знаешь обренности плодов, человеческого труда и скоротечности земной жизни. Вездесущий Нарайана, безупречный и совершенный, пребывает в твоем сердце. И ты, бесконечно преданный ему, можешь черпать знания непосредственно от него. Неужели ты сам не знаешь ответы на свои вопросы? Если тебе любопытно, я, конечно, расскажу свою повесть. Однако сам я, невежественный бродяга, и вряд ли научу тебя мудрости. Я могу лишь повторить то, что узнал от своих учителей. Итак, овлекомый ненасытными желаниями, я, как и все прочие смертные, носился по волнам суетной жизни, порой то поднимаясь на ее вершину, то низвергаясь на самое дно. Меняя одну за другой тленные оболочки, я вел борьбу за существование, борьбу бессмысленную, ибо исход ее предопределен с самого нашего рождения. И вот, благодаря добрым делам или за грехи, я получил человеческое тело. И предо мною открылись трое врат. Одни или в низшие миры страданий, другие – крайским удовольствием, третий – к вечному освобождению. Так мужчина и женщина вступают в союз, чтобы с помощью спутника жизни избавить себя от трудностей и жить счастливо, в итоге к своим трудностям им добавляются чужие. И когда я понял, что всякая деятельность сопряжена с тревогами, и ныне, и в будущем я вовсе перестал заниматься чем-либо. Я рассуждал так. Если счастье недостижимо в заботах, то я найду его в беззаботности. Если чувственные удовольствия приводят к страданиям, то, чтобы избавиться от страданий, нужно отказаться от чувственных удовольствий. Вот ты и застал меня тут, распростершегося на земле без дела и хлопот. В заботах о бренном теле мы забываем о нуждах души. Мысля себя комком плоти, мы тратим целую жизнь на поиски удовольствий для него, тогда как душа наша страдает в заточении. И неудовлетворенная, она вынуждена рождаться в зримом мире снова и снова. Как неразумный олень, бредущий прочь от заросшего колодца в поисках воды, душа, закутанная в бренное тело, ищет свое природное счастье снаружи себя. Даже справившись с временными напастями, мы не в силах одолеть нашу главную беду — бренность плоти. Потому все наши усилия на достижение счастья оказываются напрасными. Любая работа сопряжена с телесными или умственными страданиями. Скверные поступки приносят горькие плоды, добрые поступки приносят плоды сладкие. Но что проку в них, если смерть все равно заберет их у тебя? Человек алчный, не способный совладать со страстью наживы, мучается страхами, бессонницей и часто впадает в гнев. Накопив много золота и серебра, он все равно не чувствует себя в безопасности, ибо в каждом, даже в самом близком родичи, видит угрозу своему благополучию. Богачи и сильные миры сего все время охвачены тревогой. Царские сановники, воры, грабители, соперники, родичи, звери и птицы то и дело покушаются на их имущество. А еще время отбирают у них их власть и богатство, и даже сами они своими собственными ошибками помогают себе в обнищании. Наконец я понял. Для того, чтобы избавиться от страхов, печалей, гнева и бедности, нужно всего лишь отказаться от накопленного и накопления. У кого нет ничего, тот свободен и счастлив. Кто не ищет власти и уважения, тот избавил себя от самообмана, пустых привязанностей и бесполезного труда. Так вот, все свое знание я почерпнул от своих учителей, пчелы и удава. Первая научила меня довольствоваться тем, что я могу нести с собою. Второй научил не тревожиться о пище, ибо она сама найдет дорогу в твой род. Пчела свободна от желаний, потому ей не о чем печалиться. Она собирает мед, но не накапливает его. Так и мирянин, чтобы избавить себя от воров и завистников, должен добывать себе на пропитание, но не накапливать имущество. Я не прилагаю усилий и довольствуюсь лишь тем, что приходит ко мне само собой. Если мне что-то нужно, я не иду туда, где это можно найти, а лежу спокойный, как удав, и дожидаюсь, когда нужное само окажется у меня в руках. Иногда я ем мало, иногда много, иногда это свежая еда, иногда гнилая, иногда меня угощают с почестями, как царя, иногда бросают мне обедки, иногда я ем днем, иногда ночью. В целом я питаюсь тем, что достается мне без усилий. Ношу я тоже только то, что само свалилось на меня, будто шелковое платье или полотняная накидка, оленья шкура или повязка из мочала. Если нет и того, я и вовсе хожу на гимн и доволен тем, что имею. Сплю я, где придется, на голой земле, ворохе листьев, в камнях кучи пепла, а если пригласят, то и во дворце на царских перинах с подушками. Бывает, меня помоют, умостят благоуханными маслами, облачат в роскошное платье и обвешивают украшениями, светочными гирляндами, катают, как царя, на слоне или запрягают для меня золотую колесницу. А иногда я брожу грязной и ногой, и люди шарахаются от меня, как от одержимого. Одним я окажусь человеком мудрым, другим — умалишенным. Не мое дело хвалить их или осуждать. Пусть все они будут счастливы, пусть найдут вечную безмятежность в соитии с высшей душою. Чтобы достичь безмятежного состояния, я советую тебе растворить понятие добра и зла в своем уме, затем погрузить ум в свою самость, а самость — в первозданное вещество. Так, очистив себя от чуждых оболочек, ты соединишься со вселенской душой. Кто уничтожил свое мнимое «я», тот разорвал связь с мнимым миром. Затем, познав свою истинную суть, он возвращается в свое первозданное, вечное бытие, где нет желаний и, стало быть, нет тревог. Ты, Государь, безусловно предан Всевышнему, и путь отречения не для Тебя, ибо Ты уже умиротворен во всем и всегда, уповая на своего Господина. Путь отречения, о коем я поведал Тебе, предназначен для людей несвободных, слишком дорожащих мнениям окружающих. Нарада продолжал. Прохлада остался доволен тем, как мудрец советовал мирянину устроить свою жизнь, дабы раз и навсегда избавиться от тревог. Государь низко поклонился незнакомцу и, испросив дозволение, отправился домой. Вот такая история из Пурана, из Священного Писания. Описано. Поэтому нужно понимать свое положение, чтобы знать, как действовать, уходить в отречение. Что такое отречение, опять же, да? Вот этот царь Прохлада, здесь он называет царем демонов, потому что он родился в семье демонов, а сам был не демоном. По рождению, может быть, демон, в демонической семье, сам был святой человек, святой царь. И вот он увидел такого человека. Это медитация питона называется. В Индии есть такие люди, они ничего не делают, лежат под деревом, и многие люди ходят их там, кормят, что-то дают им там, одевают их, а не берут или не берут, но их сознание, оно за пределами этого мира находится. То есть до этого нужно найти, это нельзя имитировать. Должно само прийти. И также, что сказал этот мудрец ему в конце? Он сказал, что этот путь не для тебя, царь. Почему? Потому что ты уже предан Богу. То есть ты уже предался, ты уже достиг совершенства, тебе не нужно отрекаться. То есть это этап только жизни, отречение. Потом нужно перестать жить такой жизнью. Так, у нас осталось где-то минут 20, да? Примерно. Сейчас мы немножко позанимаемся пранаямой, и потом оставим время на вопросы. Хорошо? Сядьте прямо. Сядьте удобно. Не важно, так вы сядете, или на колени вы сядете, или на стул вы сядете. Главное, чтобы у вас была прямая спина, и вы чувствовали себя комфортно, чтобы потом не пересаживались. Иначе вы можете отвлечься. Первая практика, капалабати называется, или очищение вот этого центра. Сначала вам нужно левую руку возьмите в гианамудру, положите на левое колено, и забудьте про нее. То есть расслабьте ее, все, она вам не пригодится в пранаяме. Правой рукой ее нужно положить на грудь, чтобы она в воздухе не висела у вас, иначе плечо устанет держать тяжесть руки, и внимание, ума уйдет сюда потом, вы отвлекетесь потом. Потом просто положите, все, вот она на груди у вас, рука. Не прилагайте усилий ее держать. Средним пальцем помассируйте межброви сначала. Вот этот центр помассировать немножко нужно. Ну как бы, вы как бы обозначитесь, что вы будете дышать. Прана будет именно сюда входить. То есть воздух будет сходить сюда, кислород, и выходить. А прана будет постоянно сюда втекать. Далее, определите активную ноздрю теперь, левую или правую. Таким образом, то есть почувствуйте, какая легче дышит ноздря. Это значит ноздря активная у вас. Они могут меняться. Сегодня будет у вас одна ноздря, завтра может в это же время другая быть. Это зависит от температуры в организме у вас. Все много огня, включится левая ноздря, правая немножко перестанет быть активной. Левая охлаждать будет. Если мерзнете, значит правая включится, она будет нагревать вас. То есть это солнечная ноздря. Это лунная, холодная. Поэтому определите. Дальше. У кого левая ноздря активная, поднимите руку. Вам нужно правую закрыть большим пальцем. Ладонь вот так держите, развернутой. Если вы только начинаете пранаямой заниматься, держите ладонь развернутой, средний палец в межброви. Все. Будут работать только два пальца. Большой и безымянный. Все. Вот так. Не так, а просто раз, 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 раз. Все. Рука развернута должна быть. Она вас будет защищать от передозировки, праной. У кого правая активная, левую безымянным закройте пальцем. Просто прижмите. Сильно не давите. Руку не напрягайте. Просто свободно все. Далее. Делаем полный йоговский вдох. Мягко очень. Не торопитесь быстро делать. Полностью грудь надо поднять вверх максимально. Разверните ее. Далее. Грудь не опускайте и не дергайте ее. Только одним животом. Резких. Десять выдохов таких. Такой темп должен быть примерный. Если вы только начинаете. Как бы высморкаться нужно. Своими другими словами. Как только закончите. Опускайте руку. И обязательное правило. Обязательное условие. Восстановите баланс. Теперь двумя назрями. Вдох. Вдохните полной грудью. И выдох. Примерно десять раз можно сделать. Имеется ввиду вот это очищение. А потом просто вдох и выдох. Чтобы сбалансировать эти энергии. Иначе психика может выйти из равновесия потом. Незаметно. Можно и дышать какое-то время. Как только появляется потребность. Та же рука. Поднимаем. Ложим на грудь. Закрываем теперь другую ноздрю. Ту или другую. Какую мы уже закрывали. Теперь другую. Как правило через нее вдыхать немножко сложнее будет. Поэтому когда вы будете делать вдох. Только начнете. Немножко на переносицу. Давите чуть-чуть. И выявите такой момент. Положение такое. Когда вдыхание более-менее свободным пойдет. Зафиксируйте и до конца вдохните. И то же самое. Грудью не дергай. Только живот один. Пусть даже медленно, но правильно сделайте. Потом научите со временем. И у вас будет хорошо получаться. Десять раз сделали. Опустили руки. Примерно десять раз. Плюс-минус. И восстановите опять баланс. Вдох. И выдох. То есть не пытайтесь сделать так. Это ошибки такие могут быть в самом начале. Только один живот. А? Не должно быть одни выдохи. Если ваша грудь вверху, то вдохи самопроизвольно будут происходить. Чувствуете? Слышите? То есть я не делаю. За счет того, что грудь развел. Но если вы будете грудь опускать, тогда у вас будут только одни выдохи. И в конце концов вы выдохните, все и все, и остановитесь. А если будете грудь вверху держать, вы можете долго это делать. Что вдохи сами будут входить. Как насос. Знаете, такой есть. Раз, он сам втягивает. Лицо тоже не напрягайте. Не пытайтесь лицом помогать себе. Не надо. И руку не напрягайте. А? Это не принципиально. Просто вы закрыли и все. Не принципиально. Как она здесь, это не важно. Важно просто, что вы закрываете две ноздри. И в средний центр прикройте одним пальцем. Вот таким средним и все. То есть как-то вот, ну, чтобы свободная рука была у вас, не напрягалась. Спина прямая, чуть-чуть подбородок опущен, чтобы позвоночник прямой был. Немножко опустить нужно. Не так, а прям опустить немножко, чуть-чуть. И третий раз. Двумя назрями вдох. И теперь двумя назрями. Активно прям высмаркиваетесь, как будто. Сделали примерно 10 раз. Вдох. И выдох. Все, теперь непосредственно пранаяма. Сама практика уже теперь. Все, мы подготовили этот центр. Все к дыханию. Та же рука. Ложим на грудь. Закрываем большим пальцем правую ноздрю. Нужно усвоить, что любое дыхание пранаямы всегда начинается с левой ноздри, с безопасной. Прикрыли. Делаем левый вдох, полный йоговский. Не слышно, мягко очень, тихо, чтобы вы не слышали своего сопения. То есть живот надуваем, грудь потом надуваем, верхнюю часть. Максимально поднимаете грудь вверх. И ей же левое ноздри, выдыхаете теперь. Выдох должен быть немножко длиннее, чем вдох. Мягко-мягко затягивайте, затягивайте. Максимально выдохнуть нужно. Туда прям в живот вжать в себя надо. Еще раз делаем. Вдох и выдох. Мягкий очень. Полный йоговский. Сделали, опустили руки. И восстановите баланс. Опять вдох. И выдох. Можно прикрыть глаза, можно какое-то время не дышать, успокоиться просто. Чем дальше вы будете дышать, тем больше умиротворения будет проходить, что ум, прана успокаивается очень быстро. Вторая практика. Та же рука. Ложим на грудь. Закрываем опять правую ноздрю большим пальцем. Все то же самое. То есть полное йоговское дыхание везде работает. Живот, грудь, вверх. И так же выдыхаем, вверх вдуваем, грудь опускаем и живот в себя втягиваем. Комплекс называется. Полное йоговское дыхание. Вдох, выдох. Теперь делаем левый вдох. Закрываем левую безымянным пальцем. И правый выдох. Мягкий-мягкий затяжной выдох. Закрываем теперь правую опять большим пальцем. Опять левый вдох. Закрываем левую и правый выдох. Кто закончит, опустите руки. И опять восстановите баланс. Не забывайте вдох. И выдох. Все, тоже можно не дышать какое-то время. Как только почувствуйте, что есть потребность в дыхании. Ничего. Нормально. Не давите, значит давите. То есть прилагайте усилия выдохнуть. Нет? Спокойно, не мягко, пусть сам выдыхает воздух. И последняя практика. Та же рука. Ложим на грудь. Закрываем опять правую ноздрю. Левый вдох. Не сопим. Закрываем левую и правой выдох. Теперь ежи правой вдох. Закрыли правую и левая выдох. Самостоятельно теперь сделайте левый вдох. Ежи левой вдыхайте опять. Закрываете левую и правой выдохнули. Потом правой вдохнете. Закройте правую и левой выдохните. Кто закончит, опустите руки. Восстановите баланс. Двумя ноздрями вдох опять. И выдох. Все, больше в принципе ничего не нужно. Вот это основные техники дыхательные. Принесут вам очень много пользы. Они безопасные, простые, но очень эффективные. Можете даже сейчас уже почувствовать, как спокойствие пришло какое-то. Вы сделали по два раза. Максимально можно делать по пять раз каждую практику. Больше не нужно в принципе делать. Если вы освоите эту практику, уже больше ничего не нужно будет. Главное не забывайте восстанавливать баланс. Давайте, вопросы какие-то есть? Давайте разберем. Не понял вопроса. Один раз так, это как? Это идет, то есть, воздушные потоки омывают полушарии определенным образом. То есть, восстанавливается баланс просто полушарий и все. Что такое хатха-йога? Ха и тха, это два полушария. Лунная и солнечная. Между ними нужно баланс восстановить. Вот и все. Мы поэтому вот такими техниками дышим. Так, так. Нет, это комплекс. Это комплекс. Это комплексное занятие. Не так, что вы только одной подышали и все. Это комплекс нужно делать. Если нет времени, хотя бы по одному разу, но комплекс делайте. В пранаяме просто так наберите пранаяма шивананды в интернете, откроется вам. Там можно найти, будет это. Только не надо всем там, потому что там очень много может описаний быть пранаямы. Запутайтесь просто. Если вы будете что-то еще делать, я уже за это не буду отвечать. Вы уже сами берите ответственность теперь. Вот то, что я здесь дал, я могу брать за это ответственность, потому что я сам это делаю и меня этому научил мой гуру. Я могу за это взять ответственность. Но если вы что-то большее будете делать, то тогда уже сами как-то ну. Почему мы начинаем с левой? Левая ноздря лунная, женская, холодная, безопасная. Она безопасная. Для всех. Правая, солнечная, активная очень. Она может разжечь огонь. Чувственных наслаждений. То есть вы потом не сможете контролировать чувство. Огонь усиливается просто. Потом, если вы кушали и два раза в день, будете четыре раза в день кушать. Если вы раньше пили просто воду, теперь нужна будет вода с сахаром. Мало будет просто воды. Если человек раньше просто пиво пил, будет теперь пиво с водкой пить. Ну, это пример просто. Увеличиваться будет. Извращенно люди будут наслаждаться. То есть мало будет одной жены, например, человеку. Скажет, за еще хочу. То есть огонь разжигается просто. Чувственных наслаждений. Но если вы защищены духовной традицией, духовным учителем, то тогда это ноздря поможет. Она духовная на самом деле. Она ускорит ваш духовный рост. Вы очень легко пойдете вверх. Тогда это нормально. Можно правой больше дышать. Отдельно можно правой дышать. А тут мы посмотрите. В основном мы левой дышим, да? Правой один раз, только в конце мы делаем вдох. А в основном мы левой дышим, вдыхаем. Да, с безопасной стороны. Да, именно поэтому. Хотя есть практики, где-то кто-то начинает с правой. Ну? Можете, если сможете. Попробуйте. Прочищайте ноздри солевым раствором, если насморк. Могу показать вам в какой-то из дней, как это делается. Практически прям. Давайте, хорошо. Завтра покажу тогда, как это делается. Каждый день можно эту процедуру делать. Она безопасна. Занимает времени минуты три, может быть. Как зубы почистить. Так и ноздри надо чистить. Каждое утро или через день хотя бы. Можно просто промывать, а можно веревкой. Туда засовываете и прям. И в рот вытаскиваете ее. И потом так. Сразу весь насморк пройдет. Серьезно, эта йоговская процедура называется сутра нети. Сутра это веревка. Нети от слова нету. То есть очищение веревкой. На самом деле это не то, что очищение, это массаж слизистой. Она слизистая там не функционирует хорошо. Поэтому люди склонны в холодное время болеть. Защиты нету просто. Не идет хороший обмен слизистой. Не обязательно, друзья. Не надо. Я просто говорю, это можно, кто хочет. Продается катетер в магазинах. Такие катетеры, они такие тоненькие. Примерно вот как половина провода вот этого. Оранженькие такие или белые они бывают. Такой небольшой. Завтра покажу вам. Серьезно, это нормально. Веревка потом. Когда уже размягчите, когда уже слизистая будет нормально функционировать, когда уже привыкнет, тогда можете веревочку брать. Она где-то вот такая, первая часть ее, она воском такая пропитана, чтобы она такая была, не сгибалась. Все, а сама где-то вот такая. И ее потом засовываете. Она немножко толще и потом... Значит, что-то не так делаете. Рот открываете, когда засовываете. А? Нет, нет. Вы берете, вы катетером делаете. Веревку надо сделать так, чтобы она вот так в какую-то сторону упала. И вот эту сторону на себя поворачиваете. Ну, может быть, какой-то есть там перелом, может, какой-то либик. Надо как-то снимок сделать, посмотреть, что там произошло. Обычно, ну, бывает редко такое, что нет этого. Ну, надо попробовать как-то. Пробуйте, пробуйте, может быть, как-то. Правая? Попробуйте, ну, как бы, пробуйте все равно. Рано или поздно должно получиться пройти. Раз канал же дышит, вы же дышите. Значит, есть. Громче немножко. Это сложно, это высокий уровень дыханием править, перегородки, переломы разные, знаете, все. Это можно, но это очень высокий уровень. Вы должны осознать звуковую вибрацию сначала, как звук у вас движется в организме. То есть, это, ну, высокий уровень менять тело звуком, дыханием. Дыхание – это звук на самом деле. Мы дышим звуком. Прана – это звук. Изначальный звук – это праны. Например, когда у меня фаланга улетела, Олег Геннадьевич это увидел однажды. И сказал, на ухо мне сказал, «Я могу восстановить тебе палец». Фаланги уже нет, уже зажило все, уже все. Ее нет. Но, говорит, ты мне будешь должен что-то. Мне, говорит, что я вам могу дать? У меня ничего нет. Все, что у меня есть, я у вас беру. И у моего духовного учителя. Что я вам могу такого дать, чего у вас нет вообще? У вас же все есть. Нет, нет, нет. У тебя что-то есть, чего у меня нет. Если ты мне дашь это, я тебе наращу палец. Я, в принципе, понимаю, о чем он говорит. Но сама идея, о чем девушка говорит, дыханием праны, например, йоги, они берут просто вот так руку, концентрируют все внимание на вот этом центре, на третьем глазе. Здесь центр ума, на самом деле. И за несколько секунд на руке вырастает бутон розы, настоящий. За секунды. Берите, нюхайте, пожалуйста, роза. Или яблоко, раз, вот, пожалуйста. Я видел это несколько раз. Как это происходит? Праной. Они умеют с звуком. Это же прана, это звук. Частицы собираются определенной вибрацией. Все, создается форма. Но она из ума сначала идет. Медитация. Мы тоже так же живем. Посмотрите, почему у нас разные прически. Мы медитировали это все, на самом деле. Мы где-то увидели это. И подумали, хочу такую же. И через какое-то время приходит время. У нас сразу такая прическа, да? Ну, как бы внешне мы там подстригаемся, отращиваем. Но нет, если ускоренную пленку включить, она бжик, и все. В йоге это ускоряет быстро очень. Они умеют это время сжимать просто. Сжимают время просто, и все. Это наука, это мистика такая. Я иногда опасаюсь такие вещи, так открыто говорить. Ну, так как здесь люди разного уровня, иногда я буду проговаривать такие вещи. Можно это все делать. Ну, я не думаю, что у вас это получится. Это очень сложно поменять звуковую вибрацию в этой перегородке, чтобы она изменилась. Один целитель, он подошел так, его там силовые структуры не разрешают разным целителям сразу целить людей нетрадиционными методами. Сначала должны разрешение получить. И вот один деревенский мужичок обладал этим даром. И он знал, что лучше пойти разрешение спросить. Проехал в город, пришел туда в специальный кабинет, говорит, разрешите мне лечить людей. Я вот просто, у меня есть дар такой, я не знаю, откуда у меня взялся. Такой добрый деревенский мужик просто. А они говорят, а что ты можешь делать? Ты иногда шарлатаны же есть. Он говорит, ну не знаю, что-то вот скажите, я может что-то сделаю. Он говорит, ну поехали. Приехали в больницу, нашли человека. У него открытый перелом ноги. Открытый перелом, кости вот так торчат. Он говорит, ну давай вылечи. Увезли его туда, в кабинеты какие-то. Давай, говорит, вылечи. Этот мужичок подошел, вот так руки взял, вот так. Прямо это место, где перелом был, не касаясь, не касаясь. Так раз, ну и такие деревенские такие, на эти руки. И так закрыл глаза просто. Не подержал где-то минуты три, наверное. И убрал. Делают снимок. Никаких признаков, что перелом был. Нету, ни швов, ничего нету. Все восстановилось просто. И они ему сказали, лечи. Нормально все. Можешь лечить. Сильно только не афишируй это. Все это можно делать. Раньше все этим обладали. Иисус касанием руки лечил людей. Исцелял полностью. Просто пальцем вот этим средним касался. Человек просто сразу исцелялся. Все это есть. Иисус. Совершенный йог. Связь с Богом есть. Йог подразумевается. Отношения с Богом есть у него. А Бог в каждом атоме находится. В каждом атоме Бог находится. Легко это можно делать. Входит карма. Главное новую не берите. Многие скажут. А есть же такие гимнасты всякие. Они грешники все. И такие гибкие все. Что у них кармы нету? Есть. Но они каждый день сжигают. Они каждый день занимаются тренировками. Каждый день они занимаются этим всем. Поддерживают. Нагрешат и занимаются. Сжигают. Если 2-3 дня не позанимается такой атлет. Гимнаст. Он будет просто закостенелый. Если он не позанимается. Потому что каждый день они не занимаются. Каждый день. А если неделю не позанимаются. Все. Может не восстановиться даже. Все сразу же закостенеет. Все, останавливаемся Спасибо Что завтра? Завтра повторим пранаяму Поможете сами повторять ее теперь в течение дня Единственная просьба Если будете пранаямой заниматься Занимайтесь так, чтобы после еды у вас прошло минимум 4 часа То есть на полный желудок не занимайтесь Поэтому утром Либо днем, перед обедом можно позаниматься Либо вечером должно пройти 4 часа Эту практику просто практикуете Есть кто первый раз пришел Поднимите руку Тогда есть потребность у меня Объяснить Чем мы не занимаемся Вкратце Сейчас будет маленькая разминка Для того, чтобы она была эффективной Попытайтесь понять принцип разминки То есть мы помимо того, что мы тело грубое разминаем Мы также разминаем наш ум То есть мы его с утра начинаем приводить в порядок В тонус правильный, чтобы он весь день был собранный у нас То есть не рассеивался То есть йога это сочетание разных ресурсов наших внутренних То есть их нужно в гармонию привести И наше мышление Оно постоянно протекает в уме И разминка Или тренировка для ума утром Заключается в том, что мы ум Держим здесь То есть мы никуда его не отпускаем Мы пытаемся его удержать Каким образом? Мы просто разминаем какую-то часть тела И в это время Все внимание наше должно быть сосредоточено На той части тела, которую мы разминаем И тогда наш ум здесь находится, он никуда не уходит Тренируй Хотя он будет хотеть вырваться И туда, и в номер захочет И на море, и в Анапу Или домой в каких городах Мы там в гости куда-нибудь В интернет Не важно Он будет пытаться Но вы его вытягиваете сюда обратно Каким образом? Просто концентрируйте внимание на тех частях тела Которые мы будем разминать Это принцип йоги Если кто-то занимается йогой Так должны заниматься То есть садитесь в астану Или ложитесь Или встаете Как только заняли какую-то позицию Сразу должны обнаружить Ту часть тела, которая у вас заболела То есть где вам больно Тянется что-то Или может быть там ноет Как-то растягивается Скрипит там Это значит, что эта часть тела Зашлакована Не имеется в виду грубая оболочка А тонкая энергетическая часть Зашлакована токсинами эмоциональными И эти токсины эмоциональные Можно сжигать То есть избавляться от них Более того, делать безболезненно Каким образом? Мы отправляем туда внимание С нашим вниманием туда идет поток праны Прана это энергия Мы сегодня будем разбирать в стране Вселенной Вот эта энергия праны Она имеет тонкую огненную природу Она проникает в этот канал больной Так как внимание туда уходит А ум он может направлять прану Именно умом мы прану направляем Мы приводили пример Когда мужчина смотрит на женщину Или женщина на мужчину То сразу мысли о них В какую-то другую сторону начинают работать Да? Например, мужчина идет, идет, идет Раз женщина, раз посмотрел Он на него Хочу До этого не хотел Хотя так же смотрел Ну то есть вот этот поток праны Он пробивает психику И человек сразу раз Меняется мышление у него Так же и здесь Вы обнаружите больное место Направьте туда свое внимание И дышите Медленно, мягко дышите Полным йоговским дыханием Если ваше внимание будет здесь То значит и дыхание тоже праны будет здесь Оно будет усиливать процесс очищения И так можно исцелить себя полностью То есть Но мы здесь не занимаемся этим Прям так глубоко Потому что у нас нету времени Но какие-то простые моменты Мы пытаемся здесь практиковать И сейчас в этой разминке Можно это почувствовать каждому Как мы это будем делать Будьте внимательны Смотрите за мной Кто уже был здесь Кто не смотрел Ну кто первый раз Я буду как-то сопровождать Это Информации Что делать Как делать Будьте внимательны очень Давайте еще раз изучим Полное йоговское дыхание Для тех особенно Кто первый раз пришел Займите правильную позицию Ноги вместе Носочки вместе поставьте Плечи разверните Назад И опустите их Поднимите подбородок Все это тоже Йоговская асана Делаем сначала вдох Животом Один только живот Накачивайте Носом Прям вперед Его нужно выпучить Максимум накачать Потом плавно Начинайте грудь поднимать Ее накачивайте Руки опустите Это я просто показываю И насколько возможно Верхнюю часть диафрагмы Тоже накачайте Потом такой же выдох Вверх вздуйте Грудь опустите Выдыхайте И живот Прямо себя втяните туда Называется Полное йоговское дыхание Еще раз самостоятельно Попробовали Вдох И выдох Можете почувствовать Как в спокойствие Пришло Ум собрался Потому что это прана Прана умом Управляется И ум подчиняется Законам праны Все Начинаем разминку Будьте очень внимательными Начнем сверху И пойдем вниз Аккуратно головой Мягко-мягко В разные стороны Попробуйте накладывать Аккуратно Ваше внимание Должно быть в шее Сейчас Ищите Где в шее У вас появляется Боль какая-то Положите голову На левое плечо Расслабьте шею Если вам здесь Больно Вот в этом месте Где-то тянется Что-то До конца Не ложится голова Значит здесь Дышать нужно мысленно На выдохе Расслабляйте больное место То есть представьте Что ваш нос Здесь находится И мысленно дышите Вдох Выдох Или вдох И выдох Или отсюда Или отсюда Неважно откуда Дышите На выдохе Расслабляйте больное место Вы будете чувствовать Что боль уходит Значит канал Прочищается Полным йоговским дыханием Аккуратно В другую сторону Теперь Вдох Выдох Выдох Повернули голову Влево Сначала До отказа Корпус Не поворачивайте Корпус Как был прямо Так и стоит Только голову Поверните И зрение В самую крайнюю точку Отправьте Вдох Вдох Глазам Больно Значит Глазам То есть Зрительные токсины Зашлыковали Эти каналы Дышите Глазами Мысленно Вдох На выдохе Расслабляйте Все эти центры Аккуратно В другую сторону Вдох Выдох Встали В исходное положение Выдох Полный Сделайте И на вдохе Потянулись Вверх Потянулись 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 Ушки Вперед Плечи Назад Локти Прямые И начинаем Тянуться От пяточек Икроножные Мышцы Потяните Вверх Ягодицы Мысленно Спинку Нижнюю часть Спины Верхнюю Лопатки Плечи Локти Запястье Прям мысленно Умом Прям идите Последовательно Вытягивайтесь Ложим левую руку За голову Берем То есть два пальца Вот этих Раз Вот так И за голову Так положили Расслабьте Две руки Обе руки Расслабьте Не давите вниз Стойте ровно Прямо Вдох Выдох Где больно вам Клечо В каком месте Болит Или шея Болит Аккуратно Поднимаем И в другую сторону То же самое Поднимаем Выдох Голова вперед Плечи назад И на вдохе Аккуратно Потянулись На носочках Вверх Не смотрите вниз Смотрите перед собой В одну точку Тогда вы будете Спокойно стоять Вытягиваемся Вытягиваемся Выше 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 Тянемся Тянемся Выдох Опускаем Руки Не до конца Опускаем Теперь Обнимаем себя За лопатки Мягко Очень Наклоняйтесь Голову Тоже Наклоняйте Выпрямляем Руки Вперед Таким образом То есть В локтях Остаются Они Как были Замки Так остаются Раз И Сплетите Таким образом Таким образом Расслабляйте Плечи В это время Кто-то Хочет усложнить Усложняйте На правую ногу Присядьте И Таким образом Раз Тоже За лодыжечку Себя Держите Равновесие Спина прямая Не сутуйтесь Расслабьтесь Прямо Ровно Стоим Меняем Теперь руки Другая рука Теперь сверху Выпрямляем Другую ногу Поднимаем Если хотите Можете так стоять Не важно Это для улучшения Просто концентрации Вдох И выдох Стряхните руки Плечи Разминаем Вперед Назад Ноги вместе Держите Носочки вместе Не расходитесь Вперед Прямо так Можете прогибаться Прямо так Несколько раз Назад Наоборот Расправляйте Плечи Руки на плечи Локти Вверх Максимум Туда За голову Там Опускайте Вперед Назад Локти На себя От себя Запястье Кисти Руки Вдох Прямо Этими Центрами Дышите Что прана В это время Входит Сюда Вдох Выдох Еще раз Вдох Соединяем Ладони На себя Повернули И от себя Мягко Мягко Очень Вперед Пальцы Остаются Замкнутыми Только ладони Нужно раздвинуть Шаг в сторону Поворачивайте Корпус Голову И зрение Попробуйте Успеть Сообразить Проследить За этим всем Динамично Делайте Раз 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 Успевайте Голову И зрение Смотреть Самую крайнюю точку Остановитесь Стряхните руки Расслабьтесь Ноги Также На ширине Плеч Наклоняемся В одну В другую Сторону Голову Тоже наклоняйте И так Верхняя часть Позвоночника Продолжает Разминаться Руки Свободно Висят Друговые движения В одну Сторону В другую Сократите Эту амплитуду Теперь только Эту часть Среднюю В одну В другую Сторону И еще Сократите Все Ноги вместе Носочки вместе Вдох На выдохе Опускаем Корпус Вперед Прямой Спина Прямая Ноги Прямые Не сгибаем Ноги Опускаем 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 Полностью Полностью Опускаем Расслабьте руки Расслабьте Шею Головой Покрутите Попробуйте Почувствовать Что шея Расслабленная У вас Голова Она как будто Шар Висеть должна На веревке То есть Вы крутанули Головой Голова По инерции Продолжает Крутиться Проверяйте Так шею Нужно Расслабить И крутите Головой Раз 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 Руки На колени На отдохе Выгибаемся В обратную сторону Подбородок Вверх Ноги вместе Носочки Вместе Ноги прямые Спинку Теперь Вот так Нужно Прогнуть То есть Она вот так Сейчас у нас Была А теперь Она обратно Контр Асана Называется Подбородок Вверх Максимум Посмотрите На кончик Носа Носой И теперь Поднимаете Этот взор Вверх Туда В межбровье И подбородок Еще вверх И туда В потолок Смотрите Дышите Вдох Выдох Расслабляйте Больные места Делаем Полный вдох Задержали Дыхание На вдохе Присели Напрягите Промежность Анусы Гениталии Сильно Напрягите Зрение Также Вверху Подбородок Вверху И на выдохе Выпрямляемся Прогнитесь Назад Голову Назад Закиньте И в исходное положение Встали Руки На колени Разминаем Так В сторону И еще раз В одну В другую сторону Так Встали В исходное положение Вдох И выдох Берем Попробуйте Не наклоняясь Вперед Поднять Ногу Сзади Как сможете Смотрите Аккуратно Только никого Не ударите Поднимите Как сможете И вперед Переведите Теперь Не опускайте На пол Себе Подтяните Хорошо Подтянули Расслабляйте Расслабляйте Те места Которые Напряглись У вас Сейчас Чуть Чуть Опустите И теперь На бок Поверните Ногу То есть От корпуса Должно быть Расстояние Вот здесь Прямо На ладони Положите Как на блюдечко И максимально Вверх И остановите Дышите Вдох Выдох В одну точку Смотрите Тогда будет Равновесие Хорошее У вас Ложим Либо на бедро Если вы отпустите Нога не падает Значит оставьте Если она падает У вас Тогда сбоку Вот так В бедро Можно упереть Колено Назад Тогда разверните Ушки вперед Плечи назад Смотрите перед собой Не смотрите вниз Иначе будете шататься Равновесие Зависит От спокойствия Ума Опускаем руки Нога к ноге Сразу Пяточка к пяточке Вдох И выдох Если нога Опорная Болит После окончания Этих упражнений Иначе ей Дышите Вдох Мысленно И выдох Расслабляйте На выдохе Тогда восстановите Быстро Другая нога Симметрично Поднимаем Ногу сзади Вперед Переведите На бок На бедро Или сбоку Как удобно Так сделайте Вдох И выдох Вдох Вдох И выдох Аккуратно Аккуратно Садимся Садитесь поудобнее Держите Держите Спинку Ровно Прямо Можно на стульчики Садиться Если где-то места Нету Садитесь И уже на стульчики Рассаживайтесь Поудобнее Для продолжения Еще Чтобы вы Немножко Пришли в себя Поднимите Правую руку Вверх Опустите Ее за голову Этой рукой Сзади Можете сцепиться Если не достаете Тогда такой вариант Не за голову Опускайте А впереди За плечо Опустите Так проще Будет достать Вам Расслабляйте Больные места Вдох Выдох Если не достаете Вот мужчина Если так не достаете Тогда вот спереди Вот так Вот так вот Возьмите Спереди Не сзади Да Да Туда прям Так будет проще И так же В другую сторону Теперь аккуратно Либо так Либо наоборот Так Вдох Выдох Дышите Расслабляйте Больное место Вдох И выдох Аккуратно Рассыпите Еще одно упражнение Соедините Две стопы Спинку ровно Держите Можете для начала Вперед Сначала Ноги так Немножко выдвинуть Чуть-чуть Вперед Немножко Можно руки Вот так назад Опереться Если кому-то сложно Сначала просто Поразминайте Потом подтяните К себе Поближе В замок Возьмите руки Зацепитесь Спина прямая Потихонечку Потихонечку Только Никаких резких движений Или можно так Все выпрямитесь Сначала ноги будут Вот так Может быть даже у кого-то так Сейчас мы будем Будем тренироваться так Чтобы их максимально Опускать вниз То есть тренировки Такие сейчас будут Мы совместим Эта асана позволяет Помните я рассказывал Поднимать С нижних центров Вот эту энергию Нижнюю В верхние центры Да Сейчас мы будем делать это Три раза всего сделаем Больше не нужно делать Сначала делается Полный выдох Выдохнуть полностью нужно Потом просто посмотрите Делается резкий вдох носом Я сказал Посмотрите Иначе вы сейчас Не запомните Не на мне Не сконцентрируйтесь На себе Мы потом сделаем Просто Понаблюдайте Просто сейчас Сделается таким образом Последовательность Потом резко Задерживается дыхание Сразу же Так же как вы вдохнули И так же еще резко Задержать дыхание нужно Потом смотрите Следующее Какие движения пойдут Первое движение Опускается подбородок Низ максимально На задержке дыхания И Напрягается нижний центр То есть анус и гениталий Прям напрягать нужно будет Одновременно вы должны Тянуть ноги вниз потом Без рук Без рук Как получится у всех Не так что вы все достанете пола Это не обязательно Самая главная идея Что в это время Когда вы ноги опускаете Энергия поднимается вверх Как только вы почувствуете Что она где-то Вот здесь уже будет Хотя ноги не почувствуют Тогда напрягайте Этот центр сразу Солнечного сплетения Продолжайте напрягать Этот напряженный Держите И этот напрягайте Потом В конце уже Вы почувствуете Что уже сюда подходит Здесь напрячь Нужно будет Горловой центр Вот этот И держите Сколько сможете На задержке дыхания Чувствуйте Что уже все Уже не хватает сил Держаться Дышать охота Мягко-мягко Начинайте одновременно Поднимать голову Расслаблять этот центр Потихоньку Ноги начнут подниматься Этот центр Расслабить И нижний центр Расслабить И так Три раза нужно будет сделать Все сели Подтянули к себе ноги Еще раз поближе Спина прямая Проверьте Выдох полный Вдох Задержали дыхание Опустили подбородок И начинаем напрягать Снизу И коленем не сдавите Выдох На первого раза Можно долго не держать Еще раз Вдох Выдох Последний раз Выдох Аккуратно руками Вот так помогите Вот так поднимите ноги Помогайте Сами не прилагайте усилия Обнимите Сядьте попрямее Теперь В одну сторону Опустите ноги Сами ровно сидите Поднимите И в другую сторону Выпрямите ноги вперед Аккуратно Расслабьте Расслабьте их Один раз в день Можно делать утром Через полгода У вас пропадет вкус К материальным желаниям Если вы готовы Делайте это И появится вкус К духовным желаниям Когда материальные желания Сгорят Духовные материальные Пересилят их Тогда материальные желания Опять вернутся Но уже С духовным оттенком Уже они не будут Осквернять нас Они будут духовными Как бы материальные Но они одухотворятся Такой процесс Удивительный Хорошо У нас сегодня тема Сила времени И строение вселенной Я сейчас поставлю Должна по идее Включиться Потому что я тут С интернета Немножко Скачал Поставлю Очередной раз Шимад Багавата Маленький отрывок Послушаем О времени Именно как время Проявляется в этом мире Немножко А потом я Начну что-то Объяснять Уже более подробно На эту тему Сначала будет Не о времени Оно потом То есть Глава называется 11 глава Третья песня Шимад Багава Там Вишну Пурана Священного Писания Она называется Пространство и время То есть Сначала пространство Немножко там Что-то будет рассказываться Потом обо времени То есть Но и то и то Оно будет полезно Для всех послушать Это все Будьте внимательны Очень Можно что-то записывать Глава 11 Пространство и время Майтрея продолжал Вещественный мир Состоит из предельно Малых Мнимых единиц Количество коих Бесконечно Каждая такая единица Неделима И не имеет Отдельного Осязаемого Тела Она невидима Для чувств И существует После распада Сложных тел Всякое Вещественное Тело Суть Соединения Некоторого Числа Предельно Малых Единиц Однако Опытным путем Невозможно Постичь Сие Основное Свойство Вещественных Предметов Эти предельно Малые Единицы Есть Неделимые Частицы Мира Не объединенные В осязаемые Предметы Они составляют Безграничное Единое Поле Соединившись В некотором Количестве Частицы Мира Образуют Предметы При том Что Остаются Отдельны Друг От друга И составляют Единое Целое Необратимая Смена Впечатлений В сознании Наблюдателя Есть Особая Стихия Называемая Временем Время Обнаруживается Там Где есть Движение Или Изменение Состояния Вещественных Тел Образованных Из Предельно Малых Частиц Время Неодолимая Сила Вседержителя Который Перемещает Осязаемые Предметы Оставаясь Неосизаем В сотворенном мире Предельно Малая Единица Будучи Неизменной Существует Вне Времени И не имея Протяженности Существует Вне Простанства Движение Единиц Мира В совокупности Происходит В сознании Сверх Существа Во времени Которое Есть Всеобщее Великое Время Время Измеряется Взаимодействием Двух малых Частиц Вещества Единицей Измерения Служит Движение Луча Света Сквозь Пару Вещественных Частиц Три Сдвоенных Частицы Составляют Мельчайшее Тело Трасса Рену Доступное Осязанию Трасса Рену Воспринимается Как толщина Солнечного Луча Который Глазу Кажется Движущимся Время Необходимое Для прохождения Света Через Три Трасса Рену Называют Трути Сто Трути Составляют Одну Ветху Три Ветхи Равны Одной Лаве Отрезок Времени В три Лавы Составляет Одну Немешу Три Немеши Равны Одной Кшане Пять Кшан Образуют Одну Каштху Пятнадцать Каштх Одну Лакху Пятнадцать Лакху Равны Одной Надике Две Надики Составляют Одну Мухурту Шесть Или Семь Надик Составляют Четвертую Часть Дня Или Ночи По исчислению Людей Мерная Емкость Для определения Продолжительности Одной Надики Изготавливается Из меди И весит Шесть ПАУ Триста Шестьдесят Шесть Грамм В ней Делают Отверстие С помощью Золотого Сверла Весом Четыре Маши Их Четыре Пальца Длиной Эту Емкость Помещают В кристально Чистую Воду Время За которое Эта Емкость До краев Наполнится Водой Называют Одной Надикой День Человека Длится Четыре Прохары Называемые Также Ямами Столько Продолжается Его Ночь Пятнадцать Дней И ночей Составляют Половину Человеческого Месяца Который Складывается Из Двух Половин Темный И Светлый Человеческий Месяц Равен Суткам Небесного Яруса Где Обитают Предки Два Месяца Составляют Время Года Коих В году Шесть За шесть Месяцев Солнце Совершает Переход С юга На север Или Обратно Два Перехода Солнца Равны Суткам В мире Богов Или Полному Году Человека На земле Жизнь Человека Длится Век Составляющий Сто Земных Лет Зримое И незримое Светило И прочие Небесные Тела Как и Малые Частицы Мироздания Движутся Круговым Путем По воле Вседержителя Которая Пронизывает Зримый Мир В виде Времени Небесные Тела Солнце Луна Звезды Светило И блуждающие Огни Движутся По пяти Круговым Путям У каждого Небесного Тела Неизменный Срок Обращения И Неизменный Круг Солнце Кто есть Неисчерпаемый Источник Света И тепла Поддерживает Жизнь Всех Обитателей Вселенной С великою Скоростью Мчится Солнечная Колесница По небосводу Отмеряет Век Смертных Избавляя Их От привязанности К вещам И прокладывает Путь В небесное Царство Всякому Разумному Существу Должно Раз в пять Лет Выразить Солнцу Почтение Подношением Даров Ведура Сказал О мудрый Муж Ты Говаривал О сроках Жизни Для предков Небожителей И людей Но Сколько Живут Старцы Которые Продолжают Бодрствовать После Завершения Дня Творца Уже ли Постигший Свою Суть Не уходит В мир Иной С разрушением Вселенной Но Дожидается Нового Дня Творения Дабы Вновь Родиться Во плоти Майтрея Отвечал Друг Мой Великий Век Что Длится Двенадцать Тысяч Лет По Исчислению Богов Делится На четыре Малых Века Сатью Третту Двапару И Кари Срок Сатьи Составляет Четыре Тысячи Восемьсот Небесных Лет Третты Три Тысячи Шестьсот Лет Два Пары Две Тысячи Четыреста Лет Кали Тысячу Двести Лет Временные Стыки Что Предшествуют Векам И Завершают Оны Глятся Несколько Сотен Лет Богов Смена Веков Предопределена Высшим Законом Не Во Власти Смертных Тварей Остановит Череду Времен Век Сатья Отличается Тем Что Люди В эту Пору Всецело Следуют Закону Божьему В последующие Три Века Людская Набожность Поступенно Уменьшается А Беззаконие И Богоборчество Соответственно Прирастают День Творца Чья Обитель Расположена Над Тремя Ярусами Вселенной Длится Тысячу Четверичных Великих Веков Столько Длится Длится Ночь В продолжении Коей Создатель Погружен В сон С наступлением Дня Брахма Вновь Принимается Творить Трехъярусную Вселенную За время Существования Которой Порою за неимением достойного наместника Господь Вседержитель нисходит в сотворенный мир самолично, дабы силы тьмы не рушили вселенский порядок. На исходе дня мироздание Брахмы погружается во мрак. Живые твари засыпают в беспамятстве, расставшись со своими обликами. В мире воцаряется безмолвие. С наступлением вселенской ночи меркнут солнце, луна и прочее светило. Три мира становятся незримы. Огонь, что исторгается из уст чарующе устрашающего вселенского змея Санкаршиной, опустошает снизу пространство Вселенной, поглощая низшие ярусы и принуждая жителей небес искать спасение выше в надмирных измерениях. Пред самым концом света буйные ветры поднимают в мировом океане огромные волны, что в считанные мгновения поглощают все три обитаемых яруса жизни. Редкие счастливцы, нашедшие убежище от потопа в высшей плоскости мироздания, именуемой Джаной, принимаются возносить душеспасительные молитвы Вседержителю, что покоится в блаженной дреме в кольцах исполинского змея посреди волн мирового океана. Неумолимо скоротечно жизнь твари. Всякий живет сто своих лет. Ничтожная тварь и могучий творец. Отмерен век рожденного на свете. Половину своего срока смертный взбирается на вершину могущества. Далее путь его отмерен вниз, к бессилию и небытию. Творец наш только миновал свою вершину и ныне ступил во вторую половину пути. Едва явившись на свет нынешнего дня, Брахма внял запредельному голосу. И, исторгнув из уст услышанное, он облег в звук сие тайное Божие сведение. Веду. Следом наступила вторая пора нынешней вселенной. Когда искупав Седержителя, произошел вселенский лотос. Первый день второй половины жизни Брахмы ознаменовался сошествием Господа Бога в образе дикого вебря. Впрочем, жизнь Творца, кажущаяся человеку бесконечностью, составляет миг в бытии Всевышнего, кто есть причина всех причин, сущий вне добра и зла. Время перемалывает в своих безжалостных жерновах все, что образовалось путем сложения от сдвоенной частицы до первозданного седельца во вселенском лотосе. Всякий, кто присвоил себе образ в зримом мире, обречен быть уничтожен временем. Вещественная вселенная в обхвате составляет 6 триллионов сажений. Облекает ее восьмислойная скорлупа, каждый последующий стихийный слой которой в десятеро толще предыдущего. Точно мириады светлячков разбросаны вселенной в бесконечном пространстве, в воображении Господа Бога, кто есть причина причин, непогрешимое всеобщее Я, высшее существо, вместилище бытия, Хранитель миров и Вседержитель Вишну. Тяжело слушается. Иногда будет, да, некоторые моменты, они просто не усваиваются в наших головах, в наших умах, потому что процессы у нас, в нашу мозгу, недостаточно развиты, чтобы воспринимать такую информацию, но коли здесь, опять же, мы разного уровня развития, каждый мог что-то для себя понять, усвоить, да, как примерно, как происходит это все здесь. Вкратце здесь это говорится, об этом во всем. Ну, и сейчас я попробую отобразить непосредственно. Не так много времени у нас. Я попробую вкратце отобразить, примерно, у нас какое-то представление появилось, как появляется не просто Вселенная, так как вообще появляется материальный мир, потому что есть время, когда материального мира нету еще. То есть есть такой период времени, когда материальный мир отсутствует, он появится потом только. Изначально Господь в своей изначальной духовной форме, это заключение вед определяет его как бы высшее положение, Кришна, Сту, Бхагаван, Своям, это заключение вед, это кульминация ведического знания. Говорится, если человек постигает вот эту последнюю грань вед, то значит он знает все веды, все, ему не надо уже изучать. Например, один ученик пришел к Пракхупаде, он даже еще не учеником был, просто человек с улицы шел, увидел какое-то собрание людей, пришел, сел, послушал лекцию, и в конце лекции говорит, «Человек Пракхупада, вы можете мне дать посвящение?» Ну и ученики так посмотрели на него, вот подумали, мы уже несколько лет тут практикуем, и многие еще не получили посвящение, то есть как-то мы предлагаем усилия, человек с улицы пришел и сразу просит посвящение. Странный человек, все так подумали. Пракхупада, он всегда мыслил нестандартно. Он ему сказал, «А что такого ты узнал сейчас на лекции, что ты принимаешь такое решение? Что такого ты услышал здесь?» Он сказал, «Я понял, что Кришна Верховная Личность Бога». Пракхупада сказал, «А еще что ты понял? А еще я понял, что я душа вечная, я его частица, и моя природа служит целому. Вот это я понял из этой лекции». Пракхупада сказал, «Приходи завтра, я тебе дам посвящение». Знаете, две вещи только надо понять. Бог и кто такой я, какие мы с ним взаимоотношения. Все. Интересно. От свечей нет. От свечей нет. Завтра, да? То есть изначально Духовый мир, как бы я так образно нарисую чуть-чуть немножко, он как бы состоит из черепескового лотоса, говорится. Здесь находится изначальная Личность Бога в Духовном мире. Это как Го Лока называется, Го Лока, Лока это планета на санскрите. Го это планета коров еще, Го это корова или чувства. Го Винда мы пели, да, это имя Бога Го. И это Го Лока Вриндавана называется, то есть здесь Господь находится всегда, Он отсюда никогда не уходит. Не было такого времени, чтобы Он оставил это место. Здесь его изначальное проявление. Чтобы распространить себя в Духовном плане еще, и так же потом материальный мир создаваться будет, уничтожаться, проявляться. Он выделяет из себя четыре экспансии. Как бы это Он и есть просто, это Его экспансии как бы. И первая экспансия Баладева, мы когда проставляли, да, Джай Джаганат, Джай Баладев. Это Его форма такая Божественная, которая поддерживает все мироздание, духовное и материальное полностью. Ну просто эта доска как будто бы как бы, хоть она ограничена, мы ее не будем считать, что это граница. Это не граница. Это все духовное пространство. Вот эта Его экспансия Баладевы или Баларамы, она поддерживает все. То есть все, что мы видим, вот эти все энергии, это энергии Баларамы. Балы вот этой силы. За счет силы все поддерживается. Почему планеты не падают? Какая-то сила держит. Эта сила Баларамы держит. Сам Господь не участвует в этом. Все. Его участие на этом ограничилось. Он только выделил вот эту экспансию Баларамы. Все, больше его он дальше не пойдет. Но он здесь так и останется. В этой маленькой, простой деревушке. Это не царство такое, что там дворцы. Нет, Бог очень простой. Просто живет в деревне, пасет телят. Это единственное занятие, чем занимается Бог. Больше ничем Он не занимается. Все остальное занимаются Его представители. Он наделяет полномочиями всех. Божественными полномочиями. От Баладевы пойдут Экспансии Васудевы, Прадюмна, Нерудхи и Санкаршаны. То есть, каждая из них будет отвечать за какую-то часть творения. Поддержание и так далее. То есть, ложная эго, чувственная, умственная и разумная деятельность будет поддерживаться этими личностями. Это все личностно. Это не безлично. Это личности. От Санкаршаны пройдет Придет воплощение, как бы, или как, проявление Вишну Всевышнего, да? Мы слышим часто Вишну, 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 да? Это, на самом деле, тоже Всевышние. Но он принимает эту форму для того, чтобы создать материальный мир. Где-то, как говорится, в Ведах появляется какое-то облако. Темное облако, как говорится, появляется. Это материальный мир. В Вишну, для Всевышни, ложится на океан духовный, для того, чтобы создать материальный мир. Как? В медитации. То есть, он ложится в йога-нидра-сон, говорится. Поддерживаемый на Шешанага, это вот этот тысячеголовый змей, который поддерживать потом будет все мироздание, то есть тот самый Баларама. Он принимает такую форму поддерживать Всевышнего. Вишну ложится, и проявляется материальный мир. Как он проявляется? То есть, он ложится в медитацию, и из его пор, откуда выходит воздух, поры есть, нос, откуда воздух выходит. На выдохе появляется бесконечное количество материальных Вселенных. То есть, наша Вселенная, она небольшая, а эти Вселенные, они разные. Есть маленькие, средние, большие, очень большие, огромные. И из его пор они выходят просто как пузырьки в океан, и плавать начинают. По причинам океана плавают эти Вселенные. Но в них еще нету жизни. Да? В Библии описывается это, да? Бог создал тверь, небеса, помните? Воду там, да? Ну, жизни еще не было. Потом он только вдохнет туда жизнь. Так вот, этот вдох, который оживит эти Вселенные, ничто иное, как взгляд Господа. Санкаршаны, из глаз его взгляд пойдет в этот материальный мир. То есть, в материальный мир он будет недвижимый. И вот это движение его взгляда, ничто иное, как сам первый поток праны пойдет. Прана пойдет в материальный мир. Эта прана ничто иное, как время. Вот откуда берется время. Время запустит движение материального мироздания. Из его глаз, так как мы частицы его Господа, мы в нем находимся всегда. Души, у которых есть материальные желания, проникают через его зрение в материальный мир и наполняют его. Оживают потом. Не сразу они оживятся. Например, если Господь лежит, из его пор выходят эти Вселенные, их очень много будет. Такие, 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 могут быть Вселенные разные, все. И бесконечное количество. Как пузырьки в океане, говорится. То потом он выделяет Маха Вишну, вот этот Великий Вишну. Маха это Великий, значит. Он выделяет из себя одну экспансию свою же. И входит в каждую Вселенную. В маленькую, большую, неважно, входит. И на нее тоже ложится там же, на океан Вселенский. В Йога Нидрасон. Опять так же. И вот это Божество Вишну, например, видел Мухаммед. В скрытых сокровищах Корана описывается. То есть, Мухаммед там говорит, и увидел я Бога, и он возлежал на троне, и трон был на воде. То есть, он видел Вишну. Возлежащий на ананташещи на змеи, как на троне на воде в медитации. У Вишну, который во Вселенных, во всех находится, из пупка вырастет лотос. Помните, мы слушали сегодня, да? И на нем появится первое живое существо, Брама. Брама, творец Вселенной. Брама это такая же душа, как и мы. Просто наделена большим полномочием. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в каждой Вселенной будут. И Брама начнет создавать условия для жизни. Сейчас мы отобразим просто обу Вселенную. Она в виде яйца. Каждая Вселенная в виде яйца. Яйцо на соскрытии, как переводится, как здесь, для Вселенной. Анда. Анда это яйцо. А есть слово какое? Ананда, да? Это значит за пределами яйца. То есть не в яйце, значит. То есть не ограничить. То есть выйти надо из материи, из яйца Вселенной выйти. Ананду получить, блаженство переводится. Ананда еще переводится как блаженство, счастье. Треть Вселенной затоплена водой. Две трети, вернее. А Битиль Брамы здесь находится. Вселенная делится на три уровня, или на три яруса. Там мы слышали, да, сегодня? Яруса Вселенной. Вот они три. Не воспринимайте это буквально, что вот эта часть затоплена водой. Например, вода уже здесь есть. Океан воды Вселенский, он прямо здесь есть. Мы просто в другом измерении находимся, мы его не чувствуем. Описывается в ведах, что есть океаны молока. Огромные океаны. Не наши океаны. Наши океаны, они мизерные, маленькие, как капельки. В Вселенские океаны есть молока, топленого масла, соков. Даже вина. Представляете, вино даже есть на райских планетах, где наслаждаются живые существа. Они там пьют это вино, и они не болеют от хмели какой-то там. Нет, нет. Это просто райское наслаждение такое. Почему люди и склонны здесь пить вино? Потому что где-то это уже есть. Это райский мир, это наш средний мир, это низший мир. Каждый уровень Вселенной делится тоже на три уровня. Душа циркулирует здесь. Вот так, возьмем вот это. Она разная, может сюда циркулировать, выше, ниже. Постоянно будет перерождаться, воплощая она вечная. Она просто менять будет оболочки, в зависимости от своих желаний, от характера, от поступков. То есть от мыслей будет менять оболочки 8 миллионов 400 тысяч форм. 8 миллионов неразумных живых существ. И 400 тысяч – это разумная форма жизни. Мы, люди, находимся на самой низкой стадии разумного существования. Из 400 тысяч. Что есть формы жизни гораздо разумнее, чем люди. Например, инопланетяне. Они очень легко могут перемещаться в пространстве. Или полубоги, которые занимаются поддержанием, например, полубоги воздуха, земли, огня, ветра, то есть воды. Все это высшие живые существа. Но души такие же, как у нас, просто тела другие, оболочки другие. Если человек творит плохие поступки, уходит на низшие миры. Если от этих плохих поступков никто не страдает, только он сам страдает, тогда, примерно, душа находится где-то здесь. Она даже не в аду, а вот здесь находится. Есть высший мир, низшего уровня. Там нет солнца, там все освещается драгоценными камнями. Нет электричества, там все поддерживается, вот светом там очень. Есть места здесь, на этих уровнях, где живые существа живут даже лучше, чем на райских планетах. То есть так создан Богом вот это место, где живые существа наслаждаются просто сильнее даже, чем наслаждаются здесь. Если человек не грешит, ни хороших, ничего не он, он будет рождаться здесь на земле. Но так как здесь три уровня, три, как бы ну, три измерения, где душа будет здесь перевоплощаться, прямо на земле. Средний уровень, она будет рождаться человеком, будет здесь находиться, в человеческой форме жизни будет. Низший уровень. Это она, значит, будет здесь жить на земле, но будет жить под землей. Знаете, под землей много живых существ живет. Верите? Много там всяких, червячков, паучков, бурундучков, бротов, много кто под землей живет. И есть тонкий план. Здесь, прямо на этом уровне. Привидения, там духи какие-то разные, ангелы какие-то такие, вот земного плана. Мы их не видим, у них тел нету, но сознание у них есть. Они, например, вы были на кладбище? Каждый был, наверное, да? Как себя там чувствуете? Как-то веселого мало там, да? Почему? Потому что там тонкие существа, которые лишились тела, они еще привязаны к телам, оторваться не могут, привязанность была. И они своим сознанием скорбным, что они не могут сейчас наслаждаться, так как наслаждались тела, передают это, как бы, состояние всем присутствующим там на кладбище. Поэтому все приходят такие, все в скорби. Да. Ну, например, если вы будете в Индии, в духовных местах, там тоже есть самадхи, где тела. И там эти существа в духовных формах присутствуют. Тела духовные источают. Вы когда туда приходите, вы чувствуете блаженство. Там скорби нету. Что душа находится в правильном состоянии сознания там. Есть райский мир. Например, на нижнем райском мире душа живет тысячу лет наших. На среднем десять тысяч лет, на верхней ярусе сто тысяч лет продолжительной жизни. Но она потом неизбежно вернется на землю. То есть земля это некий такой перекресток, где душа может заново начать свой цикл развития, либо деградации. То есть здесь она отрабатывает плохую карму, здесь она тоже отрабатывает, но хорошую карму, растрачивает ее. А здесь она нарабатывает плохую или хорошую, а здесь идет растрата. Поэтому в духовный мир, чтобы сюда попасть в душе, в свое изначальное место, вот ее изначальное место души. Если нарисовать, ну скажем так, образно, возьмем, например, такую вселенную. Например, наша вселенная такая, потому что есть огромные вселенные. Это даже тоже небольшая. Наша вселенная и Брама, у Брама четыре головы. То есть разум очень могущественный, чтобы поддерживать вот это все творение, создавать вот это все как-то, ну. Нужен огромный-огромный потенциал разумный. Поэтому одной головы не хватает, и Господь создает такую форму Брамы, что у него четыре головы. Каждая голова за что-то отвечает. У Брамы тело состоит из знания, то есть его нельзя потрогать. У Шивы, то есть есть божество Шивы в каждой вселенной. Шива отвечает за разрушение. Брама создается, Шива разрушает. А Вишну поддерживает Всевышний. И у Шивы тело состоит из ложного эго. Это единственное живое существо, которое не оскверняется ложным эгом, он его контролирует. Все остальные живые существа 8 миллионов 400 тысяч жизней, все попадут под влияние ложной оболочки. Даже Брама, даже Творец Вселенной попадет под эту оболочку. И только Господь Шива не попадает. Господь Вишну поддерживает. Он потом, после того, как создаст Вселенные, третью экспансию уделяет. Войдет в каждый атом. Или, например, в сердце у нас есть, Бог в сердце, да? Это Нарая на вездесущие. Это тот самый Вишну, который локализованным аспектом входит в этот мир в каждый атом. И в том числе у нас в сердце, Бог в сердце, мы говорим, да? Это Нарая на самом деле. Вишну в сердце, Всевышний в сердце находится. И вот Он поддерживает мироздание, потому что поддерживать может только Бог. Создать мы можем что-то, разрушить мы можем, но поддержать мы не можем. Какое-то время можем поддерживать, все равно разрушится. Даже Брама не может поддерживать Вселенную. Он только создать ее может. Беспудшил ее может разрушить танцом своим йоги. Танец йоги есть. Тандава. Он его танцует и Вселенные разрушаются просто. Чтобы в душе попасть туда, помимо материального мира существует также духовный мир. Есть Вселенные разные духовные. Большие, огромные. Это духовные Вселенные. Нематериальные. Их очень много. То есть вот эту вот проекцию мы отсюда взяли. А так, помимо за пределы материи, есть духовный план, огромный, безграничный. И в нем плавают тоже в воздушном духовном пространстве духовные Вселенные. То есть души, которые выбирают отношения с Богом разного формата, они могут попасть на какую-то духовную планету вечную. Например, есть планета духовная Иисуса Христа. То есть последователи, те, кто поклоняются Иисусу, идут этим путем. Они попадают на духовные планеты к Нему. У Него есть планета духовная, царство духовное, где Он живет там. Планета Мухаммеда. Есть очень много разных-разных планет. Есть воплощение Бога разное. Они на каждой планете создают определенную атмосферу для души, чтобы она строила отношения с Богом. И эти отношения вечные. Она в блаженстве там. Эти планеты называются Вайкунтхи. Вайкунтха. Вайкунтха. Это переводится как тревога. Вот они, кунтхи, планеты Вселенные. То есть материальный мир, это мир кунтх. Мир тревог. И чтобы прекратить эти все тревоги, нужно выйти за предел этой кунтхи. То есть Вайкунтха, это там, где нет тревог. И вот эти планеты духовные, огромные. Они называются планетами Вайкунтхи. В душе, чтобы попасть сюда, в свою обитель, даже не сюда. Хотя многие сюда попадают, тоже большой разницы нет. Вот три яруса, например, да? Здесь находится. Срайский мир. Этот высший райский мир, Брама Лоха называется. Душа после вот этого цикла большого рождения и смерти устает однажды. Когда встречается на пути духовного учителя, по милости Бога, начинает прогрессировать, работать над собой. Она преодолевает райский мир. Выходит за пределы его. Здесь есть оболочка такая, называется Брама Джиоти. Или Нирвана ее еще называют. Если она не проходит Нирвану, потому что там блаженство неизмеримое, то она обратно возвратится сюда. Чтобы попасть сюда, в душе свое изначальное положение, нужно пройти сквозь Нирвану, не останавливаться здесь. И это можно сделать только по милости духовного учителя. Сам человек, то есть сама душа не может пройти этот путь. Что он очень много приносит счастья и блаженства. И она от этого, скажем так, перепада температур в материальном мире, рождения, старости, болезни и смерти, думает, что это предел. Нет ничего больше, кроме как вот это. Поэтому она здесь какое-то время находится, и потом обратно возвращается. Потому что это не ее место. Она не будет здесь счастлива окончательно. Она счастлива будет только здесь. Но ей нужно пройти вот так. Иногда она может попасть в духовную планету какую-то. Но счастлива она будет только здесь, у себя дома. И чтобы из духовного плана попасть сюда, нужно вернуться вот сюда, из земли, даже не с райских планет. Если на райский попадаем, вернемся. Не важно, сюда попали, вернемся сюда, или сюда, все равно вернемся. Даже сюда. Если мы захотим сюда, потому что мы однозначно можем захотеть отсюда вот сюда, то тогда нам придется вернуться сюда, и отсюда напрямую сюда идти. такой путь. Очень неудобный. Я согласен с вами полностью. Но неудобный, потому что вы не знаете этот маршрут. Да. Потому что у нас есть представление материальное, что этот маршрут, он как в маршруте, как будто едешь и там... Нет, говорится, духовный путь, он приносит все возрастающее счастье. Поэтому этот путь радостный, Прабхупада говорит. Это критерий, что мы растем духовно, мы чувствуем все возрастающее счастье. Это, знаешь, мы на пути стоим. Поэтому в какой-то степени он удобный, в какой-то неудобный. И вот это место Вриндавана, оно проявлено на земле. Это как консульство или посольство духовного Вриндавана. Зачем нужны посольства? Визу получить. Визу получить, все верно. Поэтому, чтобы попасть туда, сначала надо визу здесь получить. Визу здесь не получаем. Представляете, на разных планетах нет визы. Здесь тоже визы нет. Виза только вот здесь. Теперь понимаете, какую ценность имеет человеческая форма жизни наша? Из 8 миллионов, говорится, 400 тысяч, человеческая форма жизни самая дорогая. Даже самая выгодная. Самая ценная, бесценная. Даже полубоги, даже Брама, Творец Вселенной, мечтает получить человеческую форму жизни. Представляете, а мы уже находимся в ней. Это значит, мы уже отстояли эту очередь. Говорится, огромная очередь во Вселенной. Душ стоят, ждут, когда же они наконец-то из 8 миллионов, 400 тысяч, получат человеческую форму жизни. Потому что только с нее можно подняться сюда. Серьезно, все Брамами уже были. Отстояли эту очередь. Там никто не уступит, имейте ввиду. Там нету такого, ой, конечно же, встаньте вперед меня. Никто там это нет. И это все понимают, поэтому никто вперед не идет. Этот закон очень строгий там. Не хотят. Желание. Это основа. Ичха, шахт, энергия, желание мы разбирали. Это основа. Они не хотят. И второй вариант. Они этого не знают, что надо хотеть. Попробуйте. Они не знают, что надо хотеть еще что-то. А зачем они говорят? Мне и так хорошо здесь. Вы думаете, поросенок лежит в грязи и думает, что ему надо куда-то в храм идти? Или получить человеческую форму жизни? Нет. Он говорит, я себя прекрасно чувствую. Если вы будете во Вриндаване, увидите поросят. Как не виноват? А кто виноват? Для этого нужно получить человеческую форму жизни. По эволюции каждая душа получит эту форму. И у нее будет выбор. Скажите, сколько раз к вам в жизни кто-то походил и говорил что-то о Боге? Было у всех же такое? Вы заказывали это? Нет. Но это Бог из сердца подсказывает нам, обрати на меня внимание. То есть, говорится, в течение жизни он три раза даст нам шанс о нем вспомнить. То есть, поменять свой вектор развития, перестать быть в этом месте. Кто-то подойдет и скажет, не хотите в храм сходить? Вы скажете, не-не-не, это секта, я пошел. Но это наш выбор идти или не идти. Но Бог нам даст шанс. Первый раз он очевидно даст. Если мы не обратим внимание, через какой-то промежуток времени еще раз даст нам шанс. Если мы тоже не обратим внимание, третий раз он легко его даст так просто. Он уже будет знать, что мы не факт, что мы привлекемся, хотя будет возможность привлечься духовным планом. Но это его долг напомнит душе. Приди в свой дом, родной, духовный. И он еще раз напомнит, если мы третий раз не обращаем внимания, к концу жизни все, он больше не будет напоминать нам. Потом только надо будет переродиться, вот здесь опять, 8 миллионов 400 тысяч раз. Опять получить тело человека и опять кто-нибудь подойдет и скажет, не хотите ли взять книжку? Между прочим. А Боги книжка? Говорит, не-не-не, это я не верю в Бога. А, хорошо. И значит он опять готовится. Брама тоже находится, Творец Вселенной тоже находится здесь. Только его жизнь очень долгая. Ее надо будет проживать. 8 миллиардов, 640 миллионов лет. Длится его сутки Брамой, представляете? А он живет своих 100 лет, здесь говорится. Каждый живет своих 100 лет. И 100 лет живет бабочка. Она не живет 3 дня или день, или 7 дней. Она 100 лет своих живет. И кошка. Она не думает, что я 6 лет живу там или 7 или 10. Она своих 100 лет живет. И черепаха своих, и мы своих 100 лет живем. И микроб своих 100 лет живет. Своих 100 лет имеется в виду. Своих 100 лет имеется в виду. Своих, это не наши, не измеряйте нашими 100 годами. Своих 100 лет. Бабочка не так летает. Это нам так кажется, у нас видение материальное. Но бабочка на себя смотрит со стороны. Она вот так летает. И она в это время мыслит, живет, размножается, любит, участвует в чем-то как-то. Бабочка стареет, болеет и умирает. Своих 100 лет. Есть бабочки, которые солнца никогда не видят. Они даже не знают, что такое солнце. Это просто такая форма жизни. Этого хотели они. Бог исполняет желание просто и все. А на душе Бог говорит, что вот тебе пожар. Материальная энергия говорит. Я тебе тело дам, чтобы ты была счастливой. Душа в этом мире материальном. Да, да, давай. Но я взамен у тебя что-то возьму. Что-то возьмете? Чуть-чуть памяти о Боге. А, ну нет проблем, возьмите. Пожалуйста, вот тебе тело человека. Ходит, живет, наслаждается. Раз, стареет, болит, умирает. Приходит опять материальная энергия и говорит. Недоработка произошла. Несовершенное тело человеческое оказывается. Чуть-чуть мы что-то недоработали. Но вы не переживайте. Мы вам лучше дадим тело. Четыре ноги дадим. Что две? Четыре дадим вам. Да, давайте. А что надо? Чуть-чуть памяти о Боге. Ну конечно. Раз, тум-тум-тум-тум. Собака не страдает. Она счастливая бегает. И она также стареет, болеет, умирает. Опять переходит материальная энергия. Майя, майя. Иллюзия. Недоработка произошла. Четыре несовершенные тела. Восемь ног такие. В шестнадцать. В сорок ног. Тысячу ног. Верите, что тысячу ног есть? Тела. Деревья, например. Растения. Это ноги. Питаются ногами даже. А выбор есть, когда они четыре или две. Выбор есть, пока мы сейчас живем. Вот сейчас у нас есть выбор. Но как только мы выйдем из этой оболочки грубой, выбора не будет. Все. Потому что мы наработали что-то и мы получим под заслугом. Если мы развивали свое сознание, разум, то человеческая форма жизни предназначена для самоосознания. Если человек занимается самоосознанием, тогда ему предназначено тело человека. Если он занимается духовной практикой, хочет просто вернуться сюда, к себе, нужно ехать в посольство. И говорит, я сдаюсь. Я устал бороться с этим миром. Дайте мне, пожалуйста, визу во Вриндаван. Да, пожалуйста, вот вам виза. Там внизу инструкция будет под визой. Что нужно делать вот это, вот это, вот это. Молиться, трудиться, любить всех, заботиться, изучать что-то. То есть помнить о Боге, развивать с ним отношения. Если мы за эту жизнь успеваем эту всю инструкцию как бы под себя подогнать. Все. Тогда вот он наш выбор. Он уже сейчас этот выбор произошел. Тогда в следующей жизни мы не получаем ни одно из этих тел сразу напрямую. Сюда. Вот сейчас у нас выбор есть. Как только выходим из тела, выбора нет. А села вы поедете визу? Будет. Сразу же. Вы только приезжаете во Вриндаван, имейте в виду. Господь, Он же здесь то же самое. Он что здесь, что здесь. Он видит, что душа наконец-то пришла домой. Она хочет домой. Раз она во Вриндаване, значит она совершила, говорится, все виды аскез уже в прошлых жизнях. Визу? Конечно. Почему нереально? Любая мысль. Контролируйте мысли. Учитесь контролировать мысли. Так а почему нет? В идеальном. Пракупада идеально мыслил. Пракупада. Он еще не был, а лотос уже был. Вот он. Лотос совершенный в чем? Он находится в воде и всегда сухой. Так и святые люди. Они находятся в материальном мире и всегда чисты. Энергия их не может коснуться. Все это можно. Посмотрите на духовного учителя. Это он внешне такой ходит весь, курточки такой весь, капюшончики такой. Лекции какие-то такого плана дает. Внутри кладезь, кладезь огромный, огромный потенциал духовный. Нету такого просто вопроса, на который он не отвечает. Почему? Потому что у него есть йога, а он здесь уже. Вот здесь. Здесь его сознание просто помогает спастись тем, кто хочет этого. Его мышление безупречно чистое. Они находятся как бы здесь, но сознание их здесь. Сил, места сил просто бесконечное количество, много. А потому что, ну вот он так захотел. Он там живет просто и все, это его мир. Он там живет, это обитель, она вечная, она никогда не создавалась, она всегда была. Арджуна один раз подошел к Кришне. Уже Курукшетра произошла, они лежали, отдыхали. У них отношения дружеские, потому что душа развела отношения дружеские, равные. И Арджуна как-то задал такой вопрос. Он говорит, Кришна, а почему ты Бог? Почему не кто-то другой? Резонный же вопрос как-то вот. Интересно что-то, а почему именно ты вообще? Ну они как друзья общаются. И Кришна лежал так на боку и говорит, не знаю, просто я Бог и все. Я не могу понять почему. А кто, говорит, еще может быть? Не знаю, просто вот так. Так же и здесь, почему вреда? Не знаю, вот он захотел так просто и все. Это его просто план такой, стратегия такая. Это его игра божественная. Все то же самое. А? Почему? Все хорошо? Ничего плохого? Почему? Иисус что говорит? Только через меня придете к Богу. Есть такое? Нет, к Богу придете. Но вы должны сначала удовлетворить Иисуса. Как гуру, он же как учитель, он же не Бог. Он же сын Бога. Он говорит, только через меня придете к Богу. Удовлетворите. Любое вот, ну просто даже в наших традициях все поклонялись Иисусу Христу, они его удовлетворили. Амалий Геннадьевич не рассказывал про себя, как он занимался практикой христианской до того, как нашел этот путь. Он поклонялся очень искренне. Все молитвы наизусть знал. Он удовлетворил Иисуса. И что сделал Иисус? Привел преданных к нему домой. Ну не домой, на улице встретился. Дал Багавадгиту. Говорит, ты удовлетворил меня, изучай. И он так начал изучать. Он достал всех, Олег Геннадьевич. Всех, кто приезжал, он всех нагружал вопросами такими, что они не знали, как отстать от него. Что он настолько пытливый был. А где, что, как. Тем более, он обладал этим видением мистическим уже тогда. И когда он встретил первого учителя, он решил его просканировать. Его уровень духовный. Он просто поразился его чистотой, этого человека. А потом, когда он узнал, что, оказывается, есть еще Прабхупада, что это всего лишь его ученик. Он решил Прабхупаду просканировать. И он утонул в этом всем. Просто утонул. Он понял, что нет границ могущества этой личности. Он не мог понять, откуда такая могущественная сила идет. Он решил просмотреть прошлое Прабхупада. Он подумал, кто Прабхупада в прошлом был? Какой личностью был? И он понял, что Прабхупада не был в прошлом вообще. Он прямо отсюда пришел, напрямую. Куда же ушел? Не рождался, не умирал, не болел, не старел. С духовного плана пришел человек. Спасти души падшие. Так же Иисус. У Иисуса тоже не было прошлого. Прямо с духовного плана пришел. Надо остаться в своей традиции. Если вы еще пока чувствуете какие-то сомнения, не надо никуда торопиться. Выполняйте свои обязанности духовные в тех традициях, в которых вы находитесь. Они не противоречат этим ничем вообще. Джибраил, который привел Мухаммеда. Кто-то изучал Коран? Помните там такая личность? Джибраил, да? Который ввел Мухаммеда показать Богу. Тот, кто Коран дал Мухаммеду, положил на грудь, говорится, Коран. Это Джибраил был. Это Архангел. Гавриил по-нашему. Это он, это житель райских планет. Пришел сюда на этот план, и Мухаммед дал этот план, ну, Коран. Но Джибраил не смог попасть на Шритадвику увидеть Вишну. Он говорит, у меня нет такого уровня, я житель райских планет, я певец райский просто. Слышали, как Коран поется? Сладко поется, да? Потому что Ганхар впел, певец райский. И там этого нету, мусульманство, христианство, там этого нету ничего. Кришнаитство нету, буддизма, там шиваизма, изма какого-нибудь, нудизма, этого ничего нету. Это все вот здесь в этом плане придумано, как ярлыки, чтобы как-то людьми управлять, манипулировать. Нет, этот план универсальный, чистый. Но так как мы меняемся здесь, у нас есть разные желания, Господь либо сам приходит, либо направляет своего сына возлюбленного, либо пророка, либо какого-то посланца, мессию, Иисус и Мухаммед, это они из них, Прокупада, это просто посланцы Бога в этот план, время, место обстоятельства. Сейчас нужно дать буддизм людям, что люди не соображают уже, начали убивать животных, как бы для Бога. Приходит Будда и говорит, Бога нету. Знаете философии Будды? Нету Бога. Это сам Бог пришел, Будда это Бог на самом деле. Пришел и говорит, Бога нету. Потому что люди опираются на философию божественную, как бы, что надо убивать животных для Бога. Прямо говорит, нету Бога. Как нету? Нету, я вам докажу. Садитесь, они сели, он их в медитацию ввел, поднял на уровень нирваны, Оттуда вывел, говорит, ну как? Точно нету. Слушайте, мы сами, да, вообще так, нас нету, Бога нету, ничего нету, все это иллюзия. Будда говорит, да, да, вот это вот правильно. Главное, не убивайте животных, все, не будем убивать. Потом проходит время, все равно надо о Боге что-то рассказать. Приходишь Анкарачария и говорит, знаете, как бы Бог есть на самом деле. Нету Бога, мы же знаем, Будда приходит. Не-не, Бог есть, это вы и есть Боги. Да, а как это? А вот так. Дают практику, они входят, точно мы Боги. И так далее, то есть в разные эпохи приходит Бог или Его представитель, чтобы как-то душу возвышать. Последний раз Господь Читания приходил, пятьсот лет назад, вот в этом месте, где этот храм, Прям там явился, и сказал, повторил слова Кришны, то есть Господь Читания, это сам Кришна, Он пришел и сказал, Оставьте все религии, оставьте все в этом мире, это все просто путаницы, вы запутаетесь просто сейчас все. Просто предайтесь мне, я вас защищу от всех последствий ваших грехов, не бойтесь ничего. Но немногие могут это принять, потому что мы уже обросли ярлыками, я мусульманин, я христианин, я индус, я буддист, я Кришна, я еще кто-то какой-то из. И оторваться от этого очень сложно, потому что сознание наше уже укоренилось просто. Поэтому не надо сейчас просто фанатично что-то быстро менять, оставаться нужно на своих планах. Просто потихоньку практиковать гуну благости, быть добрыми, чистыми, питаться правильнее, режим не особлюдать, быть праведниками, молиться в своих традициях искренне, понимать, что все в суд все равно одно, это энергии Бога. И по мере того, как человек искренне это делает, Бог же в сердце находится, и он именно на искренность реагирует, постепенно он начинает открывать ему духовную реальность. Постепенно только, под руководством какой-то личности. То есть мы будем привлекаться всегда к какой-то личности, мы не привлекаемся безличным чем-то. Посмотрите, мы все привлеклись сначала лекциям, ну не все, но многие, привлеклись сначала к какой-то праведной, хорошей жизнью. Так как мы правильно себя вели, не грешили сильно, Господь увидел, он же в сердцах у нас находится, он увидит, что вот эта душа хочет уже, ну видать, подняться на духовный план. Пора раз подходит человек, как он дает вам диск, там, Олега Геннадьевича. Мы думаем, чего он нам дает? Но это Бог нам дает через кого-то. Он же направляет скитание всех, в сердце находится. Мы раз слушаем, о, так мы еще не знаем даже Олега Геннадьевича, или там, ну, Александра Хакимова, мы не знаем многих. Мы просто их даже в глаза не видели. То есть мы привлекаемся сначала просто чем-то безличным, просто знанием каким-то. Начинаем следовать, дальше продолжаем следовать. Бог удовлетворил нами, говорит, ага, ну ладно, раз ты такой хороший, все ему следуешь. Хотя не многие следуют, кто-то не следует, кто-то даже не слушает. Кто-то говорит, что он сектант. Разные люди есть. Но тот, кто искренне это делает, Бог начинает что делать? Он делает так, что человек начинает видеть его. Того же Олега Геннадьевича, или какого-нибудь, неважно, там, Серафима Саровского, там, кто бы, Мухаммеда, неважно. Разные личности есть, простые, у разного уровня. То есть уже начинает видеть, личность появляется в нашей жизни. И мы привлекаемся личностью. И вот за личностью мы будем идти. В Бхагаватам Господь говорит, когда приходит время разрушать вселенную, я принимаю форму Шивы и разрушаю ее. Это, как бы, между ними нет разницы такой же, между Шивой и Кришной, нет разницы такой же, как нету разницы между молоком и йогуртом. То есть состав тот же самый, замечаете? А в чем разница? Кислота только есть. И тот, и тот продукт благостный. Так Шива сравнится с Вишном. Только как йогурт с молоком. А может вопрос по Ведам, которые нашли в войск в России, они тоже доказывают, что они еще не раскрыты полностью? Когда Веды пришли, не было, Гуру Махарадж рассказывал, не было ни России, ни Китая, ни Индии, не было ничего. А Веды уже были. И русских не было, и казахов, и китайцев, этого ничего не было. А Веды уже были. Потом, когда придет эпоха Кали-Юги, деградации, люди начнут делить города, государства, паспорта, налоговые, всякие таможни, все разделять, властвовать, мусульмане, христиане, все. Раз, раз, раз Веды скроются в это время. Но где-то они останутся. Там какой-то будет очаг Вед, там, 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 по чуть-чуть. И люди начнут по чуть-чуть практиковать, немножко открывать Веды. Странички просто какие-то, одну, одну-две странички. И в этом плане все Веды схожи. Но в Риндалан всем не открывается сразу. Так же, как и Майпур. Я сейчас начал изучать один трактат священный, что Господь, чтобы пролить милость на материальный мир, Он создал Майпур-Тхаму, то есть эту обитель Майпура на берегу Ганги. Куда может прийти любой человек, падший, самый последний негодяй, просто туда попав, получит безграничную милость Господа и вернется домой к Богу. Потому что он понимает, что люди сейчас не в состоянии практиковать духовные практики и сил. Потому что будоражится сознание очень сильно внешними проявлениями демонизма вот этого. И он очень милостив, и он говорит, сначала он пришел, и Майя, иллюзия материальная, а она сначала скрыла эту Дхаму. Не всем она показывалась. И когда Господь Итане пришел, это материальная энергия, это его энергия, служанка его. Она пришла и говорит, Господь, как я могу тебе служить? Он ей говорит, пока скрой меня. Пусть люди не знают, что я Бог, закрой. Пусть люди думают, что я просто простой вот человек. Потом я стану святым, как бы простым. Люди начнут следовать чему-то, общаться со мной, поклоняться там. Потом я начну знания эти давать. Ты потихоньку убирай эту иллюзию. Чтоб люди потихоньку-потихоньку начинали узнавать. И потом, когда придет время, я уже вырасту, как бы вырасту. Многие люди уже узнают о духовности что-то. Сними покров иллюзии, открой Майяпур Дхаму. Пусть люди узнают это место. Майяпур Дхама сейчас даже милостивее, чем Вриндаван, представляете? Потому что во Вриндаван попасть сначала в Майяпур надо. Снять грязь вот эту, которую нам не дает увидеть тот же самый Вриндаван. Иначе мы во Вриндаван приедем, мы оттуда первое, что захотим сделать, уехать срочно. Потому что мы материальными глазами не увидим эту духовность. Мы увидим обезьян, свиней, собак, кого только нету. Самое большое скопление всех живых существ во Вриндаване. В одном городке живут, представляете? Это город, больше пяти тысяч храмов. Небольшая деревушка такая, Вриндаван. Пять тысяч храмов, представляете? Где такое можно увидеть? И там столько животных, там кого только нету. И все в миру живут, представляете? Все мирно уживаются как-то так. Никто собак, я видел как собаки, попугаи, бурундуки, вороны, голубь там был. Они все сидели и с одной тарелки ели, представляете? Никто никого не пытался съесть. Я удивился просто этому. Причем они ели не раньше, чем человек оттуда что-то поел. Хотя тарелка уже стоит большая, банановая. И на ней разные блюда лежат. И они собрались и ждут. Играются, бегаются еще там, но еще не едят. Потому что человек еще не пришел. Когда человек пришел, сел, прочитал молитву, только он коснулся какого-то блюда устами, а не сразу раз-раз-раз-раз, брунчок себе там картошечку такой раз вытащил из блюда, попугай там что-то взял. Все раз по чуть-чуть растащили. И он сидит спокойно, ест, ничего, никаких. Это гармония, это духовный мир. Но это не каждому дастся увидеть. Потому что кто-то приезжает, у него сразу там просто вынос мозгов происходит. Женщина одна приехала, такая одела сумочку, там паспорт, все деньги, ключ от номера, то есть виза, все-все-все там. Такая вышла вся такая ля-ля-ля, такая. Не за тем, приехала просто. За ля-ля-ля приехала просто. Такая, ааааа, такая, пошла, пойду-ка в храм схожу. Минута. На мотоцикле проезжают два молодых парня, сумочку. Все, где что? В это время Гуру Махараш лекцию начал. Она прибегает. Как понять? Вы говорите, здесь экстаз, здесь хорошо, здесь благость, здесь духовный мир. Где моя сумка? Помогите. Как я в Россию еду? У меня ничего нету. Я в номер попасть не могу. У меня ничего нету. Говорит, да, он не каждому откроется. С правильным настроением нужно туда приехать. Поэтому говорится, нужен поводырь, нужен гид, нужен гуру, нужен тот, кто подкроет его. Тогда Вриндаван принесет безграничное блаженство. Там столько всего происходит каждый день. Только с гостиницы выходите, подпоясайтесь сразу. Потому что столько событий будет происходить вокруг вас удивительных. Если мы готовы только к этому. Вриндаван прямо там, вот это место прямо там. Все там можно увидеть. И Кришна там забавляется, Он играет. А? Не пытайтесь воспроизводить в своих умах храму прямо. Это деревня. Там не будет столько храмов. Это деревня. Вриндаван это деревня. Бог, Он в деревне живет. Он не живет во дворцах. Он очень простой. Поэтому люди не могут увидеть. Они думают, он какой-то сложный. Он такой какой-то дед с бородой такой весь на троне. Это иллюзия. Он просто обманул всех. Кто-то хотел его таком видеть. Он простой юноша. Пастушок. Ходит, телят пасет просто. Потому что это его обязанность. Ребенка в этом возрасте пасти телят. Не коров, а телят. records. И все. И ходит. Вот туда, сюда. Играет, везде. Со всеми играет. Все его любят. Храм это значит где есть дом, где есть божество, которому поклоняются. Если есть дом, и где поклоняется божеству. Или какой-нибудь маленький, ну не знаю, там, сооружение какое-нибудь, где есть алтарь, и там поклоняются божеству. Это место называется храмом. Во Вриндаване все жители поклоняются Богу. Все. И у всех есть божество. И ни одно у многих. И вот это называется храмом. Храм это не обязательно, сооружение огромное. Храм может быть также в сердце. Если у вас уже есть Бог в сердце, вы его поняли, чувствуете, имейте в виду, вам уже не нужно ходить в храм. Если у вас есть йога, отношение с Богом, вы его чувствуете, вы совершенный человек. Если вы Иисуса чувствуете в сердце, ваш храм уже здесь есть. Мухаммед, а чувствуете здесь? Ваш храм здесь все. Ничего хорошего. Душа страдает там просто. Отрабатывает карму в аду. На этих планетах наслаждается, но низшими формами. А она может подниматься? Может. Она в любом случае поднимется. Бог создал мир так, что каждая душа получит возможность прийти сюда. Даже с самого ада, с самых низов, она все равно сюда поднимется. Она не будет в аду вечной. Это иллюзия, когда пишется где-то в писаниях, в разных традициях, будешь вечно гореть в аду. Что за бог такой, какой-то извращенец. Представляете, у ребенка, например, ребенок, да? Ну, два ребенка. Есть папа. Или три ребенка. И один ребенок взял и просто набедокурил что-то. Ну, что-то вот не сообразил, что-то раз плохо себя повел. Папа его в раз и на сковородку. Жарься вечно. Вечно сиди на ней. Говорит, папа, прости меня. Нет, сиди вечно, гори теперь. Это что за папа? Это какой-то демон, а не папа. Поэтому задумайтесь, если вы где-то видите это, что вечно гореть будешь в аду. Понимаете, там бога нету. Бог это любовь. Любой родитель простит свое чадо. Может наказать, ремень снять, там по попе как-то ударить, там слегка. И хватит, все, давай дальше отношения любви строить, заботы. Отношения нужны. Поэтому в ад временно. Чуть-чуть просто пришли, немножко там раз. Отработали свою карму, вернулись обратно, забыли про этот ад. Все. Нет, это их служение. Ну, как в тюрьме, например, знаете, есть охранники. Они же не вечно там. Охранникам? А почему не надо? Это их работа. Они пришли, построили зэков. Работать. До обеда. Пошли пообедали, они уже не охранники. Опять пошли на работу, чего пообедали? Давайте работать все. Поработали, все. Охранник выходит за территорию лагеря своего, уходит. Домой у него жена, дети, он уже не охранник. Но это его долг, работать, это его обязанность сейчас. А как же вы сказали, что душа очищается от грязи и получает, опять тело. Заново. А, то есть тело, то он снова более совершен. Да, душа вечная оболочки просто меняет. Она в эти оболочки входит просто сознанием через чувство, через ум, через разум и обуславливается сразу. Мы уже изучали, да, строение организма, как душа обуславливается. Историю маленькую расскажу. Один йог сидел, медитировал. И на этот берег реки приходила женщина. Воду набирала и смотрела так на йога. О, какой интересный вообще такой весь. И один день, два, один, три, а он сидит, медитирует. И говорит, вот такой мне и нужен мужчина. Настоящий аскет, контролирует чувства, духовная практика занимается. У него гуру наверняка есть. Супер, вот такой мне и нужен. Я подожду еще немножко. Она ходит день, два, три, ходит, ходит, он сидит, медитирует. И в один из дней она подумала, ну ладно, начнем. Времени нету, потому что скоро стоять уже буду. Пока молодая, надо успеть. И она раз, раз к нему. Ля-ля-ля. Ты так классно сидишь вообще, такой вообще, ты какой классный. И она смотрит на его щеку направо. Если она дернется, все, значит он упал. Все, можно спокойно с ним общаться уже, близко. Очень близко. Ля-ля-ля-ля. И он раз слышит медитацию, ты что, как ты можешь, женщина? Я тут медитирую, столько лет уже пытаюсь разобраться этим миром. Я устал здесь перерождаться, хочу в духовный мир. Ты меня лишаешь этого всего. Она, ну ля-ля-ля такая. Ну ладно, все, упал перед чарами женскими, упал. А она все там делала, все, что нужно, сделала с ним. Посмотрела, слабак вообще. Упал. Зачем мне такое нужно? И ушла. Йог сидел, сидел, подумал, вот вообще, надо же такое. В следующей жизни поросенком рожусь. Он это знает. Йоги знают будущее. Они видят будущее. Понимаю, что это свинячий поступок был. По-свинячий поступил сейчас просто. Взял всю свою практику и просто... Приходит ученик к этому йогу. Говорит, гуру Махараш, что-то вы такой грустный. Так а чему веселиться? Я поросенок. Не-не, вы гуру для меня. Ну понятно, что я для тебя гуру. Как я могу служить вам, гуру Махараш? Последнее наставление я тебе даю. Через 4 дня я оставлю тело уже. Мне 4 дня не хватило просто. Я оставлю тело. Потом через какое-то время на краю вот этой деревни у фермера я порожусь поросенком. Твоя задача будет срочно прийти туда, выйти, вычислить, когда я буду получать рождение. Сразу, как только я вылезу из чрева, возьми и убей меня, зарежь, чтобы я не мучился в поросячьем теле. Вот тебе наставление. Гуру Махараш, как я узнаю? Их же там много будет. Ну узнаешь, у меня точка будет на лбу там. А, понял, хорошо. И все так и произошло. Этот йог оставил тело. Ученик все сделал, все правильно там. И приходит к этому фермеру, смотрит, точно поросенок ходит, такой уже, ну, скоро опроситься должна. Он говорит, можно я у вас с одного поросенка возьму, когда она? Да, конечно, можно. Надо подождать, только жду день, два, три. Раз, проходит время, опросилась. Он сразу, 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 нашел. Точно гуру не обманул. Правду сказал. Гуру знает, оказывается, все. Раз взял этого поросеночка, завернул сумочку и домой. Тын-тын-тын-тын. Домой пришел, помыл его. Гуру. И гуру такой, хрю-хрю. Ложил, все, цветочки, все, аккуратно, все. Благового не предложил, помолился. Взял ножик, точит, стоит. И думает, рассуждает, ученит. Если сейчас зарежу его, это значит карма. Это значит, потом меня зарежут также. О-о-о. А если не зарежу, не выполню наставление гуру, это еще хуже. Это еще хуже даже. Не выполнить наставление гуру, это просто хуже ничего нету на самом деле. Что делать? Не надо зарезать все-таки. Пусть, ладно, гуру сказал, значит все надо сделать. Ладно, хорошо. Наточил, наточил. О-о-о. И гуру такой, подожди, не убивай меня. Почему, гуру Махараш, вы же сами сказали. Я тебе сказал сразу меня убить. А ты пока вот это все делал, я уже привязался к этому телу поросячьему. Оно мне очень нравится. Отнеси меня, там у меня братья, сестры. Они сейчас будут играть, бегать. И мама у меня там есть. И там все хорошо. Отнеси меня срочно. Все. Душа попадая в любую оболочку, мгновенно обуславливается. Я поросенок, я птица, я рыба, я человек, я кто-то. Сразу же эта оболочка ханкор и ложного эго моментально душу обуславливает. Для чего? Чтобы она себя комфортно чувствовала. Потому что Бог создал все живые существа для того, чтобы они наслаждались, были счастливыми. В любой форме жизни. Отнеси. И он отнес. Поэтому мы попадаем в любую оболочку, сразу же обуславливаемся. Мгновенно. Даже в аду. Из сада только выходим, получаем тела первые, минералов, камней. Самая низшая форма жизни. Мы обуславливаемся. Попробуйте камню сказать, что ты не камень, ты душа. Он даже вас не услышит. В любой форме. Скажите, если есть, например, брахма, есть Бог Бога, а мы здесь просто такие обычные, не особые души, то какие же у нас шансы на нас вступить? Нужно ли нам сначала достичь уровень Бога, Бога, брахма и Бога, брахма и Бога, брахма? Не обязательно. Господь говорит, сарва дхарма, паритя джан. Оставь всех брахм, он говорит. Когда он говорит, сарва дхарма, паритя джан. Сарва это все, дхарма это религия или долг переводится, или обязанность какая-то. То есть религия и дхарма это как бы с одной стороны одинаковый термин, с другой стороны большое различие. Это не полное определение дхармы, сказать просто, что это религия. Например, дхарма сахара, сладость. Вот что значит дхарма. Дхарма воды какая? Мокрость, жидкость, да? Дхарма соли, соленость, да? И так далее. Вот что такое дхарма, это долг. Да, какая-то природа. Так вот, получение других форм полубогов, это тоже как дхарма. Он говорит, не стремитесь к этому, оставь все дхармы вообще. Просто предайся мне, и я тебя защищу от всех перерождений. Ты можешь прямо отсюда, во мгновенно, туда, напрямую. Пракхупада говорит, зачем вы идете по лестницам на девятый этаж? Садитесь в лифт, напрямую. И ученики говорят, Шрифт Пракхупада, а какой этот лифт, как его найти? Повторяйте, Харе Кришна, он говорит. А это лифт. Потому что Господь Читания сказал, сбалансируйте эти три энергии. Мы же разбирали, да, эти три энергии. Наслаждение, влечение и радости. Это Хара энергия, от слова хорошо, Кришна, Криш тот, кто привлекает это имя Бога. И Рама, тот, кто дает радость. Единственная причина, почему люди не могут достичь этого, у них эти энергии разбалансированные. Их надо сбалансировать, они сами нас вытолкнут туда, сами унесут туда. Просто надо повторять вот эти три имени. Вот этот храм огромный строится для того, чтобы люди со всего мира приезжали и там пели вот эту вибрацию звуковую. Гармонизировали пространство всей планеты и вселенной. Знаете, что огромная очередь, даже Брама стоит в очереди, чтобы попасть в этот Майпур, в этот храм. Не думайте, что он просто так туда попадет. Или полубоги разные, они туда не сразу попадут. Майпур защищен сейчас очень сильно. А мы простые люди можем. Это милость Бога. Он говорит, только вот для вот этих. Вы пока вот там, все нормально у вас. Вот кому надо помочь, самым падшим, самым негодяем. И это мы. В чем мы негодяи? Мы забыли Бога. Вот в чем наше негодяйство. Как бы мы хорошие. Мы нормальные все. Мы нормальные люди, все нормальные. Но немножко есть у нас что-то там такая, какая-то гневца где-то такая. О себе, потому что много думаем. Но вот от этого нужно избавиться. И Бог у нас даже с этой гневцой любит. Он говорит, но это мои дети все равно. Я их защищать буду. Я их буду любить. Просто направьте взор на меня. Оторвите от внешней энергии. Загляните во внутрь. Имейте в виду, когда вы будете подниматься, на каждом уровне будет остановка. Просто остановка. Будете смотреть, ага, райский мир. Во какой. Как только захотите побыть в райском мире, сразу же туда уйдете. Как только увидите мир Брамы, подумайте, вот это да. Какое могущество. Как это все я тоже хочу. Что ложная игра же еще есть. Сразу же в это же мгновение получите тело Брамы. И все. И тогда вы будете там долго, потом опять вернетесь. Поэтому, чтобы не соблазниться, нужен гуру. Вы только увидите, Брама. И тут гуру такой с палкой. Данда называется. Данда это палка. Раз на вас. Понял, гуру Махараш. Брама джай, Брама джи. И побыстрее, подальше от этого всего. Безумие. Только гуру спасет нас от этих соблазнов. Черт говорит, если мы здесь в маркет заходим, идем просто за хлебом. И останавливаемся на каждом каким-то этом. А райский мир, вы даже себе представить не можете, что это такое. Какие-то наслаждения безграничные. Как нас там затянет просто сразу. И только с гуру мы сможем пройти эти соблазны. Хотя Брама нас остановит тоже. Он скажет, здравствуй. Скажет, здравствуй, Брама джи. Как дела? Нормально, домой иду. Ого, молодец. Татасху, благословение тебе все. А, понимаешь, я вот тут устал немножко. Ты не мог один бы день поравить вселенную? Один день всего. Один день просто. Что для тебя один день? Ты вечность постигаешь. Один день. Побудь Брамой один день просто. 8 миллиардов 630 миллионов лет. Побудь просто Брамой. Подтвори вселенную. Я немножко отдохнуть хочу. Один день. Что нам придется сделать? Стать Брамой. Не стать Брамой, а занять пост Брамой просто. Что Брама это тоже преданный Бога. Брама преданный Богу. Он занимается служением. Он нам помогает развиваться. Имейте ввиду, мы сейчас находимся в сознании Брамы. Мы в его сознании сейчас находимся. Вот это все проявление Брамы тоже. Он помогает нам. Дает нам возможность. Воздух, тепло. Вот этот пандал, вот это все. Знания, людей собрал. Это тоже энергия Брамы. Он помогает. Он преданный Бога. Да, он святой. И Брама попросит вас, пожалуйста. Это подобно тому, как Олег Геннадьевич вам скажет. Подержите, пожалуйста, процфельчик, я тут пройду. Что вы скажете? Не, 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 не дай Бог. А то вдруг я Олегом Геннадьевичем стану. Лекции надо будет давать потом. Нет, я не буду. Вы же поддержите. Почему нет? Так же и Брамы скажут. Один день. Он скажет. Конечно, Брамы. И нам один день придется вот поддерживать творение. Наслаждаться, потому что когда-то хотели быть Брамами. И Господь очень милостивый. Он говорит, тебе не надо всю жизнь Брамой быть. Один день всего побыть. Твое желание исполни так. В одном дне. Но все желания исполняет Бог. Горе, Кришна, Горе, Кришна, 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 Горе, 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 Рама, Горе, Рама, 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 Горе, Горе. Лучше нет упражнения. Лучше нет. Я вам серьезно говорю. Это просто кульминация. Сознание, оно уже пробуждается. Только слыша вот эти вибрации сразу же, мгновенно. Телесные упражнения. А вот сейчас мужчина. Ага. Вы рекомендуете съездить в Индию? Хороший вопрос. Пример. Теперь такой пример. Помогает ли вам вот этот фестиваль? Так это даже не Вриндаван. Это маленькая его часть здесь только во Вриндаване проявляется. Вриндаван здесь тоже есть. Имейте ввиду. Если вы воспеваете имена Бога, если вы обсуждаете игры Бога во Вриндаване, имейте ввиду, Вриндаван здесь. Он сразу же, мгновенно. Почему людей тянет этот фестиваль в благость? Потому что здесь есть десяток человек, может, несколько десятков, которые в своем уме поддерживают настроение Вриндавана. Это настроение, оно здесь вот так распространяется. Наша великая удача, что на этот фестиваль на две недели приехала личность, у которой в голове, кроме Вриндавана, ничего нету. Представляете? Это благодаря ему, вот эта атмосфера, она вот здесь вот такая, очень гектарная. Да. Эта маленькая часть Вриндавана уже нас тянет. Если мы обсуждаем игры Бога во Вриндаване, мы сами уже во Вриндаван входим. На тонком плане мы уже входим. А представляете, если вы приедете непосредственно туда, как же вы утвердитесь? Вы очень сильно утвердитесь. Очень сильно, мгновенно, сразу же. У вас никаких сомнений не будет, чем заниматься в жизни. Будет немножко маленькое разочарование. Такое даже сожаление будет такое. Но у меня, по крайней мере, такое было. Что я осел. Большую часть жизни прозвнимался какой-то глупостью. Потратил время на какие-то непонятные действия, наслаждая свои чувства, свое ложное эго. Оно у меня было таким сильным в этот момент, когда я приехал во Вриндаван. Я думал, ужас, какой я негодяй. Вот это будет. Но даже вот это переживание приносит блаженство. Потому что вы знаете, что теперь-то вы точно туда не пойдете. А только вперед. Для этого нужно ехать. Но езжайте обязательно с кем-то, тем, кто уже был во Вриндаване. Кто вам его раскроет. Сами не едьте. Это очень рискованно. Малейшая неправильная мысль даст реакцию мгновенно там. Там мгновенная реакция происходит. Подходит к вам женщина во Вриндаване, например, беременная, держит мальчика еще, ребеночка, с сигаретой, и говорит, дайте денюшек мне. О чем вы подумаете? Не забывайте, вы во Вриндаване. Духовное место. Высшее духовное место. Советую вам, ни о чем не думать. Не анализируйте. Ничего не анализируйте. Либо минимально пройдите просто мимо. Для того, чтобы понять, что... Уходите. Не потому, что это плохо, а чтобы в грязь, в ум не внести своими мыслями. Можете дать. Лучше не давайте, лучше что-то купите, еды дайте. Это лучше будет. Можете дать копеечки какие-то, просто, чтобы сердце мягче стало. Можно что-то дать. Но ни в коем случае не критиковать. Реакция будет мгновенная. Пример. Мы обошли этот хоум, Гавардхан, и ждем рикшу, для того, чтобы уехать во Вриндаван. Там где-то километров 20 надо ехать. В гостиницу. И стоим, ждем. Ждем, ждем, ждем. Рикша не поедет, пока она не заполнится. Рикша это такой трехколесный, скажем так, огромный мотоцикл, в который можно сесть там. По нашим меркам, может быть, там сядет человек 5-6. Но в Индии там человек 30 может залезть туда просто. Я говорю, раз, раз, и все счастливы. Никто не будет говорить, не толкайтесь. Нет, все в блаженстве. Все нормально сядут. И вот он стоит, ждет, пока не заполнится. Ну, хоть сколько ему дают? Он скажет, нет, я буду ждать, пока он нас заполнит. Ему не деньги нужны, ему нужна возможность послужить большим людям. Там служением все занимаются. И вот мы стоим, нас трое. Один сидит в рикше, я стою возле рикши, молитвы читаю на четках. И третий друг, он подошел сок тростниковый попить. И подходит один в черном теле, ну, негр, ну, тоже духовной практикой, занимается нашей традицией. Он сказал, во вриндал. Он говорит, да, ну, ладно, зашел, тоже сидит, ждет. Сидит, ждет, ждет минут 10, подождал, никто больше нет. Говорит, а, пешком пойду. Даже лучше пешком пойду. И встал. И тот человек, который в рикше сидел, он подумал, не хватило терпения. А я подумал другое. Критикую преданного. То есть я еще сильнее грех совершил. То есть я покритиковал того, кто кого-то покритиковал. Сразу же. Представляете, как только я подумал, я на дороге стою. Здесь рикша, и здесь дорога, машина едет. Как только я это подумал, в ту же секунду мне на ногу наезжает маленькая легковушка. И останавливается. И я смотрю на водителя, и водитель открывает окошко, и такой. Они вот так обычно делают. И я мысленно им говорю, прости меня, пожалуйста. Потому что я знаю, что сейчас, если я еще здесь что-то сейчас скажу. Я сказал, простите, что я ногу не туда поставил. Потом хромал, очень долго ходил. Но ничего не поломалось, ничего. Все нормально, потому что не было критики. Никакой. Все мгновенно происходит. Особенно обезьяны. Обезьяны это юмор Кришны. Хотите узнать, какой юмор у Кришны? Посмотрите на обезьян во Вриндауне. Что они там делают? Это особая категория живых существ. Она дает определенное настроение Вриндауна. Что делают там обезьяны? Это очень долго отдельная тема про обезьян. Но Кришна очень любит обезьян. Он их кормит постоянно. Через преданных. Вы идете с пакетиком, с фруктами. Обезьянка раз такая, подойдет, такая. Пальцем такая. Все высыпается. Она берет в четыре лапы апельсины. И прямо на них. Залазит на забор. И прямо перед вами так. А что вы сделаете? Они в очень сильно положено мэгу проезжаются. Что именно ложное эго нам не дает попасть в духовный мир. Это последняя ловушка. Ложное эго это последняя ловушка. И вот они очень это любят делать там обезьянки. Они выждут вас обязательно. Всю вашу дистанцию. Могут дня целого проверить, где вы ходите. Два-три дня будут наблюдать. Потом поймут. Там покупают бананы. Там покупают апельсины. Там просто воду. Там еще фрам ходит. Там туда, туда. Так. Вот эти стратегические точки важны. И все. Она выжидает. Она гуляет. И она знает точно, что в это время надо идти туда. И она стоит где-нибудь под деревом. Или на дерево залезет. Если у вас очки еще есть. Вы уже попадете под прицел. Все. Она выжидет. И как только вы будете проходить где-нибудь, она так аккуратненько так. И буквально на метр выше на веточку. Раз. И такая. Вы должны не паниковать. Должны сразу достать какую-то еду, фрукт какой-то, что-то достать. Она именно для этого делает. Если вы ничего не будете доставать, она будет делать так. Мы с Олегом Геннадьевичем сидели и молились в одном храме. Молились, молились. И он же в очках. Молились, 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 молились. И один святой пришел и прямо с алтаря, с одного божества, ну со святого, с одного, с Амадхи, снял гирлянду и одел Илью Геннадьевичу ее. Обезьяна это увидела. А она такая раз, подкрадываться такая. Ну гирлянду стащить тоже. Они знают, что это такое, могущество этой духовной энергии. У меня Илья Геннадьевич поняли, что она охотится с гирлянды, он ее снял и спрятал такой. Сидит дальше, молится. Рейшна, 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 смотрит на меня. А она такая раз, и как будто бы расслабилась такая. И Илья Геннадьевич тоже расслабился. Ну что, не обращает внимания, ну и ладно. Сидела, 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 такая раз, посмотрела, смотрит, Илья Геннадьевич уже в медитации такой. А она такая тык-тык-тык-тык, и у него очки. И он сразу же отреагировал, она как бы от испуга побежала в угол этого помещения большого. И в ловушке оказалась. То есть, выхода в другой стороне. И она такая, такая. А Илья Геннадьевич такой устал, такой. А дай очки. А она такая, давай гирлянду. Поменяемся. Он, не дам. Это моя гирлянда. Мне ее дали, дам тебе. Она, ну ладно. Он, аааа, взял швабру ей. Она бросила очки, убежала, короче. Очки поломают такие. Какой, блин, опять очки, наверное, меняет теперь что-то. То есть, он с ними не церемонится. Ну, ее редко кто бывает, кто с обезьянами не церемонится. Вот Илья Геннадьевич один из них. Одна обезьяна на него такая бежит, такая. Увидела, что что-то у него было в руках. Он такой идет, идет. Видит, она бежит. Он такой. Смотрит, он настроился агрессивно. Он такой. Тормози. И разворачивается задом. Он ей. Она. Но вам не советую это делать. То есть, у него особые какие-то отношения с обезьянами. Прям у меня таких нет отношений. Я их люблю очень сильно. То есть, я не знаю, у них с ними какая-то. Я их так люблю сильно, что они со мной там особые. И у меня игры с ними особенные. То есть, у меня был один такой момент, когда на меня обезьяна бросилась. Ну, из-за моего друга. Друг там посмеялся над ней. Там храм такой есть. И там такой склон ровный с храма вниз туда. И обезьяна такая выходит с подружкой. Ну, самец и с подружкой такие. Такие проходят мимо нас. Так раз, остановились. Я такой стою, смотрю на них. А друг где-то здесь стоит. Тоже на них смотрит. И самец такой смотрел, смотрел такой. Такой. И так раз. И это добро, оно так по этому склону. И храм чистый всегда. То есть, обезьяна не где-то надо. Вот именно здесь, чтобы туда все уходило. И там внизу, там маленькие кучки, в общем. И когда я это сделал, мой друг увидел, и он засмеялся. Ну, а-а-а, ничего себе. Обезьяне это не понравилось. Что над ней смеются. Ну, этот самец такой, у него такие зубы, клыки такие. И такой присаживается. Видно, что он к прыжку готовится. А я ближе стою и смотрю, он на меня смотрит. И я просто складываю ладони внутри, мысленно так. И начинаю просить прощения. Говорю, пожалуйста, прости меня. Я вот ничего плохо, я не думал о тебе. То есть, я несовершенно, даже если я что-то оскорбил, прости меня, пожалуйста. Вот прости, только пожалуйста, не делай этого. А она уже летит, уже прыгнула. Уже летит на меня, прям. И я в это время молюсь. И она в полете меняет настроение, падает на землю, вдом-дава отложится вот так. Ложит свои лапы мне на стопы и лежит такая. Я такой, ну вот это да. А самка набросилась на друга. А он снял чадр и начал ее отгонять. И я оттуда. А она у него кидается. И потом, когда этот самец такой встал, такой вот так, еще раз так поклонился, такой спокойно, и ушел. И самка тоже за ним пошла. А этот друг мустает, говорит, да, у меня не хватило столько смирения, как у тебя, быстро, ну, в молительное состояние войти. И вот с тех пор обезьянные, они как друзья у меня, просто всегда. Всегда где-то рядом, что-то помогают. Если где-то что-то надо, подойдут, может рядом сесть. Если надо еды, она просто посмотрит, скажет, ну, чего, дай что-нибудь. Если номер открыт и в гостинице, имейте в виду, обезьяны четко следят за номерами. Время, да? Говорят. Да расскажу. Этот самец зашел в номер, так, дверь открыл ко мне, такой, сел на порог, такой, смотрит на меня. Я говорю, что пришел? Ну, и у него внутри, типа, ну, что, не знаю, что пришел, что ли? Всем понятно, зачем мы приходим. Я говорю, ну, понятно. Давай, заходи, бери, что тебе надо, и уходи, мне некогда, не отвлекай меня. И он такой, раз, пошел, подошел к алтарю, посмотрел на алтарь, такой, раз. С алтаря не стал фрукты брать. Подошел к столу, там фрукты лежат, и пакет висит. Подходит к пакету, так, рвать его. Я говорю, не рви, я говорю, это еще не предложенные. Он, раз, такой, убрал. Такой, раз, на стол запрыгнул такой. И на столе, там, на разносе лежали фрукты, гранат, груша, еще что-то лежало. Он такой, раз, берет грушу или гранат. И то, охота. И вот их много, а вот охота все же взять, а две руки всего. Я говорю, давай быстрее уже. И меня это надоело, что он так долго выбирает. Я подошел, банановый лист такой свернул. И ему такой, ну-ка, быстро. И он две штуки взял, одну в рот. Вышел на улицу, там целое семейство подбегает к нему. И он никому не даст, сам все съест. А они сидят, смотрят на него, он все съедает. Отдыхайте, я главный. А? Все понимают. Все, но это не просто обезьяны. Говорится, это святые в прошлой жизни. Это их последняя жизнь во Вриндаване. Они умирают, уходят в духовный мир. Все, кто умрет во Вриндаване, говорится, все живые существа уходят в духовный мир. Это последняя жизнь их там. Просто осталось какое-то желание последнее, материальное. И они это желание исполняют, Господь исполняет там. Они официально могут делать все, что хотят. И уходят в духовный мир.